Тебе кто больше понравился? Оба. Нормально ты замахнулась. Мне Петя больше понравился. Ну тогда Миша мой. Вот и поделили. Отлично. Я отойду на минуту? У тебя точно не держание. Кать? Вам же сказали там подождать. Мы подумали, что вы хотите нас продинамить. Катька где? Она сейчас. Кать, ну хватит ныкаться. Кать! Ушла что ли? Катя! Кать! Катька! Твою мать! Что того? Да как же так? Что делать? Вызывай полицию! Сейчас, сейчас. Помогите! Мам, если ты поедешь в форме, то я с тобой не поеду. Ладно. Готово? Почти. Угу. Утро доброе! Привет, Михалыч. Привет. А где Альберт? Я ему дозвониться не могу. Так, у меня-то товарищ полковник еще с вечера отпустил, чтобы я отсыпался. Ну, а сам он кебесил принимает. Они, наверное, опять всю ночь в бане пили? Ну, ты же понимаешь, ну как управленческих ублажают. Я-то понимаю. Заедем к отцу на работу, отвезем чистую рубашку, а то он весь день старый. Ладно? Ну, так присядем на дорожку. Давайте. Ну, поехали. Так, а моя сумка где? А, вот она. Я быстро. Хорошо. Саш, привет. Здравия желаю, товарищ майор. Передашь эту рубашку полковнику Федоришну? А он сам на месте. Он здесь? Да, да. А я звонила на служебный. Ну, вообще, я лично его не видел, сам только заступил. Но в журнале значится, что товарищ полковник в отделении. Ладно, спасибо. Спасибо. Лена. Лена. С Викой уехала. Угу. И поэтому ты вот с этой спишь, да? Да ты не так все поняла. Лена. Прекрати кабель. Пошла вон отсюда. И действительно, что она себе позволяет? Я ее сегодня же уволю. Не стоит. Можешь продолжать. Я подаю на развод. Лена. Лена, ну я пьяный был, но она сама ко мне легла. Не трогай меня. Прекрати. Слышишь, прекрати. Какая ж ты мразь. Не надо мне больше ничего говорить. За мной ходить не надо. Я не хочу, чтобы Пика слышала наши скандалы. Лена. Меня уже в управу вызывали из-за этого вашего маньяка. И крылья, как придурка со справкой. Следитель Матюшин, доложите, что по ночному убийству. Докладываю. Да сядь ты уже. Как и в предыдущих случаях, потерпевшей перерезали горло и оставили на теле красную розу. Так ты мне зачем это несешь? Я это и без тебя знаю. Что конкретно предпринято по поимке преступника? Или у вас опять как на Марсе? Следы есть от жизни нет? Жизнь есть. В этот раз потерпевшая не была изнасилована. И его, видно, парни спугнули. И подруга ее недалеко находилась в момент убийства, но я ее опросил. Ничего. У тебя уже год это ничего. По ювелирке, что ли? Ну, есть одна зацепка. Разрешите? Интересно, и что же понадобилось оперу на совещании у следователей? Там ночью мужчину постовые в парке задержали. С чужой кровью на одежде. И в кармане нож с бурыми следами на лезвии. Я его сюда доставил? Ну так с этого и надо было начинать. Так я с этого и начал. Так не умничай со старшим по званию. Ты что сидишь там, твоего маньяка наверняка уже схомутали. В атаку. Так что по ювелирке? Заходим. Только не надо толкаться. Не надо толкаться. Садись. Не надо толкаться. Протокол задержания изъятия. Так. Кровь. Где его нож? Нож у меня. Я позже экспертизу сделаю. Тут надо изъять окровавленную одежду подозреваемого. Ну это правильно? Я что в камне голой буду? Неправильно же поймут. Как раз правильно поймут. У меня в кабинете есть белый халат. Ладно, тащи сюда белый халат. Дергач. Организуй понятых. Слышь начальник, за что меня приняли? Малышка моя любимая. Тот, мы неделю не видели. А я уже соскучилась. Сестренка. Привет, дорогая. Тонечка моя. На пару дней. Да ладно, что ты как неродная, пойдем. Подождите. Вещи. А, точно. Гражданин Мовчан, вы не отрезаете, что это ваша одежда? Вслух произнесите это. Не отрицаю. Понятые, распишитесь, пожалуйста. И ваша подпись. Все, вы можете быть свободными. А, проводите. Есть. Если что, я у себя. Так, я еще раз спрашиваю. Откуда на вашей одежде кровь и что вы делали ночью возле парка? Я вас не понимаю. Я требую переводчика! Понятно, уведи его. Встал. Встал. На что вы все здесь грубые такие? Слушай, ну тромчую, ты и есть маньяк. Только в суде это не предъявишь. Да и экспертизы мало. Слушай, Сильвестр, а подсуди к нему своего стукача. Вот эта мысль. Тетя Том, а какое полотенце можно взять? А там желтое, оно чистое. Ага, спасибо. Спасибо. Лен. Ну что на самом деле случилось? Да ничего особенного. Она застукала своего секретаршей. В смысле? А не того? Угу. Прямо на служебном диване. О-о-о-о. От кобелина позорный. Ленок, вот если честно, вот он мне никогда не нравился. Бабник, карьерист и... Сама все знаешь. Ну да. Только я теперь с ним ни жить не могу, ни работать. Угу. Если честно, я... Поняла. Давно его не люблю. Ждала, когда Вика вырастет. Развод! Из сердца вон. Том, можно мы у тебя пару дней поживем? Я потом Вике квартиру сниму. Блин, ну ты наивная. Да в нашем городе любую хибару снять, это большая часть твоей зарплаты. Постой, что ты мне говорила в прошлом месяце по телефону о положенной квартире? Ну, в следующем году у меня выслуга лет пойдет. Обещали квартиру дать. Ну и отлично. Ну, рассчитывайся там и устраивайся здесь. Как? Как это? Ну, послушай, ты же сразу убиваешь всех зайцев. Во-первых, ты избавляешься от своего муженька. Во-вторых, ты получаешь за выслугу здесь квартиру. А это не какая-то хата в твоей провинциальной дыре. Ну, в общем, я предлагаю пожить у меня, а потом что-нибудь придумаем. Не знаю, как-то неудобно. Да чего там неудобно? Да ты посмотри, какая огромная квартира. Мой постоянно в рейсах. Я тебя умоляю, все места хватит. Ну, вообще, это, наверное, правильное решение. Ну, конечно. Переводишься? Попробуем? Ну, вот это совсем другое дело. Пойду позвоню. А-а-а! Алло, Миш, привет! Леночка, я рад тебе, как Чангачгурская альп-врага. Давай вечером увидимся. Миш, я по делу. Ну, раз по делу, давай заходи прямо сейчас в кабинет. Хорошо, я приду, я адрес знаю. Я через час буду. Спасибо. Мама, тапки мои мы забыли. Ну, ты же сама сумку собирала. Ну, откуда ты голая выберлась? Ну, простынешь? Ну, как? Да вот, жаль, я костюм свой новый забыла. Ленка, ты че, на свидание собралась? Ну, да, со своей юностью. Так ты Мишеньке звонила? Опа. Да, так в таком виде, к такому мужчине ты не пойдешь. Я тебя сейчас гроза дену по последней моде. Том, Том, может не надо, а? Надо, не спорь. Группа крови на одежде подозреваемого не совпадает с группой крови, убитой сегодня ночью. Это ничего не значит. Главное, что кровь не его. Что, простите? Я говорю, что он в этот раз просто не запачкался. А одежду надел ту, в которой я раньше совершал преступление. Ночью все равно же не видно. Конечно. Группа крови на одежде подозреваемого совпадает с некоторыми ранее убитыми жертвами. Вот, я прав. Но замытая кровь свежая, она не может принадлежать давно убитым. Так вот, Мария, вот эти вот выводы, это вообще не твоя компетенция. Это как раз моя компетенция. Все, свободно. Короче, кали его как орех молотком, но чтобы вот этот вот задержанный оказался тот самый маньяк. Есть. Есть. В атаку. Ну, давай. Черт. Ой, простите. Да ничего, коллега. Извините, мы знакомы? Нет. Но я так понимаю, вы офицер полиции? Я перезвоню. У меня что это, алгон написан? Ну, почти. Я так думаю, что вы опер, не ниже капитана. Ну, да. Тогда ответный ход. Скорее всего, вы следователь. Верно. Послушайте, у меня телефон заглючил. Позвонить не могу, а меня там подполковник Игорлинский ждет. Вы меня к нему не проводите? Пожалуйста, я просто ксиву дома забыла. Не пропустят. Без моего такого провожу. Спасибо. А вы не посмотрите? Может быть, еще будет работать? Можно починить? Я не силен в этом. Надо спасам показать. Эх, жалко. Товарищ Позвонковник. Ты чего? Тут товарищ следователь ваш кабинет искал. Ленка! Миша! Привет! Слушай, ты не меняешься, а? Как так, пирамида Хеопса. Ты тоже не меняешься. Немножко, правда, раздобрел. А так шикарно выглядишь. Спасибо. Проходи, садись. Ну, что, у тебя все по-прежнему? Работа, семья, отпечатки пальцев? Работаю следователем у Филиппова. Да это понятно. На личном-то что? На личном. С мужем развожусь. Слушай, Ленок, ну это правильно. Если не любишь, чего ж тут? А у тебя как? Я четыре года назад его довел. Ой, извини, пожалуйста. Да ничего страшного. Уже привык. Слушай, а ты мне звонила, про какое-то дело говорила. Что случилось? Миш, послушай. У меня здесь дочка в институт поступила. Я ее приехала проводить. А теперь боюсь одну оставлять. А я чем помочь могу? Может, ты меня возьмешь к себе в отдел переводом? Тем более, что я с мужем не могу больше совместно работать. А ты где жить-то собираешься? Пока у сестры поселились. Потом квартиру сниму. А там и выслуга лет подойдет. Квартиру же лучше в городе получить. Лучше. Ну вот. Слушай, мне, конечно, нужны верные люди. Тут же положиться-то некого. Сама понимаешь. Ну а ты вот как вообще систему понимаешь? Ну, просьба начальства там. Миш, ну, конечно, понимаю. Иначе бы не прослужило столько времени. Ну да, отлично. Оформим тебе перевод. Но так как опыта работы у тебя в городе мало, для начала придется поработать с мертвыми делами. Ты имеешь в виду убийство расследовать? Ну, не совсем. Ну, вот у вас в городке сколько следаков? Двое. Я еще один. Но у нас и преступлений мало. Вот. А у нас и следаков много, и преступлений столько же. И сидит там вот один следак. И правильно оформляет документы, пока его коллеги ни одного преступления раскрыть не могут. А потом это со временного дня, всякими запросами, справками. И все. Сроки заканчиваются, сдают в архив. Так это даже лучше. На вызовы не надо мотаться. Ну и замечательно. Я лично рад, что будем вместе работать. Я тоже. Вечером надеюсь на совместный муж. Ну, конечно. Ну, все, что? Пойдем покажу, где работать придется. Ой, спасибо. А то, может, не передумаешь. Спасибо, Миша. Я вещи пока у тебя оставлю. Слушай, ну, хватит все рбать. Мешаешь. Я тут, между прочим, обвинительную пишу. Может, мне вообще не дышать? Или как? Желательно. Слушай, я этот твой телефон на твоих глазах когда-нибудь поломаю. Понял? Я буду участвовать. Вот, Елена Васильевна, наш однополый, но зато дружный и, я надеюсь, гетеросексуальный коллектив. Все, Родзянка, танцуй тверк. Теперь и следователь Дарешина будет заниматься мертвыми делами. Так, а... А, так, в общем, злишний стол здесь не нужен, потому что у нас старший следователь уходит в управу, поэтому кто-то из этого кабинета займет его место. Разрешите представиться? Представишься. Потом. Все, работайте. Учит вверх. Пойдем. Очень приятно. Аналогично. А вы заметили, как наш начальник ужделенно смотрел на данную особу? Да уж. Он очень, очень хороший мальчик, правда? Да я вам верю. Евгений, а что это у тебя дама плачет? Мать подозреваемого Мовчан. А что плакать? Так мы же его подозреваем. В общем, Евгения Васильевна, это наш старший следователь. Здравствуйте. Ну, работайте, работайте. Пойдем. Михаил Константинович, я вам еще раз повторяю, что кровь на одежде задержанного не совпадает с кровью убитой. Ты к чему это все твердишь, как заевший патефон? Да к тому, что я вас знаю. Обвините невиновного, потом суд его оправдает и меня крайне сделаете. Ты что несешь? Тем более при постороннем человеке. Слава богу, Елена не посторонняя, так как будет работать в нашем отделе. Ну, хоть одна хорошая новость. Наконец-то в коллективе появится женщина, а тут жития с этими сплетниками нет. Маша, можно на ты? Чай будешь? Нет, скажусь. А вы? Конечно буду. Тем более твои пирожки, как апельсин для чокчи. Да, кстати. Секунду. Я слушаю. Есть. Буду через 40 минут. Черт, мне в управу тянут. Алина, за тобой куда за езжение, по-моему, ужин был? Улица Мирная, дом 11, квартира 8. Только ты поднимись, а то у меня что-то телефон заглючил. Ужин с начальством? Просто мы учились вместе, давно не виделись. Да-да-да, я так и поняла. Маша, а вы тут говорили про какое-то убийство? Да это про маньяка с Розой, он уже восьмую жертву замочил. Да, нам на планерке говорили. Самое главное, все жертвы ровесницы моей дочери. И примерно такого же типажа. Ужас какой-то. А парень, которого задержали, вот подозреваемый, что с ним? Поймали, но вроде опять не того. Хотя кто его знает. Парень молчит. Задержали его на месте преступления. Он был снажен и весь в крови. Только кровь не его и не убитой. Хотя и свежая. А может он еще кого-то убил, но труп пока не нашли? Это хорошая идея. Только ты это нашему старшему тупому следаку скажи. Хотя тут все следаки тупые. Все. Да. Как и все кобели. Да, ты, кстати, замужем? Нет уже. Зуб даю. Изменял. Точно? Я бы, знаешь, я бы всех этих женатых мужиков после рождения детей кастрировала. А что? Чтоб не блудили на стороне. Отличная идея. Ага. Ну, и вкусно. Пару. Пред тебе твежа. Смерть легом от ножа. Ты что, угадился, что ли? Базарфельтруй, начальник. Походу, у тебя носки воняют. Ладно. Один-один. Пойдем, пройдемся, что ли? Да не. Копыто болит. Так что ты звал? Ладно. Короче, надо к одному человеку в камеру подсесть. Тут, как говорится, любой стряпец за ваши деньги. Будет, твоя бабула. Главное, чтобы результат был. Не забудь удивиться. Сосед твой в халате будет. На голое тело. Он что, эксгибиционист? Эксгибиционист в деревне. Не угадал. Просто маньяк серийный. Твою душу. Так он у меня того. Да ладно ты, не очкуй. В камере оружия нет. Я вообще думал, ты ничего не боишься. Ни ножа, ни члена. А ты, как только опасность, так выберешь еще помягче. За метлой следи. Ладно. В общем, молчит он, как глухонемой. Ну, не мне тебя учить, как его разговаривать. Ясненько. И за что меня в этот раз, типа, пасают? Ну, а что далеко ходить? Давай форму, что ты на этой площадке детишкам свои глупости показывал. Ты что, начальник? Там мне за такое након справедливости пасают. Да дай мне какую-то статью авторитетную. Ну, типа, я особо опасен. Ага. Во время приема пищи. Так за что меня закроют, начальник? Ну, не знаю. Давай за бакланку против меня. Простите, вам плохо? Плохо. Мне плохо. Скажите мне, вот за что они моего сыночку собрали? Он очень, он очень хороший мальчик. Послушайте, послушайте, гражданочка, я вас очень прошу, у вас глаза такие хорошие-хорошие. Я даже видела, что этот ваш начальник в вас немножко влюблен. Пожалуйста, помогите мне. Пожалуйста. Простите, я я бы с радостью, но я еще не в штате. Я уверена, они разберутся. Да. Всегда говорите. Разберутся, а потом ничего не делать. Простите. Понимаю. Мишенька, ну а все-таки зайдешь к нам? Да ну, давай воздухом подышим. Я так везде в помещении. О, а вот и наша красавица. Ну-ка, где тебя носит, когда такой мужчина тебя ждет? Пойдем, переоденешься перед рестораном. Ну, зачем переодеваться? Это так красиво. А ты откуда? Да так, решила прогуляться перед сном. А ты что, не знаешь, что в городе маньяк орудует? Маньяк мы положим, поймали уже. Чего ты пугаешь? Дочь? Ой, не представила вас. Это Михаил Константинович, мой однокурсник. Это моя дочка Вика. Здрасте. Уж приятно. Извините. Мам. Да. Черт. Опять в парке? Этого еще не хватало. Что случилось, Миша? В парке опять девушку убили. Мне то у нас полбеды. Мне сообщили, что лично генерал едет, хочет меня видеть. Можно я с тобой? Ну, вообще, хорошая идея. Потом поужины. А вы дома сидите, никуда не выходите. До свидания, Мишенька. Пока, Тома. Пойдем. Сколько раз говорила, не ходи одна по ночам. А что значит, ходи со мной? А что мне дома одной делать? Ну, смерть наступила примерно сейчас назад. Касма, ты точно уверен? Уверена. Ну, все. Значит, это не наш подозреваемый. Слушаю вас. Гуляем мы, значит, с Жужей. А Жужей-то? Ну, с ней. Она как вонет сюда, а потом как заскулит, ну, а потом я покойницу увидел. Ну, и позвонил, куда следил. Что, явился? Виноват. Ачка втиратель. Виноват, ачгирал. Еще и вырядился, как папуас бразильский. Ты мне днем лично докладывал, что маньяк задержан. А у нас тут снова мокруха с тем же почерком. Так, может, его подельники убрали? Ты чего несешь? Версия. Версия. Короче, всем слышно? Даю вам завтрашний день. Не поймайте маньяк, я тебя, подполковник, уволю к чертовой матери. И следователя этого тоже уже год не может дело раскрыть. А мне пресса и мэр всю плешь проели. до завтрашнего вечера. Выгоню по статье. Так, ты слышал? К утру не приявишь обвинения, я тебя изнасилую лично в грязной форме. Да предъявить не сложно. Я сейчас могу поехать и предъявить. А если убийство продолжится, что тогда? Евгений Михайлович, Евгений Михайлович, я отпускаю гражданина? Ну, если показания записал, отпускаю. Спасибо, вы свободны. Пойдем, Жужа. Капец какой-то. Так, у тебя там что? Что ты сидишь-то? Ищи давай. Я вас сейчас всех уволю. В отличие от вчерашнего случая, эту жертву изнасиловали. Убийца, кстати, местный. С чего ты пришел? Если бы я вчера днем прочесала бы тут все аллеи, ночью все равно бы запуталась. Залетный не смог бы уходить с места преступления, не попав ни под одну камеру. Позвольте перчаточку. Срезаны шипы. А в аналогичных эпизодах тоже так было? Да я как-то внимания не обращал. А какая разница? При других убийствах тоже розы были без шипов. А всегда цветы были настоящие, живые? Да, еще какие, свежат. Кстати, редкий сорт турецкой розы у нас такие даже летом не растут. Мы проверяли все цветочные магазины, рынки. Бесполезно. А ритуальные услуги проверяли? Зачем? Живые цветы используют в дорогих венках. Для этого шипы срезают. Маньяк, конечно, мог срезать шипы просто так, но вот эта роза пропитана парафином, следовательно, из венка. Так, утром все ритуальные услуги проверить. И учить еще следователю Федоришиной. Товарищ подполковник, разрешите мне ознакомиться с аналогичными эпизодами прямо сейчас? Разрешаю. Он за пять минут сделал то, что я тебе за год сделать не мог. Поехали. И ты тоже, раз дело в твоем сейфе. так, ритуальные услуги на тебе. Вот это женщина. А, это? Это да. Только на нее наш начальник запал, так что? У тебя никаких шансов. Ну ладно тебе, еще посмотрим. Ну вот, тогда я и следил из катушек. И решил их убивать. И много ты, баб, того? Да, много. Сколько именно, уже и не помню. И что, ты так а, в отказе будешь? Нет. Нет, пусть все профуры узнают, что их ждет, когда они... Я ненавижу всех баб. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Миша, у тебя кофе есть? Я сам не пью, но сейчас организуем. Угу. Получите и распишитесь. Женька, кофе-карту обради, Елена Васильевна. Ха. Мало того, что мою компетенцию поставили под сомнение, так еще и слугу во мне увидели. Евгений. Как-то неудобно получил. Талантин на все внимание обращает. подполковника Горлицкий слушает. Простите, а завтра утром никак? Есть. Вызывают? Да мэр генералу кровь свернул, а на мне теперь хотят зло выместить. Ваш заказ. Спасибо. Шоколадка. Чего-нибудь еще изволитесь? Спасибо, Евгений. Ну, я, наверное, пойду, да? Не буду мешать чего-нибудь читать. Нескучного литературного вечера. Да. Лен, я постараюсь через полтора часа вернуться. Угу. Ну, че? Тебя причитается. Давай, не сини резину. Короче, уже скололся твой маньяк. Даже утром хочет явку с повинной писать. Ну, это я его надоумил. Молодцы. Надо его прямо сейчас на допрос дернуть. Ты че, попутал? Это ж косяк на мне будет. До утра не передумаешь? Нет, не должен. Уж более у него какая-то злоба лютая на баб. Ладно. Держи свой честный заработанный меморар. Пиши расписку. А че писать? Я Митя Полторашка. Какая Митя Полторашка? Я Дмитрий Полторанин. Ааа. Получил за оказанные услуги. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 из кадров, что у тебя обязательно формула, перевод. Доброе утро. Пятиминутки не будет. Ага. Ну, мы пойдем. Я еще сказать хотел отзывания? Можно? Да. Вот, послушайте, эксперт. В общем, кровь на одежде задержанного действительно совпадает с группой крови последней убитой. Но, так как кровь была замыта, мы не можем утверждать, что она принадлежит жертве. А это все равно улика, хотя и косвенная. Слушай, у тебя и правда, что ли, эта психическая расстройство, не поддающая медикаментозному лечению? У тебя подозреваемый уже сутки в камере сидит. А нам нужен маньяк, который сегодня убил ночью. Тебе чего? Так задержанный явку с половиной накатал. Говорит, что это он, он убивал девушек. Вот это да. Так может, у нас действительно два маньяка, и они оба розы оставляют на своих жертвах? Так себе версия. Ну-ка, веди-ка его сюда. Выходит, зря вы дело читали. Тут и без вас разобрались. Заходим. Значит, ты вот эту вот собственноручную накатал? Да, это я их убивал. Детали, правда, не помню, извините, пьяный был. Он врет. Я не вру. Заткнись. О матери подумай, балбес. Так, ну-ка, поясните, Елена Васильевна. В общем так, дело в том, что я по второму образованию психолог и ознакомившись с делом составила психологический портрет предполагаемого преступника. Для памяти записала. Так, и что? Ну, если позволите, я зачитаю. Слушайте, не перебивайте, а. Можно? Пожалуйста. Итак, наш маньяк импульсивный шизоид. По жизни, скорее всего, неудачник. Последователь в действиях и достаточно хладнокровен, чтобы не запаниковать и не выдать себя. К женщинам определенного возраста испытывает ненависть. Ну, возможно, он подвергался насмешкам, в том числе сексуального характера. Должен испытывать трудности при общении с женщинами. Ну, стеснение, например, боязнь быть осмеянным. На основании вышесказанного, с большой долей вероятности, можно утверждать, что маньяк некрасив. Имеет физический недостаток на лице. Скорее всего, выше среднего роста, раз многие его жертвы были немаленькие. А он их обхватывал сзади, запрокидывал голову и перерезал горло. По манере убивать можно сказать, что этот человек профи. Но не военный, их этому не учит. Скорее всего, с Востока или Кавказа. Где точно так же режут баранов. Только это все общие фразы. Вы можете что-то конкретное сказать? Скажу. Помету я историю с розами, на которых были срезаны шипы и остались следы парафина. И потому что маньяк не оставляет биологических следов на жертвах, можно предположить, что он работает в морге. Ну, поэтому и знаком с судебной медициной. А убивает в тот день, когда хоронит богатого покойника, у которого на могиле есть дорогой венок из живых цветов. А Юрий Мовчан, можно сказать, красавец и точно не испытывает проблем в общении с женщинами. Да ерунда это все, у нас есть и явка, и улики. Действительно. Я еще не все сказала. Так, все, спор окончен. Елена Васильевна, вы свободны? Идите домой, мы тут все учтем ваше сказанное. Ну как, ну она же... Ей будет тоже свободна. А у меня ксивы нет, меня не выпустят. Майор, проводи, а этого отведи. Есть. Малиток не перебуд. Все, давай, на выход. Слушай, раз этот грузится, я правда не знаю, зачем он это делает, поступим так. Это настоящий маньяк, а тот, который убивает и скорее всего будет убивать, просто его подражатель. Правильно. Сейчас главное перед генералом отмазаться, чтобы не уволил. Ну а там, может, само рассосется. Честно говоря, теперь, после ваших раскладов, я уверен, что мне того приняли. Спасибо. А вы проверили его алиби? Пока нет. А давайте прямо сейчас проверим. Начнем с его мамы. А давайте. Я с вами хоть куда-нибудь. Тем более здесь рядом. Так точно, товарищ генерал. И доказуха есть, и признание этого маньяка. Вы обижаетесь, товарищ генерал, но никто не собирался вам втирать очко. Вы простите, очки. Заниматься очковтирательством, как вы это говорите. Да, все, есть, держать вас в курсе. Конечно. Ну, на ловце и зверь бежит. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тут стояла, смотрела. Не идет ли Юрочка? Это не Юрочка, это вы. Вы, которые из полиции. Мы уверены, что ваш сын не виноват. Но нужно ему помочь. И, может быть, вы знаете, откуда у него кровь на одежде? И в кармане у него нож был с пятнами крови. Знаю. Знаю. Это они с Виткой красавчиком подрались. И тот ему как раз руку порезал. А Витька это кто? Витька красавчик это его лучший друг. Но дело в том, что он с его невестой немножко, ну, изменили. Слушайте, я вам хочу сказать. Эта невеста, она мне никогда в жизни не нравилась. Скажите, а вы знаете, где они живут? Господи, ну конечно знаю. Значит, Витька красавчик живет. Идете все время прямо, 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 потом повернете направо, там будет булочня. Ага. Там такой большой дом, третий этаж, девятая квартира. А это шмындрочка, из-за которой они поцапались. Она живет на противоположной стороне, невысокий дом, вторая квартира. Я знаю где это. Ну, а Юрочку моего вы когда отпустите? Я надеюсь, что скоро, но сейчас мы должны проверить его алиби. Ну идите, проверяйте, я не понимаю, что вы тут на месте стоите. Идите бегом. Счастливо вам, я вас потом очень отблагодарю. Спасибо. Значит, он подрезал друга, отсюда и кровь. А потом оговорил себя, потому что его девушку бросила. Вот такое вот громкое самоубийство. Елена Васильевна, я думаю, что друг его и невеста наверняка подтвердят алиби. Так что вы отдыхайте. Дальше я сам. Ну хорошо, спасибо. Только настоящего убийцу ищите по моему описанию через похоронное бюро, морги и кладбище. Хорошо. Удачи. До встречи. Так вот, во Франции эклеры едят вот так. О, неужели явилась? Привет. Привет. Здравствуйте. Мое почтение. Кстати, моя подруга, мадам Фурсенко. Очень приятно. И мне. Моя сестричка Леночка. Мама, а тебе не кажется, что ты задержалась на ужине с мужчиной? Вика. Вика, ну сейчас неуместны эти шутки. На работе была, убийство расследовала. Конечно, конечно. Ну да, это правда. Мама фанатик своей работы. Ой, есть хочу. Но сначала в душ. Я же тебя просила, Вика. Что? Слушай, а не плохая фактура в этой селянке? Тсс. Ну там. Надо им чуть-чуть поработать и будет королева. Это бесполезно. Мама и моды вообще несовместимы. Вика. Что там говорила о Франции? Вика. 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 Добрый день, скажите, вчера богатого покойника хоронили, там был венок из свежих роз? Тут не справочное бюро, но вообще-то это был риторический вопрос, вот ты и попался на ничьи, ух ты! Става! Ну, как думала с Мишенькой? Никак, он просто друг, просто начальник. Ну, так начальника точно не помешает соблазнить, чтобы им пользоваться? Нет, не надо про это. Просто ее муженек, секретарша, испалился. Тома, я прошу тебя, сменим тему. А что Тома, а что Тома? Я открою. Представляешь, он, короче, застукал прямо в кабине, одену диван. Товарищ майор, мне приказано срочно доставить вас в отделение, вас генерал ждет. Я сейчас. Меня генерал вызывает, пойду переоденусь. Генерал? Угу. Слушай, так Тому, генералу надо же как-то особо одеться. Точно. Девочки, ну, я не знаю. Не-не-не, тебя это старит, снимай. Снимай, снимай, снимай. Снизу мне сочетаются. Ну, а если вообще вот так? Ну, так лучше. Да, отлично, отлично. Девочки, давайте определяться быстрее, там генерал ждет. Он мужчина и женщина дождется. Хочу вам напомнить, что у нас нет мужчин и женщин. У нас есть начальники и подчиненные. Угу. Это если подчиненные, не модные дурнушки. А эффектную женщину любой начальник заметит. Да, да. Да, мать? Ну, да, конечно, если он не гей. Так, все. Я побежала. Во Франции много геев. Слушайте, ну мне писать. Здрасте. Ну, действительно, товарищ подполковник, сколько можно заседать? Так, а ну-ка тихо! Разгалделись! Или вы забыли, что ли, кто здесь доминирующий самец? Да я вообще молчал. Вот все. Сели, ждем. Товарищ подполковник! Так, Мария! Ты не начинай. Стул возьми, присядь. Проходи! Не стесняйся! М? Орел! Спровоцировал маньяка и лично схомутал! А? Моя школа, товарищ Китая. Проходите, присаживайся на место. А это следовательша где? Майора Федоришина сейчас доставят. Садитесь. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ генерал! Семенович, свободен. Понял. Называли? Называл. Значит так. За личное мужество майору Дергачу объявляю поощрение в виде премии в размере месячного оклада. Рад стараться. А за то, что вычислил настоящего маньяка, моя личная благодарность майору Федоришиной. С завтрашнего дня она в штате этого отдела на должности старшего следователя. А я? Вместо переведенного в управление следователя Матюшина. Товарищ генерал, спасибо за доверие, но я, наверное, не справлюсь. Да ты не справишься, а я просто скромный счет. Надеюсь, надеюсь. Ладно. Работайте. Поздравляю. Спасибо. Товарищ подполковник, вы уже обещали, что кто-то из нас вот, да, займет место старшего следователя. Действительно, и как-то мне так и расследовать эти мертвые дела? Все претензии к товарищ генералу. Слабо? Свободны. Поздравляю. Там надо бы этого клоуна из камеры выгнать. Действительно, я этим займусь. Еще раз поздравляю. Спасибо. Молодец. Миша, у меня же опыта мало, я не справлюсь. Ты что будешь спорить с товарищем генералом, что ли? И потом, оклад старшего следователя тебе не помешает, правильно? Это да. Давай сделаем так. Ты сейчас на три денечка смотаешься домой, все дела решишь и возвращаешься. Хорошо. Да, и не забудь о тебе еще ужин в ресторане. Миша, а как тебе мой наряд? Смело. Хорошо, значит, да? Давай, жду. Поняла. Мама. Юрочка. Юрочка, сынок, мой дорогой. Боже мой, твоя одежда. Вещи на экспертизе, их пока не забрать. Это не важно. Спасибо. Спасибо вам огромное. Это вы вот Елену Васильевну благодарите. Ой, моя рыбонька. Моя рыбонька, моя золотая. Спасибо тебе. Да вы что? Ну, вот возьму. Уберите. Меня же могут посадить за взятку. Я не подумала, извините, пожалуйста. Мам, может мы хоть такси вызовем? Ни ти же мне так холодно. Кстати, насчет халата. Имущество Коземное надо вернуть прямо сейчас. Даже голый. Шучу я. Да смешно. Давай, давай, Босяк, иди, что ты стоишь? Только такси. Иди давай, такси будет тебе. Такси и лимузин тебе будет. Иди, спасибо вам большое, да вам Бог здоровья. И все-таки замечательная у нас профессия. Ну, это как сказали. Временами. Мне Вика сказала, что ты здесь. И у тебя хватило наглости явиться. Слушай, ну не будь ты дурой. Эй, мужик. Полегче. Не лезь мне в свое дело, я ее муж. Бушель. Руку пустил? Пустил руку, я сказал. Не надо женщине хамить. Пустил. Я смотрю, время зря не терял, а защитничка себе на что? Какой же ты подонок, Федоришин. Пойдемте, Елена Васильевна, я вас провожу. Вот так, значит, да? А ты мент? Ну ничего, я такие связи в управе подключу. Вас обоих вышвырнут. Поехали. Спасибо. Спасибо. Ну что, пробуем? Ну как? Пойдет. Добрый день. Проходи. Ну, папа тебе поможет. И... Эх, ты мой. Оп. Держись крепко, так, для меня, да? Спасибо. И улыбаемся. Улыбаемся. Та-дам. Маша. Не страшно? Нет. Так, где там наш папа? Уху! Папа! 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 Мужчина! Вы куда? Туда нельзя! Маша! Света! Света! Захачи! Угу. Ой, а вещи это как у нищей из Петрищева Ну, это весь мой гардероб Вот это все твои вещи? Ну да О, Господи Ну, как прошло расставание с изменником? Ну, бурно Не может смириться, что я его бросаю Ну, конечно О, ты мне почему не сказала, что вы с папой разводитесь? А добрый вечер где? Тетя Том, не меняй тему Не меняйте, Викусь Я просто не хотела тебя расстраивать Только сегодня все окончательно решилось Я боялась, что ты не поймешь Да нет, я прекрасно все понимаю Точнее нет, я наоборот не понимаю Столько лет вместе и все просто так бросить? А там все не просто так Тома, прошу, не надо Меня папа предупреждал, что вы его виноватым выставите Какой потаскун Тебя виноватой сделал Пусть так Я не хочу, чтобы Вика знала подробности Света! Свет! Добрый день, Алифтина Егоровна Скажите, а Светлана не заходила к вам с Машей? Нет Нет, ничего не случилось Просто разминулись в парке И телефоны у них выключены Да, я подруге уже позвонил Ничего страшного Я наберу вас, когда что-то узнаю Да, до свидания Понимаете, никогда раньше такого не было Я звоню, они недоступны И никто из родственников не знает, где они могут быть Да вы так не переживайте Вот у нас, типа, детский инспектор, он поможет найти вам дочь А жену? И жену, у него на женщину вообще особый нюх У меня? Так, давай, не умничаю У человека дочка с женой пропала Идите протешите парк Давно? Да какая разница? Пропал несовершеннолетний ребенок Мы уже обязаны реагировать Детали ему по дороге расскажите Спасибо, да Разрешите идти? В атаку? Да Слушайте, это случилось в 16.40 Мы были в парке, там аттракционно И они поехали в эту... Да нет, вряд ли они еще здесь Мне тоже так кажется Ну, раз начальник сказал Короче, давайте я там поищу А вы здесь Слушайте, ну это какая-то ерунда Нам нужно собак вырвать Там вы, кинологов Надо делать что-то Маша! Маш! Простите, обознался ли Извините Вы... Вы успокойтесь Вы... Вот что Вы идите домой А я здесь останусь Поищу Нет, лучше я с вами Так может, ваша семья уже Дома вернулась Слушайте, я был дома Их там нет Так у них же... У них же телефон отключен Может, вот как раз сейчас Они вернулись У вас телефон работает Если я найду, я вам позвоню Ну что, правы Хорошо, будем на связи Да, товарищ подполковник Все нормально Все нормально Все хорошо Я его успокоил Нет Он не в отделении Он домой пошел Так я ему так и сказал Сами найдутся Есть Есть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт. Ты чего? Ты где была? Маша, где? Не ори. И посуду не бей. Я спрашиваю, Маша где? Че, выпила что ли? К бабушке я ее завезла. Ага. Так я же звонил ей весь вечер. Вы где были? Почему вы телефоны выключили? Да просто мы тебя в парке потеряли. Потом Маша в кино попросилась. Мы телефоны отключили, чтобы зрителям не мешать. Включить забыли. Забыли. А почему бабушка не сказала, что я весь вечер звонил вам? Ну не сказала. Внучке обрадовалась. Забыла. Обрадовалась? Класс. А я всю полицию на уши поставил. Ты совсем что ли? Да это вы совсем уже. Ладно. Позвоню Маше. Спокойной ночи пожелаю. Не, ну ты точно выпил. Пол второго ночи уже, соображаешь? Спать иди. Давай уберем. Я сама уберу. Иди. Иди, иди. Точно все нормально? Нормально. Маша. Маша. Света. Света. Свет. Свет. Да твою же мать, а. Здрасте. Здрасте. Смотри, служебный компьютер не утащи. Че, крысы что ли? Ладно, не заводись. Давай, передай Елене Васильевне ключи, незаконченные дела и анализ мочи. Какой мочи? Это они так шутят. А ты вместо того, чтобы начальство осуждать, лучше бы подобострастно улыбался на каждую остроту. Ха-ха-ха. Давай, собирайся. Я пошел. Угу. Никогда не привыкну к его чувству юмора. Да и, слава богу, уже не придется. Так, вот ключ от кабинета. Угу. Это от сейфа. Он слегка заедает, его чуть вдавливать надо. Угу. Так, вот два дела. Первое по разбою. Там только осталось ознакомить арестованного и передать дело в суд. А второе отказняк. Вы его, Родзянка, отдайте, а он сам все оформит. Да я сама могу. Ну, как скажете. Удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok О, привет. Здравствуйте. А Светлана у вас? Нет. Ой, что ж ты гостя в дверях держишь? А Маша у вас? Нет. Да ты проходи. Так, подождите. Вчера Светлана вечером Машу завозила? Нет, они давно не заезжали. Они звонили? Нет. А что случилось? О, черт. Да что случилось-то? Да не блажи ты, погоди. Поцапались они, я думаю. Ну вот, осталось провести только допрос. Тут гражданка. Добрый день. Здравствуйте. Ты ее приложил? Нет, конечно. Я веду прием граждан. Вот гражданка пришла. Это супруга вчерашнего заявителя, чью дочь вы отправили искать в парке. А, да? Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот гражданка утверждает, что это ее супруг. Похитил дочь. Пытался ее убить в квартире, но она убежала. Спасите мою девочку. Мой муж, он совсем с ума сошел. Я не знаю, что с ним. Так, так, вы успокойтесь. Мы кого надо найдем, пахт садим, а если надо, принудительно вылечим. Так, а что делать-то? Тебе делать ничего не надо. Иди, веди прием. Есть. Ну, а как же? Да это обычный опера. А теперь вами займется целый следователь Барховщиков. Ну, это же возбуждать сразу два дела. У кражи несовершеннолетнего ребенка, домашнее насилие. Да? Ну, где возбуждай? Ищи дочку, гражданки. Принято. Прошу в мой кабинет. Спасибо вам. Вот налево, пожалуйста. Ты че врываешься, как диарея в сортир? Извини у тебя. Разрешите? Ты совсем идиот? Сначала вошел, потом спрашиваешь? Виноват. Что там у тебя? Так, я продолжаю вести прием граждан. Вот, пришел вчерашний заявитель. Он утверждает, что дочь и жена его опять пропали. Хотя вчера вечер, ночью, он уже ночью звонил и говорил, что они нашлись. Ты знаешь, мне честно говоря, это сумасшедшая рожа тоже как-то подозрение вызывает. Ходит все четко к нам. Такое ощущение, что хочет подозрение от себя отвести. А где он? У меня в кабинете. Я думаю... Не надо думать, здесь думаю только я. Дождись, пока супруга составит заявление, а потом следователь устроит ее очную ставку. А если он не сознается? Сознается. Вот тут вот как раз и подключится опера. И Сильвестра возьми. Сам-то ты точно не справишься. Есть. Давай в атаку. А время указывать? Да, желательно поточнее. Тебе чего? Там Игорь Павлюкевич пришел. Кто? Утверждает, что его жена и дочь пропали. Узнайте, у него где Машенька? Да, конечно узнаю. Видите, искать не пришлось. Сам пришел. Шеф говорит, надо им очную ставку устроить. Конечно. Я боюсь его. Он же меня убить пытался. Да подождите, вы не бойтесь. Вы же в полицейском участке, да? Ну, что здесь произойдет? Вы в полиции. Вообще, вам сейчас не о себе, о дочери думать надо. Вот именно. Да. Я согласна. Давай, уведи его. Я боюсь. Не бойтесь, вы не бойтесь. Все будет хорошо. Вы, главное, распишитесь и поставьте дату. Заходим. Света, что с тобой? Где Маша? Как где? Ты же сам ее увез. Куда увез? Ты мне ночью сказала, что отвезла к родителям. Ее там нет. Пропала куда-то утром. Свет, Свет, что происходит? Ты сам ее увез. Что ж ты не несешь-то? И меня убить пытался. Врешь. Свет, ты где? Эй, ну, хватит. Свет, выехай. Я без... Марш, ты где-то не портел, что ли? В камеру его. Ты зачем врешь? Вот, закрой. Я тебя еще дело открою за нападение на полицейского. Вот, видите, он в гневе себя не контролирует. Все, 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 успокойтесь. Водички? Нет, нет, не нужно. Я дома ингалятор забыл. А, вы это... Так, может, я скорую... Нет, нет, я лучше до аптеки дойду. Я держусь. Держусь ради Машеньки. А вы ищите, пожалуйста, найдите. Я вас сейчас проведу, не беги. Слушай, Сталон, ты его хоть не сильно тряханул-то? А то он у нас и так сприбабахал. Да нет, самой малость. Ну, в пределах самообороны. Знаю, твоя малость. Да. Слушаю вас. Значит так, поскольку у нас Елена Васильевна по второму образованию психолог, предлагаю ей тоже присоединиться к этому делу. Присаживайся, Лен. К какому? Ну, в общем, тут мужик похитил свою несовершеннолетнюю дочь. Пытался убить жену. Даже при нас пытался ее добить. Да, хотя вечером, скорее всего, ночью, он прибегал и говорил, что это жена похитила дочь. Понятно. А я чем могу помочь? Короче, Лен, это мужик, короче, у нас, походу, с прибабахом чуть-чуть. У него, походу, в последний гусь улетел. Даже если сейчас буханку хлеба к голове ему примотаем, вряд ли он вернется поклевать. С ума сошел. Да это не я сошел, это муж. Если сейчас скорую вызвать, ее же сразу в психушку определяют. Как мы узнаем, где он дочку прячет? Ну, ты все-таки психолог. Разболтай, разговори, узнай, где дочь. Ну, вы меня в курс дела-то введите. Так я что, вот это. Товарищ полковник, вы что, сомневаетесь в моей компетентности? Я что, сам не разберусь? Слушай, Сань, ты амбиции-то выключил. У нас все-таки ребенок пропал. Угу. Знаете, я начала бы с супруги. Кстати, ее надо в травмпункт везти, побои снимать. А где она? В аптеку пошла. Ну, отпросила за лекарствами. Сань, ты что, ку-ку, что ли? Какая аптека? Что тут рядом? Ну, хорошо. В деле есть ее телефон, я сейчас наберу. Нет, ну это... Ну? Абонент недоступен. Молодец. Значит, этим делом теперь занимает старший следователь Федоришина. А вы идите! Чтоб результат не был. Кошетник. Я сколько раз говорил, не брать мою кружку. Вообще, я фонарел уже. Ты что такой злой с утра? Злой. Уже начальник, вон, отдал мое дело своей фаворитке. Ну, так вам же лучше. Чем лучше? Преступник уже задержан. Его только допросить, расколоть, и все, дело можно закрывать. Эта баба опять все портит. Из-за нее я не стал старшим следовать. Да, и ты не стал, да. Это я не стал старшим следователем. Приходится здесь ютиться с вами. Конечно, ты. Ага. Сейчас. Я вообще рассчитывал, что она меня заменит. Я буду живыми делами заниматься. Слушай, это провинциал там? Все наши планы сбила. Я предлагаю, давайте объединимся. И докажем ее профнепригодность, а? Че там объединяться? Она сама докажет свою профнепригодность. Как ты сказал? Во-первых, провинциалка. Во-вторых, мягкая. Ну что, она преступника в допросную расколет, которая идет в отказку? Нет. Так что и это дело она не раскроет. Потому что ба-ба. Это да. Филипповский район. Так это что, 50 километров с гадом? Я знаю, едем? Скажете. Обзвей, пожалуйста. Садись. Я этого буйного с вами на идее не оставлю. Моя жена сошла с ума. Это она увела Машу и почему-то меня в этом обвиняет. Пригласите ко мне Светлану Павликевичу. Она так и не появилась. Мобильный отключен. Вот видите? Ну, если бы она думала, что это действительно я украл Машу, стала бы она выходить из отделения и отключать телефон, зная, что в любую минуту ей могут позвонить по поводу дочки. Странно. Да более чем. Я прошу вас, найдите ребенка. Найдите Машу. Ну, делайте что-то. Не сидите здесь. Найдите ее. Уведите его. Я здесь действительно теряю время. Найдите мою жену. Она знает, где Маша. Выходим. Странно. Тут геморрой. Как тебе этот геморрой может помочь? Да. Миш, можно? Да, заходи. Чай будешь? Нет, спасибо. Зря. С горного Алтая. Слушай, я тут некие соображения имею по делу и план оперативно-розыскных мероприятий. Ну, давай, излагай. Миш, вызови своих оперов, а ну, чтобы два раза не повторять. Сталлона, ну-ка, живо ко мне, как реактивно на скипидаренные. Глент, ну что насчет ужин? Ну, еще ж не вечер. Миш, давай на службе о службе, а? Хорошо? Хорошо. Не забудь, пожалуйста, возбудить отдельное дело о нападении на майора Дергача. Нам сейчас срочное открытие особо тяжко очень не помешает. Поняла. Да. Вызывали? Ну, раз звонил, значит, вызывал. Елена Васильевна, изложите план оперативно-розыскное мероприятие. Угу. Я уже объявила в розыск малолетнюю Машу Публикевичу. Угу. А вот это постановление для сотового оператора. Нужно установить местонахождение Светланы Павликевича. А вы что, еще не нашли, что ли? Никак нет. Странно, у нее дочь пропала, она где-то гасится. Так, ну я это не подпишу. Но нам нужно проверить все версии. Первое, что муж говорит правду. Для этого нам нужно найти Светлану. Второе, нужно установить по сотовому еще и ночные передвижения Светланы. Потому что если она с мужем не была, мы на суде не докажем, что он пытался ее убить. Хорошо, хорошо, подпишу. Сам лично пойду к прокурору, подпишу. Вот. Также нужно затребовать постановление записи камер видеонаблюдений в парке. Также с камер у дома Павлюкевич. Если таковых не имелось, то с припаркованных видеорегистраторов. А нас что у их дома интересует? Ну, приходила ли Светлана ночевать домой? Опросить соседей на момент конфликтов в семье? Но здесь же работа на месяц. Вот именно. А времени я вам даю до обеда. Будете ныть, в поликлинику отправлю. А зачем? На опыты. А я пока опрошу родителей Светланы Павлюкевич. Хорошо, допросите. Лучше, наверное, на их территории. Речь все-таки о внучке. Кстати, я не исключаю, что она может быть у них. Ну, давай вас довезут. Все? Ну, пока да. Ну, все, в атаку. Угу, хорошо. Да мы и сами после визита Игоря, как на иголках, все телефоны оборвали. Но не можем дозвониться ни ему, ни дочери. Уважаемые, скажите прямо, что случилось? Ну, вы там не переживайте. Все нормально. Я думаю, они решили развестись. И не могут поделить девочку. Подали нам заявление. Обвинили друг друга в буйном поведении и в быту. Вот с этим я хочу разобраться. Вы идиоты какие. Я думаю, просто взбрыкнули они. Ну, взбрыкнули и все, помирятся. Скажите, а как ваш зять ведет себя в быту? Ну, наговаривать не буду. Ну, смирный он и не пьет. Ну, почти. Угу. Я прошу прощения за вопрос. А дочка как ведет себя в быту? Ну, как дочь? Ну, помолчи. Ну, что тут скрывать? Светка иногда вспылит, но без крайностей. В общем, все как у людей. Все как у людей. Мы бы тоже иногда, бывает, погрыземся. Ну, так. По-семейному. По-семейному. Ну, вот это правильно. По-семейному, понимаете? А почему Света не позвонит? Ну, тебе же сказали, что поссорились они. А она знает, что ты всегда зятька защищаешь. Вот и не хочет твои лекции выслушивать. Вот и все. Спасибо вам большое. Я, наверное, пойду. Вы не пишите там, что они ругались. Они помирятся. Они сами помирятся. Сами. Хорошо. Хоть там не было оружия, но потерпевший утверждает, что прежде чем отняли кошелек, ему угрожали убийством. Ну, и все. Меня тогда с грабежа на разбой. Нам же лучше, чтобы статья тяжелее была. Тем более, когда дело раскрыто. Ну. Да. Можно. Ух ты. Быстро вы управились, два друга. Подпруга и как его там? Ну, тогда я точно подпруга без вариантов. А вы про что? Все, проехали. Разрешите доложить? Погоди, а то успеешь. Сейчас это, Федоришина подъедет, ей расскажешь. Да. Тут кое-что интересное. Вот сядь вот о этот стул и помолчи. Сейчас следователь нарисуется, тогда и все скажешь. Я вот тут думаю... Привет. Оба видите. Привет. Привет. Ну, раз все проявились, начнем. С нами теперь эксперт. Как ни странно, она не только в трупах понимает, но и в компьютерах, там, сотовых телефонах и прочие вот это, свистопляски. А у вас что, интересного есть? Ну, у них в доме там слышимость такая, как будто ни с тени, ни потолков нет. Но при этом сегодня ночью соседи даже намека не слышали на то, чтобы супруги Павлюкевич ругались. Хотя жена Павлюкевич утверждает, что он пытался ее убить. Ну, да. Мне другое кажется странным. Если он пытался ее убить ночью и похитил дочь, то почему она к нам пришла только утром? Не знаю. Может, в нокауте лежала и часов не наблюдала. А что с камерами видеонаблюдений? В камере, в парке камеры есть. То есть, в парке камер нет, а возле дома Павлюкевичев они есть. Слышь, ты нудный. Тебе сейчас не про наличие камер спрашивают, а то, что на эти камеры было записано. Так лучше, давай ты продолжай, иначе я его сейчас порешу. В общем, на записях с камер у дома видно, как вчера днем Светлана, Игорь Павлюкевич и их дочь выходят из подъезда и уходят. А на записях утром и ночью есть только Игорь Павлюкевич. То есть, его жена и дочь в подъезд не входили, а сам Павлюкевич утверждает, что его супруга была ночью дома. Значит, он врет. Значит, это он украл дочь. Ну, значит, и Светлана тоже врет. И не мог он убить ее ночью в квартире. Или она так, что, загримировалась, что ее оперативники не узнали? Что за дзихер такой, а? Слушай, тогда получается, это они оба врут. Может, и в природе этой дочери не существует, потому что они просто выдумали. Ну, по документам существует. Кстати, у девочки есть сотовый. Да, только телефон девочки не подает сигнал со вчерашнего вечера. В последний раз его засекли в парке. Телефон Светланы Павлюкевич в последний раз подавал сигнал в 13.36. А вот телефон Игоря Павлюкевич любопытен. Чем? Чехол красивый? Нет. Игорь Павлюкевич со вчерашнего дня до полвторого ночи и с утра до задержания звонил своей жене и дочке. Также знакомым и родственникам. Сотовой жены каких дочери на связь не выходил. Хм. Ну, значит, муж хоть в этом не врет. Да, а самое главное. Час 15 назад на его телефон пришло смс. Если хочешь видеть свою дочь, приезжай в Филиппово. И ты что, молчала? Ну, так а вы сами никому не даете слова сказать. Тихо, 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 подождите. Филиппово это мой район. 150 километров отсюда. Ну, значит, тот, кто прислал смс-ку, не знает то, что Игорь Павлюкевич в камере. Да, я пробила номер испанский. Отправленная смс была с Филиппова. Только связи уже нет с этим телефоном. Ну, значит, это похититель. У нас Игоря Павлюкевича нечего взять, он не богат. Опа, тоже испанский номер. Ответьте, как Игорь Павлюкевич, давайте. И громкую, включи. Да. Игорь Андреевич Павлюкевич. Да, слушаю. Если хочешь увидеть свою дочь, приезжай в 6 утра в Филиппово, иначе она умрет. И в полицию не звони, иначе она умрет. Понял? Понял, но... Так, Цасман, быстро пробивай, откуда звонили. Звонивший вряд ли заодно с женой Игоря Павлюкевича. Потому что она знает, что он в полиции. Ну, надо же, какой догадливый. А так по виду и не скажет. Угу. Так, номер испанский. Сообщение отправлено с Филиппова. Сигнала больше не подает. Ну, и все, нам же лучше. Мы же выяснили, что это именно похищение девочки. Да, пускай теперь этим спецслужбы занимаются. Товарищ подполковник, разрешите мне продолжить расследование? Нет, не разрешаю. Но почему я же... Это уже не наши компетенции. Не надо со мной спорить. Так, все, все вышли. И готовим документы для спецов. Ну, все, что сидим-то? В атаку? У шефа можно понять, Елена Васильевна. Ну, раскроем мы это дело или нет, неизвестно. Ему не нужно висяк на отделе. Ну, и так все законно. Спецслужбы занимаются похищением людей. Да поймите же вы, Филиппова это мой район. Я там все знаю, с делом знакомы. Спецслужбы пока приедут, пока вникнут. Но преступник их сразу засечет. А если утром девочку действительно убьют? Все так. Но теперь это уже не наша война. Ну, конечно. Проще прикрыться приказом начальника. Приведите ко мне Игоря Павлюкевича. Я хочу еще раз его допросить. Вы уверены? Ведите. Заходим. Спасибо. Вы свободны. Вы хотите найти свою дочь? Конечно. Алло, такси. Машину к пятому отделению полиции. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тихо, всталяй! Ты что, жить надоел? Тише будь. Куда едете? Фулипов. Я с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Подполковник Огарлицкий, судя по табличке, на двери. Значит, по вашему звонку нас сюда вызвали. Присядем? Похищением девочки будем заниматься мы. Вызовите всех, кто имел отношение к этому делу. Предоставьте нам документы. И вы говорили, у вас в камере отец похищенный. Его тоже сюда. Так, давай всех ко мне. Включи этого задержанного Павлюкевича из камеры. Живо? Сейчас будут. Почему сразу вы не сообщили о похищении несовершеннолетней? Так смените тон, пожалуйста. Я законы знаю. Это мы вначале предполагали, что родители делят дочь. А сегодня выяснилось, что это похищение. С угрозой убийства девочки, если отец не вернется в нужное место. Да, вы все правильно сделали. Можно? Пожалуйста, это наш эксперт. Мария, это... Да-да, я уже в курсе. Значит, так, это телефон Игоря Павлюкевича и распечатка звонков. Нас уже ввели в курсе дела по телефону. Следователя Федоришина и майора Деркача нет. Дежурный сказал, они ушли. Совсем распоясались. Сейчас я ее сам. Не отвечаю. Ну, я при встрече устрою. Значит, пригласить сюда задержанного Павлюкевича. А дежурный сказал, следователь Федоришина увела его на следственный эксперимент. Подождите. Если я правильно понимаю, это отец похищенной девочки, которого жена обвинила в похищении, так? Угу. Товарищ полковник, а что у вас здесь происходит? Так, это... Давай, скачи, как конь педальный. Найди мне их. Есть. Надо засечь сотовой Федоришиной, раз подозреваемый с ней. Замесим. А я пока вникну в дело. Я деньги вам верну потом с такси. Сочтемся по возможности. Что дальше? Ну, его здесь ждут только утром, так что проведем разведку. Какую еще разведку? Говорите, тишину. Сейчас. Что ж такое-то? Света! Не стреляй. Света! Не стреляй. Света! А я думал, что это Света! Тихо! Тихо! Извините. Извините. Простите. В следующий раз можешь пасть смертью храбрых. Да-да, извините. Ладно, пошли. Да. Где вы говорите, он находится? Ясно. Сотовый следователя Федоришина засекли в этом здании. А сотовый оперативник Адиркач в селе Филиппова. Так она телефон оставила здесь. Заткнись ты, лучше мутант космический. Иди, лучше проверь, не вернулась ли она. Есть. А дежурный сказал нет. Значит, точно телефон здесь оставил. Ладно. Урк, выводы будем делать потом. Сейчас нужно подвигаться в это село. Пока не расцвелу. Я с вами. Ольга Сергеевна, это следователь Федоришина. Ой. Елена Васильевна, здравствуйте. Какими судьбами? Ольга Сергеевна, вы нас не пустите до утра. Конечно, конечно, проходите. Я всегда вам рада. Добрый вечер. Она ж мне сына спасла. Проходите. Она такая. Здравствуйте. Проходите. Нет. Женщины посторонних здесь не было. Все свои только. А девочка 10 лет Машей зовут. И девочки не было. Жаль. Что делать будем? Одним мы точно не справимся. Но вызывать оперов из города смысла нет. Они тайные подходы к селу не знают. Спугнут преступника. И? Дайте сотовой. Кому вы хотите позвонить? Тому, кому слышать не хочу. Больше всего на свете. Но он может помочь. Альберт. Мне нужна твоя помощь. Альберт. Товарищ подполковник. А вы понимаете, что завтра утром я буду звонить своему начальнику и доложу о всем происшедшем сегодня. А он потом будет звонить вам в управление. Понимаю. Я их так всех нахожу. Инквизиция детским садом покажется. Темно еще. Будем надеяться, ваш супруг не опоздает. Бывший. В любом случае, оставаться здесь нет смысла. Что-то он не торопится. Игорь. Все казалось сложнее, чем я думала. Но если вы выйдете, вас могут убить. Страсти-то какие. Но сидя здесь, мы вашу дочь точно не найдем. Да что тут думать. Я ради Маши на все готов. Я прикрою. Но вам, Елены Васильевны, на улице делать нечего. Будете только мешать. Я поняла. Но похититель нужен живым. Я постараюсь. Пойдем. Стоять! Руки! Алло, скорая? Стоять! Стоять! ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Стоять! Стоять, я сказал! Трошай ствол! ВЫСТРЕЛ Сука! Трошай ствол! Дубань! Трошай ствол! Трошай ствол! Как ты? Я-то нормально. А этот? Живой, но похоже тяжело ранен. Михалыч, скорых давай. Я уже вызвал. С вами все в порядке? Со мной все в порядке. Павлю Кевич, он ранен, возможно тяжело, но скоро я его уже вызвал. А этот? Жив, скоро очнется. Как насчет спасибо, или как помощь нужна, так Либертик помоги, а в остальном я кобель? Помолчи. Ты когда молчишь, хоть немного на мужика похож. Ну что, и опять вот за это? Мне кто-нибудь объяснит, что у вас здесь со сходняк? Это что у вас убитые? Это раненый. Действительно, объяснитесь. Интересно узнать, кто это. Это Игорь Павлюкевич, отец похищенной девочки. Похоже тяжело ранен, а это похититель. Да, по звонкам с его мобильного телефона мы сможем вычислить, где сейчас Маша и Светлана. Я займусь. Ну и кашу-то заварила. Я правда еще не знаю, какого масштаба. Штаба. 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 Возвращайте карьеры, рискуйте. Садитесь, докладывайте. Да. Товарищ генерал, это гражданки Павлюкевич, это, значит, Мария, это Светлана. Их нашли в квартире по сотому спецслужбы. Мам, кто это? Лучше девочку увезти, или лучше нас не слышать. Уведите ребенка. Есть. Все в порядке, Машенька. Побудь с дядей. Идем, я тебе покажу, там мне интересно такое есть. Сейчас, вот, возле, там. Ну, присадывайтесь. Притягивайте. Итак. Ну, надо начать с того, что Маша, это не родная дочь Игоря Павлюкевича. И он об этом не знал, верно? Да. Родной отец девочки. Жил со Светланой шесть лет назад. Он был лидером одной преступной группировки. Попал под следствие и сбежал за границу. Но он знал, что Светлана от него беременна. И тут у него проснулись отцовские чувства, да? Совершенно верно. Он вернулся по липовым документам. Он хотел увезти Светлану и дочку за границу. И убить Игоря Павлюкевича, чтобы тот не смог их разыскивать. И вообще хотел ему отомстить, что тот жил с его женщиной шесть лет. Хороша нечего сказать. Столько лет прожила с мужиком, а теперь, значит, его в расход. Это неправда. Я спасти его хотела. Да, это верно. Втайне от Павела Кривенко Светлана подала нам заявление на Игоря Павлюкевича. Она хотела, чтобы он попал в камеру и тем самым избежал расплаты. А как вы поняли про Филиппова? Павел Кривенко родом из Филиппова. Я навела справки. Это было несложно узнать об единственном криминальном авторитете, который попал в розыск и сбежал за границу. Ну, а так как звонки были с заграничных симок... Да ладно, не умничать, это и так ясно. И вы поняли, что Павел Кривенко хотел заманить Игоря Павлюкевича Филиппова, убить его, потому что он местный, знал все ходы отступления, правильно? Потому что в городе убить опасно все-таки, потому что кругом видеокамеры, можно и не уйти. Да, совершенно верно. Я пригласила местных оперативников в помощь. Они хорошо ориентируются на местности, в отличие от городских. А если бы этот ненастоящий папаш так и не появился? Ну, тогда бы Павел Кривенко увез Светлану и дочку за границу по липовым документам. То есть похитили бы наших гражданок, одна из которых несовершеннолетняя? Я не хотела. Но я боялась его и за дочь боялась. Товарищ генерал Иванович, обратите внимание, следователь Фитаришина спасла наших гражданок от похищения. Ну, вот сам с ней и разбирайся. А если мне еще раз позвонят из конторы, всех уволю. Вольно. Не отнимайте у меня дочь, пожалуйста. Я думаю, не отнимут. Ну, нервы, конечно, потрепят. Вплоть до условного срока. Они что, перепили? Да нет. Вроде траванулись. Ну, что собрались, как ворона на плацу? Вам что, заняться нечем? Кто вызывал? Я вызывал. А вы кто? Комендант здешний. Где труп? У себя в комнате. А это кто? А это подружки умершие из 12-й. Что скажете, доктор? Я с этим сталкиваюсь впервые. Вроде и отравление, а симптомы странные. Яшно. Идите. Прошу. Ну, вот. А те внизу, возле скорой, это соседки по этой комнате. Угу. Как обнаружили труп? Меня Галька Спирницкая огорошила. Прибежала, говорит, Скобликова умерла. Я сразу посмотрел на часы, было аккурат 15-28. Ну, да. Примерно час назад умерла. А кто это, кто сообщил? Подруга умершей. Рыдает в соседней комнате. Ясно. Врач скорой помощи говорил об отравлении. Маш, упакуй еду со стола для экспертизы, а ты, а ты обрати Смирницкого, пока я тут оформлю протокол. Или труповозку вызови? Сделаем. Пойдемте. Ну, ты ж хотел как винусти. Да, хотела. Поздний вечер, опустился в лужи. Мы с тобой давно часов не наблюдаем. Нам с тобой никто не нужен. Просто мы по городу гуляем. Пойдем ко мне. Давай не сегодня. Завтра на работу рано вставать. Ну, ладно. Ну, буду надеяться, значит. Слушай, давай все-таки такси закажем, Артольф. Сейчас простынем чертям собачьим. Давай. Алло. Ну, в общем, сроки по расследованию у разбоя в Корытову подошли к концу. Все, я объявляю глухарь. Засунуть бы тебе настоящего глухаря так поошмя. Ладно, давай, передавай это дело, Родзянка. Опять бесполезной писаниной заниматься? Потому что, когда ты печатаешь, смысла меньше, чем в бреде укуренного шизоида. У тебя что? А, у меня все хорошо. У меня вчера был вызов в общагу, который при университете. Там есть труп студентки, а ее две соседки по комнате в больничке. Что, блин, поддарались, что ли? Да нет, походу, отравление. Ну, так с этого и надо было начинать, наверное. Ужас какой. В этой общаге могла жить моя дочка. Ну, пока заключение экспертизы не готово. Да и врачей я еще не опрашивал. Ну, а что? Если это бытовое отравление, то может писать вот казняк, правильно? Да, ну, правильно. Если нет криминала, нафь там это расследование в целом. Ну, а я сегодня предъявлю обвинение по убийству в филармонии. Всем здрасте. И? И вот пришли результаты вскрытия по трупу в общаге. Только не надо мне вот это вот все перечитать, давай сразу суть. Пожалуйста, как скажете. В общем, студентку Скобликову траванули талием. И также она была беременна на ранних стадиях. А что такое талия? Талия – это тяжелый металл, очень токсичный. Дурные какие-то студентки пошли. А как она его ела-то? Сам металл она не ела. Ну, к примеру, есть водный раствор. Да, раньше им крыс травили. А сейчас только в геологии используют. А в институте есть геологический факультет. Так давай дуй туда и выясни, не имело ли отравившееся с этим талием дело. А после опроси всех выживших. Давайте работаем, все, в атаку. Есть. Маш, я все в себя прийти не могу. Ты о чем? Я все про это отравление думаю. Вот если бы мы у сестры не поселились, в этой общаге могла бы жить моя дочка. Господи, ты только не накручивай себя. Ну, ты ж не примеряешь на своих близких все автокатастрофы. Хотя они каждый день по улицам ходят. Да, верно. Ты права. Слушай, а там действительно все смахивало на пищевое отравление? А ведь Воробьев не зря давил на отказняк? Слушай, да ему лишь бы дело закрыть. А я сразу заподозрила что-то неладное. Ну, не может быть такое, что молодая девушка и совсем огласила. А когда эти трое заболели, доктора вызывали? Лен, ну, я не знаю. Я труп осматривала, а Дергач в соседней комнате свидетелей допрашивал. Да странное дело. Да, да, да. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич. И вам, не хворать. Благодарю. Я вам звонил по поводу... И очень вовремя это сделали. Сразу же после вашего звонка я перезвонил в морг и выяснил, что это отравление талием. А до этого мы никак не могли установить диагноз двум соседкам умершей, которых привезли вчера вечером. А вот теперь все ясно. Ага. А тогда я просто не пойму, в чем была сложность постановки диагноза? Эээ, видите ли, нелетальные отравления тяжелыми металлами уже очень похожи и на грипп, и на сердечные, и на почечные болячки. Хорошо, тогда почему одна умерла, а двое нет? Очевидно, они просто хапнули разные дозы. Вот поэтому одна умерла, другая у реанимации, а третья просто мучается от боли. Мне очень нужно ее опросить. Это будет сделать не совсем просто. Мы, конечно, укололи обезболивающих, но у нее начали сыпаться волосы. Она лысеет. И поэтому просто в истерике. Она лысеет от обезболивающего? Нет, что вы. От талии. А, от талии. Станислав Евгеньевич, мне очень нужно ее опросить. Ну, прям очень. Ну, хорошо. Давайте попробуем. Благодарю. Прошу. Тут к вам вот из полиции пришли. Здравствуйте. Что вам нужно? Следователь Воробьев, мне нужно установить причину, по которой вы попали в больницу и почему умерла Скобликова. Я думаю, это она сама себя. Она же залетела, а он женат. Извините, кто? Препод наш с геологического факультета. Это Теплицкий. То есть вы хотите сказать, что Теплицкий и Скобликова состояли в интимных связях? Я что-то непонятно говорила. То есть Теплицкий и геологический факультет на вас бывает. Скажите, а вот вы предположили, что Скобликова могла сама себя отравить. Так, да вопрос, каким образом пострадали вы и Мелехина, как оказались в больнице? Да, действительно. А за что она нас? Вы видели, что за мной? Я лысею, и мне больно. Я так жить не хочу. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Успокойтесь. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Врачей, посадите врачей. Тихо, 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 тихо. Сейчас будет хорошо. Хорошо. Том, я надеюсь, об этом разговоре не узнают ни Лена, ни Вика. Поэтому попросил, так сказать, встречу конфиденциальную. Да успокоиться. Будешь знать ты, я и весь город. Нечто не до шуток. В общем, Том, ты имеешь большое влияние на Лену. Пожалуйста, сделай так, чтобы ко мне вернулась Лена. Ну подумаешь, загулял раз во пьянке. Но я не помню ничего честного. Частенько сюда прихожу. Уютно. С семьями гуляют. А вот у меня детей нет. И главная, муж знает, что из-за меня. Но не бросает. Очень трогательно, но я не понимаю, к чему это. Знаешь, почему у нас с мужем хорошие отношения? Да потому что супруги не должны видеться каждый день. Ну вот мой. Он же постоянно в рейсе. Мы успеваем соскучиться, а иначе я не знаю. Но это как с красной икрой. Если жраете ее каждый день, то стошнит. Ну а если изредка себе позволять? Деликатес? Ну а то и брак, чтобы всегда быть вместе. В том-то и дело. Вы с Ленкой не только жили, но и работали бок о бок долгое время. Отпусти ее. Если она поймет, что не может без тебя, она вернется. Ну а если не поймет, то... Нет, я все сделал для того, чтобы ее уволили. И тогда она точно вернется. Потому что в этом городе нигде не устроится. Дурак ты, Альберт. Зато ты такая умная, что тебя хрен поймешь. Все. Пока. А я вот в молодости из геологических экспедиций вообще не вылезал. Деньги зарабатывали? Ну, хорошие у тебя родители, но не в день, как счастье. Самое прекрасное, это вечером у костра. Мы собирались и пели песню под гитару. Вот как сейчас помню. Еще не вымерли романтики. Возьмем гитару, рюкзаки. И чтоб с экранов там не голосили. Мы под гитару поем про запахи тайги. Вот, как-то так. Семен Давидович, прошу прощения. Тут к вам из полиции. А чем, собственно говоря, обязан? Здравствуйте. Я бы хотел вам задать несколько конфиденциальных вопросов. Ребята, на сегодня все. Все свободны. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. И так, что вы хотите от моей скромной персоны? Дело в том, что в целях расследования убийства я провожу проверку хранения токсичных веществ. Да, но вы же понимаете, без ведома ректора я... Вы не волнуйтесь, ваш ректор в курсе. Скажите, просто ответьте на вопрос. Вы используете здесь талии? Ну, в чистом виде, конечно, нет. Но у нас есть в лаборатории его угодный раствор. А скажите, а зачем нужен на геологическом факультете талии? Ну, я его применяю для разделения минералов по плотности. Могу я взглянуть, в каком состоянии и где оно находится? Да, да. Прошу вас. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, смотрите. Ну, и где он? Странно. А вы говорите, жидкость клерича пропала? Какого клерича, я вас спрашиваю? В водяном растворе талии. Собственно говоря, это одно и то же. Вы уверены, что он пропал? Да, абсолютно. Вот всегда стоял здесь, на этой полке. Ясно. Тогда скажите мне, в каких отношениях находились со студенткой Скобликовой? Таких же, как и с другими студентами. Нет, я слышал, что она недавно умерла, но я плохо ее знал. Почему, собственно, вы меня об этом спрашиваете? А потому что свидетели утверждают, что вы находились с ней в интимных отношениях. Это все наклеп недоброжелателей. А вы так не нервничаете. Успокойтесь. Это же очень легко проверить. Вскрытие показало, что она была беременна. А экспертиза покажет, вы отец ребенка или нет. В смысле беременна? Боже. Я же... Я же не знал. Короче, если бы я знал или нет с ней. Да. Но я ее не убивал. Гражданин Теблицкий. Вы задержаны. Руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok По зову сердца или по служебному? Мне следователь Матюшин дал дело для завершения, но я в его каракулях ничего не понимаю. И ты просто читать не умеешь. Ну да, Миша, и никогда не умел. Погадай сюда. Вот тупырь, а! Сколько раз ему на это указывал? Ну-ка давай, звони ему. Пусть рассказывает хотя бы близко к тексту, что он тут накорякал. Но у меня нет телефона. Сейчас. Да. Товарищ подполковник, я арестовал преподавателя геологического факультета Теплицкого. А у нас что, за преподавание геологии уже статью в кодексе вели, что ли? Это какая-то ошибка. Никак нет, товарищ подполковник. Просто он показал, что в его лаборатории пропал химический раствор талии. А вот я нашел свидетелей, которые утверждают, что он спал студенткой с Кобликовой, которая была отравлена именно этим химическим раствором. Она беременна. А этот женат. Вот вам и мотив. Я ее арестовал. Скажите, а что со мной будет? Поймите, у меня жена, дети. Я не хотел, чтобы они узнали. Я не убивал ее. Слушайте, я не убивал ее. Да слышим, слышим. Слушай, Воробьев, уведи его. Потом все это вот... Есть. Вперед. Пойдемте. Заметь, ребенка, которым была беременна с Кобликова, и ее саму ему не жалко. Да ладно тебе, но зато он как бы струмышленную мокруху раскрыли. Миш, а тебе не кажется, что преподаватель не такой дурак, чтобы травить свою беременную любовницу? Редким химикатом, который хранится у него же в лаборатории. Не кажется, потому что когда дело касается баб, мужики становятся придурками. Ну, в этом я с тобой согласна. Правильно, гениальность мой метод. Конек, я бы сказала. Да, слушай, я ничего не понимаю. Звони Матюшину, пусть приезжает, расшифровывает свои каракули. Сильвестр, я вот что хотела спросить. Елена Васильевна, я вас прошу, не называйте меня так, пожалуйста. Почему? Ну, честно говоря, я не очень люблю свое имя. Ну, хорошо. Товарищ майор, вы когда выезжали на отравление в общежитие, вам ничего не показалось странным? Ну, не знаю. Но эта подруга умершей сказала, что все три потерпевшие девушки заболели два дня назад. А врача вызывали? Вызывали. И что? Врачи заподозрил грипп. Угу. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok А я вчерашнюю мокруху раскрыл. Оказывается, это преподаватель. Траванул свою студентку, которая от него и залетела. Поздравляю. Теперь тебе полагается премия. Начальник тебя назначит любимой женой. В смысле? Ну, хотя бы до вечера орать не будет. Везет вам. У вас хоть какие-то выезды есть. Я все целый день пишу, допишу. И тренировки по выходным на смартфон. Это сидячая работа. Ну, все она. Гюльчатай. Кто? Кто-кто. Федоришин. Слушайте, вы не видели дела о прошлогоднем наркомане, а? Нет. Кстати, о деле. Слушайте, дамы, господа, и иные формы жизни. А мне кажется, пришла идея, как ее чуть-чуть подставить. Елена Васильевна, темно уже, город вам не знакомый. Ой, а я растерялась и не понимаю ваши намеки, товарищ майор. Разрешите вас проводить. Вот такая задумчивая сегодня. Да у меня все это отравление из головы не идет. Странно. Что? Ну, вот столько лет в профессии, а неравнодушная такая. Наши следаки, да и я тоже, мы вообще о чужих делах не думаем. И свои, как только раскроем, сразу из головы выбрасываем. Да и я тоже не гружусь обычно. Просто в этом общежитии могла жить моя дочка. Елена Васильевна, не надо себя накручивать. Сегодня уже это слышала. Удивительно. Что? Вот вы вроде рядом, а думать не мешаете. Легко с вами думается. Я тоже люблю думать в толпе среди посторонних. Публично и единочно. Только обидно. Что? Получается, я для вас посторонний? Ну, какой же вы посторонний? Вы свой. Слушай, что-то я очкую. Может, не надо? Да поздняк метаться. Чего, людей-то нет, все ушли. Камеры нет. Открою. Я там зачем? Это шухеря, будешь стоять, идиот. Давай. Тихо, тихо, тихо. Стой. Слушай, так вот же оно. Даже в сейфе не пришлось лезть. Это голова. Если пропажу дела, она точно не отпишется. Точно. Ты чего там? Скоро? Ты напугал, идиот. Что тут? Тихо. Да тихо, тихо. Все, давай. Все, пошли. Тихо, тихо, тихо. Закрывай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Так, дальше что у нас по отравителю? Ну, преподаватель Теплицкий у нас в отказе. Плохо. Потому что мотив у него был. И талия у него из лаборатории пропала. Но это все даже не косвенные улики, а какие-то версии. А нам для суда доказуха нужна. Как он отравил эту любовницу? Тем более ты же поймал не простого лоха, а университетского с учеными степенями. А начальник-то не пробовал не перебивать? Хотя мысль верная. Ну, я по-всякому его пытался колоть. Ну, конечно, методы были законные, но... Ну, так подключи оперов. Только чур не бить. Может, к нему на сетку подсадить? Да хоть в мозг через зад к нему влезьте. Но чтобы доказуха была. Ну, все, что сидим, в атаку? Есть. Миша. Помнишь, я тебе дело приносила, которое мне Матюшин дал? Так вот оно пропало. Я его в кабинете на стол положила, а теперь его нет. А в сейф не пробовала запирать? Да я как-то не подумала. Не подумала она. Ты представляешь, что будет, если это дело не найдется? Представляю. Добрый день. Здравствуйте, Сергеич. Михаил Константинович. Все, все, иди, иди, ищи. Я сегодня на сутках был. Ну, и нас под утро дернули в общежитие университета. Там комендант скончался. Что же они врут-то все? При опросе свидетелей выяснилось, что были уже случаи отравления студенток. Аналогичные симптомы были и у коменданта. Поэтому прокурор района приказал передать это дело вашему отделу. Это протокол осмотра трупа. Я это вижу. Читать умею. Я могу идти, Михаил Константинович? Давно. Спасибо. Елена Васильевна, ну, вы вспомните. Может быть, вы куда-то выходили с этим делом. Так, Лен. Ты зачем посторонних посвящаешь? Тем более, если это Сильвестр Деркач. Ну, да ладно, я же свой Буржуинский. Слушай, ты давай поостри мне еще, ладно? Попробуй я поговорить с этим следователем Матюшиным. Он же, в конце концов, начинал вести это дело. Ну, что еще? Как-то можно его восстановить? Не самая лучшая идея. Его же вы право перевели, потому что он стучал на нас. А если он сейчас нас сдаст, вас не накажут, вас просто уволят. Да? И что, ты посоветуешь? Ну, когда мы не можем раскрыть какое-то громкое резонансное преступление, мы что делаем? Объявляем усиление, раскрываем кучу мелких дел. И таким образом этот крупный промах уходит на второй план. Короче, что я предлагаю? Елене Васильевне сейчас надо тоже какое-то крутое дело раскрыть. Да, тут все одно к одному. Тут еще коменданты общаги обнаружили мертвым со следами отравления талии. А против преподавателя у нас вообще доказухи нет. Поэтому давайте-ка, знаете что? Дуйте туда. Есть. Миш, а ты не сообщишь по команде, что дело пропало? Нет пока. Продолжение следует... Сиди. Покажи-ка мне, как вчера следователь Федоришина выходила из здания. Есть. Покажи-ка мне, как кто-нибудь из посторонних после 18 выходил на перемотку. Покажи-ка мне, как кто-нибудь из посторонних после 18 выходил на перемотку. Ну вот. А возле ваших кабинетов камер нет, поэтому... Это я без тебя знаю. Давай только помедленнее мотай. Покажи-ка мне. Вот здесь мы вместе и работали. Я возле окна, а он здесь. И здесь он сердечно и помер. И главное, ни на что не жалелся, кроме ног. А сгорел за один день. А где питался комендант? Я здесь и питался. Не положено, но уже об этом можно говорить. Плиткой пользовался вот там. А студенток за это гонял. Я хотела бы посмотреть комнату, где умерла студентка Скобликова. Да, да, пожалуйста. Товарищ майор, а вы пригласите ее подругу, ну, которую вы раньше допрашивали? Есть. Дай, я дверь закрою. А жильцы этой комнаты сами убирались? Сами. Судитель Смирницкая. Заходите. Спасибо, вы свободны. Да. Я знаю, что от друзей терять тяжело. Вы как? Сейчас уже лучше, но тогда... Ну, вы спрашивайте. А жильцы этой комнаты где продукты покупали и хранили, где ведь холодильника же нет? У нас есть общий холодильник, но оттуда продукты воруют. Поэтому мы покупали немного, чтобы вечером скушать. Или готовили то, что пару дней не портится. А где покупали? У магазина, где подешевле. Скажите, вы ранее показали, что вы дружили спокойно с Кубликовой. А вы знали, что у нее был роман с преподавателем Теплицким? Какой роман? Он с половиной студенток за зачеты перетрахался. Угу. Понятно. А... Значит, жильцы этой комнаты два дня болели, и потом... Да. Доктор сказал, грипп. Комендант наш еще вчера как лось скакал. А сегодня... Я тоже вчера его видел. Не производил впечатление больного. Ладно. Пойдемте. А, вы совсем закончили? Да. Ну, пойду комнату закрою. И удачи вам. Спасибо. В больницу надо ехать. Кацман, отгадай криминальную загадку. Ну? Есть кабинет, коридор, туалет, ну, в общем, офис, в котором пропал предмет из переработанного пластика. Как его найти? Надо сделать капитальный обыск. Не, не катит. Его могли спрятать и на других этажах. Тем более, дело нельзя придать огласке. Товарищ подполковник, вы во мне гадалку увидели, а? Вы мне факты изложите, тогда я, может, помогу. Ну, ладно, только между нами. У следователя Федоришиной пропало уголовное дело. Последний раз его видели у нее в кабинете. Вот гадство, а. Это ж ее уволят. А Федоришина это дело заводила? Нет, еще Матюшин до перевода. Пригласите его сюда. Ну, пригласите сюда Матюшина, я сейчас приятелю позвоню. С каких это пор подчиненные начальству дают указания? К сожалению, вторая пострадавшая час назад умерла в реанимации. Интересно, почему все трое девушек ели вроде вместе, а получили разную дозу? Хороший вопрос. Я читала про талий. Если принять большую дозу водного раствора, смерть наступает мгновенно. А при малой еще можно выжить, верно? Ну, или болеть, и потом умереть. Ну, и у каждого разная крепость организма. То есть получается, что преподаватель мог отравить коменданта до своего задержания? Теоретически он мог отравить весь институт. Подлить, например, талии в кулер с водой. Но здесь убивали целенаправленно. Скажите, а мы можем поговорить с выжившей девушкой? Это очень важно для поимки преступника. Ну, ей, конечно же, легче. Хотя она очень расстроена из-за потери волос. Пыталась даже покончить с собой. Мы ввели обезболивающее. Ну что, давайте попробуем. Угу. Хорошо. Тут вам опять из полиции пришли. Что вам нужно? Я устала. Пожалуйста, ответьте только на один вопрос. Перед отравлением вы всегда питались вместе со своими соседками? Нет. Я уехала к больной маме. А вернулась в день, когда все заболели. Потом заболела я. Угу. Спасибо. Оправляйтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А что происходит? Это я сейчас объясню. Папочку в руки возьми. В руках подержи. Потрите об себя, пожалуйста. Потерять. Да-да, три. Спасибо. А может объясните, что здесь происходит? Я тебе завтра объясню в трамвае. Все шутите? Только я уже не здесь работаю, а в управлении. Молодец. Ты нам очень помог. А вы заметили, как от него одеколоном несет? На этом и построен мой план. Да. И я почувствовал. Такую парфюмерную вонь. Фроська даже через неделю найдет. Да? Что-то я сомневаюсь. Слишком мудрено как-то. Давайте проведем эксперимент. Я заберу папку, спрячу. Там посмотрим. Нюхай, Фроська. Нюхай. А собачка сейчас за Матюшином не побежит? Нет. Она натаскана на предметы и человека искать не будет. Пора, Фросья. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Так, у меня ничего нет. Вот. Вы же сказали, она не будет человека искать. Маша, встань, пожалуйста. Молодец, Фроська, молодец. Хорошая собачка. Если есть в других помещениях предметы, к которым прикасался следователь Матюшин, Фроська найдет их без проблем. А вот эту папочку придется все-таки оставить здесь. Значит, в кабинете Матюшина уже бесполезно нюхать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Рядом. Рядом. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Я не понял, а что происходит? Всем сидеть и вопросы лишние не задавай. Ищи, ищи. Здесь. Ясно. Подставить, значит, хотели, да? Ну, надеюсь, вас так отымеют. Спасибо большое. Хорошая собачка. Да, обращайтесь, если что. Пойдем, 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 пойдем. Значит так, если не сознаетесь, уволю по статье. А сознаетесь так, влеплю выговор, тип за опоздание. Читая до трех. Раз. А если мы и правда не... Два. Ладно, это мы. То есть не мы, а они, я на шухере стоял. Спасибо, друг. Товарищ подполковник, просто мы нашу новую коллегу хотели проучить немного. Ну, как это дело на столе? Ну, вы что, совсем, что ли, обалдели? Не пути. Сесть захотели? Так вы же сказали, вы... Рот свой закрой. Антатра перекормленная. Совсем совесть потеряли. Да нет, ну мы потом бы вернемся. Молчать! Я предупреждал. Собака. Держи. Миш, спасибо. Да не благодари. Постарайся впредь прятать все в сейф. Хорошо. И, кстати говоря, с тебя все по-прежнему ресторан. Плачу я, естественно. Миша, спасибо. А это как ты просила? Результаты вскрытия студентки и коменданта и справки по предавателю. Ага. Слушай, а мне бы еще, знаешь, что списки сотрудников университета и всех сотрудников общаги запросить. Прошу, я поручу. Спасибо. Я тут Теплицкого доставил. Заходим. А можно я одна с ним поговорю? Оставьте нас, пожалуйста, ненадолго. Да пожалуйста. То, чтобы результат был. Угу. Пойдем. Я уже говорил, я никого не убивал. А вы присядьте пока. Успокойтесь и помолчите. Семен Давыдович, если вы хотите поскорее выйти на волю, я советую вам говорить правду. Да, да, я понимаю. Вы спали со студенткой Скобликовой? Да, спал. Но я не знал, что она беременна. А с другими сотрудницами университета. То же, ну вы же понимаете, что... Нет, я не совсем понимаю. Вот вам бумага и ручка. Напишите, пожалуйста, здесь список. Прям пофамильно. Всех сотрудниц и всех студенток, с которыми у вас были интимные отношения. Пишите. Пишите. Да, да, конечно. Это от этого будет зависеть ваше освобождение. Понимаете? Я постараюсь. Тут шеф поручил список сотрудников общежития и университета. Угу. Спасибо. Закончили? Да, это все. Вот эту сотрудницу пригласите, пожалуйста, в отделение. Сделаю. Угу. Скажите, а что будет со мной? Пройдемте пока со мной. Да. Хорошо. Лады. Слушай, давай я тебе потом, попозже перезвоню. Миша, как ты все-таки дело нашел? Ну, лучше тебе этого не знать. Мы же договорились на работе о работе. Мы что-то, отравителя нашла? Да. Сейчас его Дергач привезет. Готова, кстати, рассказать, как вычислила убийцу. Дожди. Сейчас я позову наш дружный коллектив. Угу. Лена, ты уверена? Точно. Давайте там всех ко мне. И Кацман с Соперенком там пусть тоже зайдут. Лен, ну ты помнишь, что мне ужин обещал? Ну, так как дело нашлось. Дашь два. Может, вы хоть-то только из Саэтова со мной пойдёшь, да? Ну, не только. Спасибо тебе. Елена Васильевна, я тут ни при чём. Так, заткнись, имбецил. Проходите. Проходим все, садимся и слушаем. Сейчас вам всем Елена Васильевна расскажет, как она отравителя нашла. Прошу вас, Елена Васильевна. Ну, в общем, здесь мне помогло мое второе образование психолога. И на основании имеющихся данных я пришла к следующим выводам. Позвольте, зачитаю. Снова это подягано. Молчать. Это вообще... В общем, так. Преступная деятельность женщин-серийных убийц имеет определённые характерные черты, как по части технологий, так и мотивов. Начнём с того, что мужчины-убийцы обычно применяют в отношении своих жертв грубую физическую силу. Женщины чаще пользуются ядом, что затрудняет не только поиск убийц, но и установление самого факта преступления. Один из типично мужских мотивов стремления к физическому насилию над жертвой также не характерен для женщины. А вот что для женщин-серийных убийц характерно. Так это стремление к увеличению материального благосостояния и продвижению по карьерной лестнице. И здесь они могут действовать с холодной методичностью. Вот такие особи в юбках способны пойти на убийство и после обычной ссоры на любовной или бытовой почве. Но если для мужчины такое любовно-бытовое убийство – разовая акция, то женщина, почувствовав безнаказанность, вполне может выстроить их в серию. Ну, это, конечно, все очень интересно, но я же тоже могу накидать точно такой же пурги. Сказать, что, например, у отравителей бывает хирургомедицинализ, там, например, болезнь Альцгеймера, там… Паркинсона вспомнил раньше. А, однозначно. Но только это не объясняет, кто убийца. Да, совершенно очевидно, что убийца – женщина. Женщин в мире примерно половина. Или даже чуть больше, чем мужчин. Знаток. Терпение. Знаток. Терпение. Товарищ подполковник, привез? Ага. Заводи. Заходим. Заходите, заходите, не стесняйтесь. Ну и зачем я здесь? Сейчас нам все объяснят. Согласно списку сотрудников университета и общежития, Иванютин работала и там, и там. И чего? В общежитии работы мало, вот я и подрабатывала в университете. Следовательно, имела доступ во все комнаты общежития, аудитории и лаборатории института. Только не надо отпираться. А я и не отпираюсь, и что? Согласно заключению экспертов, Скобликова была беременна от коменданта. Она устроила ему скандал, это слышала Иванютина и приревновала. Да кому он нужен, этот комбель? Затем она украла из лаборатории талий. Она знала, как он действует, она год училась на геологическом факультете. Она угостила отравленной талием едой студентку Скобликову. А Скобликова уже поделилась с подругой. Да. Две девушки съели наибольшее количество еды, а третья приехала позже и доела остатки, поэтому и выжила. Да не верьте ей, я не делала этого. Затем она отравила коменданта. Не докажешь? Легко докажу. Я уверена, что остатки талия сохранились в вашей комнате. А мы сейчас поедем и пройдем там обыск. Уводите. Да будто проклята паскуда! И ведьма эта ягтика отравила! Я ни капельки не взгляну об этом! Видали, как надо? Учитесь работать! Ирина Васильевна, снова вечер, снова опасный город. Разрешите, я вас снова провожу. Не возражаю, товарищ майор. Сильвестр? Ты чего тут трешься? Тебя же дома жена ждет. Так вы женаты? Формально, да. Поздравляю. Ленка, поехали, подвезу. Не надо меня подвозить и провожать. Я одна хочу побыть. Подышать свободно. Чуть с ней. Кстати, жена меня давно бросила. Как я ее понимаю? Передавай поздравления от меня. Вы же понимаете, что я к этому хищению не имею никакого отношения. Естественно. Поэтому вы и идете как свидетель, а не как обвиняемый. Это бухгалтер Левченко. Это он крал. Да-да-да, я записал. Вы же говорили. Скажите, а почему вы раньше о нем не вспоминали? Я боялся. Вы не представляете, насколько это страшный человек. Ну, они все страшны. До поры до времени. Пока на нары не попадут. Так. Ну вот, убедитесь, что с ваших слов записано верно. Распишитесь. И не забудьте поставить дату. Да, я про него все рассказал. Надеюсь, вы его теперь арестуете? Конечно, арестуем. Проверим ваши показания и арестуем. Ну, если вы, конечно, их менять не будете. Нет, я не передумаю. Это замечательно. Зачем вам менять ваш статус? Становится и свидетеля обвиняем. Да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А после признания бухгалтера свидетель превращается в обвиняемого? Естественно. СМЕХ Да, ты коварен, как роковая женщина. Я бы даже сказал, еще коварней. Товарищ подполковник, я не женщина, я следак. Там прямо возле входа, ну, мужчину застрелили. Твою ж мать! Ты что встали, как быки на ссале? Убирайте людей! Что вы снимаете, уберите телефон. Еще б селфи сделали. Но только что от меня вышел. Его мотоциклист в моих глазах. Сейчас такое начнется. Быстро всех ко мне в кабинет. Оцепитесь здесь и труп прикройте. Запись камер видеонаблюдения тоже ко мне. А за экспертами дуй. Я понял. Я сказал, людей убирайте. Чего встали-то? Убираем телефоны! Ты чего прижимаешься? Не прижимайся, просто не видно. Не видно-то? Ну, ты не прижимайся мне. Слушай, хватит мне так в ухо эротично дышать. Вы тут что, порнуху смотрите? Никак нет, товарищ генерал. Запись с места убийства. Ну-ка. Вы тут что, окабанили в полете? Как вы не поняли, что свидетелю грозит опасность? Товарищ генерал, я вообще это дело не... Молчать! Мне уже мэр звонил из министерства. Типа полиции брошен вызов. Товарищ генерал, я ручаюсь. Завтра мы это убийство раскроем. Заткнись! Это я должен сказать. Короче, приказываю. Завтра найти убийцу! Какие оперативно-розыскные мероприятия проводились? Ну, я, как обычно, отправил оперов на этот адрес бухгалтера, против которого он свидетельствовал убитый. Да, потому что бухгалтер угрожал этому свидетелю, которого убили. И ты не взял его под защиту, долбодетел? Я просто подумал... Так, в общем так. Всем следователям остальные дела отложить. И объединенной группой раскрывать это преступление. Кстати, где это способное, которое я старше назначил? А, Федоришина? Федоришина. Выходной у нее еще. Выходной отменить! С этого момента весь личный состав вашего отдела переходит на усиленный режим. Ясно? Пока киллера не найдете. Как-то все это по-старперски. Ой, ну что ты понимаешь. Это самое камильфо для леди. Не каждый день и не каждую холостой полковник полиции ведет в ресторан. Слушайте, ну это не через чур. И ты еще. Ну вот что ты знала про моду в своем сельпе? А то есть ощущение, что вам новости прямо с парижских подиумов приходят. Ну... Вика, не поясничай, пожалуйста. Хотя, если она идет на свидание с этим пижоном, то чем смешнее, тем лучше. Какой кошмар. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, я слушаю. Уже спускаюсь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мишенька приехал. Он машину прислал. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Настоящий мужик. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ваш мексиканский тушкан. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вика, Вика, язык без костей. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так он так анатомически устроен. И палец в рот не клади. Господи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ОПЕРНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Ух ты, какая у вас сегодня. Садитесь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, тачка, конечно, так себе. А что случилось? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нашего свидетеля прямо возле отдела застрелили. Генерал в селе не объявил. А я в ресторан собралась. Мне надо пойти переодеться. Елена Васильевна, некогда. Семенович, поехали. Понял. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Э, мужики! Это вроде тот мотоцикл, на котором киллер был. И движок еще теплый. Значит, только приехал. Вы что, дебил конченый? Должен же понимать, что возле отделения камеры везде. Наверняка этот мотоцикл сейчас в розыске. А если бухгалтер не киллер? Если самому бухгалтера приехали убивать? Черт! Елена Васильевна, сядьте в машину. Может, группу захвата вызовем? Сами же говорите, если вас сейчас там убивают. Семенович, присмотри за мотоцикл. Так может, просто колеса спустить? Вабинок! А если сигналка заводит? Пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Скорую быстро по песку ранят. И наших вызывай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы меня, конечно, простите, товарищ генерал, но вам не кажется, что мы не здесь должны сидеть, а собирать данные. Вы что себе позволяете, эксперт Кацман? Она права. Идите. Вы тоже свободны. Не, ну ты понимаешь? Разрешите? Подполковника Горлицкий слушаю. Вы что, там хрена переели? А все живы? Федоришина как? Есть, выезжаем. Что еще? В квартире бухгалтера обстреляли оперов. Лейтенант Попеско ранен. Да вы что здесь, говорили, что ли? Вперед! Ты что, Петро, как это? Нормально. Только что-то плохо мне. Это все из-за крапопотери. Нет там никакой крапопотери. Все нормально будет, Петро. Я к тебе приеду, слышишь? Давай, держись там. Это он еще хорошо отделался. А вот если бы киллер не запаниковал, он бы мог нас всех того. Не нас, а вас. Я, в отличие от некоторых, стрелял. Стрелял? А что же не попал? Попеску спасал. А я Елену Васильевну прикрывал. Тихо, тихо, не ругайтесь. Сейчас нам семь перепадет. О, нафига начнется. Лен, с тобой все нормально? Все в порядке. Ты понимаешь, что ты ее чуть не угробил? Виноват. Проверь квартиру. Ну, что стоим? Докладывайте. Товарищ генерал, значит, когда мы подъехали к дому бухгалтера, здесь стоял мотоцикл. И наш водитель, Семенович, предположил, что это тот мотоцикл, на котором был киллер, когда убил свидетелей. Я выдвинула версию, что он приехал убивать бухгалтера. Поэтому опера не дожидались группы захвата и выдвинулись на квартиру. И Семенович остался охранять мотоцикл, а Елена Васильевна села в машину. Пока все складно. А что в квартире? Ну, мы с Попеско поднялись в квартиру. А когда вошли, по нам сразу открыл огонь неизвестный. И ранил лейтенанта Попеску. С ним все в порядке. Он уже в больнице. Пока я оттаскивал его с линии огня, в это время неизвестно выпрыгнул из окна и стрелял в Семенович. К счастью, не попал. Да, Семенович прикрыл меня. Вас послушать, так вас всех к ордену представить надо. А киллера упустили. Что теперь? Ну, не все еще потеряно. У него был не застегнут рюкзак, и оттуда выпали деньги и золото. И после он обронил пистолет. Я ничего руками не трогала, все завернула в пакеты. Так, ну, хоть одна хорошая новость. Да, вот, пожалуйста. Что еще? Я обратил внимание, что у мотоциклиста были перчатки с обрезанными пальцами. Так что наверняка есть его отпечатки на пистолете. Да, отпечатки также могут быть на шлеме, обнаруженном в квартире. Ну, в общем так, еще раз осмотрите квартиру, поищите камер наблюдения. Найдите мне его! Есть. Есть, товарищ Милый. Олег, я очень за тебя испугался. Да я сама, Миша, испугалась. Это мы еще хорошо отделались бы. Ну, да. Тебя, кстати, как мой наряд? Ничего? Ну, как бы так смело. Ну, что, опять не выспалась? Ну, зато я ознакомилась с делом охищения. Что-то поняла. Немного подумала. Ну, и что надумала? Ой, много чего надумала. Разрешите? Ну, что там у вас плохого? Что плохого? Все нормально. Я съездил в больницу, взял рапорту по Песку. У него все тоже хорошо. Ранение сквозное. Ранение такое. Во всю по Песку мне. Звонил я в больницу, зная про это ранение. Уже генерал два раза с утра звонил. А где этот ваш Сильвестр? У себя, наверное. Ну, позови. Сейчас. Угу. Так я думал, как обычно, на совещании следователей. Да что ты думал он? Это общее совещание, раз ты ночью накосячил. Садись. И? Ну, и пришли результаты вскрытия свидетеля Косинского. Также я провела экспертизу пистолета вместе с баллистами. Пистолета, который уронил мотоциклист. Ну, и также я сравнила отпечатки пальцев на шлеме и на пистолете. Ты к сути можешь? Чего ты размазываешь-то? Во-первых, это тот пистолет, которым был убит Косинский. И отпечатки пальцев принадлежат бухгалтеру Левченко. А откуда брали отпечатки пальцев для сравнения? Он делал загранпаспорт, его доктилоскопировали. И, во-вторых, отпечатки пальцев на шлеме его. Вот, разрешите. Вот теперь все стало на свои места. Значит, получается, я смотрел видео убийства, мотоциклист был в шлеме, неважно. Я же допрашивал бухгалтера. И там на видео, ну, фигуры у них одинаковые, а? Так, значит, что выходит? Он сначала убил свидетеля, потом помчал к себе за золотом и деньги, правильно? Ну, потом его хотели взять оперы, ну и облажались, как обычно. Нет, подождите, что-то здесь нелогично. То есть бухгалтер крадет в своей фирме один миллион долларов и возвращается домой, чтобы взять десять тысяч? Ну, так жадно же, ни одного фраера загубило. Ну, непонятно, если он уже проворовался, зачем ему убивать свидетеля воровства? Ну, да, и почему он раньше это не сделал, если знал, что это будет давать против него показания? Ну, он думал, что он не расскажет. Не знал, что я его раскалю. Может, из мести? Я же, ну, вообще узнал так быстро, что убили свидетеля, я не понимаю. Думаю, может, свидетель позвонил. Шел ко мне просто, решил уже, все, иду без греха. Буду свидетелем, а не осужденным. Позвонил ему, сказал, все, сознаюсь. Так, все, закончили мозговой штурм. У меня уже голова дыбом. Убийца, бухгалтер. Все? И я сейчас об этом доложу генералу. Ну, и все. И все, давайте его искать. Он там, за границей где-то уже. Где его жена? Там уже две недели прохлаждается. Все, давайте. Не-не-не, все, в атаку. Вот. Погнали. Я чувствую, я чувствую, я на верном пути. Что вас смущает, Елена Васильевна? Ну, вот как, отработали одну версию и все, что ли? Эта версия подкреплена уликами, которые примет любой суд. Убийца при вас уронил пистолет. На нем свежие отпечатки бухгалтера и больше никаких. Плюс у него боноцикл когда-то был. Все верно, но вот что-то тут не так, а? Да. К вам тут муж с дочкой? Этого еще не хватало. Проходите. Здравствуйте. Я позже заведу. Мам, это правда? Что? Я получил ночную сводку по области, а там значится, что в следователя Федоришину стреляли. А если б тебя убили? Все, мам, я так больше не могу. Папа прав, тебе нужно возвращаться обратно. Там хотя бы не стреляют и не заставляют работать сутками. Очень подло использовать дочь и сводки в своих целях. Так он прав, он о тебе заботится. Так, все, давайте об этом не здесь поговорим, я устала. Опять же, потому что тебя просто эксплуатируют. Не начинай. О, здравствуй, Елена Васильевна. Привет, Михалыч. Поехали. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слушайте, она мне сейчас дежурная доложила, что приезжал какой-то полковник и увез Федоришину. Не видели, кто это? Так это ей муж был? А, бывший? Вот именно. Может, и так только мне водитель полковника сказал, что тот приехал и жену домой увез. Не полиция, а какой-то проходной двор устроили. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Расслабьтесь, это свои. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты зачем меня сюда дернул? А если увидит кто? Начальник Титон, смени. И не именижуйся. Там до и после твоего проезда мои ребята дорогу перекрыли. А, ты лучше посмотри, красота какая. Что тебе нужно? Видишь ли, монт-женераль, я не удовлетворен той туфтой, что ты мне передал. Обоснуй за туфту. Мы, конечно, тоже ищем сбежавшего бухгалтера, как и вы. Но, может быть, никогда и не найдем. И, может быть, его хитро подставили. А мне нужно деньги найти. Потому что они совчака. И с них не ты только один кормишься. Хорошо, есть у меня одна способная следачка. Только ей нужна дополнительная информация. Это опасно. А ты предоставь эту информацию. Предоставь. А потом мои парни сделают так, что эта следачка без вести пропадет. Ну, чтобы кипоша было меньше. Послушай, избавь меня от таких подробностей. Мам, тебе что, реально по кайфу на работе пропадать со своими днями? Еще и стрелять в себя, или это тебе тоже нравится? Мне нравится, что я здесь реально могу принести пользу людям. И это одна из причин, по которой я не хочу возвращаться. А вторая причина, значит, я. Ну, чего вы на человека носили? Ну, дайте ей поесть. Здорово, родня! Дядя Тарас! Здрасте! О, какая ты, а! Держи! Зайка моя! Котик, почему же ты не позвонил, не предуприл? Хотел сделать сюрприз. Зайка моя, я соскучился и очень хочу. Здесь, между прочим, ребенок. Между прочим, я уже давно не ребенок. Угомонись, маньяк, мы здесь не один. Все свои! СМЕХ 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 Ой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Через полчаса буду. Угу. Угу. Дай угадаю, тебя опять вызывают на работу. Ну, вот видишь, я провожу. Не надо, не надо. Побудь с дочерью, коль приехала. Меня Михалыч отвезет. Я гуляю. Елена Васильевна, подождать? Не надо, Михалыч, это может затянуться до завтра. Хорошо. Ты мне тут Клару Целкину из себя не строй. Ее в мыслях не было, товарищ генерал? Мысли. Явилась по вашему приказанию. Значит так. Может быть, для прессы и для мэра нашего прибабахнутого и хватит, что убийца свидетеля и подстреливший вашего опера проворовавшийся бухгалтер. И к тому же он в бегах, типа. Но вы мне должны его быстро найти или хотя бы деньги. Лично я считаю, бухгалтера подставили. Опять ты за свою жизнь. Не лезь. А ты объяснись. Для этого нужно позвать эксперта, оперативника, принести уголовное дело. Пригласите, пожалуйста, эксперта, оперативника и уголовное дело. Ты, ты. Есть. Разрешите присесть? Присаживайтесь. Спасибо. Здравия желаю, товарищ генерал. Здравия желаю, товарищ генерал. Садитесь. Следователь Пархачков, который вел это дело, сейчас отсутствует. Садись. Я уже говорила коллегам про нелогичное поведение бухгалтера. Ну, преступники тоже тупят. Маш, тебе ничего любопытного не показалось по отпечаткам пальцев? Показалось. Пальчики причем все-таки только на рукоятке. Вообще такое впечатление, что он не стрелял из пистолета, а один раз его сжал. И там были единственные четкие отпечатки. А так бывает, если оружие вложили в руку. Ну, может, он перед мокрухой просто тер его и протер. Он вполне мог намазать пальцы, например, клеем. Но чтобы не оставить свои отпечатки поверх отпечатков бухгалтера. Ну, вот уже кое-что. Ну, и что? Ночью я запросила справки по бухгалтеру Левченко и выяснила, то, что он носил линзы, у него была травма спины и коленей после падения с мотоцикла два сезона назад. А это-то к чему? Ну, дело в том, что вот я, например, не имея никаких травм, вряд ли смогу спрыгнуть с окна второго этажа, метко отстреляться по колесам автомобиля и умчаться на мотоцикле. Выходит, убийца специально ждал полицию и специально выронил там пистолет. А настоящий бухгалтер? Ему просто вложили оружие в руку и убили. Не, ну, а жена вот эта, которая за рубеж убежала, спряталась? Она там просто отдыхает. Так, ну, знаете, есть одно но, товарищ генерал. Вот бухгалтер Левченко, да, который обналичил похищенные средства в банке, он же предоставил от фирмы обнальный документ. Вот с банка и надо начать, но нужна санкция. Вам ее подвезут прямо к банку. В общем, выясняйте там все. Держите меня в курсе. Если что, обращайтесь, поможем. Лен, ну, если ты в этот раз оплашаешь, я не знаю. Вот тогда, Миша, и будем причитать. Да, а почему у меня? Ну, потому что твой кабинет, скорее всего, не прослушивается. В общем, так, оба берите больничный и не лезьте в это дело. С какой стати? Генералу плевать на преступника. Его интересуют только деньги. При всем желании он их получить не сможет. Ему придется вернуть деньги в банк. Ну, вы представляете, какие люди стоят за генералом и станут так суетиться? Тем более, я никакой больничный брать не буду. Я точно в деле, я вас не брошу. Ну, и я. Тем более, за мной только экспертиза. И я надеюсь, убивать меня не будут. Будем надеяться. Ну что, поехали, товарищ майор? Поехали. Это кто там чапает, как большой? Кто его, интересно, пропустил? Да, это местный, наверное, какой-то знает. Тут тайные тропы. Слышь, дедуля, а ну, вали отсюда, пока живой. Тихо будь, баклан. А ну, отошли. Быстро. Ты? Ты как меня нашел? Так мне твои шестерки в офисе, а затем здесь по дороге подсказали. Или ты забыл? Что спрашивать я умею. А кстати, а что ты от нас скрыл, что деньги из офиса пропали? А? Я не хотел беспокоить уважаемых людей. Да и там мелочь сущая. М-м-м, лимон с гаком баксов. А ты не запамятовал, что это общаковые деньги? И ты за них отвечаешь перед ворами. А дам? Да. Ну да, или свои положу. А вот свои тут не катит. Потому как надо вернуть именно те общаковые деньги. Понимаешь? И дело даже тут не в сумме. А в чем? Я же тебе говорю, в понятиях. Пусть там даже был огрызок карандаша. Но если он пропал из нашего общака, нужно вернуть именно тот карандашик. Ну и, соответственно, наказать крысу. Я понял, я. Я понял, понял. Надеюсь. И найду эти самые деньги и крысу накажу. Хорошо. Там уже самая опытная следачка подключена. А потом мы ее уберем. Это правильно. Потому как если следачка опытная, она может и до нас докопаться. Так что прикопай ее. Ну, после. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, конечно, конечно. Ну, ладно. Пойду я к лесу прогуляюсь. А ты давай суетись. Иначе через три дня не я тебя буду навещать. Да, кстати, твой сын у нас гостит. На всякий случай. Пока с ним обращаются хорошо. Мирамс, не надо так! Жало завали! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не понимаю, что наш банк нарушил. Бухгалтер же предоставил основания для обналички. Деньги фирмы имеют законное происхождение. Что не так? А у вас всегда есть такая сумма в наличии? Не всегда. Ее заказали за три дня. Но этого не было в деле. Значит, нам нужно посмотреть видео с камер наблюдения, как бухгалтер Левченко обналичивал деньги. А также запись, как он вошел и вышел. Ну, раз у вас санкция, я должен только способствовать. Прошу. Угу. Так, нас интересует десятое число, 13.42, обналичие на деньги. Надо посмотреть, как обналичик подъехал, как уехал и сам зал. Пожалуйста. Судя по ориентировке, это наш бухгалтер. Судя по всему, уже тогда за бухгалтером был хвост. И сделал это тот, кто знал о визите в банк. А вдруг это его охранник? Так не охраняют. Это похоже на то, что его пасут. Значит, еще раз, еще хотя бы раз такое повторится и уволю по статье. Ясно? Ясно, Сергей Павлович. Такое больше не повторится. Я же сказала, сюда нельзя. Зачем ты здесь? Маргарита, иди. И впредь этому господину всегда можно. И ты пошел вон. Мы же договаривались о конспирации. Может, не стоило тебе лично приходить? Мне нужно вернуть деньги, которые я вложил к твою контору. Ну, да, деньги, это, конечно, неприятный нюанс. Но это же мелочь. Я все восполню. Верну уже в следующем месяце. Ты не понял, Сявка? Это общаковые деньги. И нужно вернуть именно их. И найти укравшего. Так воры постановили. И так по понятиям. И я тебе обещаю, что завалю тебя лично, если ты не придумаешь, кого подставить и показать Варамка крысу. Ах, ты ж псина, ты псина, ах ты. Решил нас тасануть, да? Рамс, прости. Прости, Рамс, я... Я просто... Я что-то попутал. Просто дело касается сына, понимаешь, я... Я прошу тебя, дай мне еще шанс. Не убивай мальчика. Сергей Павлович, с ресепшена звонили. К вам следователь идет. Опа. А это интересно, что он скажет. Убери своих псов в приемную. Быстро. И ты иди. И не проговорись, что я не один тут. Ждите в машине. Быстро. Добрый день. Здравствуйте. Следователь Федоришина. Теперь я буду вести дело о хищении в вашей фирме. Здравствуйте. Присаживайтесь. Слушаю вас. Скажите, как так получилось, что на документах, которые ваш бухгалтер Левченко предоставил в банк для обналички, ваша печать? Ну, печать можно заказать в любой конторе. Ну, там еще и ваша подпись. Возможно, подделка. Ну, или действительно, я подписал по запаре, что это не читает. Угу. Вы поймите, дело в том, что пропавший миллион это для вас крупная сумма, а для оборота моей фирмы сущий пустяк. Тем не менее, вы заявили в полицию? Да. Ну, потому что я был больше обеспокоен пропажей бухгалтера Левченко. Ну, а когда выяснилось, что еще и деньги пропали, заявил. А почему ваш сотрудник Косинский свидетельствовал против бухгалтера Левченко? Я до сих пор не могу поверить, что Косинского убили. Потому что его ведь теперь не спросишь. А я не знаю ответа на ваш вопрос. Дело в том, что он работал в бухгалтерии, но общих дел с Левченко не имел. Может быть, он слышал, как тот замышлял что-то нечистое. Хорошо. Спасибо. Так вы найдете бухгалтера деньги? Мы постараемся. Всего хорошего. До свидания. Рамц, прошу тебя, не трогай, пожалуйста, Сыда. Ну, Сыдачка же сказала, что надеет деньги крысу. Да они скулиты, как терпила. Че-то она темнеет. Уж больно быстро ушла. А че приходила-то, а? Так ей дело поручили, она и делает вид. А сама не расследует ничего, может. Слышь, барыга, прикуси метлу. Это был риторический вопрос. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что скажете, Елена Ася? Я еще раз убедилась, что бухгалтер не убивал. И в нас стрелял не он. Никакие мысли. Есть одна мысль. Так как со мной и сыном? Короче, индульгенция будет такой. Твои люди выкрадут следачку, а ты ее урюхнешь. Я не смогу. Ну, тогда умрет твой сын, а затем жена. Не надо. Я грохну. Очень мудрое решение. Вы сами справитесь? Обижаете, Елена Васильевна. Хорошо. До скорого. Угу. Ну? Мы точно выяснили, что бухгалтера подставили. Кто это сделал, пока неизвестно, но скоро все будет ясно. Когда скоро и что ясно? Сегодня. Если не будете мешать и постоянно дергать на доклады. Да как разговариваешь? Не лезь. А? Не лезь. А ты маши, дерь. Если не будет результата, я ее за такие загадки лично уволю. Согласен. Хорошо, что ты звякнула. Я как раз чаек заварила. Ага, прекрасно. Маш, ну что, достала? Что? А, сейчас, подожди. Так, распечатки звонков. Прекрасно. Скоро все прояснится. Угу, прояснится. Лен, только ты мне с этим прояснится один анекдот напоминаешь. Когда эксперт делает доклад и говорит, что группа крови не совпадает, а его спрашивают, с чем не совпадает? Он говорит, да ни с чем не совпадает. Это к чему сейчас? Так, ладно, проехали. Это только экспертам понятно. Ну вот, присаживайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему меня сюда привезли? Ммм, ну вот, взгляните. Ну, это мой номер, и что? В своем кабинете вы уверяли, что пропажа бухгалтера Левченко для вас гораздо важнее, чем пропажа денег. Но почему за все это время вы ему ни разу не позвонили? Это просто я поручил это секретарше. У нас также имеются распечатки с личного и служебного телефона бухгалтера Левченко и его жены. Но им тоже никто не звонил. И вы знали, что жена бухгалтера Левченко находится за границей. Это вы убили бухгалтера. После того, как он с вашей подписью и печатью обналичил деньги в банке. Вы говорите полный бред. Я же уже все объяснил. Печать можно подделать, а подписать я мог не глядя. Я все равно предъявлю вам обвинение. Выпущу под подписку, а не выездив. Ну, так как ранее вы не привлекались. Я думаю, генерал меня поддержит, да? Обязательно поддержит. Пожалуйста, не надо меня обвинять. Вы не понимаете, что мне за это будет. Тогда кались. Рассказывай, где этот гидер-мотоциклист? Ты сможешь рассчитывать на защиту? Это он все сделал. Он все придумал. Кто он? Пашка Замятин, друг детства. Это он придумал подставить бухгалтера и украсть общаковые деньги. А я тогда не знал, что они общаковые. Я вообще директором фирмы только по бумагам числюсь. Я сам ничего не понимаю, ни черта вообще. Получаю копейки. А где он? На даче. У Горелого. В общем, так, если вы хотите, чтобы мы вам помогли, рассказывайте. Все как есть. Это все Замятин сделал. После того, как я поручил бухгалтеру обналичить деньги, он похитил его и подставил с помощью отпечатков. Просто я проигрался. Мне наличные были нужны. Еще я поручил свидетелю Косинскому дать показания против бухгалтера. Замятин тоже его убил. Ну вот, теперь все. Встал на свои места. Вот это да. Да. Ну что, пойдем? Да, пойдемте с нами. Туда. Пойдем, пойдем. Так, а... Генерал сообщил. Убийца бухгалтера с общаковыми деньгами на седьмой даче в Горелого. Но у нас мало времени. Только полчаса. Через полчаса там будет группа захвата. С мою дачу в Горелого бегом. Деньги изъять. Жильца допросить и убедиться, что наверняка это он. Парень, погнали. Ты посиди, спокойно покушай. Так это... Сына моим, что? Мы с тобой обсуждали. Ну? Заколешь следачку, повержись и кровью. Будете жить. И отвезешь ее на озеро, на то место, где мы были сегодня. Хорошо. Сделаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Елена Васильевна. Извините. Разрешите, я вас провожу? Не надо. Вас жена ждет. Ну, вообще-то, она давно от меня ушла. Все равно не надо. Ко мне бывший муж приехал. Если он вас увидит, снова будет скандал. Да и я хочу одна пройтись. Зачем? Мне не допросить. Да иначе он нас всех бы завалил здесь. Ладно, что уж там? Придурок! Обыскай дом! Опа! Все нормально! Погнали! Общак с нами! Девушка, здравствуйте. Вы не подскажете, я заблудился здесь? Еще поворот как заехать? Да я, можно сказать, не местный, извините. Ну, и ладушки. Ну, и ладушки. Короче, вернули общак. Правда? Крысу завалили, не допросил. Вот непути. Да как мне тобой это? Следачку? Я же... Я не умею. Да ладно. Ха-ха-ха. Ну, ладно, тогда слушай инструкцию. Мои люди привезут тебе резиновую лодку. Ты легавой замочишь здесь, на берегу. Забросишь ее в мешок с камнями. Ну, а затем на лодочке вывезешь на середину озера. Это выкинешь. Не, ну, правда, если захочешь ее живой в мешок запихать, пожалуйста. Не-не, лучше мертвый брыкаться в лодке будет. Согласен. Привез? Привез. Давай ее сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пошли. Ну, что, давай, делай. Дай, Маш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дай сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прочесать берег! Передай парад, и пусть прикроют все дороги. И пусть вторая группа начинает работать. Нож. Ты остаешься, остальные за мной! Я не хотел ее убивать! У них сын мой! Дома твой сын. Отбили мы его. Думал, мне купить можно? Что это значит? Что это значит? Успокойся. Все в порядке, все под контролем. Мы нам очень помогли, очень. Разоблачили владельца фирмы, вычисли киллера. Ну и поработали немножко приманкой. То есть вы, вы знали, что меня похитят, да? И не предупредили, вы не предупредили! Я же сказал, все было под контролем. Да иди сюда в жопу со своим контролем! Ладно, спешим хамство на стресс. Но вообще, не забывайте, с кем разговариваете. Я завтра уволюсь и в Филиппову уеду. Мам, пап, мы пришли! О! Пойдем! А ну-ка, иди посмотрим! Здравствуйте! Знакомьтесь, пожалуйста, Павел. Павел, Антон Семенович. Очень приятно. А это моя супруга Мария Алексеевна. Можно просто Мария. Я в приятном шоке. Так как в этом доме живут две самые красивые женщины, которых я когда-либо встречал. Спасибо. Скажите, а чем вы занимаетесь, Павел? Ну, утруждайте себя с ответа, молодой человек. Я о вас все знаю. Это она из вежливости. Ну, и все ей рассказала. Папа? Ну, что, пап? Ну, что, пап? Я должен знать, с кем встречается моя дочь. Так? Кстати, Павел. Замерли все! Что? Да вы что? Вы не знаете, кто я такой? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Какая? Замерли! Антоша! Антоша! Ты как же? Скажи! Да! Я везу полицию! Я везу, я везу! Давай туда! Сюда! Не стреляй! Тихо, тихо. Пошли, баскуды. Давай, уходим. А знаешь, от чего следователи-стажеры воротят больше всего? Ну, если труп неделю около теплой батареи пролежал. Это если труп свежий, надо определить точное время смерти, и для этого вставляют градусник ректально. Так и знал, что вы здесь посиделки устраиваете. Чего это встал? Можно? Ну, конечно, но вы же начальник, проходите. А, то есть, если меня снимут, ты мне корки хлеба не дашь? Ну, а на какой черт вы мне тогда нужны будете? Понятно. Значит, там на дом чиновника Переверзева напали. Есть труп, так что в атаку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Да, долго же вы ехали. И документы покажите. Старший следователь Федоришина. Оперуполномоченный майор Дергач. Рассказывайте, что здесь произошло. Я вот ему уже все рассказал. И поверьте, я не в том состоянии, чтобы еще раз повторять весь этот ужас. А вы повторите? Капитан Антонов, участковый здешний. В общем, на дом напали двое с пистолетами и масками. Приказали всем не двигаться, но тут вышел водитель хозяина дома с пистолетом. И его убили. А нападавшие сбежали. Маш, займись. Они убежали, потому что сбежала моя дочь. Ее буквально утащил ее приятель. Им явно нужна была моя девочка. Так не стойте вы там! Ищите ее! О, вот оно и нашлось. Кто? Ваша дочь, я так понимаю. Спасибо за комплимент. Это моя жена. Извините. Смерть наступила меньше часа назад. Какой ужас. Слушай, не истерии. Вы чего стоите? Ищите, ищите ее! Как только вы мне дадите фотографии и данные по вашей дочери и ее парню, я объявлю ее в розыск. Хорошо, хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас! Товарищ майор, пройдите по территории, опросите соседей, может кто-то что-то слышал. Люди здесь живут не бедно, и я думаю, у многих есть камера видеонаблюдения. Хорошо. Перестрелка здесь была, в прихожей. Угу, падающие гильзы, падающие там. Кстати, о видеокамерах, у вас в доме они есть? Спросите лучше у мужа. Снаружи есть, и в доме тоже. Но только я сегодня говорил с хозяином, почему-то сегодня они были отключены. А кто выключил камеры перед нами? Их сегодня меняли, с утра они не закончили, сволочь. Вот фотография Алены и данные ее приятеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где вас черки носят? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понял, а где терпила? Мы не смогли забрать его. Там охранник нарисовался, чуть не грохнул у меня. А после этот с дочкой хозяина сбежал. И кипиш поднялся. Это ж твои лучшие люди, профи, как говорится, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебе поверил, и что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рамс, мы все исправим и привезем его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да хрен вы что исправите! Хрен вы его найдете! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит так, я поинтересуюсь у одного человека из полиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их явно должны легавые тоже искать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы возвращайтесь, раз такой кипиш поднялся. И за домом чиновника смотрите. Может клиент туда вернется, раз у себя не появляется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне бы доктору показаться, рану обработать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А давай я тебе ее прижгу, а? А затем 21 еще подпалю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какое 21? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА удобная штучка я-то рассчитывал этого терпилу поджарить рамс все исправим отвечаю отвечаешь проотвечаешь ты говорила что я не живу в общаге потому что здесь ты будешь за мной присматривать а сама целыми днями на работе пропадаешь за тобой отец присматривает пока он в отпуске он не присматривает он следит и подслушивает как я с юрой встречаюсь я между прочим беспокоюсь вот и получается что здесь хуже чем вообще ну скажешь тоже чего бубните с утра мне сегодня в рейс тарас извините так чему клонишь я не понимаю к тому что снимите мне квартиру я буду жить одна или перееду в общагу а сейчас я открою здрасьте здрасьте меня за вами начальник послал срочно надо потому как с утра звонил генерал все я до вечера мамы не договорили до вечера ну вот все как всегда до свидания чего ты кипишешь мать все время на работе отец твой отпуск закончится свалит тебе что тонко мешает что действительно я века в общагу приехать это вообще не вариант ты меня не понимаешь и вы меня не понимаете мне вообще здесь никто не понимает даже родная мать котик пойдем собираться что опять не опять основа и потому все остальные дела по боку занимаемся поисками дочери антона семеновича так точно веке разрешите доброе утро ну где вас носит то есть это что вы так следуете лечить мою дочь а сама не здесь а дома была прошу заметить что домой я вернулась только под утро и всего на три часа до этого активной искала вашу дочь ну хватит пререкаться докладывайте что накопали ну это только версия не требует проверки я конечно понимаю что господин переверзев ваш друг но считаю не тактичным озвучивать при нем но я хочу напомнить что речь идет о моей дочери и я готов выслушать все и чем таким вы боитесь меня шокировать ну хорошо раз так я скажу я смею предполагать что покушение было не на вашу дочь и ее парня они просто сбежали и прячутся ну конечно может быть их догнали убили и закопали а покушением было организовано на вас сделала это ваша жена с целью получить наследство что 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 но это только версия она требует проверки нет 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 я требую пожалуйста убери вот эту вот хамку которая утверждает что мою дочь убили а моя жена наняла киллера и перепоручи мое дело более адекватному следователю простите но это только версии мы же должны предполагать пусть даже самое плохое так помолчи дальнейшем этим делом будет заниматься следователь пороховщиков остальные будут активно ему помогать составе объединенной группы но я практически уже вышла на следователь федоришина свободно есть это просто неслыханное хамство успокойся я сегодняшний накажу я вас заверяю я не уйду с работы пока не найду вашу дочь спасибо и учтите тому кто найдет мою алену я выплачу вознаграждение 50 тысяч долларов я предложу максимум усилий вот сделаю все и я так все по коням работайте а тут пойдем полтинник отдадите мне отвезешь антон семенович куда скажет и возвращайся спасибо давай крепись все будет нормально я следа камца по им скажу чтоб шевелились быстрее здравия желательно вольно а чё тебе пацан весь в соплях засохший это не сопли это клей я дышал с пакетом на голове он засох клеем дышал тебя плохой вкус маншер дышать над растворителем быстрее сдохнешь понял давайте договоримся что сразу посылать меня не будете а давайте я сам уволюсь напишу раппорт прям сейчас угодим вашему другу высокопоставленному давайте елена васильна успокойтесь присядьте никто вас увольнять не собирается более того вы должны дальше заниматься этим делом даже так но не официально потому что вы здесь лучше с моей стороны будет любая помощь но тоже не официально опять ваша игра вы угадали всего я сказать не могу но есть оперативная информация что к этому делу причастен вор в законе рамс это он вас похищал а я вот это допустил и мне кажется что если вы распутаете дело о налете на дом чиновника найдете его дочь ее жениха то мы и рамса поймаем я надеюсь на этот раз вы не будете меня использовать в качестве приманки ну во первых рамс уже на это не купится давай присмотрят а во вторых я вот как раз и занимаюсь тем что увожу вас из-под удара типа отстранением если бы успокоились то поняли бы это сами ну хорошо но мне нужны справки по всей семье переверзивых и по воров законе рамсу вот товарищ генерал а мне сказали что вы здесь значит так последнее предупреждение вы меня поняли поняла работайте пока не провожай ну чё на тебя нашла в лицо хамить чиновнику он же сам хотел откровенности хорошо что не интимности ты ещё не знаешь они же любят чтобы мстили в лицо преподносили радужную информацию это такое про его жену вот поэтому мишенька у нас в стране бардак потому что они от народа я считаю что ему надо сказать прямо согласен саныч а ты не забыл что генерал приказал проводить розыск в объединенной группе не забыл а что думаю просто подумали что было бы справедливо если бы вознаграждение разделили на троих если мы найдем точку чиновника то есть вы уже делите шкуру не убитого медведя не не я согласен втроем действительно будет быстрее больше шансов получить вознаграждение ну и ко всему этому еще показать что фидоришина профнепригодна и генерал ее понизит или вообще уволит одного из нас сделай старшим а меня на живые дела переведут наживчика хочет хорошо хорошо я вас услышал тогда ты родзянка едешь опрашивать родственников этого сбежавшего жениха может у него были проблемы с деньгами там или что-то еще ну да и тем более что очень похоже что он и есть наводчик он еще камеры между прочим отключил как вариант а ты вов тогда поедем попроси соседей а чё соседи и родственники не в одном доме с ним жили нет но только одна бабушка так что ты родзянка едешь к бабке хорошо сначала ты а что я я вот ознакомлюсь с материалами вот видишь сколько запросы сделал распечатки телефонных звонков короче главника тоже хватает вы хотите заработать денег тогда вперед ясно родзянка за мной следователь фидоришина нет товарищ генерал нет справки не приносили нет подождите минутку разрешите это генерала соенка так а вот принесли да у меня ну поняла вас товарищ майор зайдите ко мне пожалуйста здравия желаю хоть кому-то сегодня понадобился слушаю вас или носил мне принесли справки по семье переверзевых что удивительно убитый водитель переверзева и его молодая жена они из одной деревни и почти ровесники так что должны были друг друга знать когда там жили вот так я чего-то не понял елена василина тебя что-то удивляет да генерал приказал освободите от всех дел ни о чем не спрашивайте вот те служебную машину с последним правда засада они следаки уехали так что вот держи смотри не поцарапай ну это как получится я тебе дам как получится товарищ подполковник а вы не знаете чего следаки нас по песку к розыску не подключили обычно то они в кабинете сидят мы бегаем а сегодня все наоборот а ты знаешь какое вознаграждение чиновник объявил за нахождение своей дочке какой пятьдесят тысяч долларов сколько да не силы деньги да еще генерал приказал держать тебя в курсе его движения остальных следаков поэтому докладываю воробьев поехал к жениху дочки чиновника родзян как его единственная родственница работайте ну что мы куда доить верблюда на фирму поедем к этому жениху странно что телефона фирмы нет справочники так я его и не видела почти а вы я такого не знаю а вон его соседка идет из девятой квартиры спросите спасибо всего доброго здравствуйте извините пожалуйста скажите павел игоревич замятин с восьмой квартиры вы увидели так он уже год не появляется там ящик полон квитанции можете показать ящик может им письмо какое-то ну пойдемте семёныч я скоро там его уже за неуплату выселять собираются да вы что походите пожалуйста ась я говорю внука давно видели так пашка за границей живет в этой испании я грудь давно ли вы его видели ась я грудь внука вы давно видели так еще в прошлом годе ну может быть он вам звонил нет я по телефону плохо слышу я заметил спасибо я пойду только из захлопните дверь хорошо здравствуйте добрый день чем могу помочь добрый день а нас интересует фирма интеллект их офис прошлом году закрыт но за аренду заплачено да и не офис это так комната 10 квадратов то есть фирма интеллект с прошлого года не работает и никаких сотрудников там точно так спасибо спасибо не за что дали да уж нет даже не в шоке рачки этого чиновника и фирма еще то по справкам из налоговой за прошлый год через нее провели сотни тысяч долларов что дальше не ваним здесь точно тупик хотя генерал сказал что к этому делу как-то вор в законе рамс причастен кстати когда меня похищали это он стоял у озера нужно искать его вообще-то весь преступный мир считал что он погиб но если генерал знает что он жив надо мне встретить с целью стукачу да встретись вас куда в отдел нет лучше домой пока вы там я пообедаю и кому поручили дело вести на вызов выезжала следователь федоришин сейчас что-то все следы киеве отделе суетятся что она и начальник свою машину дал с каким-то упером по городу рассекает я больше ничего не знаю я же дежурный что меня в отдел розыск они допускают нас опять федоришина это часто есть не пересекаясь чё через плечо на свежую прессу почитать может найдешь что-то интересного установите слезку за следачкой федоришин и где в отделе возле дома везде по сити а потом хвост повесишь до встречи том вот вечно ты тень на плетень наводишь явилась теперь ей мозг выноси с меня хватит альберт только не начинай дай пообедать спокойно ну вот не успела войти и сразу хранишь ну ничего я я все стерплю лен слушать ну возвращайся ну как мне доказать что не трахался с этой секретаршей а твоя секретарша тут ни при чем ты не заметил мы уже 10 лет живем как чужие люди зачем продолжать вот это потому что я люблю тебя не надо уже давно не любишь просто смириться не можешь что тебя бросили ну чего орлы комнатные поведайте получите в эти баксы или опять облажались почему сразу облажались просто собираем данные ну ничего насобирали собиратели ну этот жених уже не живет дома с прошлого года и у бабки он своей не появлялся она вообще говорит что он испании живет да я пробил он официально выехал в испанию назад легально не возвращался а там его следы теряются так если он вчера встречался с этим чиновником переверзиум а до этого успел охмурить его дочника но он в страну значит въехал нелегально выходит так приказываю значит запросить его фото в паспортном столе и объявляйте в розыск раз он въехал нелегально считаете сделано вот так есть здорово здорово служи хреновый из тебя конспиратор начальник сам же сказал на рыбалке пересечемся я даже удочку купил так она для зимней рыбалки ты что не видишь прям самая хреновая служишь тебя рыба как петуха пахана ладно достал со своей маскировкой все равно тут никого нет давай колись че узнал за рамс ну шо вор в законе ни иголки не потеряется поговаривали утонул жив-здоров только сейчас он гасится и ты к нему сильно не суйся ой-ой-ой пострашнее видали еще кто он такой по жизни что такой опасный ну что по-человечески воры где не общака вкладывает ну всякие там банки фирмы а он наподобие смотрящего ну чтоб барыги не крысятничали и не киданули и что и говорят ему человеку если он за подозрих то что крысятничает сдохнет и он и вся его семья и как этот рамс один такое количество барыг контролирует почему один там есть финансовый отдел безопасности кстати твое начальство тоже с этого кушает как-то стучит стучит и кушает кушает и стучит ладно буду должен на вот пока подарок ну зачем она мне нужна такая убогая ну правильно магазин сдам ладно давай бываю лен короче генерал просил держать в курсе в общем жених дочки чиновника уже как год живет в испании где он там мы не знаем мне в страну официально не везем в общем мы сейчас в розыск объявили даже так а вы фото в паспортном столе заказали миш пришли мне фото этого жениха на телефон хорошо да все в порядке с твоей машиной да скоро буду давай лен послушай я товарищ генерал это следователь федоришина мне срочно нужно встретиться с женой этого чиновника переверзева нет лучше не при нем хорошо жду хорошо я дождусь дочку попрощаюсь и уеду но надеюсь ты позже тоже вернешься да уже спускаюсь не надо альберт на прощение с тобой уже попрощалась там у служебного дивана ну что узнали про вора да в общем-то ой подождите да слушаю товарищ генерал спасибо перезвоню вам едем на улицу тремяная по дороге все расскажете значит а так на месте преступления найдены пули и гильзы и зарегистрирована пистолета погибшего водителя также найдены другие пули из ранее не засвеченных стволов одной из них убили водителя девятый калибр не засвеченные но тут тоже глухо слушай а ты чего хотел чтобы преступник свинного пистолет стрелял да так маша доложила все и иди к себе да это пойду и чего теперь делать понятия не знаешь самое обидное то что если по фоткам эту дочку другие полицейские найдут то не видать нам этих не у отцовских денег этих долларов вообще как и наши кушей хватит это другие полицейские все и не накаркой здравия желаю здравия участковый из рафиановки антонов моя фамилия ну и что собственно по поручению следователя федеришины ну той которая была на выезде я опросил сотрудников которые в доме переверзивых меняли камеры видеонаблюдения и они утверждают что еще утром все исправили так что на момент преступления камеры работали просто кто-то запись отключил перед налетом подождите может быть это сделали сами налетчики в том то и дело что нет где жесткий диск и пишущий сервер посторонних знать не могли там все так замаскировано значит кто-то что ты ляпаешь то из домашних кто из домашних кто там был жена этого чиновника ты хочешь чтобы я ее обвинил молодец ладно пойду доложу или насильная только не вертите головы похоже нас от самого вашего дома по сути как это же генерал саенко сказал что присмотрит за мной все нормально здрасте добрый день можно вас попросить выйти на минутку что вы позволяете себе да но я девушка вам что-то непонятно подождите пожалуйста за дверью как вы меня нашли сейчас позвони мужу не стоит звонить мужу это он сообщил генералу саенко где вас найти и разрешил нам с вами побеседовать ну и что вам от меня надо давайте для начала вы не будете строить из себя гламурную стерву я понимаю вы напуганы это защитная реакция вам же жалко вашего друга юности односельчанина которого вы устроили водителем к своему мужу и скрываете отношения с ним уже были любовниками нет да и действительно помогала ему с работой но люблю своего супруга неужели так оставьте ваш тон вам не понять в селе все мужики нищие ограниченные а супруг у меня богатый умный да и за ним как за каменной стеной конечно это вы выключили камеры видео наблюдения в даме да я отключила ладно я все вам расскажу ради него а кто это я не знаю как же это же павел замятин жених вашей падчерицы с которым она убежала этого уродца я не знаю павел замятин симпатичный это гублин какой-то ничего не понимаю поедем в отдел и вы с нами там разберемся ты прав не стоит разбраться с такими обвинениями мало ли кто там камер в доме отключил может они сами отключились электричество то вот именно но за такую версию генерал нас точно сожрет и начнет он с головы да товарищ подполковник тут дело такое я машину вашу помял ты че обалдел что ли да шучу я все в порядке с вашей машиной шутник федоришна где подозреваемый допрашивает и кто это подозреваемый жена переверзива кто она осозналась что перед налетом отключила камера наблюдения может я пойду проверю как елена васильна просила им не мешать товарищ генерал да к горлицкий тут такое дело федоришина задержала жену переверзивы и там вроде как созналась это я не могу узнать понял а где а где тогда дочка а я откуда знаю сейчас генерал сюда с переверзивом едут ты представляешь что будет если федоришна ошиблась представляю все и дядь что-то лена ну зайди ко мне да мне плевать на твой допрос жива слушай лен лен сейчас сюда генерал с переверзивом едут че там ну я отправила марию переверзиву в камеру я уверена что она виновна сейчас эти приедут ты сможешь обосновать да твою мать ты чего хочу еще федоришин задержала жену этого чиновника он допрашивает это вроде бы уже и расколола ну вот я же сразу ее подозревал считая убила подчерицу потом бы мужа и получил бы наследство подозревака подозревал надо было сразу высказывать свои соображения ну так я же сейчас понимаешь что получается что федоришину не то что они уволят она еще наши доллары прикарманит понял замечательно вообще гениально лента мне сначала свои доводы приведи миш мне самой кое-что не ясно давай дождемся чиновника генерала то есть тебе не ясно ты кинула в камеру жену такого человека и тебе не ясно миш не волнуйся я все беру на себя не забывай что я начальник и я в конце концов буду крайний оригинал на каком основании арестовали мою жену ну во первых ее не арестовали а только задержали но я докажу что она виновна погоди антон говорите скажите а кому вы поручили пробить жениха вашей дочери не жениха а приятеля я поручил это своему водителю он работал в охранной фирме там ноги в отставники и спецслужб и ваш водитель сказал что он все выяснил и что жених бизнесмен и чист верно выяснилось что вам представили не того человека настоящий павел замятин вот он и находится он в испании и и кого же приводила моя дочь и при чем тут моя жена ну кого приводила ваша дочь я не знаю но знаю точно что ваш водитель и ваша жена односельчане и скорее всего заодно я знаю что они земляки ну ну это ни о чем не говорит Андрей ну скажи что-нибудь ну действительно это еще ничего не доказывает водитель мог быть в сговоре с налетчиками они его убрали как свидетеля да кстати ой вот об этом то я и не подумал да ты что они неуменяемые служат так Антон успокойся твою жену немедленно освободят ясно? выполняйте есть да вы извините она просто немножко ошиблась не ошибка это дебилизм на ровном месте я с вами абсолютно согласен но у нас есть другие более вменяемые исследователи они кстати говоря уже там что-то нарыли да ну так вызови их спокойно спокойно вот здесь да сheits сойдитесь заходите маршинька с тобой все в порядке? все frame но я говорила ей что не виновата Андрей ты слышишь я сделаю все возможное чтобы уволить вот эту дурку, если ты сам этим не займешься. Хорошо. Я немедленно этим займусь. Свободны. Есть. Ну и вы свободны. Спасибо. Что там происходит? Генерал попросил освободить жену чиновника. Вот так бывает. Ну, что за комедию вы там устроили? Прекратите использовать меня в темную. Ведь это вы приказали жене чиновника отключить видеокамеры и убедить водителя сообщить чиновнику, что жених его дочери чист, шантажируя ее. Тем, что вы знали, что когда-то они с водителем, односельчанином, были любовники. Значит, жених дочки ваш человек. И поэтому нужно было отключить видеокамеры, чтобы не светить его, верно? А настоящий Павел Замятин должен вору в законе Рамсу денег. И вы по своим источникам дали Рамсу знать, что Павел Замятин в доме чиновника. А хотите, я расскажу чиновнику Переверзеву, как вы его подставляли? Я не шантажировал жену Антону. Просто сказал, что их семье грозит опасность. Она не такая дура, как кажется, и помогла. Так же, как ее дочь согласилась представить моего агента в качестве его жениха. И где они? Понятия не имею. Кто же знал, что они полюбят друг друга? Теперь он ее прячет. Позвонил и сказал, что не будет подвергать ее опасности. Ну, после вот этого нападения на дом со стрельбой. Теперь Рамс снова ушел. Я поняла, что больше вы меня как приманку не используете. Но кто тогда пасет меня каждый день? Это кто же, я не знаю, кто вас пасет. Да, за нами сегодня весь день хвост. Их машина вела нас до самого отделения. Значит, это люди Рамсу. Но если завести их в отделение, то вору сразу сообщат. Потому что кто-то из полицейских на него работает. Товарищ генерал, разрешите я их приватно расспрошу про Рамса? Разрешаю. Вон тут мусор идет, что следачку возьми. Ну и пусть идет. Нам же за биксей следить сказали. Не рыпаться, тихо, завалю. Спокойно. Без лишних движений. Достали пушки и отдали мне. А теперь пристегнулись друг за себя друг к другу. Быстро. Э, мужик, мы здесь друга просто ждем. Окно закрой. Ну вот, теперь никто не услышит. Ты что творишь? Следующий будет тебе влияется, понял? А потом тебе. Быстро, быстро говорите. Кто вам приказал убить следователя Федоришина? О, считаю до трех. Да не убивать, следить за ней сказали. Следить клянусь. Заткнись. Кто приказал? Емеля, старший наш. И с ним этот вор. Рамс-погремуха. Где они? В спортзале. Это локомотив, бывший который. Если туфту прогнал, я тебя кастрирую. Надо спортзал на промышленный проверить. Рамс-то может быть. Капитан, давай спортзал на промышленный. Бывший локомотив. Да, бывший локомотив. Заодно порасспроси там, кто в полиции стучит. Пока в отдел нельзя, посидим тут. Добро. А с дочкой чиновника что? Мой человек ее сам привезет, когда Рамсу возьмет. А че это у тебя один бандос-то соблел? Да это он от испуга. У них же вообще натура впечатлительная. Да? Что-то мне стрёмно. Да я отферять буду! Все, все, все. Сдаюсь. Только все равно вы меня отпустите, потому что я перед законом чист. Хе-хе-хе. 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 Кто тебе стучит в полиции? Дежурный. Его номер телефонов в суд, а вы... Предпоследний номер. Ну что? Сдать продажного мусора не впадла. И предъявок ко мне у вас нет. Значит так, он напал и ранил меня, потом поранился сам. Ликвидирован при самообороне. Всё так и было, командир. Да, я контактировал с вором Рамсом, но только чтобы втереться к нему в доверие, а потом уже доложить вам. Ври мразь продажная, все твои разговоры с ним записаны. Да, я стучал. Я стучал, потому что он платил по-человечески, а не так, как здесь. Копейки. Юда. Спасибо, Миша. Ленька, ты помнишь, что мне ещё ужин обещала? Миша, конечно помню. Но давай не сегодня. Ну ты можешь мне всё-таки объяснить, как так получается-то? Несмотря на то, что ты неправильно арестовала жену чиновника, генерал приказал тебя поочерить. Миша, я так устала. Давай потом. Извини. Ладно, пока. Так это из-за него ты меня бросила? Дурак-то. Ну что ж, меня в этом доме все дураком называют. Да-да, я это понял. А вы какими судьбами? Мама, а тебе награду привезли. Именно. Генерал сказал, что это именно вы нашли мою дочь. Я всегда держу слово. Это вам. Да вы что, я это не возьму. Я просто выполняла свою работу. Мам. Ленка, ты чего? А вы не лезьте. Деньги, пожалуйста, уберите. Иначе я привлеку вас в задачу взятки. Убирайте, убирайте. Тогда прощайте. Всего хорошего. Совсем с ума посходили. Ты что, действительно блаженная? Мы на эти деньги могли купить собственную квартиру, а то и две. Да вы просто не поняли, ну не могла она их брать при свидетелях. Но сейчас она его догонит, да? Угу. Как смешно. Ты мне больше не мать, а мне не сестра. То есть даже чаю не нальете? Руки! Руки, я сказал! Тихо-тихо, давай, давай за стол, давай. Я присяду? Присяду, присяду. Да-да-да, давай. Где товар? Что? Товар где? В диване. Смотри. Есть. Орган, что за шум? Да. О! 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 Хорошо поссать вышел. Да, удачно получилось. Алло, шеф, у меня беда. Жду. Ха-ха-ха. Да, юж май! Ты же сказал, что он там один будет. Да мне сказали, что один. Черт, он мне в ногу стрельнул. С травмата походу. Так а что ты сумку не скинул? Да растерялся я. Там хоть есть что-то? Не знаю. Ох, ни хрена себе. Валим, 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 валим. И что здесь, что здесь произошло, а? Ну что, я сидел, бухал с ним. Тут ворвалось два джуса с пушками. Бога достал ствол, и они его завалили. А меня вот. Товар где? Товар весь забрали. Лена, давай все исправим. Переезжай, может, ко мне. Двадцать лет не вернешь, Миша. Да и не готова я к новой семейной жизни, прости. Ну, я хотя бы могу надеяться. Разрешите? Чете надо, рабочий день закончен. Дежурный сказал, что вы здесь, я вот зашел посоветоваться. Нам там труп подкинули. То, как подкинули. Ну, так, под дверь. А ну-ка, пойдем. Что, сговорились, что ли, все? То убьют, то труп подбросят. Маш, что там? Ну, что, он даже окчинять не успел. Смерть наступила около часа назад. Пакет я не разворачивала, мало ли что там. Лучше в морге уже сделать. Вить, в общем, давай, оформляй. Время смерти, кто обнаружил, во сколько, все как положено. Может, запись из камеры наблюдения проверить? Может, ты у него пульс проверишь? Товарищ подполковник. А ты чего здесь болтаешься, как Гэ в проруби? Иди в управу, доложи. Есть. Я тоже пойду, доложу. Слушай, Лен, может, нам его в другой район подбросить, а? Хорошая идея. Так что, не оформляем? Так. Что говорят? Твой скорый из рейса вернется. Всем привет. Да, привет. Теть Тонь, ты только не обижайся, но я уже приняла решение, взрослая и обдуманная. Я переезжаю жить в общагу. Как переезжаешь? Ну, я уже взрослая, у меня должна быть своя жизнь. Что значит не обижайся? Я же тебе не чужой человек. Так, погоди, погоди, Том, погоди. Так, а ты, Вика, подумай, что в общежитии, что на съемной хате, нет разницы. Ты все равно свой собственный угол не получаешь. Это вы мне сейчас к чему это говорите? Ну, понимаешь, женщина, даже такая молодая, как ты, должна смотреть на мир практично и уметь пользоваться, пользоваться мужиками. Так, давайте еще яснее. Хорошо. Следи за губами. За твоей мамой ухаживает ее начальник. А у него, между прочим, две квартиры. Свои собственных две квартиры. Так вот, тебе нужно подружиться с ним. Мама увидит, что он типа к тебе привязан как к дочери и быстрее с ним сойдется, понимаешь? И наверняка одна квартира будет твоя, девочка, твоя. Гениально. Ну, послушайте, девчонки, мы должны придумать какой-то праздник, пригласить Мишеньку. Ой, точно, точно. Вот, ты должна с ним подружиться и будешь расхваливать его своей маме. Так, подождите, а если он не захочет со мной дружить? Ой, не переживай, я ему посоветую, чтобы он завоевал твою маму через дружбу с тобой. Вот, и все получится естественно. Так что ты выбираешь? Квартиру? Или обживание? Ну, конечно, квартиру. Способная ученица. Такс, по отпечаткам пальцев подкинутого трупа установили, что это ранее судимый вахтанг Беридзе по кличке Гога. Так я же его знаю. Брал его лет пять назад. Он насидел треху и, насколько знаю, завязал. Видимо, не завязал, если дырка в башке. По вскрытию что? Стреляли в голову самодельные пули из сплавов мягкого металла. Ну, поэтому черепуху не пробило. И, кстати, по этой же причине невозможно провести экспертизу ранее засвеченных стволов. А ты что скажешь? А, по записям с камер наблюдения на отделении, с уличных камер, в общем, нашли машину, из которой подкинули труп. Никаких следов, печатков нет, номера двигателя, рамы сбиты. В общем, экспертиза ничего не показала. Угу. То есть глухарь у тебя вырисовывается, так? Да. Мне уже из управления звонили раз два, спросили найти того, кто это сделал, а у тебя глухарь. Ну что, раз следователь Родзянко не справляется, это дело плавно переходит следователю Проховчакову. Правильно я говорю? Ну, спасибо за новый глухарь. Не ной. Все, остальные занимаются текучими делами. Разрешите высказать предположение. Если он отбывал срок в колонии, надо запросить личное дело оттуда. Зачем? Чтобы найти родственников. Насколько я помню, он детдомовский. Ну, значит, для того, чтобы найти друзей. В личном деле значится, с кем он переписывался и кто носил ему передачки. Ну, или же опросить, в конце концов, соседей. Как показывает практика, в большинстве случаев, современные соседи друг друга очень мало знают. Ну, надо же. Я и забыл, что разговаривать ты умеешь. Все, свободны все. В атаку. Вечно он надо мной издевается. Вечно он надо мной издевается. Ты что, не заметил? Это у него защитная реакция такая. Он же в себе не уверен. Да? А я думал, наш начальник самоуверенность. Но все равно я как-то перед ним пасую постоянно. Это он так сублимируется. Это как? Ты у него спроси. Так, что у нас там по Гоге? Нарыли что-то? В деле значится, что в браке не состоит. О передаче на зону ему регулярно передавал некий ранее судимый Ефим Дей по кличке Жиган. А на Жигана что есть? Анна Жигана. 15 лет назад осужден за сбыт наркотиков особо крупных. Отсидел 7 лет. На данный момент проживает по адресу. Переволок строителей, дом 3. Это частная секта. Ну, если передача носила, значит кореш. Да ладно. Ты смотри, у нас Мегре прямо в отделе родился. Или всегда тут жил, я не знаю. Хватит эти свои игрушечки. Давайте, везите ко мне этого Жигана. Выезжайте по адресу. Поехали, Мегре. Осторожно, злая собака. Не боишься, что ли? День добрый. Добрый. Нам нужен Ефим Петрович Дей. Это я. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, собственно, случилось? Да ничего, все в порядке. Просто проверяем ранее осужденных. Скажите, где вы были сегодня ночью? Сегодня ночью я ночевал у Анжеланой сестры. Мы три дня гостили. А адресочек можно? Я не понимаю, в чем вы его подозреваете? Анжела, мне надо заводиться. Скажи, а то они не отстанут. Да пожалуйста. Село Семенедяево, улица Цветочная, дом 5. Запомнил? А фамилия ее? Петрова. Ребят, только вы и зря стараетесь, начальники. Я перед законом чист. Это очень хорошо. Скажите, а вам знаком человек по имени Вахтан Беридзе? Гога. Ну да, Гога. Гогу знаю, с юности. Только он тоже завязывал. Походу навсегда. То есть? Пристрелили его сегодня ночью. Поехали, пообщаемся со следователем. Да вы что. Ребят, я документы возьму. Я сейчас. Похоже, Кендел этот мирный. Сам его к следаку доставишь. Я по дороге воскачу. К Стукачу? Угу. А вы? Вы ничего не путаете? Вы ж вы обознались. Пойдемте, пойдемте. Поехали. Садитесь. Ой. Все, теперь я могу идти? Нет. Вдруг еще мусора пожалует. Так а сколько мне здесь еще торчать? Ты, тварь подзаборная, будешь торчать здесь столько, сколько я скажу. Понятно. И клев свой прикруй. А то твою рожу на лоскуты порежу. Поскольку времени мало, я тебе быстро объясню матом. Да. Пропустите. Значит, еще раз собери очную ставку. А если опять накосячишь, я тебе в наручники закую и с кляпом во рту гомосеком в камеру кину. Или может тебе это нравится, раз ты нарываешься постоянно? Никак нет, товарищ подполковник. Да. Здрасте. Здрасте. Здравствуй, Тамара. Что-то случилось? Может быть, Лену позвать? Не-не-не, я к тебе. Все, в атаку. Есть. Здравствуйте. Ну? Подружиться. Легко сказать, подружился бы. О! Совсем забыла. Смотри. Моя племяша мечтает вот об этом. Волшебная книга гаданий. Ну, давай я ей скажу, что я тебе сказала, а ты ее принес. Ну, якобы ты тоже фанат этого дела. Слушай. Да. А это ты можешь сработать, да? Да, конечно, сработает. Только ты же вначале ее прочти. Ну, типа ты в теме. Ну, все, Мишань, ты приедешь? Да. Восемь. Я тебя жду, Миш. Ну, отлично все. Все, давай, будешь. Ну, давай, не прощаюсь. А, все вот здесь. Спасибо. Твоя конспирация у меня вот уже где. Только что, никто же не услышит. Чего узнал? Ничего. В город наркоту. Поставляя джигану. Это я и так знаю. Кому толкает? Да я не в курсах. Он вообще посредник. Ну, так пробей. Чего еще интересного? Интересного? Пропала большая партия наркоты. Очень большая. И криминал. Босс Басов. Тут же цинканул всем криминальным гражданам. Тот, кто узнает, кто же эту наркоту собирается продавать, отвалит немеренному плану. Вот это интересно. Понятно. Что за губу, которую сегодня грохнули? Вообще не знаю. Или мелкая сошка, или давно отошел от дел. Ладно, отдыхай. Ладно, отдыхай. Я с этим подкинутым трупом из управы вон уже все плешь проели. Да. И подполковник из-за этого злой, как лицо фашизма. Конечно. Он же своей этой любимице не дает дела, которые невозможно раскрыть. Кстати, про Федоришину. За ней ухлестывает этот опер Дергач. И, кстати, она к нему тоже неровно дышит. Ну, это уже интереснее. Ну, а это нам к чему? Ты что, не соображаешь, что ли? Если подполковник узнает, что у Дергача со старшим следователем траливали, он ее уволит к чертям. Да? Ну, так потом он его, а Дергач вроде хороший мужик. Слушай, ты о себе думай и о нас. Это будет намного лучше. Опер следаку вообще-то не ровнее ни товарища. Ну, ладно, не начинай. Я там друга подброшенного трупа нашел. В смысле, привелся. Чего? У тебя и формулировочки. Ребят, кто-нибудь, отберите у него пистолет. Я вам серьезно говорю. Друг подброшенного трупа? Слушай, тебе надо иди. Хорроры писать надо, ужастики. Веди. В допросную. Начальник, я уже вашим сказал, что я с Гогой не виделся дней пять. Три дня меня вообще в городе не было. Ну, мне передали, передали. Мы проверим. Ты лучше скажи, чем Гога жил? С чего кормился? Он таксовал. Начальник, только ты учти. Я полиции, готов любую помощь оказать. Лишь бы вы нашли, кто его завалил. Ну, найдем, найдем. Ты лучше скажи, может, есть какие-то подозрения? Кто-то угрожал, косо посмотрел. Есть у меня подозрения. Жаловался он как-то на конфликт. Что ему угрожали залетные пассажиры. Кто такие? Я по фамилиям не знаю. Хату они вроде снимают. Морская 16. Квартира, ну, что-то, семь. Морская 16-7. Начальник, только я перед законом чист и проверить это не смогу. Ну, правильно, не надо проверить. Мы проверим. Для этого и службу служим. Значит так. Вот мой телефон. Если что-то еще вспомнишь, набирай. Свободен. Дежурный проводят. Так, Морская 12, квартира 7. Ага, хорошо, хорошо. Хозяин за зеркалье. В полночь сядь перед большим зеркалом и скажи. Эй, хозяин, покажись, ложь и правду выкажи. Про желание расскажи. Подожди пять минут. Да, заходи. Товарищ подполковник, есть информация. Гогу залетная того. Мне шепнули адресок, где они есть. Ух ты. Рассказать, что делать? Опергруппу вызвать. Молодец. В атаку. Хорошо, да. Так. Если за это время с зеркалом ничего не произойдет, значит, либо хозяин за зеркалей не захотел с тобой общаться, либо желание не исполнится. Чушь какая-то. Поперезубойного нам не коллега. Чего так? А потому что мы благородные. В смысле? На благородном порошке сидим. А, ну тогда конечно. Чего нарисовался? А то дело такое. Нам к отделу труп подкинули. А, когда нам об этом на планерке и огласили, весь отдел ржал. А нам вот не до смеха. Ладно, короче, я к вам с информацией и за помощью. Труп этот Вахтанг Беридзе. Погоняла Бога. И лучший кореш имел вроде как. Жиган, наркодилер. Знаем такого. И только недавно пробили, что он родственник расписного авторитета из Средней Азии, который через этого жигана здесь наркоту толкает. Ага. Да, кстати, еще. За этих людей, которые партию наркотиков увели, Басов, авторитет босс, награду объявил. Так жиган с этим боссом дела имеет. И что интересно, есть информация, что сегодня ночью в доме жигана сначала был кипиш, а потом туда сам босс нарисовался. Что будет о серьезном кипише? Они стараются лично не пересекаться. А мне жиган втирал, что три дня в гостях у сестры любовницы был. Значит, трендит. И точно в теме. Да, только хренчу скажет. Хоть ты его молотком кали. Хотя, если прихватить его с поличным, то, чтоб пятнашку не мотать, он и мать родных цирк продаст. Короче, к нам тут один залетный пассажир пришел и штуканул, что ему предложили быть посредником при покупке большой партии наркоты. Он даже образец принес. И наши эксперты установили, что он из тех партий, которые мы перехватили при транзите из Средней Азии от Расписного. Слушайте, так а если эту партию типа прикупить и перехватить продавца, можно и босса с жиганом на эту партию выманить и взять их с поличным? Да, только близок локоть, а туалет узкий. Ты о чем? Он имеет в виду, что для покупки придется настоящие баксы показывать. Но их нам под оперативную информацию не отдадут. Но еще типа покупатели нужны? А оперов из нашего отдела каждый наркот в городе знает. Но с покупателями, положим, проблем не будет. Мы с Поповской можем пойти. А вот насчет бабок... Я постараюсь. И когда типа эту сделку провернуть можно? Да в любое время. Ладно, тогда на связи. Я позвоню. Гадание по совпавшим картам. Перемешай колоду. Сними. Что сними-то? Затем клади карты на стол. Товарищ подполковник. И произнося сейчас. А? Так что там? Как насчет баксов? Каком, боком и с подскоком. Ну так все-таки. Я ж позвонил после твоего звонка к генералу. И доложил. Я же сам не могу решать такие вопросы. Товарищ генерал. Что? О, картишки? Да, это... На гадание перешел. Потому что твои следаки до сих пор не могут раскрыть. Кто вам жмурико под дверь подбросил? Товарищ генерал, а я вам что еще не доложил? Как мы можем это дело раскрыть? И наркокартель накрыть? Доложил, доложил. А баксов-то не упустим. Что это? Сколько там надо? Ну вообще миллион надо. Ну мало ли, вдруг они перепроверят. Но в роли покупателя я лично буду и лейтенант ППСКУ со мной. А группа захвата окружит здание? Ладно. Возьму я эти баксы под расписку. Но вы за них отвечаете свободой и погонами. Пойдете со мной? Есть. Пойдем. 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 Опаздывают? Да ладно. Я не знал что ты умеешь по солнцу время определять. Смерть Артура. Ну и что ж, возразила Эллин с досадой. Какое тебе до этого дело? Все равно, он обворожителен. Он мне нравится. День добрый. Здорово. Нам сказали, что вы товаром интересуетесь. Смотря каким. Ладно. Хорош порожняки гонять. Давайте сделаем так. Мы покажем образец, вы нам бабки. А после мы покажем весь товар. Он тут, но спрятан. Ну давайте. Показывайте. Давай. Ну чё? Ну чё? Бабло, что ли, хотите посмотреть? Хотим. Хотим. Смотрите. Ну, как у нас все серьезно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зашвать, твою мать! Зашвать! Всем оставаться на месте. Не с места. Где они? Куда? Дверь. Вы как? Да лучше всех. Что там? Где они? Ну что? Через подвал ушли. Поп-код! Работаем. Могуать, наши деньги настоящие! И генерал бабки взял! Походу, нам дрындец. Ну, эти пассажиры залетные, они сами там встречу назначили. Времени было в обрез. Мы не успели заранее все здание проверить, чтобы не засветиться. Идиоты! Вас развели, как лохов чилийских. И я-то, дурак, вписался под свое слово, баксы взял. Разрешите? Здравия желаю, товарищ генерал. Полковник Косых. Отдел собственной безопасности. Очень кстати, полковник. Проверьте этих оперов. Если есть предатели, сядут. А если нет, все равно уволю. Товарищ подполковник, пока у меня вопросы только к операм. Не смею мешать нашей контрразведке. Итак, для начала подробно напишите о том, как проходила операция. Работайте. Миша, я не могу сейчас про личное. Мне надо обвинительное про сбою закончить. Я не про личное. Тут такое. Короче, меня скорее всего уволят. А Дергача с Папецкой вообще могут посадить. А что случилось-то? Да мы тут, короче, на операции миллион баксов просрали. Начальство теперь думает, что этот кто-то из нас предатель. Тут даже дело не в предательстве. Тут и без предательства вышло вот так трещет. А зачем нашему отделу эта операция с баксами? Да мы, чтобы найти убийцы Гоги, решили прихватить торговца наркоты, который могли нас вывести на друга Жигана с липовым алиби. Так, подожди, Миша, я ничего не пойму. Это у меня самого башка, как после вальса. А знает все, только опера. Значит, мне надо с операми переговорить, ну, для прояснения картины. Нет, сейчас невозможно. Их начальник собственной безопасности в моем кабинете пытает. Миша, каждая секунда на счету. Давай, ты гений, выведи этого полкана, я с нашими ребятами перетру. Да я-то, конечно, и гений, но это, знаешь, как будет нелегко. Ну, каждая секунда, Миша. Ну, дай, хотя один черт уволили. Пошли. Товарищ полковник, можно вас? Извините, я занят. Там по этому делу новые обстоятельства появились. Генерал просил вам сообщить их конфеты зайн. Хорошо. Давайте. Продолжим после моего возвращения. И никуда не отлучаться. Вот по пандалову. Рассказывайте, что у вас произошло. У нас есть пять минут. Ну, чтобы дело наше раскрыть, мы скооперировались с операми из Огнона. А почему здесь? Да потому что только в этом кабинете нет видеокамеры и микрофона. Дело-то секретное. Итак? Чтобы вы все поняли, товарищ полковник, мне придется начать издалека. А вот скажите мне, вы заканчивали консерваторию? Нет, а какое это имеет отношение? Прямое. Тем более, что так и генерал просил. Вот скажите, например, вы понимаете, чем отличается Болеро Равелли от турецкого марша? Зачем? Это очень важно. Вот послушайте. Итак, Болеро звучит так. Там тарелки поначалу, знаете? Тец, тец, тец. Помните? Нет? Не напоминает ничего? Нет. А трубы там ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Нет? Нет. Мне позвонить надо. Да, подполковник Огорлицкий. Как там у вас? Угу. Есть. Как-нибудь потом продолжим. Меня сам вызывает. Черт знает, что такое. Ты бы слышал, какую я пургу нес. Зато детали узнала. Слушай, а если я в отделе понадоблюсь? Или генералу позвони? Забей. И вообще выключите телефоны. Победителей не судят. А если мы проиграем? Не проиграем. В общем, это Жиган указал на убийство Гоги, назвав их адресом. Я поехал по адресу, но там никого не оказалось. Хозяйка сказала, что да, жили двое, но паспорта их оказались дублями. Подождите. Тот, кто приходил к наркооперам и предлагал сделку, тоже показал дубль паспорта на фамилию Уфин. Вот, кстати, по этому адресу один из квартиросъемщиков Уфин. Мне вот интересно, как Жиган прочухал об убийстве Гоги, если бы ему об этом сообщили наши опера. Ну, просто Жиган утверждал, что они с Гогой были лучшие друзья, и тот перед смертью жаловался, что ему угрожали живущие по этому адресу. Ну, он просто предположил. А этот Гога, он был одинок? Скорее всего, да. Едем в морг. Да я понял. Майор Дергач, значит, вы утверждаете, что план операции был согласован с подполковником Кагарлицким, да? Так точно. Как положено по инструкции. Отлично. Ну, что тут? Работаем, товарищ генерал. Пока свободный. Но из отделения не отлучаться. Есть. Товарищ генерал, что мне хотел сказать подполковник Кагарлицкий? Откуда я знаю? То есть как? То есть как? Дежурный! Генерал Саянко говорит. Срочно подполковника Кагарлицкого в его кабинет. Что? На Сотова и звони. Уехал он, видите ли. Ему он Баксов опустил и уехал. Что? Сотова недоступен. Искать Кагарлицкого и найти. Товарищ генерал, может этот Кагарлицкий причастник к исчезновению денег и пустился в бега? Ты такими обвинениями без доказательств не бросайся. Это не обвинение. Это версия. Пока. Ладно, разберемся. Ну, кто со мной? Я позвоню. Узнать кое-что надо. Вы поймите меня правильно. Я не хочу светиться с вами в официальных местах. Я же с вами неофициально. И помните, вы обещали никому не говорить, то, что я с вами. Ясно. Алло, Сильвестр, здорово. Ну, что там как? Понял. Давай, только я тебе не звонил, хорошо? Ну, что там? Деркать сказал, генерал меня ищет. Обещает всех порвать. Так, может, надо ехать обратно? Да не боись ты же со мной. Поехали. По дороге все расскажу. Может, да, я уже пойду? Сиди здесь, друг, еще пригодишься. Ну, собаку хотя бы покормите. Заткнись. Иначе я ее утоплю. Вон, смотри. Мусора подъехали. Вот, видишь, вот этот вот следователь, вот он меня допрашивал. Значит так, я выйду через другой выход, а вы здесь разруливайте. Джига, не облажайся. Здравствуйте. Здрасте. Добрый. Здрасте. Здрасте. Ну, вы садитесь, садитесь. Сори. Представляете, по адресу, который вы нам сказали, никого не оказалось. Ну, значит, Гога ошибся. Или его враги свалить уже успели. Жена ваша? Да, гражданская. А Гога, значит, ваш друг? Друг детства. Мы с ним как братья были. Понимаю. А я так что была в морге, и там выяснилось, что вы туда даже не приезжали. Узнать, когда брата хоронить можно будет. Понимаете, я... Я сегодня сам не свой. И я думал, этим завтра заняться. Да, понимаю. А братва, ты знаешь, что вы, так сказать, гей? Мягко говоря. Так что вы несете? Не, ну, нам-то лично все равно. Мы просто думаем, что ваше окружение бы не одобрило. В морге выяснилось, что Гога пассивный. Как это у вас называется? Жена? Да что вы. Я так поняла, что он хотел откровенно заявить о своей ориентации и жить с вами открыто. А вы его убили, боясь огласки, верно? Вы бредите. А потом провернули эту аферу с наркотой, сказав, что партию у вас управляют. Следователь сказал, когда убили Гогу. А я доказал, что у меня было алиби. Я ночью вчера, он был у ее сестры вместе с Анжелой. Мы там ночевали, и я не убивал, и вы этого доказать не сможете. А мы ничего доказывать не будем. Мы позвоним этому, Басову, да, по кличке Босс. Да. Мы ему расскажем свои предположения. А пока он сюда едет, мы вас немножко похороняем. Ну, чтобы вы не убежали. Вы этого не сделаете. Сделал. Ну, я думаю, да, сделали. Ну, конечно, сделал. А Басову мы скажем, что подставили его вы. Не надо. Мне приказали подтвердить по алиби. Да сука такая. Стой. Стой, я буду стрелять. Стой. Не подходи. Спокойно. Не дергайся. Нож бросила? Нож! Это Жиган приказал Уфину рассказать, что у него в доме наркота. Ну? Да. Давай, рассказывай. Да потому что Уфин любит меня. Но он фраер, у него нет оружия. Он должен был просто перевести наркоту, и все. А Жиган потом пришел к ним на квартиру, забрал наркоту и убил. Но перед этим он должен был убить своего любовника Гогу. Но тот достал травмат. И все испортил. И Уфин сбежал с тем другим. А потом они провернули эту аферу с наркотой и баксами, да? Ловко. Расскажешь, где Уфин тебя ждет, забуду про нож и отпущу. Иначе сядешь на пять лет. Давай. Я покажу. Они меня там ждут. У Уфин и тот дуркой. Наркобарыг Ижиган сдал всю поставку наркоты, своего босса и родственника расписного. Главное его теперь в отдельной камере держать. Ну-ну. Товарищ генерал, при задержании обнаружены американские доллары. И как положено, мы их пересчитали под протокол. Там миллион настоящих. Ну, слава Богу. А где Федоришина? Федоришина. А я ее отпустил по дороге. У нас почти сутки дома не было. Ладно. Завтра ее награжу. И вот, Саперов, обвинение снимем. Расшитите, товарищ генерал. Выгрешаю. Иди. Поработай. Есть. Ну что, ковбой, на выход. Веселая ночь, круто Дергача, намечается. Угу. Спасибо. Эй, постой, красивая. Кто вы? Что вам нужно? Расшит. Я Басов. По кличке Босс. А, я про вас слышала. Удивительно, что вы здесь. Ну, вы же понимаете, что все эти гласловные показания Жигана о том, что он не продавал какой-то товар, меня за это не посадят. Вообще, есть очень большая вероятность, что он просто не доживет на суда. Так что вам нужно? Ну, я вообще-то пришел вас поблагодарить. Да. Ну, вы же понимаете, что я в бегах. А с этим Жиганом и его кузеном больше никаких общих дел иметь не буду. Все? Могу идти? Ну, нет. Привет, Василий. У меня к вам предложение. Хотел бы, чтобы вы на меня работали. Но увольняться не нужно. Зарплата будет хорошая. Стоимость квартиры в этом доме. Это за месяц. Не понимаю, зачем вам я. Если вы так хорошо знаете все расклады, наверное, кто-то из наших уже на вас работает. Миша, Боже, правда говорят, красивая, значит, не очень умная. Не угадала ты. Я Жиганов в квартиру жучок подбросил. Так что все ваше чириканье мы до последней буковки слышим. Не скажу, что ваше предложение честь для меня. Вынуждена отказаться. Очень жаль. Очень жаль. Я ведь скоро легализуюсь. И вы можете по любым вопросам ко мне обращаться. Всегда с радостью вам помогу. Ведь деньги это... Это не главное. Главное взаимовыгодное сотрудничество. Понимаете? До свидания. До встречи. Красивая. Не перебивай аппетит. Ты хочешь мандарин? А что за праздник? День рождения. У кого? А у меня? Да. У нашей Шахерезады Иваны ремонт, поэтому решили здесь. Да. А я без подарка, извините, я же не знала. Да вообще без проблем, не парьтесь. Да. А если честно, я немножко отметить не против. Вот и отлично. День сегодня прошел. Не зря. Как заново родилась. Пойду душ приму до начала. Мишенька, Вика, приготовься. Это не Мишенька, а... Здравствуйте. Ну, очень брутальный мужчина. Простите, я... Похоже, не вовремя. Просто я хотел Елену Васильевну поблагодарить. Она меня сегодня от неминуемой гибели спасла. Ух, ну, она сейчас в ванной. А вы танцевать умеете? Ну, когда-то приходилось. Вот, отлично. Давайте танцевать. Ух ты. Вот молодежь. Неожиданно. Мать, давай присоединяемся. Все-таки красиво мы дело раскрыли, да? Не вы, а опять Федоришина. Ну, конечно же, с Дергача спасала. Он-то здесь при чем? А вы что, не слышали? Или это роман? Знаешь, что? Что? В плечо. Не болтай ерунды. До завтра. Продолжение следует... Уважаем. Прямо ром up. Мужчина. Мать, не испугни мужчину. Я прошу прощения, можно я… Елена Ассеновна, можно вас пригласить? Да я подержу. Угу. Да. Я жена. А вот и Мишенька. Ты че такая? А? Как? Не, не, ничего. А, слушай, забыл кофейник в кабинете выключить. Держи. Миша. А он даже кофейник едет. Миша. 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 Вообще-то и кофейника у него нет. Ну, это у него ревность такая. М-м-м. Миша. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бегался! Э, ребят! Ребят, вы чего? Кончаю я! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Я сказал, не двигаться! Тихо, тихо, тихо! Оружие! Оружие на землю! Все, 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 все. Что здесь произошло? Да я просто, я мимо проходил. Врет он! Они тут вот этих били! Так это, товарищ предполковник, что с вами? Мальчик, помогите! Скорую, быстро! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тома! А? Это я! Слышу! О, ну ты загрузилась, как Боинг! О, привет, мам! А это что так рано? А я и завтра выходная. Прикольно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда? Следователь Федоришина слушает. Как ранили. Я поняла. Я сейчас буду. Мишу Кокорлицкого ранили. О, господи, да как же это? Я в больницу. Позвони мне оттуда! Бедная Мишенька. А где мама? На работу пошла. Ну вот опять. Теть Том, а давай поспорим, что этот опер за мной бегать будет. Викуль, ну это уже не смешно. Да, тебя тянет к взрослым мужчинам, потому что тебе не хватает отца. Он мне нравится не как отец, а как самец. Да не дури ты! А я и не дурю. Вот увидишь, я тебе докажу. Преступная самонадеянность. Бедная Мишенька. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тома «Тома» Тома «Тома» Мишенька. Тома «Тома» Г Вот, у меня тут все чин-чинарем оформлено. Ружье, значит, легальное. Да, я вижу. Расскажите, что произошло в вашем дворе. Курю я, значит, на балконе и вижу два амбала. Мальчонку догнали и давай пинать. А тут прохожий вступился. Сразу видно было, что ему с ними не совладать. И вы, значит, решили... И я, значит, старухке своей кричу, в милицию звони, а сам Ружье в попыхах одним патроном зарядил и выбежал. А тут ваши подъехали, одного задержали, а другой гад убег. Ну, спасибо вам за неравнодушие. Там нашего начальника ронили. Да что там, все же люди. Хотя я что-то сомневаться стал в этом. Что с ним? Да бред какой-то. Его прямо в его дворе подрезали. Сейчас оперируют. Рано. Серьезно? Да, мы не знаем. Все же дома были, когда дежурный позвонил. Я звонил в отдел, там сейчас Страдянка дежурит. В общем, сказал, что одного из нападающих уже затяжали. И подполковника с подростком привезли. У него черепно-мозговая, он сейчас в отключке. Да, это какой-то беспредел. Ладно, надеюсь, все будет нормально. В общем, вы как старший следователь сейчас, ну, за начальником. Да, командуйте. Хорошо. Лейтенант Папайск, вы останетесь здесь. Как только подросток придет в себя, опросить и позвонить нам. Также сообщите, когда закончится операция. И что скажет врач. Саша, Володь, дуйте на место преступления. Осмотритесь там, может, свидетелей найдете. Есть, есть. Товарищ майор, а мы с вами поедем в отделение. Нечего здесь стоять, нужно все выяснить. Сразу звони. Ну, говорю, что занимался обычным уличным грабежом со случайным собутыльником. Решили у пацана телефон отжать. За него этот мужик вступился, начал ножом махать. Ну, мы же не знали, что он мент. И кто тут второй? Ты говоришь, ну, случайный собутыльник. Ну, мы с ним в баре скорешились. А так как бабла не было, решили телефон отжать, продать и еще выпить. Что-то вы не были-то пьяные. Блин, ну, говорю же, догнаться хотели. В баре немного выпили. Ну, пока дрались. Здесь я пропотел и протрезвел. Ну, как-то так. Вот. Тут адвокат пришел. Адвокат Понеделка, добрый веточек. Да, пожалуйста. Согласно этому договору, гражданин к уволю, мы клиенту. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Все верно. А как вы так быстро узнали, что он здесь? Так он и с полицейской машины перезвонил. Он уже демократия, и даже полицейская соблюдает закон. А по закону я должен переговорить со своим клиентом. Да, конечно, разговаривайте. Я выйду, позовете, как закончите. Бурый, ну красавец. Давай, вытаскивай меня отсюда поскорее. Вытащу. Прямо сейчас. Помогите! Кто-нибудь в скорую вызовите! У него сердце больное. Я сейчас машину с зажирными! Помоги! Чего с ним? Блин. Алло, скорая? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что случилось? Это задержанное, что на начальника напал. Потерял сознание, не знаю, сердце, что ли, плохо? Подожди. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это у него трахея перебита, он мертв. Как мертв? Это его что, адвокат Понеделка? Кто? Ну, защитник его, фамилия Понеделка, он документы показал. Да он на пенсии давно. Да какой на пенсии? Молодой, он машину за таблетку. Блин! Если они так свидетелей убирают, так они как Горлицкого и подростка добьют в больнице. Надо попытку предупредить, он без оружия. Давай, а я наряд вызову. Понял. Только сложности есть. Мальчик, начальник на разных корпусах. Есть охранять мальчика. А к начальнику я охрану больницы пошлю. Есть. Доктор, я из полиции. Отправьте охрану в реанимацию, а я здесь подежурю. Да, а что случилось? Больным угрожает опасность. Быстрее. Доктор, что случилось? Да ничего, просто пьяный хулиган. Я охрану уже вызвал. Идите в палату. Иди в процедурную. Хорошо. Стоять! Руки! Что за шум? Кто вы? Полиция. Где реанимация? Во втором корпусе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, ясно. Папецку как? Поняла отбой. Ну что там? Подростка в больнице пытались убить. Дергач успел вовремя, но задержать не удалось. Твою мать! Мацкоты! После попричитаем. Так. Значит, пальчики того же Морика, которого в кабинете замочили, оказывается, есть у нас в картотеке. Он когда-то аттестацию проходил на частного охранника. Короче, Маша. С удовольствием. Значит так, вот. Коль, Дмитрий Юрьевич, тут адрес, все из карты. Я пойду, почему еще там до утра делал. Давай, спасибо. Срочно выезжайте по адресу и проведите там обыск. А сам уксы? Утром я поставлю прокурора в курс дела. Ясно. А что ищем? Ну, если там домашний? Всех из его квартиры сюда в отдел. Ищем записные книжки, мобильные телефоны, компьютер с электронной почтой. В общем, все, что может вывести на его подельников. А я здесь наведу справки. Понял. Давайте. Чем так мучиться, лучше сучиться. В натуре. И на хрена нам это такая свобода? Лучше б в камере спали. Так, циц. А что, нашел что-нибудь? Да нет, ничего. Ну, продолжай рыть. Нарой себе на звездочку. Простатит, аденома, импотенция. Больше не проблема. Доктор Авуанов, ВГ. Сердечные капсулы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ого! Ух ты! Смотри, что нашел. Ты лучше б записную книжку нашел. Потому что ни телефонов, ни ноутбуков. Нам информация нужна. Без него, может, кого-нибудь вольнули. Тут еще что-то есть? Открытки с мертвыми американскими президентами. Это уже кое-что. Э, начальник, в доле. Это идея, слушай, Родзянка. Давай из этой находки шмалем этих двоих, а баксы поделим. Командир, тормози! Что, страшно? То-то. Дело понятых стоять и молчать, и кивать головой. А потом расписаться в протоколе. Усекли, стоим. Оформляй. Чего? Мама, она опять дома не ночевала? Она звонила. Мишеньку ранили. Он пока в реанимации. А еще у них там куча ЧП. Вот и как можно любить такую профессию. Как только выйду замуж за майора Деркача, он сразу идет под ставку. Опять завела шарманку. Ну, хотя, если у него большая выслуга, то пусть дослужит и получит квартиру. Не поясничай. Так я ей серьезно. Я не поясничаю. Сама же меня училась со своей подругой. Прикуси язык. Лучше грушу. Сюда нельзя. Выйдите. Я ненадолго. А вы ему кто? Жила? Жила. Ну, хорошо. Только недолго. Спасибо. Привет. И здесь от тебя покоя нет. Миш, ну ты как? Как будто бы спал на краю. В смысле? Ну, знаешь, это придет серенький волчок и укусит зубочок. Больчок очень сильно болит. Так может, врача позвать? Не надо. Он был только что. Как мальчик. Мальчик жив, все хорошо. Ну, и ты, если шутишь, тоже все хорошо. А ты что, моей женой представилась? Ну да. Ну, чтоб меня не выгнали. А то хоть мне чаще надо раненого валяться, чтобы твое внимание получить. Сплюнь, дурак. Знаешь, как я испугалась? Я бы раз в горле пересохла. Так может, воды тебе принести? Миш. А с ним все в порядке? Да, все в порядке. Просто лекарство подействовало и он уснул. Ну, хорошо. Идите уже, а то скоро обход. Угу. До свидания. Хорошо или не о чем сказать. Следователь Радзянко пускает в кабинет постороннего с фальшивым адвокатским удостоверением. Тот убивает задержанного и спокойно уходит. Виноват. Лейтенант Папеску сам чуть не погибает. Виноват. А майор Дергач несколько раз стреляет из окна больницы и не может попасть в преступника. Да это не преступник, товарищ Покуров. Это Бэтмен какой-то. Кстати, почему вы за ним не погнались? Я же говорю, какой-то супермен. Даже если бы я сиганул за ним с третьего этажа, в лучшем случае кости бы переломал. Надо до выхода там бежать далеко. Скорее всего, он занимался паркуром. Так, подождите. В общем, так. Дело о нападении на подполковника Кагарлицкого и неизвестного подростка будет вести следователь прокуратуры Кононов Вячеслав Михайлович. Разрешите всем сотрудникам отдела участвовать в расследовании? Не разрешу. Вы и так наломали дров. Командуйте, Вячеслав Михайлович. Доложите, что удалось сделать за ночь. Вот рапорт, пожалуйста. Нет, вы, пожалуйста, озвучите. Я тоже хочу послушать. Хорошо. Предотвратили убийство неизвестного подростка и полковника Кагарлицкого. Причем в больнице первого убрать пытались именно подростка. Организовали их охрану усиленным кордоном полиции. Сфотографировали бессознательного подростка и подали его в розыск. Также сообщили всем отделам, что если подростка будут искать близкие, сообщать нам. Просмотрели записи и по скриншотам подали в розыск лжеадвоката, который убил задержанного Коваля в кабинете. Хотя лжеадвокат наверняка был в гриме. Установили личность убитого задержанного и провели в его квартире обыск. Стоп. Что нашли? Незарегистрированный пистолет ТТ со сбитыми номерами. Он уже на экспертизе. 18 тысяч долларов. Продолжайте. Ждали утро, чтобы следователь Пороховщиков съездил к настоящему адвокату понеделка, так как убийца показал дубль его старого удостоверения со своим фото и исправленным днем рождения. Установили, что убитый Коваля, который напал на Кагарлицкого, сейчас официально безработный, а ранее работал частным охранником фирмы Цитадель. И ждем открытия этой фирмы, чтобы съездить туда и опросить сотрудников, которые его знали. Также планировали утром опросить его соседей по дому и запросить через санкцию распечатки его звонков. Это все? Кроме того, мы все написали подробные объяснительные и также взяли объяснительные с сотрудников полиции, которые задержали Коваля и спасли подростка и подполковника Кагарлицкого. Ну что ж, толково. И пока добавить нечего. СТУК В ДВЕРЬ Простите, не звонил дежурный, труп на пастыре. Ну, кто со мной? Старший следователь Федоришев. К остальным у меня есть вопросы. Мне нужен еще один опер. Хорошо, уберите. Товарищ майор. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здесь поговорим, кто неравен час, жена услышит. Ну, в больницу пока не сунутся, там усиленный наряд. Ну, я придумаю, как их отвлечь, и уберем пацана. Угу. А если сегодня начнется и заговорит? Это вряд ли. Коваль ему с ноги в голову зарядил. А у него удар, как из пушки. Ну, это да. Хорошо. А чтоб сегодня его уже не было. Понятно? Это вас не будет. Надо еще мента убирать, который вступился. Он в больнице пока, но он единственный, кто видел мое лицо близко, когда мы дрались. Сначала пацана. Понятно? Потому что ты можешь бега уйти. А если я уйду, солидные люди сотни миллионов потеряют. Понятно? Сначала пацана. Все, валите отсюда. Труп обнаружил бегун Фидулов. Я когда вас ждал, с него письменные показания взял. Вот. Значит, вы точно здесь больше никого не видели? Да точно, точно. Я каждое утро здесь бегаю. Пейзаж хорошо знаю. Послушайте, а можно уже побегу? А то остыну и на работу пора. Я вас больше не задерживаю. Спасибо. Так. Ну, сожгли ее здесь. Приволокли со стороны дороги. Да. Судя по всему, оттуда притащили и туда же ушли. Пойду гляну. По всей видимости, облили каким-то горючим. Ну, типа бензина. Маша, а ее уже мертвую сожгли? Не, ну, это вскрытие покажет. Я ж не волшебник. С ожогами вообще сложно. Труп свежий. Смерть наступила сегодня ночью. Основание черепа перелом. Ну, естественно, никаких следов и камер тут, конечно, тоже никаких нет. Вызывайте труповозку. Уже вызвал. Товарищ майор, на обратном пути мы отвезем вас в больницу. Там есть полиция, но лучше вам охранять подростка. На него два раза покушались, могут попытаться и в третий. Но, судя по всему, они на нас серьезно настроены. Если готовы были и шефа убить, и папа СМ. Поэтому ни на минуту не отлучайтесь. Я вам организую питание возле палаты. И передайте всем медикам, если кто-то будет лично интересоваться парнем, или по телефону, пусть тут же сообщат вам. Хорошо. А если меня на чест, то вернет? На меня ссылайтесь. Так, ну все, я закончила. Пойдем? Да. Ну что, пойдем. Прошу, проходите, пожалуйста. Обувь не снимайте. В комнате у меня ремонт. Так что прошу на кухню. Спасибо большое. Вы простите за беспокойство, Анатолий Викентьевич. Просто тут вот в чем дело. У нас в отделении произошло убийство подозреваемого. Зашел человек, представился адвокатом. И показал всем дубль вашего удостоверения. Все ему поверили? Моего удостоверения? Да. Вот. Скан с камер наблюдения. Может, вы знакомы с ним когда-то встречались, пересекались? Нет. Не знаю такого. И предвижу ваши вопросы. Мое удостоверение могли скопировать в прошлом году. Ну, когда я еще работал и показывал его везде, в том числе и на камеры. Да, ну, я так и подумал. Есть одно но. Судя по тому, как действовал преступник, он точно знаком с адвокатской практикой. И даже работал. Потому что со стороны это не усвоишь. Ведь он умудрился обмануть дежурного и следователя, пусть и молодого. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ладно, спасибо, Валерий Викентьевич. Да не за что. Все, до свидания. До свидания. Всего доброго. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я все понял. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тут к вам из полиции пришли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Добрый день. Следователь Федоришина. Здравствуйте. Слушаю вас. Три года назад здесь работал Коваль Дмитрий Юрьевич. И я хотела бы поговорить с сотрудниками, которые его знали. Ну, я его знал. Только он недолго здесь проработал. Мутный он какой-то. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Может, кто-то дружил с ним? ИСкунов вроде. Ну, не то чтобы дружил, но был ближе, чем с остальными. Только и Пескунов сейчас не работает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спился он. Угу. Дайте, пожалуйста, адрес и данные Пескунова. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Конечно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Простите, если не секрет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А почему вы Ковалем интересуетесь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ну, почему не ходил? Ходил. Вернее, ходила. Женщина. Ага. Сейчас, знаете, вот практически каждый день. Да вы что? Видно, у них любовь таки. Она даже у него ночевать оставалась. Вот как? Ну, а больше я ничего не знаю. Елена Васильевна, я тут про Коля кое-что узнал. Так я могу идти? Сейчас, секундочку. Да, конечно. Спасибо вам большое. Всего доброго. Да, так вот. Дело в том, что у Коля... Да, я тебя поняла. Хорошо. Да, я позже призвоню. Елена Васильевна, если не ошибаюсь. Ой, какое совпадение. А я мимо иду, а здесь вы. Послушайте, перестаньте притворяться, пожалуйста. Я был в охранной фирме, и мне рассказали о вашем визите. А еще мне сказали, что вам дали адрес друга убитого Коля по фамилии Пескунов. Кстати, это его дом. Вячеслав Михайлович, неужели вы думаете, что сделаете больше, чем весь наш отдел? Не думаю. Давайте так. Предлагаю работать вместе. Мы как бы неофициально. Если дело раскроем, все лавры вам. Согласен. Но только о нашем сговоре знаем лишь мы вдвоем. Все под моим контролем и никакой самодеятельности. Все понятно? Да. Итак, что еще накопали? Помимо друга Коля, которого, как видите, я тоже выследил. Следователь Воробьев выяснил, что у Коля была женщина. Для того, чтобы ее найти, нам нужно запросить распечатки сотового Коля. Я думаю, не так много женщин его окружало. Ну, прокурор уже подписал постановление. Однако, вы знаете, операторов сотовой связи, они как всегда тянут. А давайте пока вместе допросим этого друга Коля. Ну, что ж, пойдем. Горешились мы с Ковалем, пока год назад не подсапались. Он тогда с охранной фирмы ушел и на какого-то крутого папика стал работать. На какого? На какого не знаю, но только бабло у него сразу появилось, он стал понтить. А главное, гад пить бросил, и мы поцапались. Митенька! Митенька! Вы ошиблись, я не Митенька. Митенька, почему ты меня не помнишь? Я же тебя грудью кормил! Мама, ты ловишь! Оставь меня! Оставь меня! Мама, ты ловишь! Мама, ты ловишь! Митенька! Митенька! Здравствуйте. Мы, наверное, пойдем. Да. До свидания. Угу. Спасибо. Спасибо. Ты понимаешь, что если мы пацана не грохнем сегодня, шеф прикажет, и нас самих грохнут. А может, снова под доктора закусишь? Да нет. Там менты насторожи. И наверняка уже всех врачей знают. Ну, значит, закусишь под больного. В смысле? А это идея. Давай-ка еще. Только это, кукушку мне не стряхни так просто. Фейс развороти и все. Ну, что ты как ты? Живой? Нормально. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Подымайся. Боюсь, меня со всеми уголить могут. Считай, при мне задержанного убили. Не, начальство или сразу выгоняют, или никогда. Ну, максимум строгача дадут. Было бы неплохо. По песку у аппарата. Че? Ну, так давай ее ко мне. Там мать ищет сына по описанию похожего на пострадавшего пацана. Отлично. Хоть узнаем, кто он такой. Здравствуйте. Я пришла в заявление написать, что у меня сын пропал. А дежурный сказал к вам. А вы мне фотографию принесли? Да. Вот. Он. Ты про что? Вы не волнуйтесь. Ваш сын в больнице, но он жив. Его просто побили. Мы расследуем это дело. Может, воды? Да, я сейчас принесу. Слава богу, нашелся. Да вы берите еще, не стесняйтесь. Спасибо. А что по пистолету, который нашли в квартире Коваля? ТТ со сбитым номером ранее не засвечен. Маша, по трупу на пастыре звонили из морга. Мне еще другие вести. Дела надо. Как я вас понимаю, у самого пять штук в производстве. Я сама в морг позвонила. В общем, ее сожгли, когда она еще была живой. Но перед этим она получила перелом таза и основание черепа. Вот вы где. Я там маму пострадавшего подростка нашел. Спасибо за пирожки. Спасибо, Маша. Славик в секцию после школы пошел и не вернулся. Он недавно на эту качалку записался. А Сотова обычно дома оставлял. У них в раздевалке воруют. Особой в зал никак. Он в трусах и майке занимался. Как жаль, что я плохо знаю город. Хотя... Вы в картах, понимаете? Да, я раньше ходила в геологические экспедиции. Елена Васильевна, что вы задумали? Подождите. Покажите мне на карте маршрут, по которому ваш сын возвращался из качалки домой. Значит, вот качалка. Угу. А вот так он шел домой. Только у меня как. А вот это что за место? Это пустырь. Рядом с улицей Колокольной? Да. А можно я уже пойду к сыну в больницу? Да, конечно, идите. Спасибо, вы нам очень помогли. Вы только найдите, кто его испил. Обязательно найдем. Что значит обязательно найдем? У вас появились мысли? Вообще-то они у меня с рождения были. Еще на пустыре я заметила, что дом Кагорлицкого и место, где напали на мальчика, находятся рядом и недалеко от той дороги, по которой тащили убитую девушку. А она здесь при чем? Из морга сообщили, что смерть наступила примерно в то время, когда избивали мальчика и подполковник Горлицкий за него заступился. А мальчик шел мимо этого пустыря? Да, возможно, он увидел, как убивали девушку, и теперь его хотят убрать как ненужного свидетеля. Разрешите? Вот прислали. Список всех звонков Ковали за месяц. Смотрите. Вот она. Скорее всего, она любовница Ковали. Они очень часто созванивались. Пошлите за ней на ряд. Ага. Считайте, сделано. Угу. А может, это ее убили на пустыре? Нет. Она до сих пор звонит на номер убитого Ковали. Она не знает, что он мертв. Ну, тогда подождем, пока ее привезут. Или, может, поедим и подумаем? Я не возражаю. Угу. 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 Докін Såsitkta Gu cold. Угу. 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 А пока, как понимаете, вопросы здесь задаем мы. Ну, задавайте. Расскажите, с кем дружил? Близко общался в последнее время Коваль? С пьяницей Пескуновым. Больше я никого не знаю. У него мужа были. А на кого он сейчас работает? На какого-то Михайлова по кличке Депутат. На кого? Михайлов Депутат. Правда, Славик меня просил об этом никому не рассказывать. Да и вообще. От дружков своих меня скрывал. Вот потому вы до сих пор и живы. Запротоколируйте показания, пожалуйста. Хорошо. Так, а вы скажете, где Слава? Да-да-да, я все объясню. Я вот просто подать не могу. Прошу, вот налево, налево, вот туда, в кабинет. А почему тебя так встревожил этот Михайлов? А потому что это мясник, каких еще поискать. И все мокрухи он делает чужими руками. Так что теперь я согласен с твоей версией. Потому что артиллерист. А у нас снаряд даже дважды в одну воронку не попадает. СМЕХ Очень смешно. Здравствуйте. О, Виктория. Здравствуйте. А вы как тут? Кого-то навестить пришли? Да, у меня тут подруга лежит. Вот, забежала. А тут смотрю, лица знакомая. Решила поздороваться. Здравствуйте. Ну, вы тут это, а я до буфета. Вот, хотела узнать. А вы помните, как мы с вами танцевали? Вика, мама знает, что вы здесь? А при чем здесь мама? Я уже взрослая девочка. И где я хочу, там и хожу. Я не хотел вас обидеть. Просто я здесь не просто так сижу. На посту. Здесь может быть опасно. Простите, а где здесь туалет? Там, по коридору, налево. Спасибо. Ничего здесь не опасно. Вы же рядом. Тем более, вот, человек с автоматом придет из буфета. Давай. Готовность пять минут. Потом поднимай кипиш. Я их завалю. Перелом таза и основание черепа обычно бывает, когда машина сбивает. Ну, значит, все сходится. Девушка, которую сожгли на пустыре, переходила дорогу. Ее сбил машина этот Михайлов, депутат. С ним были два подельника. Один из которых Коваль, а другой вот этот неизвестный спортсмен. Они оттащили тело девушки на пустырь и там сожгли. И все это видел подросток. Коваль и спортсмен погнали за подростком, чтобы добить его. И тут вмешался подполковник Горлицкий. Все это, конечно, складно. Только я одного не понимаю. Не проще понести ответственность за случайный наезд, чем убивать столько свидетелей. Для нормального человека это, конечно, проще. Но Михайлов в прошлом бандит. Правда, без судимостей. А в настоящем очень серьезные люди вкладывают в него миллионы долларов, продвигая его в политику для того, чтобы он лоббировал их интересы. Нужно его задержать. Да вы представляете, сюда сразу же набегут лучшие адвокаты, пресса. Начнет звонить наше руководство. Я же говорю, что за ним стоят очень серьезные люди. Значит, сделаем так. Вы ничего не знаете. Я сама его задержу. И мне плевать, кто за ним стоит и кто его крышует. Речь идет о ребенке, о моем друге, о моем начальнике, которого я знаю с юности. Хорошо. Я пойду с вами. Но я надеюсь, что вы не ошиблись. Ладно. Раз я вам так надоела, то я здесь постою. Не в этом дело. Просто я здесь. Свидетели охраняю. Ну и пожалуйста. Я не понимаю, я вам что, действительно совершенно не нравлюсь? Ну почему? Вы очень хорошая. Но я же чувствовала, что когда мы танцевали, вам было приятно. Но если помните, я там не только с вами танцевал. Я еще с вашей тетей танцевал. С мамой вашей. Может быть, мне с ними было приятнее танцевать. И с кем из них конкретно? Я не буду отвечать на этот вопрос. Мне вообще нельзя разговаривать. Я на посту. На посту нельзя разговаривать, есть, пить, курить. И даже отправлять естественные надобности. И что, вы штаны писаете? Ой, это что такое? Сейчас посмотрим. Честно говоря, я ненавижу полицейских. Ну, сами понимаете. Мама, папа вечно на работе. А вот вы хорошие. Это еще что такое? Плавик же без сознания, а тут пожар. Посадите в палату. Это просто дышит. Откройте окно. Вика, уходите. Чего закидываешь? Это не учебная тревога. Покиньте помещение. Доктор, у нас здесь пост. Доктор, мне плохо. Я задыхаюсь. Проходите клея сердца. Быстро сюда. Вы как? Нормально. Хорошо. Все хорошо. А вы поможете врача? Не-не-не, все нормально. Все хорошо. Кто здесь? Славик. Очнулся. Вот и хорошо. Ты что творишь мусор? Тихо. Кто тебя послал? Да пошел ты. Сука. Говори. Успокойся. Значит так. Когда в меня ножичком течет, я не обижаюсь. Я воспринимаю это как неотъемлемую часть работы. Но когда пытаются убивать женщины, особенно детей, я это очень не люблю. Понял? Да? И что ты мне сделаешь? По закону ты должен вежливо со мной разговаривать. И доставить в камеру. И обращаться ко мне на вы. Умный, да? Короче, расклад такой. Сейчас по твоей просьбе, по закону, я повел тебя в туалет. А ты неожиданно, неизвестно откуда достал нож, и набросился на меня. И я в целях самообороны, сопротивляясь, совершенно случайно, воткнула тебе в пало. А? Не надо! Я скажу. Не надо! Я повторяю вопрос. Кто тебя послал? Михайлов. Да он главный. Сейчас мы поедем с тобой в отдел, и ты все подробно там напишешь. И только попробуй потом заднюю дать. Это вообще-то мое конституционное право. Да! Вообще-то прав, да? Ты прав. Оно ведь один из твоих потерпевших несовершеннолетний. И мое право предположить потом записать обвинительное заключение, что ты его не только убить пытался, но и изнасил. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Убери! И это я так. Чисто теоретически про конституцию вспомнил. Вот и молодец. Вставай! А с Викой точно все в порядке? Хорошо, поняла. Отправьте ее домой, мы скоро будем. Да вы знаете, кто я, а? Ты! Да я... Вы меня сейчас отпустите, а я вас всех заслужу. Всех заслужу! На этот раз ты точно сядешь и надолго. Подельников твоих задержали в больнице, и один из них по фамилии Рязанов уже во всем признался. Это как? А наш следователь умеет хорошо допрашивать, особенно после того, как его пытались убить. Да вы ничего не докажете! Вы что, знаете, кто я такой? Заткнись! Науки держи! Елена Васильевна, садитесь, я подвезу вас. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я поняла. Послушайте, она с теткой поспорила, что хмурит вас. А теперь она обломалась и новое приключение придумывает. То есть? Да вы внимания не обращайте. Это возраст такой. Ну, вы меня успокоили. Прям гора с плеча. То я боялся вдруг, вы подумаете. Да ничего я не подумаю. Я, слава богу, в людях разбираюсь и дочку свою знаю. А где следователь? Следователь где? Да у начальника. Ну, так зачем так спешить надо было? Да я, что ли, виноват? А ты как бы... Так, Семенович, хватит. Что ж Витя родзян? Да. Разрешите? Чего тебе надо было, старча? Там вызов на убийство. Ну, так и чего ты стоишь? Ты же дежурный. Бери группу, уезжай. Но вы же все равно утром дело другому следователю отдадите. Я буду глухарей оформлять. Слушай, что ты хочешь от меня? Товарищ подполковник, не отдавайте дело это хотя бы до утра. А я после ночного дежурства не пойду на выходной и его раскрою. Дерзай, раз выходной не возьмешь. Покажи себя. Только никак, экзибиционист. Спасибо. Вперед в атаку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы бы ее хоть унесли? А если дети пойдут? До приезда следователя не положено. Проходите, пожалуйста. Привет. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Ого. Ах ты. Кто обнаружил? Жилечка из восьмой. Она, кстати, сейчас у себя. Это она простынкой накрылая. Где все-таки ходит? Сходишь, опросишь? Угу. Давай. А какая была квартира? Восьмая, второй этаж. Что там, Маша? Так, ну что, труп свежий, череп раздроблен. Остальное вскрытие покажет. Документов, денег, сумки нет. Это пенсионерка Маланчева из одиннадцатой. Да. У нее муж в прошлом году умер, так она сама жила. Тут гражданечка интересного сообщает. Здрасте. Здрасте. О, Господи. Ну, я ведь уже говорила, что я, считай, убийцу-то видела. Он, правда, туда побежал. Туда? Да, вот на лестнице. Ага. А я лица не могла разглядеть. Кстати, в подъезде есть выход на крышу. Угу. А по углам дома есть камера наблюдения. Эй, на крышу сгоняешь? Угу. А... Скажите, она совсем одна жила после смерти мужа? Да. У нее, правда, дочь была. Но лет пять назад она в автокатастрофу попала. Вместе с семьей. Вся семья погибла. И муж, и ребенок. Все, да. Но у нее племянник есть. Племянник. Он приходил к ней. Это который бывший чемпион по боксу? Зварич фамилия, да? Зварич. Зварич. Слышал о таком. Да. Скажите, а украшения потерпевшая носила? Да. Все. И серьги, и кольца. Все, все носила. Все, ясно, спасибо. Ну, походу, у нас разбой намечается. Потому что ключей и сумки тоже нет. Угу. Ладно, спасибо вам большое. Мы, если что, еще поднимемся. Можете идти. Хорошо, да, Господи. Ой. Может, убийца еще и квартиру обнес? Тогда поднимайтесь в 11, а я здесь. Ага. Что там? Ну, короче, выход на крышу открыт. А с нее можно спуститься только через последний подъезд. А там камера висит. Так, значит, утром получим санкцию на записи с камер наблюдения. А сейчас пойдем в квартиру, ее проверим. Угу. Дождешься в турповозку? Угу. Пешком? На лифте? А какой этаж? Третий. Пешком? Ну да. Пошли, Пешком. Почему, когда вы с другими сотрудниками, вы шутите, смеетесь? Вот со мной всегда молчите. И если говорите, то только о служебных делах. Ну, просто при вас я теряюсь, как папа СМА. Почему? Почему? А вы что, сами не понимаете? Не понимаете, что... А вы мне нравитесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КАШЛИВАНИЕ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КАШЛИВАНИЕ Ты что, охренел, что ли? А что такое? Ты чего себе взволяешь? Хватит! 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 Преднатитесь и оба! Бронокопытный. Так, все, пошли отсюда оба. Завтра же тебя уволят. Ты, пожалуйста. Убирайтесь оба! Слушайте, а чего откладывать? Адрес этого племянника убитого я пробил. Надо прямо сейчас ехать к нему и разговаривать. И дальше распутывать это дело. Предупреждаю. У меня дежурство закончилось, и я выждать не буду. А если он убийца? Он же боксер. Слушай, а я борец. У тебя ствол, между прочим. Петь! Ой, да ладно, я тебе поляну накрою. Ну, ладно. Ну, говори. Семенович, гони на техническую. Пойдем. Я эксперта отвезу и за вами вернусь. Пойдем по песку. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну, это как в фильмах. Сейчас откроем дверь, я там тру. Ой, давай не каркай, а? Чего стоишь? Кричи. Эй, есть кто-нибудь дома? Дома кто-нибудь есть? Нет никого. Чего, заходим? С ума сошел, без понятых. Ну, давай по соседним. У меня работа, твой. Ну, так постучи. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы из полиции. Петь, покажи удостоверение. Шли мимо, смотрим у соседей, дверь открытая. Зайти не можем без понятых. А вы ему звонили? Конечно, звонили. Мы даже называли его громко. Вот балбес. Паша! А? Пошли с нами. Чего ты? И без вопросов мне. Здрасте. Здрасте. Ручку не трогайте. Мужчина? Жив. Только, по ходу, передош. Вот балда. Неужели снова колоться начал? Что значит снова? Так он же наркоманом был. Ну, потом вроде бы завязал. Ну, а теперь опять. Только жену его жалко. Галку. Она шпрюхатая. А где она? К родителям, наверное, поехала. М-м-м. Эй! Эй! Ты меня слышишь? Понятые? Обратите внимание. Ух ты, какие! У его галки точно таких не было. Петь, ну что, давай протокол составлять. Повезем его в отбивание. Нужно, наверное, на всякий случай скорую вызвать. Да, давай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А в руке у него ювелирка, которую сняли с этой старушки. Ну, ты, конечно же, его оставил там, на месте, чтобы он пришел в себя, да? Да нет, я его в камеру определил. Вот, а сам мотнулся к соседке. К соседке этой убитой. Она мне описала ювелирку. Что вы думаете? Да. И она все успешно опознала. Так это опознание-то по правилам провел? С понятым, я надеюсь? Ну, конечно, я же не совсем идиот. А, вот, у меня еще постановление нужно, чтобы вы подписали. И чтобы прокурор подписал. Это чтобы получить записи с камеры наблюдения дома убитый. Ну, а подозреваемый-то что? Так он бессознание был. Вон в камере. Нужно допросить. Ну, так иди, допрашивай. Чего ты сидишь-то? А. Есть. Тебе смешно все, да? Свободно. Ну, просто удивляет, как вы ему самостоятельное дело поручили ему. Пусть опыта набирается. Тем более у нас следователь Федоришина скоро переводится. Да ладно. Не дождетесь. Вот это хамство. Действительно. Первый раз, кстати, с вами. Согласен. Согласен. Угу. Проходите, садитесь. Вот. Получите, распишитесь. Присаживайтесь. Следователь Родзенко. А я что-то натворил? А вы что же ничего не помните? Не, ну, помню, конечно. Как в школу ходил, как спортом занимался. Давайте не ерничать. Меня интересует, что вы делали вчера вечером. Вчера был выходной. Супруга в обед уехала к тещу. Я ее провел и лег спать. А проснулся уже у вас в камере. И чувствую, между прочим, себя очень хреново. Во рту ты плачешь? Такое ощущение, что вкус мочи молодого поросенка. Понимаете? Нет, не понимаю. Я не пробовал урину свиней. Так и я не пробовал. Это просто оборот такой. Ладно. Тогда что вы скажете по поводу этого? Вы серьезно? Вы совсем боксеров за идиотов считаете? Это бумага. С буквами. Это не просто бумага с буквами. Это два протокола. В первом значится, что у вас нашли ювелирные изделия вашей тетушки. А во втором то, что их опознали. Что это за ерунда? Вы поясните, откуда у вас они? Ну, или она вам просто их поносить дала? Да не брал я у нее ничего. Слушай, что ты отпираешься, а? Пока ты был в отключке, у тебя взяли кровь. Сто процентов установишь, что ты был вмазанный. Ты же наркоман. Бывший. Я сейчас завязал. Да что случилось-то? Ну, ничего особенного, если не считать, что ты убил свою тетушку и ее ограбил. Ты что несешь, мусор? Ты что несешь? Руки убрал. Ты что придуриваешься что ли? Вставай! Попецку! Чего? Горлицкого позови! Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что тут у вас? Так я ему предъявил улики. Он меня за грудки, а потом вырубился. Я его не трогал вообще. Ну, пульс, кстати, слабый. Эй! Может, придуривается? Встаем! Ну-ка. О! Понятно. Давай в камеру его. Не забудь осмотреть запись с дома потерпевшей. И предъявляй этому боксеру обвинение, раз у тебя улик много. Занимайтесь. Есть. Ну что, ты же слышал? Давай в камеру его. Так давай вместе. Вставай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ты чего такой мрачный сегодня? Чего? Да с женщиной некрасиво поступил. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ага. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Майор Дергач, слушаю. Ну, и что? Ладно, заводи ее. Не было печали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мужа моего арестовали. Зварычева фамилия. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, 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 да. Я знаю. Сейчас следователь подойдет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так он же уехал. И будет не скоро. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Его не арестовали, его пока только задержали. Это разные вещи. Сейчас старший следователь подойдет и... Все вам расскажет. Это жена Зварича. Подождите, я вам сейчас водички принесу. Успокойтесь, успокойтесь. Все будет хорошо. Сейчас все выясним, все... Возьмите, попейте. Спасибо. Спасибо. Теперь спокойно расскажите все, что считаете нужным. Я домой приехала от мамы. А там соседка. Говорит, мужа моего без сознания нашли. И подозревают в убийстве тети. А он не мог, он любил ее. Простите, конечно, но сочетайте сказали, что ваш муж наркоман. Был. Пять лет назад он ехал на машине с сестрой с двоюродной. И муж ее за рулем был. Они в аварию попали. Сестра с мужем сразу на месте погибли. У моего двойной компрессионный перелом позвоночника. Он год пролежал, парализованный. Боли жуткие. Понятное дело, ему кололи там разные. И так он стал медицинским наркоманом? Да. А потом ходить по чуть-чуть начал. Здоровье. Устроился вахтером. Фирму. Там ходить особо не нужно. Да он не мог никого убить, даже если бы очень захотел. У колодца он давно перестал. Успокойтесь, успокойтесь. Давайте сделаем так. Вы сейчас пойдете домой. Успокойтесь. А я вам обещаю, что лично во всем разберусь. Хорошо? Вы не сомневайтесь, Елена Васильевна у нас самый лучший следователь. Спасибо вам. Петр, проводите, пожалуйста. Проходите. Спасибо, Елена Васильевна. А то, честно говоря, у меня никакого опыта общения с беременными. Ну что вы, не за что. Жалко, конечно, ее. Но ее муж точно виновен. У него в руке ювелирку убитой тетки нашли. Да, я слышала доклад Родзянко. Такое впечатление, что этого Зварича подставили. Они ничего не подставили. Вы же знаете этих наркоманов. Они за дозу любого человека могут убить. Что еще? Кто-то его на стройке задержали. Он там со своими друзьями поджигал все. Они мне больше не друзья разбежали. Займись. Товарищи, присаживайся. Пойдемте к Кацману зайдем. О, вы как раз вовремя чай будете? Привет. Слушайте, какой-то маразм с этим Зваричем. Согласны, товарищ майор? Ну, вообще, да. Почему? Ну, смотрите, даже если он наркоман, он же не конченый дебил. Убить тетку, одно кольцо продать сразу, второе кольцо в серьги оставить при себе уколоться в собственной квартире до отключки. Лен, ну, наркоман же ж не мозгом думает, а веной. Ему лишь броскомарится. Но его жена говорит, что он давно не кололся. Это уже экспертиз покажет. Я взяла анализ мочи и крови, так что... Спасибо. Узнаем, чем он умазался. Нужно узнать не только, чем он укололся вчера, а употреблял ли он вообще в последнее время. Тогда надо сделать портальный анализ. И мы сможем установить, употреблял ли он наркотики за последние четыре месяца и какие. Кстати, у него всего один свежий след на вене. Хотя он мог колоться и под язык еще куда-нибудь. Нет, не понимаю, зачем сначала таиться, а потом уколоть себя в вену. Так вам что, заняться нечем? Опять посиделки устроили любовные, уже втроем. Как вам не стыдно? Мы тут дело Зварича обсуждаем. Есть все признаки, что его подставили. Начальнику не может быть стыдно перед подчиненным, ясно? Во-первых, этим делом занимается следователь Родзянко. А во-вторых, там улик хватает. В-третьих, он мне уже отзвонился, он посмотрел записи с дома потерпевшей, там отчетливо видно, как из последнего подъезда выходит мужчина в куртке боксера Зварич. По комплекции такой же, как задержанный. Так что все. Убийца Надин, убийство раскрыто. А в-четвертых, будет? Будет. Выговор вам будет, следователь Федоришина. За посиделки в рабочее время. Товарищ подполковник. Молчать! И работать по плану. Все в атаку. Можно пирожок? Нет. Почему? Ну, потому что вы несправедливый. Да? Ну и ладно, сам возьму. Держи. Дай ручку, мне пишет. Ты зачем стройку поджигал? Так там же никто не живет. Это имущество. И за него твои родители будут платить. Не будут. Они все на водку тратят. И тут эти двое в бар забежали и... Как давай стрелять? А вы, значит, их не знаете? Нет. Я же просто выпить зашел. А они в масках были? Да. Да. Да во всю рожу. Знаете, как спецназ. Вы можете быть свободным. До свидания. Так. Пришел ответ от медиков по поводу Зварича. Слушай, в его крови столько барабитуры, что Ислана даже усыпит. Значит, можно предположить, что он для того, чтобы кайф поймать, сначала снотворное принял и после укололся. Вот так нам скажут те, кто уверены, что он виновен. Так. Это квартальный анализ. Иммуно-хроматографический метод, низкомолекулярные соединения, иммуногенная активность. Поняла? Нет? Нет, Маша. Я, если честно, в этой наркоманской хрине ничего не понимаю. У нас в провинции торчков-то не было. Так. Значит, нужен подробный ликбез. Смотри. Данная методология определяет наличие не наркотиков, а антител, которые вырабатываются на них. Понимаешь? Ну, если с научной точки зрения говорит, все наркотические вещества – это низкомолекулярные соединения, которые не обладают ауто… Маша, слушай, да, можно покороче, а? Ну, в общем, в крови изварича антител не обнаружено, понимаешь? Ну, не употреблял наркотики как минимум три месяца. Значит, у него ломки быть не могло. И он не стал бы убивать для того, чтобы раскумариться. Соответственно, не стал бы засыпать с уликой в кармане, с открытой дверью, со шприцом в руке. А в шприце что было? Да так, синтетический наркотик. И он его уколол один раз, и как раз вчера вечером. Поверх снотворного. Ну, пойдем. Пойдем. Товарищ майор, пойдемте со мной там, с Зваричем надо переговорить. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А Лена что? Она вся в работе. Вика-то вообще с ума сошла. Люблю, говорит. Замуж за него собирается, ты представляешь? Ничего, я такую женитьбу устрою. Тома, хорошо, что ты позвала. Мало того, что этот опер охмуряет мою дочь, так еще и жену. Да. Вы что-то собираешься делать? Ну, сначала поговорю. А если по-мужски не поймет, тогда подключу свои связи, его уволят по позорной статье. Так, правильно, Альберт. Еленочка с Викулей перестанут лепить из него героя. Ты говоришь, его фамилия Дергач? Да. Я не прощаюсь. Альберт, а тортик? Тома! Заходи, заходи. Только говорите тише, чтобы начальник не понял, что мы здесь. Присаживайтесь. Садись. Не понимаю ваши зехера, ну ладно. Тихо. Что вы делали вчера вечером и днем? Только подробно. Так я уже все рассказал другому следователю. Еще раз. Вчера был выходной. Я себя неважно чувствовал. После аварии вообще здоровье дерьмовое. Дальше? Ну что дальше? После обеда жена поехала к маме, а я прилег, потому что спать захотел. А проснулся уже в камере. А к вам точно никто в гости не заходил? Да нет, не заходил. Я не знаю, как это произошло. У меня еще супруга беременна. И как она там без меня? Вот именно из-за вашей супруги мы занимаемся вашим делом. Мы верим, что вы не убивали. Да я вам клянусь, я тетю не убивал. Она же мне как мать была. Я за нее порвать готов любого. Товарищ майор, отведите его обратно в камеру. И как в камеру? Вы только что сказали, что верите мне. Так надо. Будем надеяться, что это ненадолго. Пойдем. Подождите. Пошли. А вас я жду на улице. Хорошо. Угу. Вы заметили там наверху? Что? Окна расположены так, что не видно, кто входит в подъезд. Преступник точно не мог зайти следом за своей жертвой. Иначе бы он попал под камеры наблюдения у дома. Ну, тогда, скорее всего, ждал в подъезде, когда сообщник позвонит ему о том, что идет потерпевший. Зварич точно не мог ждать в подъезде. Его весь дом знает. Ну, он мог быть, не знаю, в гриме. Или мог договориться с теткой о точном времени встречи. Или просто быть у нее дома и следить в окно, когда она пойдет. Или сидеть в машине и позвонить сообщнику о том, что она идет. Тут куча вариантов. Зварич хоть боксер, но он не идиот. Но зачем ему убивать тетку в собственном подъезде? Он же мог договориться с ней о встрече в любом другом месте. И спокойно бы грохнул. Интересно, что камеры наблюдения направлены так, что хорошо видны подходы к дому, но плохо фиксируется выход из этого подъезда. И если просто выйти и пойти вот туда, можно не попасть в поле зрения камер. А убийца уходил через крышу, через угловой подъезд. И там попал. Под видеокамеру со спины. В такой же куртке, как у Зварича. И когда в подъезд вошла соседка, побежал не на нее, а наверх. Ну да. Действительно похоже на подставы. Теперь вы понимаете, какой это подонок? Честно говоря, я удивлен вашим рассказом. Я и не знал, что оперативник Дергач пытается охмурить вашу дочь. Не, ну какой подонок? Уже на малолеток бросается. Сейчас. Подполковник Огорлицкий. Майора Дергача быстро ко мне. Ясно. Нету его. Сейчас его. Еще и на телефон начальство не отвечает, скотин. Тогда вызовите Елену. Ей надо донести, что нашей дочери угрожает опасность. Разве ее добивается старый мужик? Я и сам бы позвонил, но лучше об этом говорить в кабинете. Елена тоже не отвечает. Интересно, что нам Шах выпишет за то, что мы на звонки его не отвечаем и вообще вышли в астрал. Вы не волнуйтесь. Я беру все на себя. Вот только этого не надо. Я не собираюсь прятаться за вашу хрупкую спину. Давайте до конца играть благородство. И прямо здесь сделаем себе харакири. А это мысль. Только лучше их больницы. Там, по крайней мере, стерильно. Согласна. Черт знает что, ушла она, видите ли. Вместе с Дергачевым вдвоем, кстати. Так, ну это уже слишком. Тогда я немедленно подключаю свои связи в управление, его уволят по порочащей статье. Чтобы даже пенсию не получил. Тут я полностью на вашей стороне. Но если его уволят по статье, то это и мне достанется. А давайте сделаем так. Он вернется, я с ним договорюсь, чтобы он по собственному написал. Мне что делать? Честно говоря, с дочкой беседу провели бы, чтобы она эту дурь из головы выбросила. И проведу. Спасибо. У нас нет санкции, но тут невиновного человека обвинили в убийстве. У него жена беременная. И чем я могу помочь? После тяжелой аварии у вас долго лечился Зварич Кирилл Иванович. Нам бы хотелось посмотреть его историю болезни. Если это возможно. Надя, принесите, пожалуйста, медкарту Зварич. Кирилл Иванович. Кирилл Иванович. Да. Зва-рич. Сейчас принесут. Что-то еще? Нет, пока все. Спасибо. Спасибо. Честно говоря, не совсем понимаю, что нам может дать карту его болезни. Посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Только читайте здесь. Я потом почитаю, чтобы вас не задерживать. Если позволите, сфотографирую. Ну, давайте послушаем молодое дарование. Примем, так сказать, у него экзамен, что ли? Или не примем? Да, спасибо. Значит, я считаю, что вина гражданина Зварича установлена следующими доказательствами. Во-первых, у него изъяты драгоценности убитые и опознаны. Во-вторых, на записи с камеры наблюдения видно, как человек похожий к комплекции в его куртке убегает после преступления. Куртку, кстати, тоже опознали. Ну, а в-третьих, у него нет никакого алиби. И он единственный наследник этой старушки. Квартира у него, между прочим, огромная. А сам он живет со своей беременной женой в маленькой холопе. Я думаю, все очевидно. Что скажете? Ну что, я согласен. Зваричу надо предъявить обвинение, и дело можно отправлять в суд. Поддерживаю. Поздравляю тебя с первым самостоятельно раскрытым делом. Спасибо. Означаю тебя любимой женой. СМЕХ Шутка. Слушайте, а вообще, как удачно все сложилось, да? Следователь Федоришина переводится. Кто-то из вас, Воробьев и Порхщиков, ну или-или, это я еще не решил, станет старшим следователем. Родзянке отдадим все живые дела. СМЕХ Родзянка. Какая-то фамилия у тебя смешная. СМЕХ Все. Свободны. Опять шеф звонит. Ну, достанется, ну. Теперь мне звонит. В общем, если дело не раскроем, очередной выговор или уволит нас. Да и плевать. Я с вами хоть куда. Спасибо. Посмотрите. А врачи не могли шумиться? Или, может, это было у него, а потом все нормально стало? Может быть. А, возможно, его жена в опасности. Пойдемте. Михалыч? Да. Все, езжай домой, я здесь заночу. Ага. Хорошо, спасибо, товарищ полковник. Все, давай. До завтра. Давай, давай. Алло, Вика, привет. Ты где? Да, приехал. Не, ну я подожду, раз ты рядом. На, давай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Подождите. Пап, привет. Привет. Вика, я хотел с тобой серьезно поговорить по поводу того старого опера. Пап, познакомься, это Юра. Мы с ним, скорее всего, распишемся. Вика, ты меня убиваешь. Пап, ну что за истерика? Ты же мужчина. Сейчас я не мужчина, я офигевший отец. А у вашего мужа были еще родственники? Нет. Только тетя была. Елена Васильевна, а почему вы говорили, что гражданке Зварич может грозить опасностью? Я ошиблась. Никакой опасности ей грозить не может. Ведь это она организовала убийство. Что? Ну, не одна, конечно. А вместе со своим любовником. Ведь ваш муж после аварии детей иметь не может. Ну, вы, конечно, заверили его, что произошло чудо, что вы забеременели. Вы опасались, что когда родится ребенок, муж сделает тест на отцовство. И плюс не хотели жить с инвалидом. С ума сошли? Ну, все мы в некотором роде того. Кстати, ни днем, ни вчера вечером в этой квартире гостей не было. Вашему мужу стало плохо после обеда, которым вы его накормили. Я думаю, что вы навряд ли выбросили посуду. Но даже если вы ее вымыли специальным средством, любая экспертиза обнаружит остатки снотворного точно такие же, как были обнаружены в крови вашего мужа. И только вы могли дать вашему подельнику куртку мужа, в которой тот специально попал под наблюдение видеокамер после убийства тетки. Как вы можете? Я же в положении. Я сама к вам пришла за помощью. Ну, вот это было вашей самой большой ошибкой. Вы хотели отвести от себя подозрения, а вызвали у меня жалость. И мы провели дополнительное расследование. И по номеру вашего телефона нам удалось вычислить вашего любовника-убийцу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это она все придумала. Ненавижу вас. Так уведи их. Ненавижу вас! Значит, я ошибся. Да как обычно, только я уже в управлении сообщил. А те прессе, а эти в эфиры выдали за сенсацию. Бол, известный боксер Зварич причастен к убийству. Нет, я, конечно, рад, что все так справедливо закончилось. Но есть же какой-то порядок. Вы на звонки не отвечали и устроили мне тут какую-то самодеятельность. Миш, можно идти? Наедине все объясню. Давай. Выйди. А, извините. Ну и чего ты не хочешь сказать свое оправдание? Пойдем в ресторан? Пойдем. В жопу эту службу. Пойдем. Ну что ты сидишь? Выходи давай. Давай выходи. Ну стой. Я все равно отпал в сбегу. Да, так я тебя сбегу сейчас. Поехали! Входи! СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ А ну, как ты? Помогите! Скорее там человека убили! Да что у вас всех? Как... Где? Ещё просто... Петь, ты чего? А? Петь, а? Жив! Скорую, быстро! Да, сейчас! Тут же связи нет, сейчас! Так, твою же! Кто ж тебя так, а? Держись, Петь, слышишь? Держись! Едут! А вы тут мальчика не видели? Лет 12! Вроде детей зовут! В этом доме живёт! А, Витька! Нет, не видела его! Так он же здесь, в детстве 12-й, на втором этаже живёт! Так... Подежурьте тут, я мигом! Да... Елена Васильевна, хватит уже цирк устраивать! Ну, как говорится, с волками жить, поволчьи выть! Верно, спасибо! И не надо жить с волками, мы же не зоофилы! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, подполковник Огорлицкий, слушаю! Где это? Что? Едем! А что случилось? Да там попеску нашли с разбитой головой и без служебного ствола! Что за хрень? Так, дежурная группа на выезд, я и сам с вами поеду! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Доктор! А он не умрёт? Надеюсь, не в мою смену. Шутка. Визуально кости черепа целы. Диагноз после обследования. Поехали. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Вы подождите еще немного. Следователь скоро подъедет. Да, да. А вот и. Что с Попеско? А его отвезли в больницу с разбитой головой. В отключке. Так, Семенович, хватит лирики. Давай доложи по фону. Есть. Значит, лейтенант Попеско в этот подъезд завел мальчика, который ранее сбежал из дома. А через минуту оттуда вышла гражданка Павлова и сообщила про труп. А позже я убедился, что Попеско жив, но у него отсутствует табельное оружие. И что? Ну, я зашел в подъезд, смотрю, чердака и подвала нет. Я стал искать мальчика, поднялся в квартиру, а его мать сказала, что он неделю как сбежал из дома и с тех пор возвращался. Так что, этот мальчик с пистолетом Попеско испарился, что ли? Не знаю. Только из подъезда никто не выходил. Я и машину припарковал так, чтобы регистратор все писал. Что за хрень? Вот дым. Пошли работать. Вы подождите, я вас должен опросить. Сейчас я возьму планшет, ручку подождите. Хорошо. Где мой сын? Мне ваши позвонили и сказали, что нашли его, а после прибежал ваш полицейский и сказал, что он пропал. Пожалуйста, успокойтесь. Мы его ищем. Может быть, вы догадываетесь, где он пропадал неделю? Я уже говорила, когда заявление писал, что он моего бывшего мужа. Хоть он все это и отрицает. Это из-за него Витька бегает. Что вы стоите? Оставьте меня в покое! Ищите сына моего! А вы можете мне дать адрес вашего бывшего мужа? Откуда я знаю? Я не общаюсь со своим бывшим мужем и не знаю его адреса. Ладно. До свидания. Маш, ну что там? Да ничего. Я взяла образец крови, вдруг там не только пятики на кровь, но и отпечатки с перила. Больше эксперту здесь делать нечего. Зато в подъезду по-другому не выйти. Я же говорил! Я просил свидетеля Павла, которая по поиску нашла. Спасибо. А может, мальчик все-таки в какой-нибудь из квартир? И до дня мы всех обошли. И мама мальчика говорит, что Витя у нее нет и, похоже, не врет. Семенович, придется ночью в машине подежурить. Может, прячется, пацан в какой-нибудь квартире и выйдет. Есть. Поехали, да? Альберт. Альберт. Что? Альберт. Ну что, Вика объявилась? Нет, телефон отключен. Я не звонила Ленке, она еще на работе. И правильно, нечего ее раньше времени нервировать. Что будем делать? Лену ждать. Мы только дома пойдем, холодно очень. Пойдем. Папецка мой друг, поэтому домой я не поеду. Еще бы толк от тебя был. Миш, ну не надо так. Согласен, надо успокоиться и все хорошенько обдуматься. Майор Рыбникова делал собственной безопасности. И что по пропаже личного оружия лейтенанта Папецку? Ничего. У нас сотрудник пострадал, вас только ствол интересует. Товарищ подполковник, не кричите, пожалуйста. Просто обязанности у меня такие. И вы не хуже меня знаете. Знаю, я звонил в больницу, череп Папецки цел. Поэтому, как очнется, спросим его про пистолет. А пока мы ребенка должны найти. Да, нужно пробить адрес отца мальчика и съездить туда. Это пока единственная зацепка. Елена Васильевна, два часа ночи, а вы суточное дежурство. Давайте я съезжу. Спасибо. На, вот возьми мою машину, смотри, только не поцарапай. Езжайте. Спасибо. Вот видите? Вижу. Но меня интересует пистолет. Майор, не пей кровь. Я и так из-за этой пушки домой не еду. У Вики денег на съемную квартиру нет. Это ее Юрк османил. И главное, общались с его матерью. Она не знает, где он. Я этому Юрке ноги переломаю. А если узнаю, что он ее тронул, ну, кастрирую. Альберт, ну не нагоняй жути. Может, это Вика? Ага. Я думала, отдохну. И тебе здравствуй, дорогая. Только не начинайте. Леночка, тут такое дело. Мы не хотели тебя беспокоить, но... Короче, Вика собрала вещи и ушла на съемную квартиру с Юркой. Черт. Вот этого еще не хватало. Да. Вы уверены, что она к нему ушла? Не знаем. Если ты едешь, то бесполезно. И Юрк отключен тоже, да. Но мы думали, она к тебе позвонит? Вы к его маме ходили? Да. Она не знает его адреса. Вот так вы же полиция. Вы же можете засечь его сотовой. Том, на это нужна санкция. Вот что. Я сейчас поеду к своим приятелям. Прошу, чтобы они засекли ее сотовой. А потом этому Юрке такое устрою. Альберт, я только тебя прошу без рук. Хорошо, буду бить его только ногами. И главное, завтра вы не вери в выходной. Еще одна бессонная ночь, а завтра утром на службу. Ну, малышечка, ну а ну иди ко мне. Мои хорошие, мы все будем. Все будет хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чего шумишь, лошара? Да, я это... Я один шугас в заброшку заходить. Принес? Ага. А покажешь то, что обещал? Пошли. Заходи, заходи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А у тебя-то стрёмно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас тебя чужой в жопу укусит. Хех. Мне Пашка звонил, сказал, что после кибель зайдет. Угу. А ты здесь долго же и собираешься? До вечера. Потому что вечером его и пристрелю. Из-за этого? Вить, ты же обещал показать. Во. Ух ты, да пузырить. Завтра похавать принесешь? Да. Тебе Пашка скажет, куда. Ладно. Ладно, мне пора. Проваливай. Вить, я один боюсь. Ты очкана. Идем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе. Доброе. Какие новости? А новости такие. Я только что звонил Семеновичу, мальчик так и не вышел из подъезда. А там полицейский у нас круглосуточно дежурит. Я утром заезжал в больницу, по ПСКу так и не очнулся. Это плохо на него вся надежда. У меня никаких версий нет. У меня есть подозреваемый. И ты молчал? Ну, я ждал, пока все соберутся. Ну, и? Мы же вчера с Дергачом заезжали к папаше этого пацана. Выяснилось, что он ранее судим. И самое интересное, он не отрицает, что у него был сын до задержания полиции. Я думаю, что он просто решил отбить своего сына и напал на ППСКу. Подожди, он напал на ППСКу в подъезде, а потом что, испарился? Да. Нашли пистолет в ППСКу? Ну вот, со сранья и началось. Пойду допрошу задержанного. Проходите. Да, Витя ко мне приходил через неделю после того, как убежал от мамаши. А он не рассказал вам, почему он сбежал? Нет. Он говорил, что хочет жить со мной. Но я-то понимаю, что это будет его искать. И убедил его вернуться. Простите, но его нашла полиция. Ну, понимаете, я не хотел его отвозить, ну, чтоб не слышать ее истерик. Я его проводил к отделению полиции, и на моих глазах он подошел к полицейским. Я не понимаю, что это за отношения такие, что за ненависть, если вы не можете собственного сына отвезти к его маме, а сдаете его в полицию. Нет, это не ненависть. Просто я хотел, чтоб наш сын не видел наш очередной скандал. А вы его друзей знаете? Нет. Я все время на работе. И, кстати, мне нужно идти на работу, меня могут уволить. Вы свободны. Вам бы не о работе думать, а о том, где ваш сын. Я потерял его уже очень давно. Когда позволил этой скандалить. А может быть, она и права, и я неудачник, и мало зарабатываю. Кстати, судим я и за нее. Она устроила скандал на улице, а я ее защищал от двух мужиков. Ну, и чуть превысил меры допустимой самообороны. До свидания. До свидания. Ненавижу начальство. Сиди теперь. Отписывайся. Когда последний раз видел пистолет в ППС. Я отпустила отца мальчика. Да, я ее видел. Меня вот одно волнует. Вот почему так получается? Люди любят друг друга. Женится ребенок у них. Живут счастливо. Взаимопонимание, поддержка. Советуется. Куда отдыхать вместе поехать. А потом... Займопонимание куда-то исчезает. И вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и объяснить себе причину, объяснить ребенку, они начинают ругаться, скандалить. Ребенка настраивать против друг друга. Вот почему так? Ну, потому что Веры нет. Хотя, как я могу кого-то судить? Сам развожусь. Но у меня, по крайней мере, детей нет. Нужно в школу ехать. У взрослых ничего выяснить не удалось. Ну, только на служебный поехать не получится. Семенович всю ночь в засаде был. Ну, значит, поедем своим ходом. Поехали. А начальник сказал, что повысит того, кто найдет пистолет по песку. Начальник сказал, начальник сделал. Начальник, конечно, сказал, но начальник не сделал. Вообще, если рассматривать, ну, все версии, то не факт, что тот, кто дал по кумполу по песку, забрал его оружие. Ну да, дело становится вообще мистическим. Теперь надо ждать, когда пострадавший сам очнется и сам все расскажет. Что, получается, если он очнется, то все мои старания на смарку? Да иди, добей его. При души. Давай, и не мешай работать. Пойду и сам раскрою это дело, а вы тут сидите. Давай, давай. Пожестче, пожестче. А знаешь, самое хорошее, что в этом всем? То, что Федоришина сто процентов погорит на этом деле. Ну, так она же сказала, что у нее нет никаких версий. Так-то. Так. Уэл. Хорошо. Знаю, кто у нас теперь дрессированная собачка в отделе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы чего отстаете? Елена Васильевна, ну, в школе же, наверное, не опасно. Может быть, вы одна сходите? А у вас что, школофобия? Ну, в некотором смысле. Просто здесь моя бывшая жена преподает, и я бы не очень хотел с ней встречаться. Понимаю. Сама не хотела бы видеть бывшего. Ладно. Спасибо. Римма Георгиевна ее зовут. Спасибо. Да-да. Добрый день. Следователь Федоришина. Здравствуйте. Чем могу? Я по поводу вашего ученика Витя Корнеева. Да-да. Только я его плохо знаю. Ну, поэтому я хочу поговорить с его одноклассниками, друзьями, может быть, классным руководителем. Ну, вообще-то сейчас урок идет. Ну, это срочно и важно. Ну, раз такое дело, минутку. Да. Алло, Том. Вика не объявлялась? Ну, если позвонит, срочно мне сообщи. Угу. Давай. Не захочу. Здравствуйте. 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 Вот классный руководитель Виктора Корнеева. Мне Римма Георгиевна озвучила, что вас интересует. Ну, вот друг Вити Костя. Костя, мы ищем твоего друга Витю. Может быть, ты знаешь, где он сейчас? Не, я его уже давно не видел. Костя очень честный мальчик, но подвержен негативному влиянию. Ну, если честный, то я его больше не задерживаю. Угу. Иди на урок. До свидания. До свидания. Ну, может быть, вы что-то можете рассказать о Вите? Да. Это трудный ребенок. Тут еще развод родителей и переходный возраст наложился. Но я не знаю, с кем он еще дружит. Ну, это раньше классный руководитель занимался и внеурочное время воспитанием школьников. Сейчас этого нет. Родители не хотят, чтобы лезли вы в жизнь. Да, это так. Уж не знаю, к лучшему или как всегда. Ладно. Ну, извините, что не смогли вам помочь. Ничего. До свидания. Всего доброго. Идите работайте. Привет. Я смотрю, в окно ты стоишь. Что-то случилось? Да нет, все нормально. Просто по работе тут коллега пошла узнать насчет пацана, который сбежал. Угу. Как ты? Как обычно. Работа. Как у тебя? Держусь. Здрасте. Добрый день. Люда, это Елена Васильевна. Моя коллега. Ладно, мы пойдем, у нас время. А вы простите? Я его бывшая. Так и подумала. А мы здесь по поводу ученика школы Витя Корнеева. Я уже говорил. Ничего выяснить не удалось. А может, вы его знаете? Нет. Я слышала, что он сбежал, но я младшие классы веду. Так что ничем не могу вам помочь. Ладно, мы пойдем. Пока. До свидания. Берегите его. Извините, может, это не мое дело? Но, по-моему, вы ей до сих пор дороги. А почему вы расстались? Да... Ну, не знаю. За годами... Чужими стали. С детьми не сложилось. Она винит себя. В общем, отношения зашли в тупик. Нанимаю. Жаль, конечно. Мне тоже жаль. А вы чего вы сегодня такая все время думаете о чем-то? Ой, вы не поверите. У меня же дочка тоже из дома убежала. На звонки не отвечает. Возраст такой дурацкий. Прямо все одно к одному. Да уж. Такой дупик. Иди вHAHA и... Иди в кухню... Вашу скоростной недостатка. Увенитика. Уведите вот такой дурак, Увенитика. Да уж. Увенитика. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Чай? Нет. Маша, ты закончила экспертизу по подъезду? Что я обижаюсь? Ну, конечно, закончила. Ну, что там? В общем, так. На полу кровь только по пэску. На перилах все отпечатки пальцев смазаны и в картотеке у нас нет. А, пирожок? М-м-м, позже. Если останется. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Из восьмого класса. Только он сейчас в школу не ходит. Почему? Ну, он то прогуливает, то больничный берет. Вот, здесь его адрес. И еще я сотовый узнала. Спасибо вам большое за нервнодушие. Спасибо. Пожалуйста, вы берегите его, хорошо? Он только кажется сильным, а так ранимый, как ребенок. Вы про мужа сейчас? Да. Да, конечно. Спасибо. И еще одна версия. Оперативник по песку давно потерял свое оружие, а нападение на себя инсценировал, дабы избежать наказания. А как он мальчика-то засунул? Да. Можно? Товарищ подполковник, мне собака нужна. А еще что тебе нужно? Ты спицы к составе, я выполню. Да нет, я просто понял, как пацан из подъезда ушел. Там лаз есть? Так, погоди. Ну-ка, зови всех наших, сейчас устроим мозговой штурм. А, и еще версия. Майор. Извините, майор, но вы нам будете мешать. То есть вы хотите сказать, что я не могу участвовать в мозговом штурме? У-у-у, какие вы обидчивые. Ну, впрочем, это ваше решение. В таком случае я буду вынужден доложить начальству о вашем поведении. Ну, это ваша работа докладывать, а наши преступников ловить. Ну, давайте все послушаем следователя Родзянку. У нас дырку нашел. Какую дырку? Да не у нас дырку, а там, в подъезде. В общем, смотрите, я сфотографировал. Это в подъезде лаз в подвал. Очевидно, что взрослый человек сюда никак не пролезет. Потом я вышел на улицу, чтобы проверить выход из подвала. Он оказался не заперт. Отлично. Стало понятно, как ушел мальчик. А кто тогда вырубил папешку? А не надо гадать. Что ты там про собаку говорил? Я предлагаю взять какую-либо вещь у мамы пацана и пустить вещейку прям по следу. Можно прям из подвала. Не прокатит. Ну, почти уже сутки прошли. Да и в городе собака бесполезна. А если мальчики еще в том доме? Ну, как вариант. Подождите, я поняла, что мы его пустили. Как преступник узнал, что мальчика везут домой? Ну так, когда пацана к нам привели, Папешку позвонил матери, узнать, думала она или нет, и сказал, что сейчас привезет его. А почему он ее к себе не вызвал? Так, товарищ потолк, он уже ночь практически будет. Значит, получается, что мамаша замешана в нападении ПБ? Нет, нет, нет. Она не притворялась, когда требовала найти сына. В общем так, мне нужно попросить еще раз Семеновича, родителей мальчика и друга Вити, этого Пашу Шевцова. У меня, кстати, есть адрес. Давайте я съезжу. Ну, в атаку? Вообще, лучше бы их сюда пригласить. А, тогда все, кроме Федоришиной, в атаку. И доставьте ей, кого она просит. А Родзянка организует собаку. Что с собакой? Что с собакой? СТУК В ДВЕРЬ Да. Елена Васильевна, разрешите? Присаживайтесь, Владимир Семенович, присаживайтесь. Владимир Семенович, у вас на видеорегистраторе точное время выставлено? Самое точное. Угу. Значит, лейтенант по ПСКу и мальчик вошли в подъезд в 22.37. Точно так. В своем первоначальном объяснении вы не указали, сколько вы ехали от отделения до этого дома. Если нужно, я могу снова глянуть на регистраторе. Ну, на глаз не больше пяти минут. Угу. А мальчик никому из машины не звонил? Нет. И ПСКу сказал, что у того не было мобильного, и потому его так долго искали. Ну, может быть, он у вас попросил мобильный? Нет. Не просил. Угу. Хорошо, спасибо. Вы можете быть свободным. Угу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я там эту мамашу доставил. А, хорошо. Погодите, во сколько ППСКу звонила мамаша, чтобы сообщить, что везет сына? Прямо перед отъездом. Значит, минут через пять они были в подъезде. Давайте ее сюда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Заходим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что вам опять от меня надо? Присаживайтесь, присаживайтесь, присаживайтесь. Нам надо, чтобы вы нам рассказали, кто был рядом с вами, когда вам звонили из полиции и сообщили, что везут вашего сына. Откуда вы знаете? Кто был рядом с вами? Мой друг. Мой будущий муж. Угу. Просто у Вити с ним немножко нелады, поэтому он сразу ушел. Что значит нелады? В чем конфликт? ВИТЯ меня немного оскорбил за то, что я ушла от его отца и нашла себе сразу нового друга. Но я его не сразу нашла. Мы давно с ним знакомы. И ваш друг ударил мальчика, и он сбежал. А это вы откуда знаете? Данные вашего друга. Фамилия, имя, отчество. Зарипов и Илья Вячеславович. Адрес? Где живет, я знаю только визуально. Телефон. Минуту. Вот, пожалуйста. Телефон пока оставим у себя. Телефон. Да почему? Пойдемте, вам какое-то время нужно будет здесь помыть. Я не буду здесь оставаться. В чем дело, я не понимаю. Пойдемте, поднимите. Это ваших интересов. Ищите моего ребенка, а не устраивайте тут концерты. Что вы себе позволяете? Не трогайте меня. Следователь Федоришина беспокоит. Мне нужно установить местонахождение сотового телефона по номеру. У вас уже есть санкция по поиску несовершеннолетнего Виктора Корнеева. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот так. Все говорят, царь, царь, царь. А мне не так и легко быть, царь? Приятного. Спасибо. Из-за этой дюлюги даже некуда на обед выскочить. Спасибо, хоть Маша не дает мне этой дистопии. Ну, бойся, должны. Она чуть-чуть глаза не высоропала, когда я в камеру загружил. Кого вы там опять захватили за дапа? Это Корнеева, мать пацана. Значит, что у нас получается? Папецко позвонил маме мальчика и сообщил, что везет его к ней. В это время у мамы был любовник, который ушел, и Папецко появился у них дома через пять минут после звонка. Ну, тогда версия. Возможно, любовник это и сделал. И вернулся с пацаном в квартиру. Да, только непонятно, зачем любовнику это нападение. Ну, не знаю, может, он издевался над пасынком. И боялся, что пацан расскажет об этом. Вырубил папецку, спрятал пацана. Возможно, даже убил. Точно. А то мамаша хахаля покрывает, надо ее колоть. Она больше ничего не скажет. Прошел первый страх. Это точно. Тогда надо брать любовника. Собака не взяла след. А я говорю, я пробила сотовый любовника. Сигнал идет из Романовки, из загородного дома. Так. Группу захвата вызывать не будем, сами поедем. Родзянка с нами. Маш, пробей этого любовника всю подноготную. Ну ладно. Тогда в атаку. Угу. Привет, Жарабас. Сам такой. Ну давай. В счете больше ничего не было. Угу. Меня на математише где Литрихе таскали. Про тебя спрашивала тетки из ментовки. Я сказал, не знаю. Молоток. Кость, знаешь почему толстым быть удобно? Почему? Потому что можно с минуты за щеками носить. Опять ты. Вить. Ты же обещал дать посмотреть. Только чтоб не зажжетли. А вы и вправду ухлите? Ну я ж не фуклыжник. Все, давай. Вали домой. Ты нас не видел, понял? Я вас. Подержи. Пашка, иди на хазу. Я сам его завалю. Да не, я ж твой друг. Тем более посмотреть хочу. Мы что делать будем? Завтра он на работу. Вечером что-то куда-то дома. Надо выдвигаться. Ну по щас будем тогда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, Маш, поняла, спасибо. Угу. Да. Маша пробила подозреваемого и выяснилось то, что он мастер спорта по мотокроссу и КМС по боксу. Так что будьте аккуратны. Это фигня, эти боксеры. И главное в портер перевезти, а там не беспомощные. Ага. Только когда в портер будешь лезть, смотри, голову не слой, а то потом будешь до конца дня птичкам улыбаться. Ага. Хорошо. Вон его дом. Стойте. Давайте еще раз. Сейчас я с телефона мамы мальчика отправлю ему СМС. Беги, в полиции все узнали. Потом окружаем и ждем. Будем надеяться, что он сразу увидит. Хорошо, что у него нет гаража от огня на машине, вырвался. Дай бог, чтоб у него мотоцикла не было. И мальчик в заложниках. Тогда он будет требовать миллион вертолетам и один доллар. Так наоборот же, товарищ полковник. Не умничай. Отправила. В атаку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ВСКРИК ВСКРИК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ВСКРИК 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 Помогите кто-нибудь! Помогите! ВСКРИК 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 Придурется, а? Я не Зарипов. Моя фамилия Аш Лосберген. Я депутат райсовета. Документы. Я... Про какие документы? Я выбежал на пробежку, а? Хватит придуриться, я сказал. Я просто думал, что вы бандиты. Тихо. Звонят с телефона Зарипова. Я отвечу. Тихо. Алло. А это не Карина. Карина в туалете. Это ее подружка. А вы где? На даче? А, ну я скажу, она вам перезвонит. Угу. А вам придется пройти с нами. Пойдем. Звонить не пробовал? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сиди, сиди, тихо, тихо. Сиди. Вы вообще кто? Нам нужен Зарипов Илья Вячеславович. Я Зарипов. Да. Откуда у вас телефон, Карина? Что вообще происходит? Документы покажите. В куртке. Слез. В правом кармане. Что, вы убедились, наконец? Что? Я это я, а не он. Товарищ подполковник, вы действительно депутат. Да понял, понял. Вы нас извините, пожалуйста, ошибка вышла. Ошибка вышла. Я на вас жаловаться буду. Ну, извините нас, пожалуйста. Мы ищем пропавшего мальчика. Перепутали калитки. Должен был выбегать преступник. Выбежали вы. Извините. Ладно, проехали. Я понимаю, я... Я сам отец. Еще раз извините. Вы свободны. Вот наберут бывших спортсменов депутат, и потом их от бандитов не отлечишь. Я вообще прошу прощения, мне сообщение от Карины пришло. Беги, полиции все узнали. Что узнали? А вы давно травмировались? Летом еще. С мотоцикла упал. Ну, вы лечились где-то в больнице? В третьей больнице. А что вообще происходит? Сейчас, секунду, погодите. Алло, Игорь Леонидович, добрый день. Узнали? Не, не заболел, все нормально. Игорь Леонидович, вам несложно было бы сейчас пробить одного человека? Лечился ли он у вас в больнице или нет? Значит, Зарипов... Илья Вячеславович. Илья Вячеславович. Угу. Спасибо большое, Игорь Леонидович. Буду должен. Ну что, главврач подтвердил. Травма настоящая. Получается, он не мог напасть на попеску? Скажите, вы вчера были у Карины Корнеевой. Вы там видели ее сына? Нет. Я хотел бы его видеть. Я извиниться хотел. Я шлепнул под затыльник, дал. Он мать обидел. Его вообще нашли? Нет, пока ищем. Ладно, поехали. Извините. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо тебе большое. Вот надружила мне. Мы за тебя чуть районного депутата не грохнули. Если он сейчас поджалуется, мне как старшему прилетит. Я же не знала, что такое совпадение получится. Но в подъезде совпадения не было. Мальчика ждали. Ну, может, не любовник мамы напал, а отец? Да зачем ему это надо? Он же сам пацана в полицию привел. Да и не мог он знать, когда его домой повезут. А кто к вам в кабинет привел мальчика? Сержанта Ивашенко. Надо в город ехать. И позвонить дежурному, чтобы привел этого Ивашенко к нашему приезду. Как скажешь, повелительница. Значит, ну, если не будет результата, я... Поехали, короче. Поехали. Маму мальчика в кабинет полковнику приведите. Всех ко мне в кабинет, живо. Понял. Здравия желаю, Елена Васильевна. Здрасте. Вы вчера, когда везли несовершеннолетнего Виктора Корнеева, вы ему сотовый телефон давали? Так точно давал. Ну, уж больно, он просил родственникам позвонить. Но не запрещено ведь? Не запрещено. А номер того исходящего сохранился? Наверное. Вот. На этот номер он звонил. Скиньте мне смс этот номер. Хорошо. Спасибо. Это ты во всем виноват. Это из-за тебя все. Да, пусть будет так. Нет, вы слышали? Вы слышали этот Тониева? Да ты вообще закрыл рот. Смотри на него. Здрасте. Чего расшумелись-то? По вашему распоряжению доставил гражданина Корнеева. Я ездил на адрес к Пашке Шевцову, его дома нет. Вот. А Паша Шевцов – это соседский хулиган, и он на Витю очень плохо влияет. И вообще, почему меня в камере держали? Тихо! Сержант Ивашенко скинул мне номер, на который Витя Корнеев звонил. Я пробила номер, принадлежит Шевцовой Галине Савельине. Дай. Так это же мать Пашки. А пацаны могли уйти через лаз в подъезде. Так это что выходит? Ну, по описку малолетки что-нибудь напали? Малолетки разные бывают. Черт. И теперь у мальчишек боевой пистолет. Значит так, Дергача Федоришина, езжайте в адрес этого Пашкики, трясите его родителей, из этого дома нет. Воробьев, езжай в школу, тряси педагогов. Есть. А я? А ты поробей по базе всех родственников, а я займусь местоположением телефона Пашки. А нам что делать? А вы можете быть свободны. Родянку проводи. Да, хорошо. Пойдемте. Скажите, с моим сыном все будет хорошо? Конечно, не переживайте. Пообещайте мне, что вы... Обещаю. Все будет в порядке. Пусть я от меня! Надеюсь, на этот раз я не ошиблась. Ну да, вроде все логично. Слушаю. Короче, телефон несовершеннолетнего Шевцова засекли на улице Заречной, дом 14. И мы следим за его сотовым. Понятно, мы на связи. Заречный, это же адрес любовника, мамаша, пацана. Это Зарипова. Едем туда. Идет. Ты его реально грохнешь? Да нет. Очкую совсем его убивать. Хотя из-за него мама от бати ушла. Во, ему вторую ногу прострелю. Точнее, так боевикак делают. Ну да, больно, но не очень опасно. Витя, а ты где бегаешь? Мама тебя ищет там. Ну, Витя, прости меня за подзатыльник. Стоять! Ты что? Витя, отдай. 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 Витя, не надо. Опусти пистолет. Витя! Ну, отдай! Отдай! Что, черт? Отдай! Витя, не надо! Отстань! Стоять! Дай сюда! Это что, из-за него? Из-за него? Тихо, тихо. Осмокоились. Все нормально. А я Гаврилову, не надо. Все в порядке. Я не в претензии. И если что, свидетельствовать не буду. Им все равно ничего не будет. Они малолетки. Малолетки. Давайте рассказывайте, как вы нашу оперу отоварили. Ну! Я с верху спускался. Вить, когда один на карачке встал. Ну, я толкну его. Ну, убежать хотели. Он грохнулся. Грохнулся? Идиоты! Вить! Вить, ты прости меня, а? А мотоцикл вернешь? Хочешь, мы его вместе починим, а? Мира. Ну. Вот так вот. Мира. Хорошо. Алло. Ну, слава богу. Альберт, адрес диктуй. Сейчас я подъеду. Да-да, выезжаю. Дочка нашлась. Хорошо. Я сгоняю. Вы же справитесь тут без меня, да? Спасибо. Придурки. Вика, немедленно домой. А где мой дом? Уж не у тети ли? Простите, мы ничего такого. Ты вообще рот закрой, иначе с тобой по-другому поговорю. Пап, не ори на него. Так, все, хватит. А ты прекрати придумывать причину, чтобы сюда приезжал отец. И пойми, наконец, я к нему не вернусь. Ясно? А ты, ты, прекрати вестись на ее вот эти вот выходки. Ей у Тамары очень хорошо. Там и накормят, и постирают, и все прекрасно. А я не спала двое суток. Все, до свидания. Так, мама права? Пап, я думала, что если ты приедешь и будешь меня героически спасать, то мама передумает. Нет, видимо, уже ничего не справишь. Поехали. Да, Вик. Здрасте. Хорошо. Минут через двадцать буду. Минут через двадцать буду. Минут через двадцать буду. Минут через двадцать буду. Люда, Людочка, ты чего, Людочка, ты чего? Уважаемые, а что мне дальше делать? У меня же продавщица напуганная. Ну, уже сказали, что налетчики у вас забрали мелочь. Продолжайте работать. А вы это, найдете преступников? Обязательно найдем. Отдущи вам. Найдите только. Удачи вам. Приложим все усилия. Да, раньше здесь был магазин рукоделия, а теперь, так сказать, рукоблудие. Семеныч, заводи. Секунду. Да, говорите. Адрес. Походу, обед накрылся. Хорошо, уезжаем. Чего там? Труп в квартире. Скорее всего, криминал. Поехали, Семенович. Ну, это лучше, чем похищение фалламентаторов. Не, ну тебе-то понятно. Здравствуйте, Вика. Между прочим, мы в одном бою участвовали. А значит, теперь на «ты». хорошо, договорились. Помнишь моего друга Юру? Ну, как не помнить такого отела? С сын ревности меня устраивал драться, просто со мной пытался. Представляю, если бы ты его всерьез ударил. Понимаешь, я просто не могу это маме рассказать. Она и так в шоке, что я у него иногда ночую. В общем, ну, у нас с ним ничего нет. Там просто до универа близко. Так, и? А, а он перед отъездом принес и спрятал сумку. А там такое... Что там? Лет на десять строго в режим. Может, ты сам посмотришь? Тут недалеко идти. Ну, пойдем. Маш, как думаешь, мне позвонить Дергачу, сказать, что его бывшую жену убили? Или позвонить начальству, пусть само ему сообщает? Значит так, я считаю, что звонить никому не надо. По наеду только мешать будут. Что там у тебя? Ну, нос и губу ее еще при жизни разбили. Потом в горло перерезали. Время смерти приблизительно два часа назад. Там это... В общем, из ближайших соседей никто не открыл. Но я прошел по этажам, сделал по квартире на опрос, и один мужик интересный показал. На себе? Не смешно. Что, его зря привел, что ли? Стоит тут у квартиры. Не стал его завладеть, чтобы не натоптал, да и полгоровня упал. Ну, правильно. Пошли. Так, ладно, я еще отпечатки посмотрю. Давай. Так, а что он сказал? Говорит, Дергача видел. Да, это сюрприз. Здравствуйте. Здравствуйте. Повторите, пожалуйста, ваши показания. А, значит, я час назад шел домой. И он мне, ну, он этот муж жилечки с этой квартирой. Значит, навстречу. Да. Это был майор Дергач? Я не знаю его фамилии, но у полиции он служит, да. И я, значит, говорю ему, здрасте. А он так рожу в сторону и молчок. Угу. А что случилось? Это вы узнаете позже. Скажите, а не могли вы обознаться? Да нет. Нет. Он же здесь, пожалуй, лет пять жил до того, как съехать отсюда. Хорошо, спасибо. А, значит, так. Следователь Родзянко запротоколирует ваши показания. Запишешь. А, так здесь же неудобно писать. Может, вы подниметесь ко мне? Я не против, Вить. И возьми еще показания соседки, которая нашла мать потерпевшей. Ага. Идем. Давай. Идем. Хорошо, пойдемте. Так, я закончила во что? Что у нас? Задница полная. Сосед утверждает, что час назад в подъезде видел Дергача. Здесь он еще лицо прятал. Да ерунда полная. Слушай, так ты сам ему позвони и узнай. Маша, ты первый день в школе? Я веду следствие, что буду звонить подозреваемому? Ну, тогда начальнику звони. Позвоню начальнику. Раскомандоваться. Давай, иди. Начальник. У него выходной сегодня. Он будет орать, как бешеный баклан. Не люблю летние пляжи. А сейчас хорошо. Нет никого. Лен, давай встанем сегодня у меня на даче. Давай. Блин. Никуда не поеду, даже если генерал вызывает. Ну, ответь. Да. Да вы что? Так, сбор через два часа в моем кабинете. Только майору ничего не говорите. А что случилось? Да кошмар. Убили жену Дергача. А его самого сразу после убийства видели около ее дома. Господи, она же нам помогала мальчика искать. Это какой-то бред. Он не мог ее убить. Ладно, поехали. Разберемся. Показывай. Показывай. Что это? Юра не думал, что я здесь буду ночевать, пока его нет. А я решила в тишине позаниматься. Стала раскладывать диваны. Вот. Я надеюсь, ты это не трогала. Но я же не знала, что внутри. Трогала. Теперь полицию не вызвать. Ты обещал, что не будешь ее вызывать. Я ничего не обещал. Я сказал, что мы посмотрим, а потом решим, что делать. И что делать? Поезжай домой. Если он позвонит, ни в коем случае с ним не встречайся. Что я ему скажу? Не знаю. Придумай что-нибудь. Что на экскурсиях в другой город уехала. А ты? Я пока постараюсь выяснить, что это и откуда. Поехали. Дай себе. Дай себе. Держи. А что с мамой убитой? Скончалась в приемном покое. И все улики указывают, что наш Деркач убийца. Это просто совпадение. Только следователи из прокуратуры не будут считать это совпадением. Что в момент смерти бывшей супруги Дергача он оказался в ее доме. Тем более, что он там делал, если он снимает квартиру вообще в другом районе. А вот вам, кстати, и мотив. После смерти бывшей супруги Дергача квартира достается ему. А теща сердечница и так сама от переживаний скончается. Миша, что ты несешь? Версии, Елена Васильевна. Я несу версии, которые будет выдвигать нормальный полицейский. Ты бы их, кстати, тоже сама выдвигала. Если бы не твоя нежная привязанность к этому майору. Миша, прикройте. Слушайте, Елена Васильевна, давайте мы как-то сунем при посторонних на вы. Давайте, товарищ подполковник. Разрешите мне просто переговорить с майором Дергачем? Просто поговорить? Нет, не разрешаю. Потому что есть закон и какие-то... Здравия желаю. Следователь прокуратуры Крич Фалуший. Буду дальше вести дело об убийстве гражданки Дергача. Вот видишь? А вы-то как узнали? От прокурора. Это я сообщил в управу, но так же положено. А они потом, наверное, в прокуратуру. Я так понимаю, это протоколы с места преступления? Боже мой, какая гениальная догадливость. Ну как, Холмс? Михаил Константинович, держите себя, пожалуйста, в руках. Я понимаю, что здесь замешан ваш подчиненный, вы не хотите себя подставлять, но все-таки перестаньте ерничать. Извините. А где сейчас майор Дергач? Вот видите, прокуратура уже и обвиняемого нашла. Ну нельзя же так. Давайте спокойнее. Еще никто никого не обвиняет. Пока мне нужно просто с ним переговорить. Он сегодня в выходной, я не знаю, где он. Я, кстати, тоже. Ну тогда позвоните ему и узнайте. Только не пытайтесь предупредить. Это, кстати, всех касается. Так, все, свободен. Я сама. А это... Маша, там что-нибудь указывает на то, что Дергач убил? Нет, и я в это не верю. Несмотря на этого косвенного свидетеля. А вообще что там? Ну, бывшего Дергача сначала били по лицу, потом вскрыли трахеи. Шейные артерии почти не задели, поэтому крови было мало. Да, поэтому он кровью не измазался, да? Да. Ну посмотрим, что там прокурорские накопают. А вы представляете сейчас? Это гнида прокурорская. Взяла группу захват и поехала уже туда. Так может его предупредить? Не надо, только хуже будет. Я надеюсь, он глупости не наделает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руки! Гражданин Дергач? Да, что случилось? Вы задержаны по подозрению в убийстве своей жены. Что? Только не стройте из себя дурака. Люду убили? Сейчас я приглашу понятых, и мы будем искать орудия убийства. Также я изыму вашу одежду, но они наверняка остались пятна крови потерпевшей. В квартире еще кто-нибудь есть? Никого. Покойте. Знаешь, как пользоваться? Шагай! Стоять! Аккуратно над двумя пальцами. Достал и положил на пол. Быстро! Аккуратно! Отойди. Отошел, я сказал. Бери наручники. Бери наручники! Садись сюда. Пристегивайся. Быстрее! Вы за это ответите. Обязательно. После того, как убийцу наймал. Вы совершаете большую ошибку! Вставайте! Вставайте! Не, я сказал! Дело! Только что вышел! Куда? Куда? Я сначала тоже перенервничала. Теперь, думаю, разберутся. Конечно, да и сам Дергач может помочь в поисках убийцы. Она ему хоть и бывшая, ну, была, но он может знать ее врагов. А уж я-то как надеюсь, что он не убивал. Потому что у нас начальников за косяки подчиненных, знаете, как наказывают? А это не просто косяк. Это зверская мокруха. Мне бы хотелось еще генералом стать. Телефон. Что? Хоть бы хорошую новость. Алло, да, подполковник Огорлицкий, слушаю. Что? Да чтоб его! Ладно, все, давайте, жду здесь. Дебил контуженный. Что-то случилось? Нет, я просто так исполняю. Ну? Этот мутант гребаный рубанул группу захвата и сбежал. Надеюсь, его не ранили? О, отпад. А я вам говорю, что нужно вводить перехват в этом районе. Ясно, на связи. Я же вам сказал, что мы едем мокрушника брать. А вы к нему как в гости на Белиной пришли. Просто я его знаю. Вместе на захвате были. Так кто же знал, что от нас так? Виноват, товарищ генерал. Да я понимаю, что он мой подчиненный, я несу за него ответственность. Но еще же не доказано, что он убийца. Понял, товарищ генерал. Походу, мне сейчас не только мозги вставят. Сюда уже целая комиссия едет. У нас есть план. Да. Я сегодня выходная. Про меня вряд ли кто-то вспомнит. Ротянка тоже не вызовут. У Кацман скоро закончится дежурство. Это к чему вы меня сейчас несете? Можно мы возьмем Машу и займемся поиском настоящего убийцы. Только дай нам ключи от машины. Мы не можем брать служебную тачку. Что ты? Раздолбайте хоть в мясо. Только найдите мне этого мокрушника. Раздолбай. Найдем. Да, найдем. В смысле? Родянка, давай поаккуратнее. Поехали быстрее, пока прокурорские не нагрянули. Слушай, дежурный сказал, что у нас кипиш до небес. Дергать замочил свою бывшую? Похоже на то. Угу. Это получается, что начальника точно уволят, если он допустил, что его подчиненный мокрушник? Ну, если его уволят, то его любимица, фавориточка подполковника Гагарлицкого, полетит туда же. И, возможно, один из нас двоих станет старшим следователем, а то и начальником. Почему кто-то один? Я точно знаю, кто. Поверь, я тоже знаю. Кто? Надежда. Вот, вот, вот. Угу. Угу. Здорово. Ты че, хрена объелся? А и себе с бабой был. Ладно, не уйди. Слушай, какого черта ты, Опер, приперся к своему стукачу на хату? Никто не знает, что ты на меня работаешь, и меня здесь никто искать не будет. Я в розыске за убийство жены. Это что, ты ее завалил? Дурак, что ли? Я не убивал. Меня подставили, даже знаю, кто. Так это... Не кипишу, и все нормально. Слушай, Шатун, спрячь пока сумку. Только предупреждаю, там оружие и вроде как наркота. Слушай, с тобой на 20 лет сесть можно. Хавать будешь? Давай. Секундочку. Секундочку. Мы ее перед смертью долго пытали. Так что имеются переломы ревер, разрывы печени и прочее. Но рассечений и кровотечения очень мало. В том числе и шею порезали, не задев артерией. А что-нибудь необычное вы не заметили? Есть необычное. И даже очень. У убитой обнаружено обморожение на спине, коленях и на руках. А я их за синяки приняла. Так морозов же нет. Ну, допустим, они могли ее поместить в холодильник, чтобы мы не могли определить точное время смерти. Так. Но откуда у трупа обморожение? Так в том-то и дело, что убитая получила обморожение, причем сильнейшее, еще при жизни и точно перед смертью. В бытовом холодильнике таких температур нет, а в морозине... В общем, на место преступления надо ехать. Ну, да, я это и хотел сказать. Спасибо вам, Лев Евгеньевич. Всегда, пожалуйста. Пока, Лева. Пока. А, здесь спасибо. Спасибо. Здорово. Привет. Я, это, уколы пропущу. Ты что, не со своем номером звонил? Короче, тут такое дело, Петро. Люду убили. Люду? Да, мою бывшую. Это, я соболезнен. Все нормально. Ну, ты держись. На меня убийство увешают. Как? То есть... В общем, я сейчас в бегах. Мне нужна твоя помощь. Да, 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 конечно, я... Мне нужны результаты вскрытия. Как ты понимаешь, я в морг сейчас сам пойти не могу. Ага. Морг там. То есть я... Да, да. Я не знаю. Ага. Я тут, можно сказать, спецотдел создал. Лучших оперов, следаков, эксперта под твое начало определил. А у тебя ЧП за ЧП. Товарищ генерал, я не верю, что Деркач убивал. И даже тот факт, что он был в день убийства около дома своей бывшей супруги, это вообще ничего не значит. Это бы почти ничего не значило, если бы он в бега не ушел. Да я уверен, он сам хочет во всем разобраться, а не сидеть сейчас в клетке, надеясь на какого-то прокурорского тупого следака. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Здрасте. Здравия желаю, товарищ генерал. Очень хорошо, что вы здесь. Вы что, и меня, что ли, решили арестовать? Арестовать. Никак нет, товарищ генерал. Для начала я бы хотел указать на плохую работу следователя Пороховщикова, который вел дело изначально. И прошу его вызвать сюда. Саш, зайди ко мне живо. Здравия желаю. Итак. Александр Александрович, в своем рапорте вы указали, что при обходе в доме убитой в соседней квартире никого не было. Да, я так указал. Я съездил по этому адресу, и вот соседка утверждает, что во время вашего обхода она была дома, но в дверь к ней никто не звонил. Так ведь? Именно так. Я почитаю всегда дома. Товарищ генерал, я здесь не виноват. По квартирный обход производил следователь Родзянко. Значит, строго наказать следователя Родзянко. И тебя заодно. Что еще? Еще свидетель Роскина дала очень важные показания. Надежда Александровна, расскажите, что вы слышали в соседней квартире сегодня утром? Скандал слышала. С криками и угрозами. Кому принадлежали голоса? Соседке моей и мужу ее. Я их голоса хорошо знаю. Это пипец какой-то. Что? Вот. Мне копию заключения дали. Ага. Ладно, потом посмотрю. Все, давай. Подожди. Нам еще сказали, что недавно Федришина была. Ну, значит, они меня ищут. Все, давай. Ты, может, еще чем-то помочь? Не надо. Ты и так рискуешь. Дуй на уколы. Все, давай, Петр. Слушайте, может, мы зря машину подполковника там далеко оставили, а? Вдруг ее угонят. Тогда он страховку получит. А мы получим. Так, лучше мы получим, ее угонят, чем засветить ее и еще прокурорские шакалы венгрянут. Ладно. Ты что ствол достал? Ну, во всякий случай. Лена Васильевна, откуда у вас причины? Я, когда дело читала, сразу поняла, что буду им заниматься. Блин, нас точно посадят. Блин, в комнату. Блин, в комнату. Ты что свет не включил? Вы что, на меня тут засаду устроили? Да нет, какая засада? Женщины нет. Тогда что вы здесь делаете? Мы хотим с вас снять обвинение. Кстати, вы зачем сюда утром приходили? Мне из школы позвонили. Сказали, что Люда два дня не было на работе. На телефонные звонки не отвечает. Так ты ее застал? Нет. У меня ключей с собой не было. В дверь звонила, она не открыла. Так, ладно. Продолжим. Совпадение. Так, на полу замыти сюда крови. Опа, идут на кухню. Да. Вот, блин, бакланы. Чтобы вы тут всех подвергли нежелательному фистингу. Тебе что, клизму сделали? Клизму? Мне ванну сделал. Вон, товарищ генерал. Вот так, с головой, понимаешь? Угу. За то, что Ротянко не опросил соседку убиенной. Да и наше начальство тоже свою получит. Так, 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 так. Значит, получается, что все-таки Дергач завалил свою бывшую, да? Ну, получается, вроде да. Вон, соседка дает показания, что она слышала, как они ссорились с утра, кричали. Слышала его голос, что он угрожал ее убить. Ну и хорошо. Ну и замечательно. Замечательно, что уберут нашего этого сама дура. Кстати, ты заметил, что Федоришина, эксперт и Ротянко отсутствуют в отделе. Да и вообще-то я машину начальника не видел во дворе, возле отдела. Ну что, он ее дает, когда надо, когда экстренный случай. Угу. А я тебе говорю, что они поскакали отмазывать Дергача. Как раз вот об этом обязательно. Нужно доложить прокурорскому следователю. Знаешь, ты это, сам решай, докладывать, не докладывать. Я пас. Да, я Федоришину недолюбливаю, но она Дергача отмазывает. Ага. Сейчас. А Сильвестр нормальный мужик. И может, и не он это сделал. Угу. Так что ты как хочешь, я вам лучше себе кофе-каза бодяжу. Крич Воложий. Здравствуйте, Игорь Александрович. Считаю своим личным долгом доложить, что Федоришина проводит самовольный розыск, дабы отмазать Дергача, который является ее любовником, тайным любовником. Да. Только вы не сдавайте меня, пожалуйста. Безобразие. Ну, а как вы думаете, как она сейчас расследование проводит? Ну, как, как? По старому доброму методу сначала обморка, потом на место преступления. Ну, так может быть, вы тогда знаете, как найти майора Дергача? Я же вам говорю, они любовники. Я так понимаю, что телефон Дергача оставил не дома, а вот телефон Федоришиной в сети. Так что, если ее найти, то Дергача, соответственно, будет рядом. Спасибо. Я немедленно попрошу у прокурора санкции для пилинга мобильного. Не за что. Обращайтесь. Всего доброго. До свидания. Так, в общем, в холодильнике чисто. Но есть следы волочения ее из комнаты сюда и обратно. Это видно по затертой крови на полу. Ну, не даст холодильник такую температуру, чтобы человек получил обморожение. Ну, и не в морозилку же ее затаскивали, извините. В ствол убери. Так, в общем, я сделала все, что могла, а выводы это уже ваша заморочка. Маша, а можно выяснить, жертва сама открыла дверь убийцы или он пользовался отмычкой? Ну, можно только для этого мне надо снять личину замка и в лабораторию отвезти. Снимай, ты все равно украсни еще. О чем задумался, Витюш? Потом расскажу. Ну-ка. Элета Васильевна, а вы уверены, что вам стоит оставаться с ним одной на едином? Мало не, может, он убийца. Ты черехнулся, что ли? Что? Давайте, езжайте спокойно. Я ему верю. Так, я быстро сделаю экспертизу замка и сразу позвоню, да? Вы хотели со мной поговорить? Давайте в кафе поговорим, заодно поедем. Давай уже на «ты» перейдем. Давай. Кажется, я знаю, кто меня подставил и убил мою жену. Но здесь замешана твоя дочь. Хотя я уверен, что Вику тоже подставили. Господи, я с ума сойду. Ну, давай конкретнее. Ну, помнишь, когда Вика поспорила со своей тетей и стала меня, типа, охмурять? Угу. Ее парень, Юрий Мовчан, страшно ревновал. А сегодня Вика позвонила мне и пригласила на их съемную квартиру. А когда я приехал, показала мне сумку. У нее два пистолета, автомат калашниковым и пакет с каким-то белым порошком. Твою ж... До него приезда Вика все это трогала руками. Поэтому я не стал вызывать полицию, просто забрал сумку к себе. А зачем к себе? Ну, он думал, после возвращения этого от Элла выбить из него явку с повинной. Потому что, если бы это столкнули на другие, он бы мог сказать, что сумка не его, а Викина. Там везде ее пальцы. Ну, подожди, подожди. Есть два нюанса. Первый. Откуда он мог знать, что она нашла его сумку? И второй. С чего он решил, что она обратилась к тебе? Я надеюсь, ты не думаешь, что Вика в сговоре с ним? Да нет, конечно. Но кто? Кто тогда убил? Ну... Ты многих преступников посадил. Любой мог отомстить. Позь руки за голову! Парни, аккуратней. Майор Дергач, вы задержаны по подозрению в убийстве из-за побег. А следователь Федоришина за пособничество ему. На выход всех. Господа, а по счету заплатить? А вы пособник преступников? Хотите с нами? Нет-нет, я пошутил. Следующее заведение. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Иду. Здравствуйте. Вика дома? Ладно, заходи. Спасибо. Викуль! Жених пришел! Я же просила сказать, что меня нет. Я думала, вы подсапались, хотела вас помирить. Так это ты из-за стволов так? Вика, где моя сумка? Стучаться уже не надо? Короче, замок в квартире Людмила Дергача открывали отмычкой. И что нам это дает? Ну, бывшему мужу она явно открыла бы дверь. Не факт. Тебе любой обвинитель скажет, что ковыряет замок отмычкой, майор Дергач пытался отвести от себя подозрение. Да, но... Тожги, Ром. Покиньте кабинет. Дожили. Следователь Федоришина беглого опера покрывает. Товарищ генерал, я сейчас все объясню. Молчать! В общем, будем считать эксперимент с твоим отделом неудачным. И мы его распускаем. А чтоб вас с Федоришиной не выгнали по статье, пишите по собственному. Вас уволят задним числом. На, пожалуйста. А еще я жду раппорт от майора Дергача. Нам не нужны опера, осужденные за убийство. Я не убивал. И писать ничего не буду. Зачем тогда бежали? Хотел сам во всем разобраться. И что? Разобрался? Увести. Это пиши. По собственному. Дамы и господа. Ну вот и все. Завтра наш отдел закрывает. Да, как сказал генерал, эксперимент окончен. Ну, как говорится, жизнь на этом не заканчивается. Маша, что забавалимся? Да ладно. Ну, прощайте. Спасибо. Увидимся. Спасибо. Рад был служить вместе. Спасибо. А кто знает, может, еще увидимся. А до пенсии оставалось всего ничего. Миша, только к себе не зови. Что, даже не напьемся? Да что-то настроения нет. Ладно, давай по домам. Давай. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Елена Васильевна, я устроился в театр. Это был реквизит. Мне знакомые реконструкторы дали. Там даже байки спилены. Странно. Дергач не заметил, что это реквизит. А можно мне мою шумку? Пока нет. Дергача обвинили в убийстве. Какой ужас! Тома! Он его не совершал. Не совершал, Томочка. Ох, кошмар. Мам, ты же ему поможешь? Я постараюсь. Нужно воссоздать все его утро. По минутам. Сейчас этим и займемся. Что-то даст. Даст, Тома. Что-то даст. Так, во сколько ты ему звонила? Смотри давай. Десять сорок семь. Десять сорок семь. В это время он был около дома своей бывшей жены. А во сколько вы с ним встретились? Ну, через пятнадцать. Пятнадцать. Я еще подумала, что он очень пунктуальный. А в девять часов он звонил своей бывшей теще, чтобы узнать, почему ее дочка не вышла на работу. Так его обвиняют в убийстве жены? Да. Кошмар. Да. О, Господи. Только вот во сколько ему звонили из школы и почему ему, а не бывшей теще, вот это вопрос. Ну, не надумали явку с повинной написать? Слышь ты, крыса прокурорская, я не убивал. Как тебе еще сказать об этом? Не убивал. Дежурный! На меня напали. Товарищ майор, вы чего? Да никто на него не нападал. Он просто, походу, соображает плохо. Или вообще оглох. В общем, не буду я с ним разговаривать. И за это ты тоже ответишь. Доброе утро. Доброе утро. Хотя какое тут доброе... Я вас помню, вы следователь. И наверняка этим убийством занимаетесь. Да, поэтому мне нужно знать, кто из педагогов звонил бывшему мужу Людмиле Дергач, чтобы выяснить, почему она не вышла на работу. Ну, вообще-то у нас все знают, что они в разводе, а педсоставом у нас зауч занимается. Ну, пригласите ее, пожалуйста. Одну минутку. Алло, Миш, какие новости? Поняла. Забери меня, пожалуйста, от седьмой школы. Я тебе позже перезвоню. Давай. Здравствуйте. Дима Георгиевна озвучила ваш вопрос. Только к ее мужу никто не звонил. Все дело в том, что Людмила Деркач три дня назад предоставила больничный. Извините, Людочка часто болела. Но педагог она хороший. И человек отличный. Была. Вы не представляете, как нам всем ее жалко. Представляю. Ну что ж, спасибо. До свидания. До свидания. Ну, все. Тихо. Это что, азбука, что ли, решила вспомнить? Почти. Миш, я, кажется, поняла, кто убийца. Нужна помощь генерала. Договорись, чтобы он нас принял. Я тебе сейчас все по дороге объясню. Ну, здесь-то он точно не откажет. Может, не выгодно, чтобы майора за мокровых посадили. Тем более, наше отдел его детище. Здравия желаю, товарищ генерал. Чего петь на собрание вызвали? Я откуда знаю. О, смотри, генерал приехал. Ого. Прокурор города Стима. Да. Товарищ генерал. Михаил Константинович. Севолод Юрьевич, приветствую. Здравствуйте, Михаил Константинович. Севолод Юрьевич, но все-таки, возвращаясь к нашему разговору, есть свидетели из соседней квартиры, которая слышала, как майор Дергач ругался вчера утром со своей женой. С ней, кстати, сейчас следственный эксперимент проводят. Можем идти. Еще пару минут. Здравствуйте. Внимание, товарищи понятые. Гражданка Раскина, скажите, при понятых, как вы считаете, кто только что кричал в квартире? Я вам уже говорила. Училка орала с мужем. Соседи же. А ничего то, что вчера в полиции вам сообщили, что ее убили. Ой, забыла. Ну, а кому жарать? Соседи? Кто еще там? Походу, у старушки. Крыша поехала. Сам дурак. Здоровая я. Я только даты путаю. Здоровая. Пониции. Свидетель, попрошу. Зайдемте в квартиру. Запротоколируем. Миша, это я. Ясно. В общем, эта соседка в тяжелом маразме. Говорит, что только что слышала голоса Дергача и его жены. Ну, там протокол составили, конечно, понятые подписали. Ясно. Ну, а ты что скажешь? Так, с виду она нормальная была. С виду. Задержанная Королькова доставлена. Парни, в коридоре подождите. Есть. Зачем я здесь? Что вам нужно? Всего лишь ваше признание, как вы убивали Людмилу Дергачеву. Ну, что, молчать будете? Мы все знаем. За что вы ее так жестоко? Да она мне всю жизнь испортила. И все потому, что, когда я училась, она меня поймала на воровстве из ее сумочки. И меня не только из школы, меня из спорта выгнали. А ее бывший муж тут при чем? Опа! Я не знала, что они развелись. Но я уверена, что это он похлопотал, чтобы меня отовсюду исключили. Ну, это вряд ли. Но даже если и так. Вы же воровали. Ну и что? Подумаешь, кошелек с одной зарплатой украла? Все равно вы мне ничего не сделаете. Потому что я в психу впередилась. Кругом одни психи. Туда не говорится, товарищ Георгал. Сам ты псих! Черт! 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 Увести! Скорее! Не надвижись! Все равно в какой-то его убежит! Он ее надвижен! Как вы ее нашли? Это не мы. Это следователь Федоришина ее вычислила. Эта психичка перестаралась. Позвонила от имени директора школы. Сказала, чтобы Деркач к дому бывшей жены пришел. Ну, а номер телефона узнала у его бывшей жены, когда пытала, да? Начинаешь соображать. Ну, а следы обморожения откуда? Ну, это садистка. Сухим льдом ее пытала. Ладно, все, иди. Я с тобой после лично разберусь за такое ведение следствия. Виноват. Ошибся. Виноват. Слушай, ну, может, мы в выходные на охоту смотаемся, а? Не, я пас. В чем бы нет? И спасибо тебе. Да ладно, что там. Это вашему следователю спасибо. Федоришина, кажется, да? А может, мне ее к себе перевезти? Даже и не думай. Ладно, бывайте. Счастливо, Силатевич. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да? Разрешите? Входите. Вот теперь всем. Ну, только попасть-ка в больницу. В общем, следователю Федоришиной моя личная благодарность. Спасибо. Ну, а вы все служите дальше. До свидания, товарищ Геннадий. Ура! Пронесло новую работу. Не надо будет искать. Спасибо, Лена. Ну, какая она тебе не Лена. Хоть ты лохот. Надоел уже. Миш, ну он же как коллега. Да вижу, как коллега. И хватит тут этих ваших восторгов. Что, не слышали, что вам генерал сказал? Или преступники, может, закончились? Все, в атаку. Такой момент испортили. Какой момент, Кацман? Вся жизнь здесь момента состоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ 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 МУЗЫКА Ай, парни, парни. Так. На что жалуетесь? Что-то у меня последнее время нервишки пошаливают. А в чем это выражается? Ору на всех. Ну как, просто так орете или за какие-то проступки? Ну что ж, я псих, что ли, просто так орать? Ну тогда у вас все нормально с нервами. Кстати, водичку будете? Нет, спасибо. Просто вы, как руководитель, выбрали неверный стиль управления. То есть? Смотрите, вы начальник. А начальник это кто? Это господин. А господин не имеет права орать на подчиненных. Иначе он становится на один уровень вместе с ними. То же самое касается и детей. Да, ведь? А как надо-то? Надо быть всегда ровным. Нет, ну надо быть всегда ровным. А если не всегда получается? Вот. Есть очень один хороший, эффективный метод. Когда вас накроет гнев, вдох, выдох. Вдох, выдох. И считаете до десяти. Нет, доктор, это вряд ли у меня такое получится. У меня на совещании почти каждый день много сотрудников. И каждый из них несет чушь. Если я после каждой реплики буду затяжные паузы вот эти вот делать, меня вряд ли пойму. Вот. И опять вы их вровень ставите с собой. Запомните, они ниже вас. И вам должно быть по барабану. О чем они говорят? Точно, у меня же звезд на погонах больше. Значит, я умнее. Вот. И главное что? Вдох, выдох. И считать до десяти. Извините, по работе отлечу его. Пожалуйста. Да. Товарищ подполковник. Тут двух оперов из 13-го застрелили. Ну, я в управу сообщил. И что? Ну, они объявили общее усиление. Я всем нашим позвонил. Федоришину и тоже. А она что? Ну, что она? Что? Она говорит, у нее сегодня выходной. И без вашего приказа никуда не поедет. Тем более она в ресторане отдыхает с Дергачевым. Что? Она с ума что-то сошла? В каком ресторане? Помни. Понял. Вдох, выдох и считать. Ужас. Два. Три. Не знаю. Вроде помогает. Вот. Конечно, помогает. Ладно, спасибо. Спасибо, пойду. Я у себя. Хорошо. Здравия желаю, товарищ Б. Привет, Литеран. Майор Розумовский. Начальник 13-го дела. Следователь Пороховщиков. Вы уже в морге были? Да, был. Это моя опера. Ясно. А что они делали в промзоне? За бандитом следили. Он там должен был показаться. Так, может, это он их? Может. Ты хоть представляешь, как я бы посмотрел в глаза их родственникам? Представляю, майор. Но я все равно должен взять официальные показания. Да, конечно. Просто Вика действует по принципу отморожу уши на злобабушке. В каком смысле? Ну, возраст такой. Хочет привлечь к себе внимание любым способом. Даже самым экстравагантным. Ну, ты майор и лось. Нет, ты не лось. Ты олень. А нельзя ли потише? Нет, нельзя. Товарищ подполковник, ну, устраивайтесь, сын. Просто Лена меня спасла. Я пригласил ее в ареста. Она для тебя не Лена. Она для тебя Елена Васильевна. Ой, и букетик самый дешевый купил. Миш, ну прекрати. Добрый вечер. Может, вы возьмете меню и присядете? Засуньте себе это меню знаете куда? Безобразие! Вызовите полицию! Я сам полиция. Ладно, все, по коням. Усиление у нас. Поехали! А заплатить? Да, конечно. Вы извините нас, мы из цирка. Клоун. Из дешки профессии. Лен, поехали быстрее. Холодно. Подожди! Я его не повезу. Тут ему не такси. Миш, ну что за детский сад? Поедем вместе. Лена, все нормально? Было нормально, пока ты не нарисовался. Поехали. Раз, два, три. Вдох, выдох. Я спокоен, я господин. А вы что, прилипли там друг к другу? Ладно, я спокоен. Раз, два, три, четыре. А и брату помогает, раз я кого-то не застрелил. Пошла вон! Пошла вон, пошла, пошла, пошла. Кулёныш, а что это за человек такой, а? Ну только кайф начал получать, тебе надо обломить это все. Я же влюбилась все плохо, босс, все плохо. Хитрый, дырый, пулёный. Что случилось? Он не приехал, он ничего не привез. В охрану? Он не выходит на связь. Фигово, да, послать некого. Босс, поэтому я пришел, она вдвоем ехать. Вам мы переодеться и поедем. Это ты правильно. Оружие не забудь. Молодец. Обожаю Подхалимов. Пожалуйста. Спасибо. Ой. Майор, это твои там? К сожалению, да. Зачем надо было собрать весь состав сейчас? Да, я собираюсь. И в принципе мы могли... Рус, вы закройте, там и так вся полиция на ушах. Саш, доложи. В 20.46 водитель продуктовой машины Можаркин ехал с разгрузки и обнаружил на дороге двоих расстрелянных. Он же и вызвал полицию. Мы приехали на вызов и нашли убитых с удостоверениями сотрудников 13-го отдела по фамилии Перник и Кудров, а также их табельное оружие. Я знал их. Жалко мужиков. Маш, у тебя что? Оба застреляны. Пистолетом у нас, скорее всего, ТТ. Мы нашли гильзы. Калибр 7.6.2. Гильзы отправили в баллистик. А камеры? Камеры нас до них. Нет, там же заброшенная промзона. Камер нет. Да. В машине оперов видеорегистратор был выключен. Тачка, если что, у нас на стоянке. Слушай, а что там твои парни-то делали? Они были на задании после бандита Сивова. Он должен был встретиться с находящимся в розыске за Кревским по кличке Фокс. Ну, по этому заданию они, как положено, подали рапорты. И должно было быть там трое оперов. А третий капитан Димов пропал. А сотовый? Нет сигнала. Я к нему наряд отправил, но они там тоже никого не нашли. Значит, с завтрашнего утра надо еще раз прочесать. А чей информатор сообщил о встрече бандитов? Убитого опера. Ну, тогда мы точно не узнаем, откуда информация. Ну, ничего нового для себя я тут не услышу. Товарищ подполковник, я уже дал официальные показания вашему следователю. А мне еще с родственниками логитых надо встречаться. Ну, давай, иди, конечно. Да. До сих пор не понимаю, зачем в этих случаях весь личный состав по тревоге поднимет? Серьезно не понимаешь? Ну, так же бесполезно. Да потому что убили двух офицеров. Это сейчас вроде как нормально. А раньше бы уже из главка лучших следаков вызвали и собрали бы комиссию. И плюс еще вся полиция города бы прессовала этих криминальных ублюдков, пока они сами бы убийцу не выдали. Так, ладно, все. Идите отдыхать. Завтра и так день кипишной. Надеюсь, у нас это дело заберут. Следователь Федоришин, задержись, пожалуйста, не дадут. Ничего не хочешь мне сказать? Нет. Да выкинь ты этот веник, я тебе нормальные цветы куплю. Спасибо, Миша. Мне эти нравятся. Ну, я всегда знал, что у тебя вкус дурной. Ладно, иди. Отдыхай. Соня Доргачу. Детский сон. Хорошо, что на дачу не цунулись, босс. Хорошая ночь сегодня. Слушай, Куленыч. Да? А вдруг там засада? Не, босс, если бы там засада была, здесь бы ни одного мусора на районе не было. Тогда он на сколько и шныряет. Ну, ты давай. Фонарь аккуратно. Давай, Куленыш, аккуратно. Чего себе? Ну, и гадость. Узнаю, что западная-то сделала. И этот готовый. Жопу порву на британский флаг. Босс, только свет не включайте. Ай-яй-яй-яй. Они уже остыть успели. Слышишь, ты же понимаешь, с чего у нас проблема? У нас же утечка информации. Босс, ну не обязательно у нас. Вы это, вы идите пока. Я хирургу позвоню. Мы этого кассира с собой заберем. А мусора на улицу выбросим. Пусть его свои найдут. Пусть тоже убийцу ищут. И мы, Куленыш, будем искать. Будем искать и найдем. Будем, Босс. Да ладно. Ты тут это, ну, приберись. Фу, гадость какая. Слушай, а вы заметили, что, когда дело почти глухарь, наш этот начальник никогда, никогда не передает своей этой фаворитке? Ой, да ладно тебе. Лично я против Елены Васильевны больше ничего не имею. Да ладно. Ну да. Только благодаря ей не закрыли наш отдел. Если вообще говорить честно, то она вот такой вот следователь. Получше, чем мы вместе взят. Ты это сейчас серьезно? Да, я серьезно. То есть вы хотите сказать, что вы оба смирились с тем, что с ее появлением наша карьера стала тормозить? Ого. Так вот, знаете, я с этим не смирюсь. Я буду воевать в одиночку. Сам буду вести войну. Да воюй ты сколько хочешь, только тихо, пожалуйста. Да и подремать все. День-то был вообще просто ужас. Молодцы. 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 Ага. Молодцы. Молодцы. Интересно, если завтра к вечеру убийцу оперов не найдут, нас вообще домой отпустят? Это вряд ли После такой заварухи я думаю усиление будет как минимум дня два О, хоть один нормальный мужик зашел, чай? Не, уже кофе опился Слушай, Лин, я не знаю какая-то ерунда с этим делом получается А ты меньше ее руками трогай Кого? Как таковую ерунду Ой, Маш, я серьезно Сами подумайте, вот Фокс, с которым должен был силы встретиться он уже пять лет в розыске и за это время никаких признаков жизни ни разу не подавал А силы у него розыске и вообще вроде как дома живет Да, и место там странное, ну оно конечно подходит для секретных встреч, но убили оперов прямо на дороге даже не у себя в автомобиле А почему ты своими соображениями не поделишься со следователем, который ведет это дело? Да потому что этого следователя мозгов Какой? В том анекдоте В каком? Ну, Шерлок Холмс выходит к завтраку Миссис Хансон Что у нас сегодня на завтрак? Мозгиватсона, сэр Принесите Ну, прям, значит, на блюде там такая штучка лежит Миссис Хансон Что это такое? Почему так мало? Я повторяю, что это мозгиватсона Вы снова были вместе, да? Ну ладно Маша, у нас там новый труп Поэтому бери Пороховчакова и вот этого вот Езжайте на место Адрес, место Адрес уже у водителя Миш, только не говори мне ничего, а Я могу ходить в ресторан с кем хочу И это не аморально Что, как аморально? Ой Даже поговорка есть такая Ну-ка Сегодня в ресторан с мужиком А завтра с беременным животом Миш, это ты сам сейчас придумал, да? Это ты книжки почитай Какой? По словице поговорки Мишенька, это твое больное воображение Ладно Иди, Мишуль Отдохнуть хочу устала Ты обалдела, что ли? Ты вообще-то на работе находишься Отдохнуть-то захотела Но я немножко Релаксну Ой Ноги болят Раз Два Три Гадство не помогает И выкинь этот дешевый венек Еще один номер из тринадцатого Черт Мы когда выехали на патрулирование Здесь никого не было А тут едем обратно и вот Ну, правду говорит-то Мы тоже когда здесь были Вот этого персонажа тут не было Маш, ну ты скажи Да Только убили его в то же время Примерно, что у тех двоих Здорово Да что ж такое За одну ночь троих лучших копиров потерял И у всех же Жены, дети, семьи Да хоть стреляйся Ладно, ладно Я сначала Найду эту тварь А потом сам завалю У тебя что, родительский день сегодня? Ну А я их С тобой перепутал Как же ты достал меня со своей конспирацией А зато сюда братва не ходит Короче Слыхал про некоего Фокса? Который с Харитоновскими работал? Да Говорят, он в городе объявился Так его они же и мочканули И прикопали Что? Лет пять назад И ты молчал? Так ты не спрашивал Ладно, понял В следующий раз Встречу В женском туалете назначай Чего? Ну туда же тоже братва не ходит И что нам теперь делать, а? Ну я попозже поеду узнавать что-то Ну как Но мне кажется, что стукачка надо среди мусоров искать Ну Да Да, людей у нас уже нет Получается, все, кто на нас работал Вчера ночью погибли, да? Да Но ведь они могли до этого болтать, правильно? Там словечко, там полфразы Имеем, что имеем Ну и совсем плохой вариант есть Что их прямой начальник, он крыса Угу Босс А можно я его попытаю, пожалуйста? Подожди, Акуленыш Надо посмотреть, что менты нароют Если начальник, он же в курсе что-то происходит, а? Босс, я нежно Он же замазан И из шантажа испугается Пожалуйста Акуленыш Давай Только аккуратно Да аккуратно, вот Выходим За что ты меня принял, начальник? Давай, давай, шагай Куда? Да понял, понял Это сумма Ну, в общем, при обнаружении третьего трупа Следствие совсем запуталось Я в тупик О, да ты что? И почему я не удивлен? Ну, может быть, наш гениальный следователь Свои какие-то интересные доводы выдвинет? Слишком мало данных, чтобы делать выводы Ну, в таком случае мы можем хоть год жить на работе И нового ничего не узнаем Надеюсь, хотя бы к вечеру начальство догадается и снимет усилие Давай, заходи Это что, твой новый суженый? Назар и трой начальник Заткнись Просто мне надоела вся эта комедия, типа секретной операции И я решил встретиться со своим стукачем И выяснил, что Закревский, Фокс, которого якобы пасли убитые опера На самом деле, пять лет назад представился Свои же закопали А, вот оно как И после этого я тупо выехал в адрес вот к Сивому Который якобы должен был встретиться с этим Фоксом А он спокойно дома живет, причем с бабой Я не знаю никакого Фокса И давно завязал Работаю на дерево вырабатывающем комбинаторе Так это что, надо проверить? Не умничай Я уже проверил За дверью, постой пока За дверью, постой Оля В общем, он правда там работает И вчера ночью был на смене И убитые опера должны были это знать А может, они начальнику туфту нагнали Чтоб походной взять? Да нет, тут скорее другое В общем, есть такая тема Ну, пишешь рапорт, типа Выехал на секретную операцию, чтобы оружие иметь И статус на случай остановки дорожной полиции А сам перевозку ценных грузов для криминала охраняешь Так а что, начальник убитых, он не в курсе, что ли? В курсе, конечно, что все эти секретные операции Фикция Но о деталях мог быть не в курсе Ну, он же их не бесплатно отпускал, наверное Коррупции нам еще тут не хватало Нужно проверить рапорты убитых оперов Ну, когда они на задание выезжали Если они особо не парились, как в случае с Сивом и Фоксом То и мы найдем какую-нибудь туфту Да Он без высшего руководства не разгребен Значит так, давайте еще раз проверяем этого Сивого, да? Я докладываю генералу Все, свободно, в атаку Есть Исчезни отсюда Давай Плохие, плохие новости, босс Начальник Копюров, он походу в бега подался Черт побери Ну, расстегни меня, что ты стоишь В общем, я доложил генералу Он, в свою очередь, выяснил Что начальник погибших оперов Сегодня ночью семьей вылетел за границу Значит, он был на что? Ну, так и пусть теперь дипломаты добиваются его выдачи Ну, то он так сказал И просит оформить все так Что майор Розумовский убил своих подчиненных Нет, что-то тут не то О, неужели у следователя Федоришны Которая полчаса назад говорила, что мало данных Этих самых данных стало больше, чем у целого генерала Ну, что, может, еще кто-то хочет поддержать И второй день побыть в усилении Правильно Молчание подчиненных Знак гениальности начальства Все, давайте Все, кто сегодня выходной, свободно Идите домой Валец Это место извините Я сказал, вали Ты тоже считаешь, что начальник прав? Не знаю Но даже если майор Розумовский не убивал своих оперов Он точно был замешан в их схемах Все так Но, по-моему, его просто сделали крайним А настоящий убийца оперов гуляет на свободе Жалко мужиков Они, конечно, виноваты, но Такой участи они точно не заслуживали Ладно, пойду Извини, сегодня я не провожу тебя Ничего Счастливого дежурства Пока Так а какие виды у тебя на Федоришину? Не ваше дело Вот не было бы ты хорошим опером Что, в принципе, сегодня доказал Я бы тебя давно уже уволил Ну, я минималку выслужил Мне терять нечего Могу хоть сегодня в отставку Не надо А то он меня здесь живьем сожрет Только вот что мы будем делать, я не понимаю Пусть она сама выберет А ты вот сам как думаешь Кого она предпочтет? Перспективного начальника или вечного опера Боюсь никого Да я тоже этого боюсь Но если встанешь у меня на пути Я ни перед чем не остановлюсь Я уже потерял ее как-то однажды По глупости, в юности Ирина Васильевна, здравствуйте Присаживайтесь, мы вас ждали Вот пледик постелили теплый Здрасте Здрасте Видите, я же говорил вам, что скоро легализуюсь Поздравляю Надеюсь, ненадолго Да Не только красивая, но и смелая, босс Но я же вам нужна, я так понимаю Да, вы правы, Мир Дело в том, что Три убитых оперативника Охраняли моего кассира Который занимался черным нам Я бы очень хотел узнать Кто убил моего человека Ну так начальником их отдела Убийцы назначили За то, что он с детьми и женой свалил за границу Да, он здесь ни при чем Он так ребят на подработке отпускал Замужду Босс, я же говорю Он сто процентов как-то про это узнал Ну или они там проболтались Он их мочканул Деньги себе забрал Из-за бугор свалил А много они ему платили? Да, нет, не много Они и сами Не миллионы зарабатывали Ну тогда согласно с версией Вашего коллеги Босс, она не нравится все больше и больше Тихо, тихо, тихо Акуленыш, держи себя в руках Ну а что с вашим кассиром? Мы его достойно проводили В последний путь Потому что его там же с ментами и мочканули Я надеюсь, у вас все? Пока да Спасибо вам за информацию, Елена Васильевна Акуленыш, поехали Позвольте, я плед сберу бабушке Так 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 Федоришна звонила, уже на подходе Ну вот, неугомонная баба Но в логике ей не откажешь Садись Да Добрый день, разрешите? Разрешаю Я смотрю на работу, как на праздник Да это я не успела переодеться В общем, подполковник доложил мне ваши доводы И я лично привез совершенно секретный документ Из 13-го оперативного отдела Спасибо Разрешите привлечь майора Дергача Он все-таки опер сможет прояснить детали Разрешаю Но исключительно его Здесь нам будет неудобно Можно мы с документами в моем кабинете запремся? Да что это вы думали-то? Что это вам в кабинете-то запираться? Так что это на тебя накатило? Действительно Извините, товарищ герой Запирайтесь У вас есть два часа Спасибо Ну а ты что сидишь? Я здесь результатов ждать буду Давай, развлекай меня Как? Как им кверху Чаю хоть сделай Есть Генерал сам привез документы погибших Ух ты Неслава Здесь рапорты самих оперов Донесения агентов И даже расписки По выдаче гонораров Тем стукачам Данные настоящие Все за последний год Да, я вижу Слушай, как тебе удалось его говорить? Ведь это же секретная Совершенно секретная информация Ну, просто он не смог отказать женщине Ладно, сейчас не дали реке У нас мало времени Не может быть Теперь ты понимаешь Откуда информация по фокусу? Мне надо поехать Все проверить Только недолго Я пока посмотрю Все Найди все Донесения от него Снова мне ваше дело Для архива оформлять Так хочется уже Живое дело Самостоятельно провести Проводи Ну, вот ты Возьми пример С Федоришиной Когда она на планерке сидит Даже если дело не ее Но что-то пришло Она подскажет Чем поможет Расследованию дела Ну и чего? Ну, что тебе так Мешает сделать? Скромность А я смотрю Вы теперь Этой Федоришиной Прям очарованы стали Понимаешь Глупо бороться С сильным противником А она Сильный следак За ней стоит Не только наш В атаку А и цельный генерал Так что пусть Воробьев С ней бодается Пока не обломается Я пас Разумно Не надо ничего Начальник Это я Ты бы еще За лужкой нарядился Да ладно Меня так брат Ваня узнает Я же сейчас в завязке Жить на что-то надо Короче, Шатун Откуда ты узнал Что Фокса делали? Сивой сказал Кто? Сивой А он зря болта не будет Это раньше он Знаешь? Всех держал за горло Все это Блупной Мешпух Значит все сходится Это ты о чем? Не важно Ладно, давай Все три листовки заберу Нет, все нельзя У меня тут тайные проверки бывают Одну возьми Я даже боюсь представить Какой образ у тебя в следующий раз будет Ты можешь Войдите Добрый день Добрый Майор Дергач Что вы хотели? Скажите, Антонина Сергеевна У вас работает сборщиком некий Симбирцев Да Вы не могли бы его вызвать? Мне бы хотелось с ним поговорить Только, пожалуйста, не говорите, что его полиция ждет А санкция у вас есть? Я законы знаю Санкция? Ну да, хорошо Сейчас я поеду за санкцией Потом вернусь к вам с группой захвата И мы устроим вам здесь маски-шоу Только уж извините Боюсь, мы тут все вам перевернем Ну зачем же так? Мне не трудно Ну вот и хорошо Полина Симбирцева ко мне Срочно Спасибо А вы как были палачами Так и остались Никакая демократия вам не поможет Сыляви Угу Вызывали Вызывали Пять? Что на этот раз? Что ж такое получается с Юлей? Фокса давно похоронили А ты всем трандишь, что он в городе, а? Завалю Прекратите же вы! Прекратите! Что это было? Спасибо за сотрудничество Не дергайся Давай, на выход Что ты мне предъявишь, мусор? Тихо Сейчас расколешься по самое колено Товарищ генерал Может еще чаю? Да хватит уже А то я домой не доеду Ну сколько можно ждать? Да Да Можно? Здравия желаю Вот возвращаю в целость и сохранность Ну Что удумали? Получается, что начальник 13 отдела Майор Разумовский Действительно испугался обвинения в коррупции И сбежал за границу Причем с небольшими деньгами Ну-ка, ну-ка Что там за коррупция? Мелкая коррупция Он покрывал своих оперов Они подсовывали ему дутые рапорты Ну, чтобы иметь возможность При исполнении сопровождать черный нал Но этим же операм надо было еще и свои служебные обязанности выполнять Поэтому они, как положено, вербовали стукачей А один из стукачей Он прознал про деятельность оперов А он сам в прошлом Из криминального мира Криминальный авторитет И знал Басова по кличке Босс Басова Отсюда подробнее Ну, после этот авторитет совершил какой-то криминальный проступок Братва его отвергла И он стал стучать на своих А Кудров решил заманить Фокса на черный нал Он очень доверял своему стукачу И вроде как все мелочи продумал Слушай, да ты мне сам только утром говорил Что Фокса убили лет пять тому назад И этот слух среди братвы пустил тот же самый стукач А где на самом деле Фокс, никто не знает Но тот агент нашел своего исполнителя И тот убил оперов, кассира и забрал деньги А как вы поняли, что это он? Ну, этот осведомитель до сих пор Поставляет информацию Басову И после того, как майор Дергач привел стукача в отдел Босс сам вышел на меня Ну и где же нам искать этого Вездесущего стукача? Интересно Чай будешь? Нет, спасибо Хороший, горный, алтайский Да Да чего вы меня опять дергаете, начальник? Я же вам сказал, я от дела дошел Спокойно на фабрике мебель точаю А где киллер, который убил оперов и кассира? Ты не знаешь? Какой киллер? О чем вы, гражданочка? Да так, ни о чем Я, наверное, тогда сейчас позвоню боссу и Акуле И пока они едут сюда, мы подождем, а тебя после отпустим Давай Я думаю, что они будут очень рады встрече с тобой Не надо никому звонить А то один садист, а другой мазохист Да Я вообще лучше в тюрьме посижу Семья целее будет Короче Где киллера бабло? Говори На даче В Шапитовке Крайний дом возле леса Так, группу захвата туда Есть, товарищ Герал Давай, на выход Стоять на месте ВЫСТРЕЛ 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 Готов Готов Нашел Деньги Твою мать Теперь считай их, припонятых ВЫСТРЕЛ 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 Чтобы она на меня работала Нет Я заплачу любые деньги Не получится, Мус Она же святая За идею работает Ну ничего Значит мы к этому вопросу подойдем Немножко с другой стороны Втянешь ее дочь в криминал Ну а потом будем шантажировать мамашу А так будет тебя вдвоем поважать? Лен, он у тебя сейчас с Басов выходил Тебе нужно как-то хранять Я подготовлен лучше Могу один похоронить Чего это ты лучше-то? Так все, хватит В следующий раз я иду ужинать с Басовым И чтоб вы понимали Что ужин не повод для постели А у меня в мыслях не было Но у меня было Там во дворе А вы не подскажете, как пройти на улицу строителей? Не знаю И давно уже пора Тарас, ну какой пора? Рано, слышишь? Рано Тем более за него Том, есть что-то выпить? Я сейчас с ума сойду просто О, а вот это я всегда за А тебе лишь бы накатить О, что-то опять случилось? Раз Альберт прискакал Вика замуж выходит Как? Обыкновенно, взрослая же Подождите, может у нее очередной бзик И она внимание привлекает? А кто ее поймет? Ну, она хоть за Юру выходит Не знаю Хорошо, с ней вечером поговорю Да, слушаю Да, спускаюсь Все, я на службе до вечера Приятного Спасибо И всегда спокойно, как удав Да точно Так ничего же еще не случилось Кусачик, нам бы по стаканчику Котик, потерпите до вечера Тома Разговор окончен Да, Девятаева Светлана Афанасьевна Нужно пробить место работы Да, я подожду Все Обошел квартиры Те, кто открыли Никто убийства не видел И не знаю, кто такая Девятаева Да, странная мокруха На маньяка не похожа Может, просто хулиганство? Следователь Федоришина Да, поняла, спасибо Справочные сказали, что Девятаева работала Кассиром в обменнике Улица Новая, дом 13 Так это в 100 метрах отсюда Точно Можно пройти тем же маршрутом Которым потерпевшая пришла сюда Семенович Отдой к обменнику Возле Вазаричка, знаешь? А вы? А мы пешком пойдем Пошли Обед должен уже закончиться Проходите Добрый день Старший следователь Федоришина Девятаева Светлана Афанасьевна У вас работает? Старший кассир У нас Только она еще с обеда не вернулась А телефон ее здесь Дело в том, что ее убили В соседнем дворе Как убили? Ножом Господи Так, нам нужны записи С камер видеонаблюдения Чтобы видеть, как она ушла Так мы доступа к ним не имеем Все транслируется На главный офис А можно адресочек? Чей? Ваш Главного офиса А Десятинная, тринадцать И телефон Девятаевой Принесите, пожалуйста Он может пригодиться Петь Ага Иди на улицу Осмотрись там На наличие камер видеонаблюдения И обрати внимание На припаркованные машины Там могут быть видеорегистраторы Есть Так, ну вот в контактах Есть телефон ее мужа Вызови его в отдел Вы уверены, что это ее убили? К сожалению, да К сожалению, да Да как же так Я даже не знаю, как дочке сказать Ей же всего 12 лет Я еще раз приношу свои соболезнования Пожалуйста, ответьте еще на один вопрос Утром, когда ваша жена собиралась на работу Она вела себя как обычно? Да Вы сейчас про Светов В прошедшем времени сказали Я только сейчас понял Что ее больше нет Тоже мог женщину убить Уже ли есть такие звери? Слуги! Пожалуйста, успокойтесь Спасибо Ну, я считаю, что уже время предъявить обвинение Согласен Да Разрешите? Чего опаздываем? Пробитые Так, я задание старшего следователя выполнил И вот видео, запись Надеюсь, порнушка там? Нет, там Запись Видеонаблюдение Напротив обменника Елена Васильевна уже его посмотрела Я ей на телефон отправил А где, кстати, сама Федоришина? Она мужа убитой кассирша опрашивает Так что там на запись? Там получается, что кассир сама вынесла И просто отдала деньги Прохожему А потом ушла в ближайший двор И там ее и зарезали Да? И сколько денег отдала? Младший кассир не имеет доступа к кассе Поэтому надо ждать, когда ревизию произведут Извините, я там Я в курсе А мы как раз убийство кассира обсуждаем Присаживайся Спасибо А может, кассир была в сговоре? И подельник ее убил? Нет, нет, нет Если бы она хотела присвоить деньги Ей не нужен был бы подельник На записях, которые достал Петя Есть даты и время И получается, что последний входящий На телефон кассира Был сделан меньше, чем за минуту До того, как она отдала деньги Все, пробейте абонента и срочно к нему Я суток У меня там свадьба намечается Ты чего? Да не у меня дочка Дочка опять чудит Ну, раз так Следователь Федоришин свободен до послезавтра Этим делом займется Я не могу, у меня пять дел в разработке А у меня три Я завтра на суд должен явиться, как свидетель Следователь Родзянко займется этим делом А поскольку он у нас, мягко говоря, неопытный Оперативный Дергач ему поможет в этом Есть Спасибо, товарищ полковник Я вас не подведу Все, в атаку Вычисляете, кто кассиру звонил? Ну, что там? Ну, погоди Не так быстро Входящий номер принадлежит Горюнова Илье Валерьевич Вот и адрес Отлично Ну, теперь я как следователь командую А ты должен выполнять мои приказы Как опера Но только если они не будут противоречить моим моральным принципам Погнали на адрес Есть, гражданин начальник Как вы венчаться будете? В смысле? Ну, что в смысле? Он еврей, а ты христианка Хватит У нас светское общество Мы просто распишемся и все Мы с тобой не светские, понял? Вика, это правда? Добрый вечер, Елена Васильевна Я была молодая, мне нужны были деньги Я серьезно Ну, такие они серьезно, Лен Нет, я против Сначала нужно образование получить Одно другому не мешает Все, пошли Сейчас не каменный век Нам не нужно благословения, а родителей Вика, мы не договорили А я договорила Вика Видимо, я совсем не потерпешь, если за еврея собралась Ну, хоть не негр, да, Коть? Подождите, я думала, что она шутит Ой, как время летит А вы как думали? Она всю жизнь маленькая будет, а? Кстати, вы себя вспомните Вы сколько замуж выскочили, а? Тогда было другое время Спасибо за субтитры Алексею Дубу Спасибо за субтитры Алексею Дубу Эй Да Все нормально, бухой Вставай Что, это кукла, что ли? Да нет, походу, это он куклой испачкался Какой куклой? Ну, в банках, когда деньги упаковывают Пачку такую закладывают И когда открываешь, она типа взрывается И все, краской забрызгивает Что делать? Есть салфетка? Да бесполезно Теперь неделю не отмоешь Офигеть Ладно Так, ну, что тут? Ну, видимо Он забрал сумку Кассирша ее сбросил Да? Похоже на то Э, вставай Он когда очнется, скажи, что ты его пытал А, точно Нам нужно уже выйти отсюда, как будто нас не было И вернуться с понятыми Чтоб все по правилам там обыскать Знаешь, как ты руку свою никому не показывай, а то соучастником пойдешь Спасибо На здоровье О, с утра бухаешь? А это и от нервов И вообще-то мне больше не жена Хочу и пью Э, это не тебе Зайчик, что у меня? Зайчик А вам хорош лаяться Вы лучше думайте, что с малой делать А если я вам скажу Как расстроить их свадьбу? Дашь? Дам И еще куплю Ну? Вы же полицейский Вот и докажите Викусе Что ее жених законченный извращенец Я вот пробивал по базе, он чистый Мне рассказывать мусорам Как дела фабрикуются? Не-не-не, Тарас Так нельзя По-моему, идеи хорошие Не, ну, если мы больше ничего не можем придумать Можно попробовать Конечно, можно Субтитры сделал DimaTorzok Товарищ подволковник, мне сегодня в суд надо ехать Я помню, пешком найдешь Так Иди, иди Есть Доброта Давайте быстрее заходить Ну что, давайте-ка для начала послушаем надежду земли нашей круглой Он мне уже по телефону доложил, что мокруху раскрыл Мне просто интересно, как Я пробил данные того, кто звонил за минуту до передачи денег старшей кассиру Девятаевой И мы с Дергачем выехали в адрес И при понятых, естественно, обнаружили там гражданина Горюнова Состояние алкогольного опьянения, несовместимым с сознанием Ну, как завернул Ну Так вот, ну, Горюнов был испачкан несмываемой банковской краской из куклы Также обнаружили 8 тысяч долларов Из обменника Это мы установили по номерам из купера И вот еще В сумке Парик Очки И усвели Вот Деньги А где алкаш-то? Так, в камере Отсыпается Я хотел его потом допросить Молоток А сколько всего денег из обменника пропало? Согласно проведенной ревизии 147 тысяч долларов Но при обыске в квартире Горюнова мы их не обнаружили Угу Ясно Да, ну, главное, что мокрушника задержали Согласен, ну что Давайте-ка все вместе поздравим Родзянка с первым раскрытием Самостоятельным Держи С каких-то пор ты стал левшой-то Да я просто случайно в банковской краске испачкал руку Молодец, хорошая отмазка Ладно, Прохорщиков, что у нас там по коммерческому офису? Пока глухо А у меня есть идея по этому поводу Я слушаю Да, пусть войдет Там уж убитый кассирша приехал Здравствуйте Здравствуйте У меня дочь пропала И Сотова ее не отвечает А когда пропала? Еще вчера Она из школы не пришла Она раньше никогда не сбегала Она послушна у меня Ей всего 12 А почему только сегодня пришли? Да, понимаете Я вчера после опознания в морге напился с горя А когда домой приехал, мама сказала, что Полины нет Она думала, что она со мной Так, Дергач Роденко, займитесь Да, хорошо Пойдемте в кабинет Я уже всех подруг обошел по соседству Даже в школу к ней собирался, когда занятия начнутся Ну, пишите заявление, указывайте свой номер, ее номер и номер школы Хорошо, а где писать? Вот, в свободной форме Ну что, бери санкции для сотовых операторов Надо заполинговать телефон девочке Я пока ее в школу сгоню Да, я как раз это и хотел приказать Если засеку, то и мобиль не сразу звони Господи, за что ж мне все это крепить ради дочки? Что-то в этом деле не чисто А может, девочку избивали? Может Поэтому давай, дуй, да прости ее бабушку и соседей А я в школу Ага Так, Горенов Все улики против тебя есть Так что, если хочешь по-хорошему срок себе скостить Давай-ка пиши явку с повинной Да не помню я ничего Ну, только не надо мне тут на амнезию косить Сумасшедших убийств-то не отпускают А держат в тюремной психушке Да не херозья меня похмелит И не ори ты, как гугл Как макита раскалывается Ладно Не хочешь, значит, по-хорошему Ну и что? Будет только хуже Вставай Я хотел бы побеседовать с подругами Полины Девятаевой Да, конечно Ужас какой Представляю, каково ее отцу Одну минуточку Здравствуйте Здравствуйте Это лучшие подруги Нина и Света Проходи, девчонки Присаживайтесь Скажите, а вы не знаете, где сейчас Полина Девятаева? Не знаю А какой дорогой она из школы ходит? Через парк Мы с ней вместе ходим А вчера вы тоже вместе домой шли? Нет Я вчера у врача была А сколько вчера уроков было? Пять А во сколько пятый урок заканчивается? Четырнадцать десять То есть вы не знаете, где сейчас Полина Хорошо Не буду вас больше задерживать Вам, наверное, на урок надо Спасибо Во сколько заканчивается пятый урок? Четырнадцать десять Спасибо Витя, шапку нацепи Да нет, те Девятаевы хорошие Дружные такие Так что плохого не скажу Шапку нацепи, я сказала А то сейчас дяде полицейскому пожалуюсь Он тебя заарестует Он тебя заарестует Ну, что мне с ним делать, а? Ведь заболеет же А он читать умеет? Конечно, он нас умный Ну, у меня есть одно средство Какое? А вы ему на лбу неприличное слово напишите Уж какую ерунду ты несешь? Ну, действительно Такой молодой, а уже дурак Да это шутка И вы ему шапку не одеваете Он же в спать Ладно, спасибо За информацию До свидания Точно пишут В полиции одни только полудурки остались Ой, не говори Витя, шапку надень, я сказала Да Да вот как раз иду по маршруту девочки Которому она из школы ходит Сотовый оператор как раз засекает телефон в парке Аппарат работает, сигнал подает Ну, тогда набираю ее номер Буду слушать Вдруг по звуку найду Все, понял Давай Ладно, нахрен Ладно, нахрен Да, есть, нашел Потом подвезу Сейчас буду ждать ППСК Да потому что надо здесь все прочесать Вдруг ее убили и спрятали где-нибудь Да, все На связи Да Разрешите? Излагай Нашли телефон в парке Полины Девятаевой А ее само не нашли Ну так ищите Да, конечно, будем искать Слушайте, я тут подумал А что если этого алкаша Горюнова подставили? А исчезновение девочки связано с убийством матери И пропажей денег из обменника Ну, мне так кажется Сосунь свое, кажется, знаешь куда Потому что нам тут глухари не нужны И, короче, расклад такой Против этого Горюнова очень много улик Поэтому убийца кассира Ее побег из дома Выведи в отдельное производство Просто объяви в розыск И не спорь Если не хочешь вернуться в архивные дела Все, давай В атаку Я понял Скажешь, Воробью Если еще раз Сюда животину привезет Я ее лично застрелю Кстати, где он? Так, в суд же поехал Ясно А что наш этот Начальник большой сказал? Сказал, убийца назначить алкаша А девочку Подать в розыск Ну, я же тебе говорил Что всем этим и кончится Ты что, больше всех надо? Мокруху раскрыл, все Дальше выполняй приказ на начальство Свободен Ну да, ты прав Больше не дам Самому жрать нечего Воробьев, я тебя прибью Работает человек Хватит Да нет, нет ее здесь Все равно надо кинолога с собакой вызывать Короче, Петро Поезжай к отцу девочки Возьми какую-нибудь ее вещь Из одежды Так уже сутки прошли Собака, а след не возьмет Здесь в парке, может, и возьмет Давай Ладно Только быстро Я не понимаю, зачем это Вике надо Но ведь она же его не любит И правильно Еще забеременеет Потом разведется Будет одна нянчить ребенка Загубит себе жизнь Не каркай Я открою Интересно, кого там принесло Сейчас узнаем Лен, к тебе Извините за вторжение Елена Васильевна, можно поговорить с вами? Ну, хорошо Коль надо, поговорим На кухню пойдем Ты чай будешь? Нет, спасибо Не будешь? Ну, рассказывай Что случилось? Елена Васильевна Подполковник Горлицкий Сказал назначить Крайнем алкаша Ну, нашли все улики Что он убил И ограбил Девятаеву Кассиршу Ну, мне кажется Что нужно Немножко глубже Копнуть Потому что пропала Дочка Девятаевой Ей всего 12 лет Вдруг ее похитили Я думаю, что не просто так Вить, ну я так не могу Разобраться сходу-то Мне нужно уголовное дело Там же, сам говоришь Улики и прочее Ну, я знаю, что вы так скажете Я, да, я это Я принес Уголовное дело? Да То есть ты Ослушался приказа Кагарлицкого И пошел на должностное Нарушение, да? И таскался с делом По всему городу Молодец Ну, ребенок же пропал Ну, это понятно Давай садись Мы будем разбираться Опять мяса Нихрена нет Ну, скажи Зачем мы служим Если даже себе обед Нормальный позволить Не можем Не в нормальном обеде Счастье А в чем? Как добиться В жизни успеха? Я серьезно Серьезно? Ну, если серьезно, Петро То секрет жизни Но успеха Это честность и порядочность А я не знал, что ты идеалист Я реалист Если бы у нас так было То Общество было бы здорово Да Нет, девочку не нашли Да мы перекусить отошли Да вы уже весь день Где-то шляетесь Ну-ка быстро в отдел Дань Я уверена, что Гурюнова подставили Да хватит меня стучать А вообще, следитель Федоришин Раз сегодня выходная Покиньте кабинет А, ну раз я сегодня выходная То могу не соблюдать субординацию Миш, ты что, охренел, что ли? Ты про ребенка забыл Тебе лишь бы дело закрыть И перед начальством отчитаться Ты что себе позволяешь-то? А ты давай это прекращай Иначе я уволюсь, ясно? Вот вы все бабы одинаковые Чуть что, сразу шантаж А ты мне еще попляшешь А я-то что, я хотел как лучше Ну, хоть какие-то предпосылки Есть к расследованию? А для чего я здесь, по-твоему? Я вообще думал, чтобы меня увидеть Давай зови эксперта Вот вечно ты так Я уже и переду право отчитался Так что себе Не какой-то там поход в ресторан А целая поездка на дачу Миш, у меня сейчас голова вообще кругом идет У меня там Вика чудит Замуж собралась Да уж Что, без меня прям никак? Привет Привет, Маш Что там с анализом крови Горюнова? А, ну у него в крови, помимо алкоголя, еще снотворное обнаружили Значит, все сходится Что сходится? В обменнике не всегда бывает сумма в 150 тысяч долларов Ее нужно предварительно заказывать Думаешь, навели свои же? Думаю, охранник Ну, тогда его, значит, подставили и поели Похитили дочку-кассирши Позвонили ей и сообщили С телефона Горюнова Она взяла и вынесла деньги на улицу И отдала их похитителю То есть девочку все-таки похитили? И убили, когда деньгами завладели Не факт, но вероятно То есть, если просто позвонили кассиру И сообщили по телефону про хищение Вряд ли она могла бы поверить словам И вынести деньги на улицу Ну, и на ее телефон был только один звонок от Горюнова Да, и никаких сообщений там не приходило с фото похищенной дочки Вызывали? Нет, но заходите Так, а зачем вы тогда обед прервали? Так, ну все, не гунди, а? У нас есть санкции, поедем в обменник Хочу посмотреть записи с камеры Так это, сервер с записями находится в центральном офисе Давай опять, значит Дуй в центральный офис Смотри записи, нас интересует До обеда кто-нибудь подходил к кассирше Показывал ей фото похищенной дочке Давай Есть Лена, ты что сама-то не поедешь? А я поеду прессовать кое-кого Ну, если прессовать, то я помогу Хорошо И я Ну, давайте А вы ждите нашего звонка Ну, я свободна, да? Угу Потом анекдот такой расскажу классный Вообще Сумерски просто Да? Да Ну ладно Хорошо, а что там по делу с полуметодорами? Мы так торвали все Да? Да Так куда едем? Погоди, Семенович Елена Васильевна, вы уверены, что девочку убили? Не уверена Скорее всего Если в похитители деньги получили, а девчонку не вернули Петь Если на записях ничего интересного нет Езжай сразу к дому Горюнова Там камеры поищи Может выясним, кто его домой доставил Понял Семенович А подбросьте два квартала Я там через дворы быстрее буду Поехали, Семенович А ты вообще заметил, как из меня Федориш на веревке бьет? А вы Меня соблазните? Что? Вот зачем? Ну как, это чтобы был повод для ревности Ты тоже скажешь Она что-то мужа из-за измены бросила Ну так то муж, а вам можно Ну так что? Согрешим? М? В атаку? Казмин, ты что? Да я пошутила Шуточки у тебя Есть у вас такая связь? Здравствуйте, Семенович Здравствуйте 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 Снова к нам? Да Выйдите, пожалуйста Что значит выйдете? Я еще не закончил Вам же сказали Покиньте, пожалуйста, помещение Девушки, а вы будьте добры Выйдите в зону Хорошо Нам известно, что один из вас Наводчик Чистосердечное признание Смягчит вину Ах вы ж падлы Стоять, руки Зачем? Витек Ну, его же допросить надо было Ты ему шею сломал То я на автомате Он пистолет достал Ладно, молодец Дай мне его сотвой Ну, вот Преступник Из-за которого Убили вашу коллегу И похитили ее дочку Хотя вряд ли он своим подельником Звонил со своего номера Да, Петь Слушаю Елена Васильевна Я просмотрел запись Внутри обменника Хотите подъехать посмотреть? Некогда смотреть Ты точное время Когда клиент был в обменнике Запомнил? В общем В 13.32 К окошку кассиршу Подошел клиент Он показал Экран телефона Но Лица не было видно Я сделаю копию записи Позже можно будет увеличить Нет, нам помогать не нужно В отдел езжей Вчера в 13.32 Здесь был преступник Он попал под камеры Видеонаблюдения Но, к сожалению, лица не видно Мы в тупике Елена Васильевна Можете выйти на улицу с девушками Его сознание приведу Поговорю Попробуй Девушки, пойдемте со мной Будьте так добры А разве не нужно Скорую вызвать? Я сам врач Ладно Ты хоть понимаешь Что эти бабы свидетели Если он на твое вмешательство Поморет Ты сядешь Понимаю Если хочешь, может уже идти Сейчас Давай Тихо 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 Где твой подельник, девочка? Да пошел ты, мусор Чтобы я себе срок наболтал Подельников сдавай Ты это зря Тебе как наводчику много не дадут А вот я могу тебе жизнь подпортить Я бывший борец И сейчас легко сломаю тебе шею Жить ты, конечно, будешь А вот двигаться вряд ли Тихо Тихо Я Тормози, скажу Короче Он у меня в телефоне Записан как Людочка Ну а где он Я не знаю Ну ладно Смотри, если соврал Я тебя в любом месте достану Понял? Да понял Пусти Ладно, давай скорую вызову И в больничку его Тихо Тихо Лежи Тихо Лежи У наводчика в телефоне Контакт Леночка Так он записал подельника Я думаю аппарат включен Поняла Девушки, вы свободны можете идти к тебе Спасибо Спасибо вам До свидания До свидания Алло Миша, слушай Я тебе смс-кой Номер телефона Убийца-кассира скинула Пробей Где его сотовый Нет Группу захвата вызывать не надо Там может быть девочка Попробуем сами справиться Да, жду Думаете, она жива? Надеюсь Он же ее мамку запросто зарезал Мог и девочку того Да не каркай, Семенович О, уши В общем, сотовый принадлежит Елисееву Олегу Петровичу Проживает по адресу Мира 5 Сигнал идет оттуда же Это частный сектор здесь недалеко Поедем туда Лена, я запрещаю, дождитесь нас Да, поняла тебе, отбой Срочно вызывай группу захвата И живо за мной Понял Что делать будем? Сориентируемся на месте Поехали, Семенович Понял Пятый дом Это там Возможно, преступников в доме нет Но, может быть, они и там Поэтому в дверь всем Суаться нельзя А что делать будем? Ты пойдешь с другой стороны дома Я возьму на себя хозяина Скажу, письмо с почты принесла Ага Но на женщину у него подозрения Не должно возникнуть Ну, а дальше вы вырваетесь Отличный план Только он мне нужен В сознании Чтоб рассказал, что с ребенком Да без проблем Я табельное не взял У меня есть ствол Давай Ладно Семенович, ты меня прикрываешь Сбух Кто там? Вам письмо с почты Что за письмо-то? Руки Сюхер Семенович, наручите А я в дом Просила же, чтоб он сознанием не был Стой Стоять! Стоять! Опять-то свидетеля вырубил Вы как? Похоже, руку сломал Семенович, жив? Все остынаться на месте! Свои! Ты прямо, ты наех! Миша, здорово! Лена, нельзя же так Ты как? Мне кажется Саша, сбегай за аптечкой Сейчас Витя, где девочка? Не знаю Ты Полина Девятая? Да Чисто Пожалуйста Отвезите меня домой Поехали Что-то я хватку потерял Да раньше б я этого макушника Видать, на пенсию пора Ну ты че, Семенович Ты у нас все уго-го Мам, ну ты совсем с ума сошла? Алинка, ты вообще? Я с Викой согласен Нам ваш эксперт все рассказала Угу Она сильно преувеличила Угу, конечно Здорово Правильно вы ее ругаете Он же в одиночку Убийц бросается А значит мы Срантьянка Уже не в счет Хватит тебя ворчать Мы с тобой дома поговорим О Здрасте Ну ты как? Мама, это кто? Это нормально? А это наш герой Вот, Витя Витя Немедленно вернитесь На перевязку Вас потом отведут в палату Ты и так пойдет Ладно, я это Пошел Давай А давайте я вам помогу Давайте Вот и хорошо Обалдеть Мы тут сидим, переживаем А он девок клеит Ладно Ты выражение выбирай Когда про мою дочь говоришь Да да Извини в обиду Я не про твою дочь Я еще про родзянку Я думаю, свадьбы не будет По крайней мере с Юрой Да это качок Вдвое старше вики Да куда ты Всего на шесть лет А главное, он парень Хороший Вот с этим я согласна Да Ну что, можем идти? Раз так все хорошо закончено Субтитры сделал DimaTorzok Привет 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 А ты откуда? Сверху А мам, папа твоя где? Не знаю Ну пойдем нафер Баба Баба Здесь? Эй, соседи Вы ребенка случайно не потеряли? А их нет Пойдем-ка мы с тобой Алло, Лена Срочно следственную группу ко мне домой Нет, не у меня случилось У соседей Давайте быстрее Ага Ну что, пойдешь ко мне в гости? Ну? Пойдем Я тогда в Гадзюдо выступал А нас мы правилом с самбо бороться заставили Ничего себе О, опять ты? Поговорить надо Вить Все нормально? Да, нормально Давай Пока Тебе, кажется, Юра зовут, да? Да Слушай, Юра, ну, что ты еще хочешь, а? Вика же тебе все сказала Да, на последнее-то слово будет за мной Ай Больно! Слушай, ты бы не рыпался Недавно по спортине тебя дуду А ты меня в одиночку Смело, конечно, но глупо Гад Ты мне руку чуть не сломал Давай, Вика сама решит, с чем она будет, ладно? Нет Решать будут мужчины Я все равно тебя убью, понял? Ты только при свидетелях И когда я при исполнении буду, не нападай, ладно? А то тебя посадят, а Вика подумает, что я специально Пошел ты ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так Привет 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 А что случилось-то? Короче, приезжаю с работы, а тут соседский ребенок бегает Понес его к родителям, захожу, там все в кровище и нет никого А ребенок где сейчас? Сейчас Ждите здесь, извините, у меня умор Что-то у нас странный такой, неизведь даже Чем-то расстроен явно Привет Держи Аккуратно Адрес бабушки Давай Я поехал Так, ждите меня Угу Куда? Верх Да, так не слабо Ну, если эта кровь вылилась из двух человек, то вряд ли они выжили Блин, команда Ну, раз ты ППСК отпустил, будешь за опера Я там заметила видеокамеры Запроси запись и опроси консьержа Хорошо Да Так, помимо лузу крови на диване и на полу, также есть капли на стенах Что получается? Размахивали орудием преступления? Возможно, ножом? Да, а также есть следы волочения к дверям по коридору Возможно, здесь трупы упаковывали в какие-то плотные пакеты Да, Миш Да, сейчас буду Маш, заканчивай здесь, я к начальнику спущусь Окей Угу Здрасте Привет, Лен Угу Палыш, перемотай меня Я бы на это и внимания не обратил Ну, мало ли, что несут Слушай, Палыш, ничего, на пожарной лестнице камеры нет, что ли? Так она почти все время закрыта А почему такое качество плохое? Действительно, такие деньжищи платим Виноват Ну, это не ко мне Да это не к вам претензии-то, я в целом Миш, нужно жильцов опросить Может, что-то кто-то видел Я эксперта на стоянку пошлю Сама найду понятых и проведу обыск в квартире Только жильцы здесь все на понтах Их не то, что понятые Разговаривать сложно Ну, ты постарайся Тебя здесь все знают Толку-то Я навел справки Мама мальчика Алена Сергеевна Меркушина безработная Ну, домохозяйка А папа Владислав Алексеевич Меркушин Бизнесмен В фирме Галлафарм Да ты что Молодец Только ты зря старался Я это выяснил, еще когда бабушку искал Камеры записи в вашем подъезде очень плохие Трудно что-либо разобрать Нельзя утверждать, что тащили именно тела Ну, что же они еще тащили? Не ковры же Маш, может ты что-то умное скажешь? Естественно Значит, молекулярно-генетическая экспертиза установила Что найденная кровь в квартире Меркушиных Принадлежит двум лицам Мужского и женского пола Образцы сравнили с ДНК родственников В частности, это с мамой, пропавшей Меркушиной И с ДНК мальчика Сравнительный анализ показал Что кровь в квартире принадлежит семье Меркушиных У меня там кровище было на полу дивана Не менее трех литров Я могу предположить, что в машину тащили уже Мертвые тела этих семей Меркушиных Ну, пока мы не найдем тела Ничего утверждать нельзя Лена Сказал, что я могу предположить Я утром опросил соседей Никто ничего не слышал Все было тихо и спокойно И семья, кстати, говорила Меркушиных была благополучной Странное дело Гениальное наблюдение Ну, что ты сидишь-то, Лен? А что? Командуй! Хорошо, тогда сделаем так Дергач поедет в фирму, где работал глава семейства Папэску допрашивает родственников и знакомых Меркушиных Я опрошу бабушку Я поехал Давай Я слушаю Так, понятно Пусть сидит, там ждет В лесу обнаружили марку такой же машины, как у Владислава Меркушина Тогда мы поедем туда Давай, Маша, Петя, со мной Вперед Меркушина Приятных Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только если он не палит, а я после проверю, деньги вернешь Да не вопрос Слушай, а я спросить хотел А зачем тебе пушка? Да одного года хочу убрать Или измениться Пока не решил Ты только запомни Если тебя вдруг примут Ты меня не знаешь Понял? Будь Я, значит, обход совершил Когда гляжу, машина стоит Ну, я, значит, подошел, никого Покричал немного Походил кругом Не душ Ну, вот тогда я и позвонил Куда следует Маш, ну что там? Так, ну, с автомобиля сняты номера И купили бы опознавательные знаки Внутри машина вычищена до блеска Кстати, нет резиновых ковриков Также нет ни ключей, ни документов Ни телефона, ничего нет И странно, что она открыта стоит Просвети еще на кровь Возможно, два тела закопали поблизости И он как Ну, раз такое дело Тогда я похожу вокруг Ну, поищу свежий земляный куб Да И в овраги загляну Хорошо, давайте А мы потом кинолога с собакой пришлем Ну, тогда я не прощаюсь Спасибо Ну, в общем Те, кто приехали сюда на этой машине Явно ушли отсюда пешком Они уехали на другой тачке Только их следы Точно на шоссе оборвутся Значит так, в багажнике на сиденье Обнаружены микробрызги крови Так что хорошо бы эта машина к нам пригнать Чтобы я смогла сделать сравнительный анализ Кровь ли это меркушина Так его оплату Хрен объяснишь, как сюда Добраться А если ты объяснишь Мы же его до вечера ждать будем Ну, а что делать? Как что делать? Что делать? А он, пусть Петя Сядет за руль этой машины А я его билоксировать буду Он, конечно, прекрасный Но как мы это без ключей сделаем? Вот ты, Валенок Есть один старый Дедовский Ментовский метод Я сейчас покажу А ты давай дуй Покажи, Завел Трос Сейчас Ну, а если дедовский, то хорошо Профи? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Директор их сейчас под следствием А сам Владислав Меркушин Проходит основное свидетельство По его уголовному делу А где этот директор фирмы-то? Михайловский, его фамилия Он под подпиской не вывезди Скорее всего дома Он предоставил справки о плохом здоровье Ну и дело не макруха Вот и вы решили, пока его До суда не закрывать Так, звони, давай, это Федоришина Пускай он сразу из леса едет к этому Михайловскому И это... Ищите улики, чтобы раскололся Наверняка он семью Меркушиных убил Есть А ты давай готовь сразу копию Уголовного дела на этого Михайловского Я санкции подпишу Сделаю Так что, думаешь, Федори и Меркуши намочканули? Не уходит так Гарство Значит, в суде его показания не примут Росуных сам не озвучит Слушай, кому сейчас легко? Ладно, будь Да, слушаю Ну, пускай проходит Здравствуйте Я Заславская Бабушка, Вадика Мы с вами беседовали по телефону Да, 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 мне дежурный уже доложил Что же вы сами-то, может, к вам прислали следователя Ничего, ничего С Вадиком подруга сидит А я пришла узнать Как вы ищете дочку мою взять Да, вот вы по телефону просили Это список наших знакомых Вы еще говорили родственников Но, к сожалению, у нас их нет Спасибо Поверьте, этим делом занимаются наши лучшие силы А как там мальчик, кстати, Ваде, кажется? Вспоминает, что он недосмотрел у вас мультики Ну и спрашивает про маму Про маму Вот, попейте Спасибо Спасибо Я украшу вас, пожалуйста Ищите Умоляю Поверьте, приложим все усилия Простите, простите Да ничего Всего хорошего До свидания СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СТЕКЛУЙСКИ СТЕКЛУЙСКИ МЕХАЕТСЯ СТЕКЛУЙСКИ 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 А это что, хозяин, что ли? Здрасте. Пока вас ждал, решил его зафиксировать, чтобы глупости не наделал. Да? Вот его, аусвайс. Петь, сгоняй за понятыми. Вот опять самая сложная работа у меня. Где я их здесь найду? Давай, давай уже. Семенович, идем, поможешь. Ну что, гражданин Михайловский, сейчас в вашем доме будет произведен обыск. И прежде, чем мы начнем, я предлагаю вам добровольно сдать орудие преступления. Какое еще орудие? Какого преступления? Например, нож, которым вы зарезали семью Меркушиных. Да. Да вы что? Да я же никого не убивал, неужели непонятно? Это... Это что-то плохо. Сердце. Ой, ладно, прекрати. Сердце. Ну хватит. Заканчивай этот спектакль. Скорую. Вызывай скорую, чтоб потом к нам не было претензий. Какой шаман. На нам такое не потянуть. Тут вышивки на миллион. Всем привет. Привет. Бонжур. Поешь давай. Давай. Виколь, а не пора ли подумать о свадебном платье? Нет, не пора. Ты что, передумала? Нет, не передумала. Просто это пережитки прошлого. Мне еще фату предложите в знак моей непорочности. А что вы там плохого? А что хорошего? Просто выбрось денег. Если мы с Витей и поженимся, то просто сходим и распишемся в ЗАГСе. Это не комильфо без торжественной свадьбы. Зато сэкономим денег. И съедем нормально, отдохнем в какое-нибудь путешествие. Фу, какая ты прагматичная. Ну, какая есть. Уже не переделаешь. Спасибо всем. Маш, поторопись, пожалуйста. Буду стараться. Выходим. Извини, Миш. Проходи, что-то задремал. Я доложить хотела. Давай. При обыске в доме Михайловского обнаружили его охотничьи штаны и куртку с брызгами крови. Ждем экспертизу. Значит, если выяснится, что это кровь не животных, а супруга Меркушина, тут же предъявляю обвинение. Угу. А сам-то он что говорит? В отказ идет. Ну, жалуется на здоровье. Мы ему скорую вызывали. И что, врач сказал? Сказал, что здоровье не идеальное. Ну, ничего критического. Сейчас он в камере. Все, давай, кали его. Давай подождем. Там Дергач думает, как ему легче расколоть. Дергач думает. Да это целое событие просто. Угу. Здоров. Ты прямо гений маскировки. А что? Я так подхалтуриваю. Жить-то на что-то надо. Садись. Ну, поехали, шеф. Давай. Короче. Что? Что там? Дело такое. Надо срочно к одному перцу в камеру посесть. Он, походу, семейную пару заказал. Надо выяснить, кто исполнитель. А давай в понедельник. Я, это, посад выходным хорошо тут подхалтуриваю. Ты им борзел точно. Я же тебе говорю, срочно. В общем, ладно. Вот такое делаю. Попрошу у начальника премии. Все тебе отдам. Помогайте. Э, ты фильтруй там базар. Ну, давай свои инструкции, как правдоподобно в камеру попасть. Слова-то какие, я знаю. Правдоподобно. Тормози. Короче, паркуешь лимузин и через час погребай к нашему отделу. Так. Выпей немного, немного. Для запаха. Хорошо. Там будет стоять возле отдела наш оперативник. Попрошу его фамили. Не свидетель. Ну, дальше ему за трещину, он тебя в камеру закроет. А как это вы его жопойску узнают? Это твоих ментов видел? А вот по фамилии их не различают. Ну, во-первых, он там будет стоять и ждать. Так. А во-вторых, у него рожа самая тупорывая. Ну, если тупорывая. Ладно, помогу. Через час не опознаю. Хорошо. Так, ну все, свободен. Чего стоишь? Машка, может пирожок? Ну, если вас еще не уволили, то пожалуйста. Да не дождетесь. И что там? Ну, что? В целом нормально. Так вообще праздника хочется. Да я не об этом. Чего по делу, Меркушинов? Господи, у вас эти переходы не усыдишь. Вы только не заводитесь. В общем, на одежде Михайловского обнаружены микробрызги крови. И эта кровь принадлежит Меркушиным. Ну, все, попался, Патин. Лен, Маша установила, что кровь на одежде Михайловского принадлежит супругам Меркушиным. Давай, выдвигай обвинение. Миш, подожди. Я знаю такой тип обвиняемых. Он до конца будет молчать. Давай дождемся, пока Дергач вытащит из него имена исполнителей. Что, думаешь, у него были подельники? Ну, я уверена, что он один бы не справился. На камерах из твоего дома видно, что тела тащили двое. А судя по состоянию его здоровья, он не смог бы тягать трупы из дома на парковку подземную. Не твари вообще, конечно. Убить родителей, пока пацан в другой комнате спал. Согласна. Слушай, пойдем, аж в ресторан. Надоели эти перекусы. Миш, ну я ж на диете. А я нет. Поэтому целый час бы ты здесь застаршил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты что в мою машину трешься? Угнать хочешь? Никак нет. Я просто человека что-то. Вам чего? Ты что, начальник, не узнал, что ли? Чего я? Подожди, ты что? Не узнал меня! Товарищ подполковник, я вам все объясню! Майор, твои стукачи совсем, что ли, уже оборзели? Я ж вам все объясню. Товарищ подполковник, простите, это кто бы ему натурально в камеру подсесть? Он просто ошибся. Ты же сказал, будешь стоять тупорылый. Шало, говори! Шало, говори! Не будет результата, пеняйте на себя. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты что, совсем же не дебил? Значит, ты меня тупорылым описываешь? Вот только ты вот не начинай, а! Да сам ты дурак! Все, давай в камеру. Зашел. Стой! Привет, братве! Добрый день! Ты что? Козырный, что ли? Ты по какой статье заехал? Что, простите? Я говорю, по какой статье сидишь? А то, может, ты за малолетку, а я с тобой тут базарю. Представляете, я вот был под следствием захищения в особо крупных. А сейчас еще и за двойное убийство задержали. А? Как вам? Да ты что? А по виду не скажешь? Угу. Ну, лужуха тебя, братан, за такие тяжелые статьи. Да, ладно, спасибо. Хе-хе-хе. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Так, а что тут? Ну, что тут у нас? А у нас ананас. Это будет... Брашка. Сок. Не угадал. Жаль. Так. Я не понял. А чего они все покромсали, а? Оружие искали. Наркотики. Записочки. Всякие. Кстати, угощайтесь, угощайтесь. Не стесняйтесь. Спасибо, братан. О, с сигаретой. О, зачет. Угощайся, угощайся. Что тут у нас? Слушай, зачетный ты пассажир. Да уж. Только уведи себя поборзее. Статьи у тебя авторитетные. Спасибо. Так ты говоришь, двойную мокруху заделал? Да уж. Заделал. Держи. Ну, чего? Чай, не водка, не черкайся. ПЕСН würde DFMAN Чай, беспал. Ну и чай, видxic. Это ко успока пультфильма. зав belly 끌ать уроки рыбой TBD, голову пожилишаютoral. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь? Да. Мне бы игрушку. А на какой возраст? Да, откуда я знаю. То есть как? Мужчина так бы не конкретный подарок ищет, а чтобы любого ребёнка подманить? Вы телевизор поменьше смотрите. Извините, Кать, пойдём. Подманить. Катюков! Мне примерно вот такой вот возраст. Ну вот. А, нет, там мальчик. О, пацаны! А какая тут самая лучшая машина? Вот эта! Точно! Давайте вот эта вот. Всем привет. Привет, Сергеич. По делу? Да, мне бы Елену Васильевну Федоришину. Это не она? Очень смешно. Дальше по коридору и направо. Она в отдельном кабинете. Она же у нас сейчас большая шишка. Ну, потому что у нас начальникам... Слышь ты! Заткнись! Ты что, с ума сошёл? Я тебя предупреждал, чтоб ты язык за зубами держал. В следующий раз кину стулом, понял? Я тебя как кину сейчас. Да так тихо! Успокоились, сели. Да что, мужики, всё как дети-то. Раскомандовались тут. Весело тут у вас. Ну да, бывает. Ну да, бывает. Давай. Марчелло! Марчелло! Иди сюда! Марчелло! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Не убегай! Ай! Кота напугали! Козлы! Да. Добрый день, Елена Васильевна. Здравствуйте. А вы кто? Следователь Минаев. Веду дело Михайловского. Хищен. Ага. Просто подполковник Кагарлицкий подписал санкцию у прокурора. Я вам принес копию уголовного дела. Угу. Спасибо большое. А если в двух словах? Вы там ничего странного не заметили? Да нет. Обычная кража после выделения фирмы бюджетных денег на строительство объекта. Разве что у Михайловского собственности совсем никакой нет. Коттедж и тот арендован. Ну, это как раз нормально, когда глава фирмы планирует миллионные хищения. Присаживайтесь, поговорим. Там Михайловский в камере умер. Твою же мать! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это все бесполезно. Он умер. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что здесь было? Да ничего, он поднялся. За сердце схватил и упал. Я же ему говорил, он справки о плохом здоровье предоставил. Поэтому находился под подпиской. Она все не раскроет, мать Мокруй. Я его дело почти до суда довел. Все зря выходит. Он рассказал про подельника? Не успел. Сказал, что-то он убил. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я же тебе говорил, допрашиваю его, пока не поздно. Я не ожидала. Мы же ему скорую вызывали. Врач сказал, все нормально с ним. Да что они знают в этой скорой? Да. Ну что, узнал что-нибудь твой стукач? Не успел. Но Михайловский подтвердил, что заказал двойное убийство. Товарищ подполковник, я стукача выгоняю. Вы же не будете на него заявление подавать, что он вас в руку поднял? Ты мне еще раз напомнишь, я тебя лично уволю. Понял. Выгоняй его давай. Есть. Так мы не узнаем имена исполнителей. Лена, давай сделаем так. Оформим, что дело раскрыто. И организатором был Михайловский. А исполнитель не найден. И все, закрывай его. Из-за смерти обвиняй его. Хорошо, так и сделаю. А ты чего такой потерянный? Мальчик, это-то с головы не идет. Даже так? Давай прямо сейчас его навестим? Давай. Все равно его бабушку нужно допросить еще раз. Тут ты меня втравил. Перед начальством засветил. Еще закамерник скопытился. Это вообще плохая примета. Слушай, что там, Валя? Не до тебя сейчас. Ну и пойду. Иди-иди. Искать еще будешь. Что, в провожатые набиваешься? Ты особо не набивайся. Здесь есть кого провожать. Желаю удачи. Зачем ты так? Пусть смирится с поворожением. Ну вот это тоже не очень обольщайся. Да в смысле? В смысле? Довезешь и домой поедешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Надо ему, кстати, в нечередное звание присвоить. Чтобы побольше получал. Не-не-не-не. Пусть он сам заслужит. А то потом скажет, что я через тебя зятя продвигаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Молодой, кто узнает, где? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вот это надо обжарить сначала. Вика жареная не любит. Хорошо, давай, тогда через 40 минут. Пока. Куда ты на ночь глядя намылилась? Свете в кино. Он, между прочим, у мамы разрешение спросил. Какой шарман. Только тут три или. Или он действительно такой хороший, или он дурак старомодный, или строит из себя правильного. Ничего он не строит. Нет, ну вот можно с ней говорить? По-моему, переходной возраст затянулся. Да, вот во Франции переходной возраст. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Какой ты заботливый. Ребенку игрушку купил, не ожидал. Еще много обо мне не знаешь. Проходите, приходите, пожалуйста. Да мы ненадолго, извините, что мы без предупреждения. Вот, мальчику подарок привезли. А где мальчик-то? А он у родственников. Просто я со всеми этими хлопотами, ну, сами понимаете. Понятно. Вот возьмите, передайте ему, ладно? Да, да, спасибо. Спасибо вам. Ну, извините, всего хорошего. Прощайте. Но, судя по всему, ребенка в квартире никогда не было. Ни кроватки, ни игрушек, ни одежды, вообще ничего. И главное, что она нас не спросила. Нашли мы ее дочку и зять. Слушай, вообще-то да. И когда эту бабку пробивала, она вообще сказала, что у них никаких родственников нет. Я не понимаю, в таком случае куда она ребенка делала. Поехали в отдел. Маша сегодня дежурит. Ей. Может. Вик, выходи. Да, я уже вниз. Да, давай, жду. Вот. И вот такая вот работа мне по душе. Как только этот выжд, ну, хоть увольнись. Ну, вот. А я больше всего не люблю тебя. Писанину, знаешь, протоколы там. О. А вы чего вернулись? Маша, дежурный сказал, что Михайловскому в камеру принесли передачу. Давай, меднись, пробей паспортные данные, кто ее принес. Сейчас. Ну, так а к чему вы клоните? Скажи, а вот может такое быть? Например, Михайловский сердечник. Его сокамерник нет. Вот если они употребляли одинаковые продукты, накаченные медикаментами, один умер, другой жив. Такое может быть? Ну, конечно, может. Только этому сокамернику тоже хреново должно быть. Алло, Дергач. Давай пробей состояние здоровья своего стукача. Да тебе-то какая разница, что о нем заботишься. Просто пробей, и все, это приказ. Давай. В общем, к нему приходил Андреев Олег Анатольевич. Безработный. Ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за пьянство в общественных местах. О, тут продуктов на месячную зарплату. Ничего себе передачка. Давай, отправь наряд туда. Ну, слушаю. Ну, в общем, я позвонил своему, что хочу. У него давление сильное упало. Так что он даже скорую вызвал. Хотя раньше без здоровья никогда не жаловался. А что случилось? Позже объясню. Отбой. Так, ну, в целом я уловила вашу мысль. Значит, им обоим подсыпали лекарства, которые понижают давление. А для сердечника это фатально. Нужно в морг позвонить, сообщить, чтобы при вскрытии все подробно посмотрели. Да, и еще мне надо взять анализ крови у того стукача, которому плохо стало, и сравнить его с анализом трупа Михайловского. Ну, все, наряд выехал. Ну, я тогда домой не пойду, здесь дождусь результата. Я тоже. Чайно-то хоть угостите? Конечно. Ладно, пойду за конфетами сажусь. Так, а что произошло-то? Да, по ходу, подозреваемого в камеру труванули. Ага. Привет. Привет. Ты что, бегом бежал? Летел. Это потому что ты индюк. Юр, ты чего? Заткнись. Что, сдурелся? Заткнись, я сказал! Если выстрелит, беги, он все равно не успеет перезарядиться. Закрой рот! Он правильно подметил, не успею. Так что выбирайте, кто сдохнет. Уходи, урод. Уходи, и будешь жить! Слушай, ты меня достал. Витя. Стой. Витя. Не подходи, я выстрелю сейчас! Не подходи, я сказал! УДАР УДАР Все хорошо? Не заряжен, что ли? Дебил. Да я не... Да я и не хотел стрелять. Я просто думал, он испугается, убежит. Ты поймешь, что он трус. И вернешься. Посадить бы тебя лет на пять, придурок. Да не надо, его и так уже жизнь наказала мозгами. Пойдем к тебе. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Ты чего-то? ПЕСНЯ 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 А могли бы сейчас дома нашего ребенка делать? Я размечтался. СТУК Давай, заходи. Вон, вроде проспался. Не совсем. Начальник, мне бы хоть водички, а? Вот, спасибо. ПЕСНЯ 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 Начальник, а чего я вчера такого натворил, что вы меня в камеру закрыли? Ничего. Не поедешь сейчас домой опохмеляться, если скажешь, кому передачку приносил. Чего? Передачу кому приносил вчера? Передачу? Так я его не знаю совсем. Ко мне на улице мужик подкатил с сумкой. Говорит, братан, я паспорт дома забыл, а там на нарах братве греться надо. Но я ей передал за две бутылки. Как этот мужик выглядит? Молодой, солидный такой. Майор, принесите фотографию Меркушина. А чего этот ваш дежурный посылку спер, да? Угу. И за границей свалил. Вот говнюк мелочный. Смотри, этот мужик. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не-не-не, кто такой был? В общем, не он это, точно говорю, не он. Майор, пусть он свои показания запишет. А как я писать буду, если у меня руки как у чечеточника от мороженого трясутся? Я запишу с твоих слов, а ты подпишешь. Давай, на выход. Ух, ух, ух. И умаилась я в этом морге. Значит, в крови Михайловского и стукача обнаружен препарат, понижающий давление. Ну, для здорового нормального человека это не страшно. А вот для сердечника это кранты. Интересно. Ладно, там папа ска бабушку привел. Пойду, допрошу. Угу. Ну, так а я что, свободна? Да. А могли бы сейчас дома нашего ребенка делать. Проходите. Присаживайтесь. Я не понимаю, почему меня в такую рань привезли сюда? Ну, потому что нам известно, что ваш зять и дочь живы. И ваш внук с ними. Что вы такое несете? Мы их все равно найдем. Но сейчас от ваших слов будет зависеть, пойдете вы свидетелем или соучастником. А что за бред? Ваш зять убил человека, и он сядет точно. А вот ваша судьба, судьба вашей дочери сейчас в ваших руках. Если пойдете соучастниками, мальчик попадет в приют. А если свидетелями, ребенок останется с вами. Погодите. Вы сказали, убил? Он отравил человека, а прежде сделал его крайним. В хищении, которое сам же совершил. Вот подонок. Это же он нас всех подставил. Но вы обещали, что дочь не будет соучастницей. Я сдержу обещание, если она, конечно, не виновата. Конечно, не виновата. Это все он. Они на Гороховой десять. Квартира двадцать шесть. Рядом с моим домом. Вот это разумно. Вам придется остаться здесь, пока все не прояснится. Уйдемте, я провожу вас. Я их просила только стекло поменять. Они им начали рассказывать, что у меня якобы там вообще полтелефона переломалось. Я его уронила с небольшой высоты. Это не может быть. Ну, правда. Короче, лежит у меня теперь разобранный телефон. Потому что я им не верю. Ну, чего? Я сам почти люблю. Это дашь мил. Хорошо. Это... Вик, выходи за меня, а? Прикольно. Ну, а где там я тебя люблю и все такое? Ну, ты же знаешь, что я тебя люблю. Такая же фигня. Ну, хоть в чем-то ты у меня современный. Раз ты в выходной, тогда я прогуляю, а мы пойдем с тобой отметим это событие. Нет. Никаких прогулов. Давай, учиться надо. Потом отметим. Такой же ты у меня скушен. Давай, давай. Это здесь. Там дременька. Давай, может, я первый. Ты уж один раз был первый. Лен, будь здесь, пока не позову. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы же не дергались! Ну что, допрыгались к нему? Да вообще он тут утром! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лена, заходи! Выходите. Привет, малыш. Я не хотела. А мы мультики досмотрим? Конечно, обязательно досмотрим. А почему мой папа лежит? Петь, уведи машину. Пойдемте. Ну что, никто не хочет чистосердечный подписать и срок себе сократить? Да пошел ты в мусор! Я без адвоката вообще говорить не буду. А я все напишу. Вот этот вот все меня заставил, а тот падла платил. Заткнись, падла! Пасть закрой! Миш, давай вот этого на кухню. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Сиянь. СТУК В ДВЕРЬ Ну что, мы вас слушаем? Ну, короче, это они придумали фирму организовать и деньги украсть. А директор Михайловский? Так он, по сути, бомжом был, только с документами. Вот они на него фирму оформили, коттедж сняли и машину, а потом подряд строительный получили и решили его кинуть. Это вытащили якобы трупы, когда разыгрывали убийство? Да, но это Влад все придумал. Он о том, что полицейский внизу живет, тоже знал. Поэтому и ребенка выставил к его приходу. Там в квартире так много крови было. Так его жена медсестрой раньше работала. Но они постепенно с мужем кровь себе брали и в холодильник складывали. Сюда и много. Медсестрой, говорите? А это она подсказала, как сердечника Михайловского с помощью таблеток убить? Она. Она. Она и муж хотели вообще, чтобы все думали, что они покойники. А потом у тещи ребенка забрать и по липовым документам с украденными деньгами за бугор сварить. Ну, теперь ребенок придется с бабушкой пожить. Да, хорошо, что ты тогда ему игрушку подарил. Иначе не раскрыли бы дело. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что случилось? Что случилось? Скорую вызывай быстрее. АПЛОДИСМЕНТЫ О, Боже. А она права, ты совсем не знаешь, ведь? Да, притворяется он. Но не бывает таких хороших мужиков. Зачем ему притворяться? Я что, дочь миллионера? Нет, ты дочь милиционера. Во-первых, полицейского. Хорошо, полицейского. Даже двух. И он, может быть, зная, что его начальник неровно дышит к твоей маме, таким образом решил себе, ну, карьеру выстроить. Не думала ты об этом? Кстати, Ленка говорила, что он слабый следователь. И значит, никакого толку не будет. И значит, ему придется оставить профессию. Вот. И значит, после свадьбы он что, будет безработным? Он не слабый следователь. Просто ему не дают ходу. Вот я ему скажу, и он раскроет самое громкое дело. Вот увидите. Вот когда раскроет, тогда и поговорим. Господи, ну и характер. Учишь-учишь, одни двойки. Да, молодежь, да? Вот никогда не слушает умудреных опытов. Ах, если бы молодость знала, ах, если бы старость могла. О, да. Да. Ну, это понятно. А допросить ее можно? Ну, ясно. Угу. В общем, секундочку. У них есть камера, мне на телефон с кем-нибудь момент нападения. Хорошо. Тогда я через полчаса заеду к вам. Спасибо. Так, ну, мне здесь делать нечего, раз потерпевшую скоро отвезла. Ну, тогда нам всем здесь делать нечего. В общем, врач сказал, что операцию ей сейчас сделают. А завтра она будет подсильными и обезболивающими. Допросить ее не сможем. Но при ней был паспорт. Так что в больницу заехать все равно нужно. По коням. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лен, мне тут предложили карьеру в политике делать. В президента миссишь? Ну, нет. Потому что, как обычно, все занято. Вы депутаты для начала. Угу. Значит, придется в отставку идти? Ты будешь здесь за начальником? А, не-не-не. Мне хватает старшего следователя. А политика – дело лицемерное. Да ты к чему? Ну, не твое это, Миш. Ты мужик прямой, резкий. Зато там перспектив больше. А здесь я вряд ли до генерала дослужусь. Ну, делай, как хочешь. Зачем ты со мной советуешься? Ну, я вообще думал, что все решено, и мы с тобой будем вместе. Ну, я тебе да не говорила. Ну, ты мне и нет не сказала. Я сейчас, хватит меня держать в подвешенном состоянии. Миш, ну, не начинай, а? У меня три дела в производстве, которые твои следаки раскрыть не могут. Да что ты? Да. Ты кем-то себя вообще возомнила? Ты не подумал, как мы вообще тут до тебя работали? Какой же ты дурак, а? Когда тебя несет. И дед нас за запорожцами. Мэрс, подрезай. Это ты в кювет. Ну, дед выходит из машины и кричит. Сынки, сынки! Есть кто живой? Потом тишина. А дед и говорит. Ну, и слава богу. Это что, все, что ли? Да, смешно. Как-то так. Хорошо, да. Спасибо. Да. В общем, пострадавшая оказалась Лебедева Надежда Иннокентьевна. 23 года. Также является победительницей конкурса красоты в этом году. Жалко. Красивую девушку из него звали. А я про эти конкурсы много читала. Там все серьезно. В общем, у этих победительниц крупные контракты с рекламными агентствами. Но если они слетают, там, ну, косяки какие-то или по другим причинам, то корону достается вице-мисс. Ну, и все прочее. Ну, вот. Вот вам и первое подозреваемое. Ладно, завтра будем копать. Сегодня можно по домам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ генерал, напугали. Здравия желаю. Ты что тут, свет экономишь? Да нет, вообще-то домой собрался. Время уже. Успеешь. Я тут лично приехал, чтобы ты проникся. В общем, тут королеву красоты кислотой изуродовали. Я знаю. Этим делом занимаетесь лично следователь Прохорчаков. Отнеситесь к этому расследованию очень серьезно. Не буду говорить почему, но для меня это очень важно. Конечно, товарищ генерал, раз вы лично просите, я завтра же всем хвосты накручу. Вот так. Ладно, поехали. Доброе утро. Доброе утро. А, чего тебе в выходной не спится? Да по привычке встал. Телевизор, это что-то новенькое. Вас же днями дома нет? Вот я так развлекаюсь. Лучше сейчас на сварку смотреть, чем минуту в телевизор. Согласна. Микусь, ну что со свадьбой делаем? Не знаю. Я еще точно не решила пойду въездного. Очередной заскок. Вот можно это слушать? А после посещения мэром нового коровника надой и буренок увеличились на 18%. Да выключите вы этот бред уже, а. Ну что бред? Криминальные новости. Ну погоди. Криминальные новости. Вчера вечером возле ресторана «Парус» победительницы городского конкурса красоты плеснули кислотой в лицо. Сейчас она изуродована и находится в больнице. Не понимаю, зачем такое покажут прямо с утра? Люди завтракают. Изуродовать девушку еще хуже, чем ее убить. Что за урод вообще мог сделать? Привет, ну. Спасибо. Чем я его купила? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Израиль Филе! Наро, Семенович. Как сало? Как сало. Келограмм. Это ты зельстишь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, ну вот, гляньте, это вчерашняя потерпевшая. О, какая! Моя Вика симпатичная. В этом жюри одни из вашинцев. Ничего, по-моему, она так ничего была, конечно. Так, закончили порожняки гонять. Это дело уже получило большой общественный резонанс. Вчера даже генерал к нам приезжал, просил побыстрее преступника найти. Что там у нас? Ну, пока у нас только два подозреваемых. Первая – это жених, которого Лебедева бросила после победы в конкурсе. А вторая – гражданка Силкина, вице-мисс. После того, как Лебедеву облели кислотой, она вышла из конкурса, Силкина автоматически получила корону, а также все рекламные контракты. Ну, ее, по ходу, никто убивать, по-моему, не собирался. И даже если бы на нее напал ее бывший, она бы узнала, даже если бы он лицо обмотал и шар. Ну, он мог исполнителя надеть. Так, вот, допрощишь этого жениха и попробуй его расколоть. Только в рамках закона, естественно. Есть. Раховщиков, допрощишь эту вице-мисску. Всем остальным – землю, Рейд. Есть. Есть. Ну, все нормально, Аркадий Викторович. С нападением на Лебедеву вас не связали. Это хорошо. Но ты все равно продолжай держать руку на полице. Как скажете. Свободен. Хоть вы гуливаете без меня, а? Конечно, Аркадий Викторович. Как за родным детем ухаживаю. Смотри мне. По-большому, по-большому кругу. Конечно, конечно, не долго. Я тут слышал, наш начальник в отставку собирается. Ну, если он уйдет, то Федоришин и вслед за ним. Слушай, Виктор, ты я ничего об этом не слышал? Если они уйдут, я тоже уйду. То есть, получается, что под нашим началом тебе служить впадло? Служить, Бурат. А вот прислуживать тоже. Ты смотри, он уже классиков цитирует. Не иначе в интернете вычитал. Еще-то не от вас зубрил. Следователь Пороховщиков. Да, пропустите. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, прекрасная незнакомка. Надюш, вы ко мне. Мне следователь Пороховщикова звонил. Вы гражданка Сылкина? Совершенно верно. Пойдемте со мной. Девушка, вы заходите потом к нам. Лучше вы к нам. С удовольствием. Алло, гараж. Здорово. Мне бы Капитонова Илью Львовича увидеть. Львович, тебя. Ну, и я Капитонов. Где ты был вчера в 18.30? Вас с какой целью интересуетесь? Вчера в это время твоей бывшей невесте кислотой в лицо плеснули. А что с ней? Где она сейчас? В больнице. Лицо серьезное пострадало. Так я оттуда к ней. Стоп, 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 стоп. Сначала на вопросы ответишь. На... Хорошо, да. Вчера вечером я был здесь, на смене. Давно с Лебедевой расстались? Месяца три назад. Сразу после ее победы. Нет предположения, кто мог это сделать? Нет. Хотя победу она-то взяла благодаря этому спонсору. А потом я его и меня отшила. Сказала, что хочет быть сама. Как фамилия спонсора? Да не знаю. Она меня с ним не знакомила. Ладно. Эти двое вчера в Стоге работали? Да. Пойдем проверим твои альги. Только я вас прошу, давайте быстрее. Я хочу к ней поехать. Мне уже позвонили организаторы конкурса и рекламщики, чтобы я заменила Лебедя. Ну, и что вы решили? После того, как рассказали, что с ней произошло, естественно, я отказалась. Потому что это подло. Да и вообще там все не по-настоящему. Значит, вот так вот проходят эти конкурсы. Крутят, как хотят. Я всегда думал, что на этих конкурсах участвуют только размалеванные бабы. Так, я не вас имел в виду. Я имел в виду вот этих, которые, ну... Так, а что там о конкурсах? Ну, я же говорю, все эти конкурсы не по-настоящему. Вот той же Лебедевой. Был богатый спонсор, поэтому она и выиграла. А может, вы знаете фамилию и имя спонсора? Я не знаю. Они же с конкурсантками не общаются. А взятку организаторам несут. Откуда вы знаете, что Лебедеву спонсировали? Да, Лебедеву с самого начала откровенно тянули. Организаторы предоставили ей все самое лучшее. Начиная от визажистов, заканчивая телесъемками и центральным местом на сцене. Знаете, спонсорство – это интересная версия. Ладно, хорошо. Спасибо вам большое. Давайте я вас пройду. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. А ты чего, прогуливаешь? Ну, типа того. Да, надоело мне глухарей для архива оформлять. Хочу уволиться. Даже не думай. Пошли все обсудим. Заодно и прогуляемся. Пошли. Я думал, лучше на зиму. Ленусь, ну вот эта же больше подходит. Нет, ну ты что, мне перекладывать неохота. Это так сойдет. Так. Альберт. Привет. 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 А мне Вика в среду позвонила, сказала, что замуж собралась. Фиг ее поймешь. А ты надолго? На пару дней. Пойду пробегусь по магазинам. Так давай подвезу? Нет, не надо меня подвозить. Я и так пешком хожу мало. И сопровождать меня тоже не надо. По-прежнему мне здесь не рады. Альберт, ну она же бывшая жена. Зато дочь тебе обрадуется. Давай, раздевайся, проходи. Просто если наш начальник уволится, твоя мама точно переведется. Почему? Ну тут почему? Без него наши следаки ее загнадят. Мне, походу, придется уволиться. Ну и все равно там труда не дают. Жаль, конечно, я ради службы со спортом завезу. Почему ты не рассчитываешь, что я старшую следу взял? Ты смеешься? Да не она, значит, у меня раскрываемости никакой. А что с делом этой, которая королевы красоты? Леди, да ничего, не может найти нападавшего. Хотя дело на контроле у самого генерала. Ну так вот тебе и раскрываемость. В смысле? В прямом, не будь тряпкой. Раскрой дело во что бы то ни стало. А я поговорю с родителями, они помогут тебе стать старшим следователем. Ты серьезно? Вить. Чего? Если ты не раскроешь, то свадьбы не будет. Ну что ты начинаешь? Ну постараюсь я. Если, конечно, другие не успеют. Ну ты молодец. Так и надо голосовать. Если кто-то другой расскажет, ты за него говоришь, что ли? Да. К ней сейчас нельзя, потому что она без сознания. А лицо? Мягко говоря, оно уже никогда не будет прежним. Все-таки химический ожог. Да и психика ее пострадает. Красивой девушке тяжело такое принять. Мне все равно, какая у нее внешность. Потому что я ее люблю. И буду ждать ее здесь, пока она не очнется. Дай вам бы терпение. Ты что, как гибискус копаешься? Гибискус – это вроде сорт чая. Так не умничай. Это я так выражаться отучаюсь, потому что в политику ухожу. Уже сутки прошли. Где результат? Дело просто очень запутанное. Ты мне что, прикажешь Федоришиной в ноги кланяться, что ли? Чтобы она мне дело раскрыла? Мне и так генерал каждый час названивает. Не надо, товарищ подполковник. Не надо Федоришину. Мы сами объединимся с Воробьевым и раскроем это дело. Я и сам ее подключать не хочу. Строи ты себе незаменимую. Давайте, идите, докажите, что она не ВИП-следак. Обыкновенная. Обещаю. Раскроем. Ну, вот как-то так. Хотя я говорил ему сразу, что не стоит, чтобы в другое место пошли. В общем, мне нужно было туда идти. Да. Понятно. Не поднимешься? У меня папа приехал. Да нет. У меня же тренировка, нельзя пропускать. Если не служится со службой, то есть шанс вернуться в профессиональном спорте. Ты опять? Все у тебя получится. Ну и вообще. Давай, иди, а я с родителями попробую поговорить. Вдруг они смогут тебе как-то помочь. Хорошо. Только дело лебзевое. Постарайся раскрыть. Постарайся. Если почувствуете боль, сразу зовите. Угу. Ладно. Здравствуй, Надя. Чего ты пришел? Подержать себя. Вообще, как ты? Прости, я не это хотел сказать. Тебе больно? Я могу врача позвать. Мне в душе больно. Я же уродом стала. Послушай. Ну не надо так. И знай, я тебя одну не оставлю. Слышишь? Конечно, если ты сама меня не прогонишь. Спасибо, Илюля. Только я тебя прошу, не уходи. Ну конечно. Конечно, не уйду. Понимаете, он любит свою работу. Но из-за того, что его задвигают, он решил вернуться в спорт. И правильно. Там платят больше. Папа спорт бросил из-за травмы. А теперь опять тренируется, как конь и гробит здоровье. Вещька права. Нам жених-инвалид не нужен. Вот. И что ты предлагаешь? Что ты хочешь от нас вообще? Смотри. Ты же после ухода своего начальника переведешься. Вот и помоги ему стать старшим следователем. О-о-о. Ты как это себе представляешь? Мам, ну ты же гений сыска. Просто тайно помоги ему раскрыть несколько громких дел. О-о-о. Да-да-да. Ленка, ну это же святое дело. Своему будущему зятю, так сказать, помочь с карьерой. Правильно. Ты по своей линии подсобишь, а я в управе свои связи подключу. Угу. Подключатель. Ну вы даете. Лена, а почему нет? Товарищ генерал, мы не раскрыли пока, но раскроем обязательно. Да что вы тут возитесь, как... Как кто? Прокурор в пальто. Как черепахи. Здравствуйте. Здравия желаем. Вам чего? Такой планерка ж. Выйдите и ждите. Так, все, вышло. Раскрой мне это дело. Это лично для меня важно, понял? Есть, товарищ генерал. Раскроем. Обязательно раскроем. Вот. Я тебя за язык не тяну. Не провожай. Можно? Входите. Значит так, все остальные дела по боку. Все мы, объединенные группы, занимаемся делом Лебедевой. Видали меня сейчас, как обпесочил? Да. Видали. Что там у нас? В общем, вице-мисс и этот бывший жених вне подозрения. Правда, они указали, что у Лебедевой был спонсор, который помогал выиграть конкурс. Может, родители за ним сбутили? Да нет, она из небогатой семьи. А кто спонсор-то? Я утром заезжал в больницу, пытался выведать, но она отказывается признаваться. Здрасте. Какая девушка признается, что ей корону купили? Да никакая. Да если даже этот спонсор организатору конкурса взятку дал, тот же не дурак признаваться в коррупции. Ну, если этого спонсора не найдем, то дело не раскроем. Ну, так давайте прессанем этого организатора и все. Ну, молодец, прессанем. Скандала нам еще не хватало. Я с Дергачем согласен. Он далеко не дурак, поэтому не будет он колоться из улик. Ну, может быть, у следователя Федоришина есть какие интересные версии? Нет, никаких версий нет. Вы же сами сказали, я заменимый следак. Нет, да? Так, короче, ройте хоть до экватора, но дело раскройте. Это всех касается, кроме обидчивой Федоришиной. Все, вперед в атаку! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Алло, Вить, зайди ко мне только быстро. Давай, жду. СТУК В ДВЕРЬ Лена Васильевна. Садись. Что? Слушай, я тебе подскажу, как дело раскрыть. Ты пойдешь к начальнику и скажешь, что это ты его раскрыл. Ну, нет, Елена Васильевна, я так не буду. Слушай, меня Вика попросила тебе помочь. Ну, давай, ради нее сделай. Да нет, ну, это как-то неправильно. Это... Да ты не о том думаешь. Ты думай о справедливости. Мы разоблачим этого придурка, который девушке в лицо кислотой плеснул. Ну, хорошо. Смотри, я все узнала про этот конкурс. Там жюри сидели, очень известные люди. Их всех не купишь. Поэтому наверняка организатор конкурса взятку от спонсора Лебедевой всю себе взял. Так как тогда и Лебедева победила, если жюри за нее не голосовало? Люди сидели из разных сфер. Друг друга не знают. Голосование было закрытым. Организатор просто огласил результат, который был ему удобен. Ну, нет, я понимаю. А что нам это дает? Да проси членов жюри. Если выяснится, что большинство из них за победительницу не голосовали, ну, тогда прижмешь организатора, он тебе выдаст имя спонсора Лебедевой. А, точно. Гениально, Елена Васильевна. Мы же знаем, что она его бросила. Значит, вероятнее всего, он решил ее отомстить. Сам никуда не езди. Сюда их тащи. Здесь легче колоть будет. Как я их сюда... Они же звезды. Дело курирует генерал. И победителей не судит. Вот список членов жюри. Иди-ка к Горлицкому, скажи, что тебя осенило. Давай. Спасибо, Елена. Осенило? Иди уже! Ну, а что ты на планерке-то молчал? Да у меня только потом это осенило. Да. Эти члены жюри, конечно, очень известные люди. Если будем за ними по горду мотаться, много времени потеряем. И тем более человек в допросной сразу теряется. И закон на нашей стороне, генерал. Ладно, давай пооформляем принудительный привод. Допрошу. Есть. Вот так. Конечно, моя хорошая. Я принесу. Долго. Держи. Держи, моя маленькая. Вот так вот хорошо. Я тоже тебя люблю. Как им? Страдают, но с нападением вас никак не связали. Это хорошо. Что у нас по расписанию? В 14.30 встреча с мэром. Хорошо. Иди, я догоняю. Я отъеду ненадолго, да? Там разберусь и, Верночка, тебе не скучай. Хорошо? Миша! Все, не скучай, я быстро. Держи. По вашему приказанию все доставлены. Тогда заводите их по одному. Нет, Лебедева не артистично. И потому я голосовал за ту, которая второе место заняла. Угу. Да, ваше Лебедева страшная, как моя жизнь в лихие 90-е. И голосовал я за Беленькую. Угу. Я там по приколу за уборщицу свой голос отдал. Потому что я вообще мужиков предпочитаю. Кстати. Может, выпьем сегодня вечером? Спасибо, я не пью. Угу. Распишитесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На молоток? Даже целая кувалда? Теперь можно и организатора конкурса прижать? Я уже пробил, он ведет модельные курсы. Так, давай езжай туда и дай ему понять, что он потеряет все. Бизнес, свободу, репутацию, если не сдать спонсора Лебедевой. Даже если он ему взятку дал. Понял? Давай, дуй. Сейчас, я быстро беру. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Раз-два, 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 господи. А-а-а, стоп! Стоп! Замерли. Девчонки, вот вы вроде моделями хотите стать, да? Ну, киваем, да, да. Где грация? Где походка от бедра? Еще раз. Мы устали. Устали потерпим! Устали! Давайте. Здравствуйте. Вы Владислав Свидетский? Он самый. А чем могу быть полезен такому милому следователю? Разговор есть секретный. Перерыв! 15 минут. Хватит? Хватит. Значит, продолжайте зарабатывать на девушках. Тихо-тихо-тихо-тихо. Дружок. Типа, аккуратнее. Тут тебе не зэки твои, грубые. Да? Да. Да вы сами без пяти минут зэки. Неужели? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Познакомьтесь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мне, в принципе, не сложно опросить еще раз членов жюри, которые не голосовали за Лебедя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сколько? Что сколько? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вы мне взятку предлагаете? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я думаю, лет пять вам надо. Я записал наш разговор на диктофон. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Послушайте, мне нельзя в тюрьму. Там все грубые. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Имя спонсора, который заплатил за первое место Лебедевой. Я не могу. Это страшно человеку. Он все может. Тогда мы поедем сейчас в тюрьму, и там есть люди. Пострашнее. Хорошо. Господи. Где? Вот его визитка. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Смотрите, если вы меня обманули. Я правду говорю, это он проплатил за Лебедеву. Правильно я хожу? Гениально. Просто, как он, гениально. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Где вы? Выходим. Шустрее выходим. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Слушай, может, на обед заскочим? Нет, сначала сдержание проведем. Ага. Пока подмогу ждем. Да никакой подмоги, я сам справлюсь. Ну, смотри, следак тебе видней. Погнали! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗАПОДНЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Все хорошо. Вам поедем на море. Ну, здравствуйте. Опять вы пришли? Да. Это... Это... Жених. Вы поймите, если вы мне не назовете имя спонсора, я не найду преступника. Я же вам уже сказала, что я честно выиграла этот конкурс, будь он проклят. Ну, уходите вы. Я уйду. Но дело не оставлю. Прошу вас убедить ее назвать имя. До встречи. Ты не обращай внимания. Ты самая красивая была и будешь. Ты посови, пожалуйста, сестру и иди тебе на работу пора. Хорошо, я пойду. Но вскоре вернусь. Пока. Чего ты меня это стремно? Ты гляди, какой Дарина. Не боись, Семенович. Перед законом все равны. Этот урод девчонке кислоту лицо сжег. Скоро там твой хозяин приедет? Скоро. Товарищ полицейский, может, вы уберете машину и уходят? Не уберем. А? Скажи, съедут. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Документы. Я проверил. Настоящие. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Машину убери. Вы Крапивина? Я что? Вам придется проехать с нами. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Телефон. Я сейчас позвоню твоему начальству и своему адвокату. Подождите. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Вы за это ответите. Мы еще посмотрим, кто ответит. Я при исполнении. В машине видеорегистратор. Я все записал. Садитесь в машину. Я с вами не поеду. Тогда мне придется применить вам символ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Ладно, поехали. Наш. Я свяжусь с адвокатом. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Вставай. Вставай. Нужно за ними. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Вставай. Молодец. Ну все, вечером лично все расскажешь. Ладно? Давай. Целую. А Витя нашел того урода, который девушке лицо сжег. А дело было лично на контроле генерала. Слава богу. Ну тогда я завтра же похлопочу за него в управление. Глядишь, он так до генерала досужится. А Викуля станет генеральщей. Да, племяш? Да, пап? Да. Да. Товарищ генерал, я выполнил ваше задание. Поймал преступника. В камеру его. Есть. Да не его, а тебя, идиот. В смысле? Именно он попросил меня проконтролировать это дело. Потому что я люблю лебедя. Я не хотел, чтобы стало известно, что я помог ей выиграть конкурс красоты. Ну, уже сына попросила. Мне тут звонят, сообщают, что ты напал на его дом. Охрану покалечил. Извините, ошибочка вышла. Да, извините, я просто не знал. Да, полковник, я же приказал. В камеру его. Присажите, пожалуйста. Надевай. Сам. Вперед. Ну, как ты? Нормально. Физически не пострадал. Но, боюсь, скандал просочится в прессу. И ее репутация пострадает. Ну, со стороны полиции точно не просочится. Но со своими сам справишься. Ваш приказ выполнен, товарищ генерал. Родянка в камере. Ну, с одной стороны, мне нужно заткнуть рот своим охранникам. А с другой, их бы уволить по-хорошему. Почему? Ну, потому что простой следователь. Я их как слепых котят обезвредил. Ну, извините, пожалуйста, он не совсем простой следователь. Он в прошлом чемпион по борьбе. Сейчас, кстати говоря, усиленно тренируется, чтобы вернуться в большой спорт. А вместо этого получит большой срок. И преступника вы так и не нашли. Короче, даю срок до вечера. А после я тебя лично разжалую. За то, что подчиненных не контролируешь. А он ему палкой полгу и ноги. В смысле ноги? В смысле убежал. А-а-а! Так, выйдите отсюда. Товарищ полковник, я вообще-то свидетеля допрашиваю. Завтра продолжите. Выйдите, я сказал. Вы свободны. Что случилось? Лен, этот дурак без справки вычислил данные спонсора Лебедевой, рубанул его охрану, а этого миллионера притащил сюда. И что? А то, что этот миллионер попросил нашего генерала лично взять дело на контроль. У него любовь с Лебедевой. Ой, Миша, блин, это я виноват. Слушай, не причитай, а? Генерал времени дал до вечера. Если Родзянка посадят, тебя уволят. И что? Ну, думай, ты же умная, помогай. Ну, если миллионер любит Лебедева и просил генерала найти преступника, то если мы его найдем, он простит Родзянка. Ну, как мы его найдем-то? Ну, у меня данных не хватает. Давай собирай всех наших, будем делиться информацией, устроим мозговой штурм. Пойдем. Я не знаю, чтобы так накосячить, эта Родзянка, ну, точно дебил. Это не то слово. Дун-ду. Так, все, хватит его склонять. Я ему сам при встрече такое скажу. Давайте, версия. Я опросил коллег Лебедевой, тангуха. А я ее четку вызвонил, но она тоже ничего не знает. Ну, я думаю, что нужно дождаться, пока Лебедева сама управится морально, ну, и саму ее и опросить. Только она может год в себя приходить. И вообще не факт, может вообще кукухой поедет. Да еще не факт, что поможет. Подождите, стоп. Что-то мы упустили. Давайте сначала. Ты экспертизу делала? Что там за кислотой в девушку плеснули? Конечно, делала. Только они в больницу ее одежду выбросили, мне пришлось из мусорника этот пакет доставать. Да, кстати, это была не кислота, а отвердитель. Так а в чем разница-то? В области применения. Маш, ну давай не тянись, что за область применения-то? Ну, в производстве. Вот, к примеру, в ремонте пластиковых деталей к машинам. А видите, этот жених Лебедева, он же в шинномонтаже работает. Не может он это быть. Что он кислотой облил, и я его каждый день в палате вижу, сидит там возле нее. Ну, мало ли, что ты видишь. Он, может, отомстил за то, что она бросила его. Вот теперь отводит подозрение. Это все догадки. Нужно как-то его спровоцировать. Ну, чтобы... Ну, что типа мы все знаем. Все, будем провоцировать. Нужно вытянуть имя исполнителя. В атаку? Угу. Капитонов. Слушай. Тебе не стыдно? Что? Ты зачем девушку изуродовал? Да ты что? Снимай быстрее. Куда ж ты руками, блин? Куда ж ты руками? Сейчас руки принесу. Смотри, как и доелли раньше. Куда я собрался, а? К вам, к вам, к вам торопился, что признаете сделать. Не скажешь, кто на Лебедя напал. Пристрелю при попытке к бегству. Да пусти, я просто бежал. Прогуливался я. Ай, слушайте, я ему карты проиграл. А он сказал, что простит мне долг, если я его бывшую бабу накажу. А я судим, а карточный долг, сами знаете, святое. А я от всех титулов отказалась. И больше никогда не буду участвовать в конкурсах. Это потому, что я нечестно выиграла? Или ты считаешь себя красивее? Да, у каждого свой вкус. И часто любят не за красоту. Вот моя мама была еще эффектнее меня. А папа пошел к толстой на домашней. Потому что мама хотела быть гламурной. Здрасте. Добрый вечер. А ты не отчаивайся. Часто не за внешность любят. Она права. Прости, что раньше не навестил. Не хотел тебя компрометировать. Так это ты отдельную палату оплатил? Я. А еще я с врачами разговаривал. Они уверяют, что лицо твое пострадало не сильно. Я оплачу пластическую операцию, и ты снова будешь самой красивой. Конечно, будет. Нашли кто ее? Но я пока не скажу, кто он. Чтобы Надю не травмировать. Ладно. Я пойду. До свидания. Так как арестовали? Он же полицейский. Его пока только задержали. Но он же хотел как лучше. И при этом нарушил закон. Вика, может, ты его сразу бросишь? Ну зачем тебе уголовник? Действительно. Да вы что, зачем с ума шутся шли? Вика. Вика. Я пошутил. Твое счастье, что Крапивин обвинение снял. Но если еще раз подобный косяк, я тебя лично посажу. Понял? Так точно, товарищ генерал. Понял. Такого больше не повторится. Ну вот так. Свободен. Есть. Товарищ генерал, ну, все-таки он миллионеры вычислил, как тот не шифровался. Ну так и за это тоже я его и не уволил. Господи, да что ж они так долго, а? Не говори. Наконец-то. Витюш. Тебя там в камере не обижали? Питя. Скажешь, конечно. Да и кто его такого обидит? Разве только что моя Вика. Это может. За это вам спасибо. Товарищ подполковник, вы только нас не ругайте. Все-таки у нас как-никак праздник. Умеете вы обломать, Елена Васильевна? Ладно, кто не на сутках по домам. Ура. 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 Иди сюда. Они сейчас выйдут. А вот. Ну, он когда любит, когда моносольный, а когда твердый. Спасибо большое, что нашли этого гада. Ну, мы тут вообще ни при чем. Тут все вот он. Вот, все он. Следователь Радзианко. Если это не он, никого бы мы не нашли. Еще раз спасибо вам большое. Лебедева просила вас поблагодарить. Если бы не вы... Да что, это моя работа. Я думаю, всем спасибо. Спасибо большое. А вот, значит, как. Вика, ты что? Вика! Вика! Опа! Ой, простите. Иди догоняйся. Вик! Вик, да хорон! Семенович, догоним? Так, куда она денется? Семенович, догоняйся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, а не хочешь в баню сходить? В смысле? Это меня что, воняет, что ли? Да не особо. Ну, заодно и попаримся, по Федоришиной порешаем. А то над нашим любовным треугольником уже весь отдел смеется. Когда? Да хоть час. Ну, поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Товарищ подполковник, а двух девушек не подвезете? Нет, у нас срочное задание. Спокойной ночи. Что, опять подсапались, что ли? Вы достали уже. Пошли. Пошли. Елена Васильевна, а вы домой? Домой. Тогда мне с вами по пути. Мы с Викой в кино собираемся. О, хоть один нормальный мужик нашелся. Ну, пошли. О! Да подожди, дай подышу. Ну, ты не смотри, что снаружи так скромно. Держи. Там внутри самая лучшая в области пар. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А мы чего? Без закуски париться у меня? А я батюшку сказал. Там все есть внутри. Пойдем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Анатолий! Толик! Ты что, подстава, что ли? Твою мать! ТВ-ТВ-ТВ-ТВ Ушел. Я там дверь запер. Да нахрена я его мочканул? Я случайно. А ты как догадался, что вода изменит траекторию пули? Школьный курс физики. Школьный курс, небось, роликов в интернете насмотрелся. Черт. Это же теперь в управу звонить. Следователя надо вызывать. Только не Федоришину, а то эти явные путаны. Ты с перепугу сбрендил, что ли? Конечно, не Федоришину. Мы тут с тобой соучастниками Мокрухи стали кому из моих подчиненных? Позволят следствие вести. Телефон накрылся. Домой он тоже. На дне плавает. Елена Васильевна, скажите, что Бика выходила, а я ее жду. Пойдем поднимемся, она все равно еще не готова. Пойдем. Ну ладно. Витя, заходи. Привет, Том. Привет. Я с ней устала, как собака. Добрый день. Привет. Викуль, Витенька пришел. Проходи. Да не, я постою. Ой, какой скромный. Да дело-то не в скромности. Если вы подключите дедукцию, то увидите, что у него грязная подошва. А значит, Тройчин в ней не может. Я тебе говорила, она не готова. Ни к чему. Разуться-то не тяжело? К сожалению, миссия невыполнима. Мам, вот он сколько сегодня на работе пробыл? Двенадцать часов. Вот видите, а если он разуется, то все мы задохнемся. О, господи. Вот язык. Ты, наверное, следователем будешь, как мама. Не дай бог. Да уж, двое полицейских семей, это беда. Да. И мне такой муж не нужен. Поэтому бросай работу. Мне нравится моя работа. То есть ты меня променяешь на работу? Я с тобой никуда не иду. Проваливай. О, характер. Она выпендривается. Поужинаешь с нами? Да нет, я пойду. Спасибо. До свидания. До свидания. Это сейчас что было-то? Ее язык и ее враг. Кого она такая? В кого? В Альберта. В кого? Он что, реально ушел? Давай, догоняй. Сейчас. А на что ты рассчитывала? На что я рассчитывала? Гражданка следователь, а как писать, я Манька облигация или облигация? Пишите лучше, я подполковник Когорлицкий. Тогда, надеюсь, не ошибетесь. Девушка, ты языкаст. Шутки прекратить? Странно. Пальчики есть. Только на дверной урочке ведущая помощное отделение. Во всей бане вообще отпечатков нет. То есть как? Ну, по-видимому, здесь провели уборку. Не мы. Там еще нож и пистолет, из которого у нас стреляли, в бассейне плавают. Ну, и кто за этим нырять будет? Ну, точно не мы. Здравия желаю, товарищ генерал. Садитесь. Ну, что, домылись, домоседки? Может, вы хотели сказать домоседы? Нет, я именно это хотел сказать. Товарищ генерал, там еще две проститутки убиты и банщик. А, нет, все-таки не домоседы. А так, просто убийцы. Это не мы их убивали. Вообще, не с нами шлюхи. Да и мы убили до нашего прихода. А, обидно. Не успели воспользоваться. Ну, только не надо нам шесть сейчас аморалку, товарищ генерал. Мы просто сюда приехали попариться. Товарищ генерал, я обязана отправить их на медицинское свидетельство. Я сейчас сразу предупреждаю. У нас в крови есть немного алкоголя. Мы выпили перед этим чисто символически. Да кому интересно, сколько у них там промилле плещется. Все, удостоверение на стол. А они там? Я принесу. Здравствуйте, товарищ генерал. Здравствуйте. Вот, пошел. Они просто там в парилке сушились после того, как мы в бассейн нырнули. Да вы что, издеваетесь, что ли? Значит так, допишут объяснительные и на экспертизу этих алкашей. Спасибо. О, опаздывайте, товарищ начальник. Привет. Ленка, проведешь за меня планерку, ладно? А, ты что, отгул взял? У нас с Дергачевым на время следствия отстранили. В общем, там, да ерунда, мелочь. При сопротивлении стрелка одного заводителя. Проведешь, ладно? Да. Спасибо. Да. Что-то он странный такой сегодня. Раз тебе заранее не позвонил, чтобы пожаловаться, да и пирожок не взял. Ну, надеюсь, еще расскажет. Пошли. Мало того, что вы и подполковник Кагарлицкий были пьяны, что подтвердили медики. Так еще выяснилось, что Кагарлицкий звонил на сотовую убитого банщика. Но он же нам баню заказывал. Да, но этот банщик работал там меньше года. А согласно распечаткам, Кагарлицкий звонил ему много лет. Даже когда тот работал продавцом овощей. А вам не кажется, что вопрос не по адресу? Может быть, лучше у самого подполковника Кагарлицкого спросить? Но вы тоже проходите по этому делу. И что? И одна из версий такая. Ну-ка. Исполнитель подполковника Кагарлицкого убрал банщика и проституток. И вас, майор, там тоже хотели убрать. И обставить все так, что вы в притоне с кем-то не поделили проституток. Интересная версия. И зачем это Кагарлицкому? Чтобы вы не мешали его роману со следователем Федоришиной. Что? Да, мы и это знаем. У вас слишком буйное воображение, дамочка. Я не дамочка, а следователь прокуратуры. Вы свободны. Только не уезжайте из города, иначе я сочту это за побег. И позовите ко мне Кагарлицкого. Он с генералом встречается. А убитому банщику ты чего звонил? Даже когда он не в бане работал. Да, он же из бывших бундуков неоднократно мне сливал неофициальную информацию. Но об этом я только вам рассказываю. Потому что вдруг кто-то захочет его семье отомстить. Ну, короче, у нас в управе тоже единство, нет? А главная следовательша, которая ведет твое дело, из группировки моего зама. А его столица поставила, у него там мощная крыша. То есть просто вы нас отмазать не можете, да? Именно. Не могу и не хочу. Потому что уже на самый верх доложено, и кого-то над крайним сделать. А, то есть если преступника не найдут, мы с майором виноватыми будем. Отлично. Вот именно. Посадить не посадят, но под задом мешалкой могут. Так что давай, привлекай Федоришину, пусть поможет сбежавшего преступника найти. Нет, я тогда привлекать не буду. Иначе он тогда с паровозом пойдет. Ну, тогда выкручивайся сам. Я не могу приказать прекратить копать под тебя. Столицы не поймут. А туда уже доложили, что ты и майор выпивший были. А это уже аморалка. Ну, это тогда, ну, собственно, безопасной заниматься будет? Да. Добрый день. Разрешите? Майор Прокопович, управление собственной безопасности. Присаживайтесь. Благодарю вас. Следователь Федоришина, чем могу помочь? Дело в том, что нам поступил сигнал и в рамках уголовного дела, возбужденного против подполковника Кагарлицкого и майора Дергача. А что, возбудили уголовное дело? Ну, конечно. Разве не были оба пяные? Да и к тому же, там же обнаружены три расстрелянных трупа. И пока еще неизвестно, кто их расстрелял. Я была не в курсе деталей. Так вот, нам поступила информация, что вы, Елена Васильевна, сожительствуете и с подполковником Кагарлицким, и с майором Дергачом. Верно? Что, с обоими одновременно? Не уточнял. Но, видимо, по очереди. По очереди, да? Угу. Значит так, Кагарлицкий – мой друг. Мы с ним вместе учились. Дергач – мой коллега. Ну, я так понимаю, вы сексист? И не допускаете, что женщина может быть другом и коллегой, да? Я попрошу вас не кидаться обвинениями в мою сторону. Тем более, что это сейчас моя прерогатива. А вы не волнуйтесь, успокойтесь и напишите, что вы с ними не сожительствуете. А я проверю ваши показания, опросив сотрудника вашего отдела. Никто свечку не держал? Свидетелями быть не могут? Как знать, как знать. В моей практике не такое встречалось. Да вам или не знать, Елена Васильевна, что не всегда есть прямые улики, а иногда важны косвенные доказательства и даже оперативная информация. Ну, это когда расследуется уголовное дело. А сейчас это просто сплетни. Закончим диспут. Пишите, пожалуйста. Ну, что мы здесь шаримся? Да я понять хочу, куда это второе дело, сразу я его не нашел. Вас там на допрос ждут. Да не ной ты. Давай мы с тобой в неформальной обстановке будем на «ты». У меня сегодня ночью жизнь спасла, как-никак. Судя по тому, как это следачик настроено, ты с ее допросом можешь сразу в камеру загребить. Нет, и генерал мне на это намекал. Черт, так не хочет туда ехать. Есть такое слово. Надо. А есть такое слово? На хрена? Вот, получите. Благодарю вас. Лен, ты видел этот хмырь с подвижной мордой тебя на аморалку проверяет? А ему нечего мне предъявить. Если бы у них было что-то конкретное, меня бы давно отстранили. Следакам пошел. Да. Ко мне тоже заходил. Хотел, чтобы я призналась в двойном сожительстве, что я с Дергачом и Горлицким по очереди сожительствую. Да ты что? Счастливая женщина, Телина. Ну, не говори, повезло. Ой, сказочный идиот. Ерофина, вы как начальник, будьте добры, успокойте своего подчиненного. О, бог дерьмо. Витя, ты что, с ума сошел, а? Ты вообще своей башкой думаешь? Что ты творишь? Идиот. Я, конечно, понимаю, что он типа ваш зять, но у меня служба. И я обязан проверять любую информацию. Да, но не при всех говорит, что Елена Васильевна гулящая. Следователь, Радзянко, держите себя в руках. Я доложу, куда следует. Пусть там дадут правовую оценку вот всему происходящему. Я приношу свои извинения. Вы просто так не оделайтесь. Все, вы... Витя, ну ты что? Ну, что он? Лен, ну ты понимаешь, что ты под уголовное дело попал? Ну, ладно. Вика все равно хотела, чтобы я уволился. Ну, это хорошо, если уволишься. А могут ее и посадить. И это еще большое счастье, если условным сроком он делается. Дурак. Гражданин Грогорлицкий, почему вы много лет звонили банщику, которого убили ночью? Вы сейчас так странно формулируете, можно подумать, что я убил. Отвечайте на вопрос. Есть. Но только вы в протокол не пишите, пожалуйста, ладно? Он был моим любовником, я жду от него ребенка. Прекратите поясничать, вы же подполковник, вот и будьте серьезны. А если серьезных, это вы перестанете нас с майором делать крайними. Как это я вас крайними делаю? Так это парили мне там в бане мозги, вместо того, чтобы подельника убийцы искать. Или что, может быть, заказ получили, чтобы нас под статью с Дергачем подвезти? Как вы смеете? Смею, потому что ваша предвзятость так и лезет в глаза. Я же вам там в бане все рассказал и написал. Или мы, может быть, забыли напомнить вам? Прекратите, пожалуйста, на меня кричать. Товарищ следователь, как вас там, Ирина? Вам по должности не положено нервничать. Я сама знаю прекрасно, что мне положено. И вы меня неправильно поняли. Я непредвзятая. Я просто неопытная. Я до этого только на архивных уголовных делах работала. А мои коллеги знают, что вы человек генерал и даже советом мне помочь не хотят. Я не знаю, как искать того, кто из бани сбежал. Ну, если вы, конечно, его не выдумали, только он может подтвердить, что это не вы там бой не устроили, да еще и выпившие. Ладно, простите меня. Только, пожалуйста, не дергайте нас хотя бы до вечера с майором. Мы попытаемся найти того соучастника или свидетеля. Договорились. Только вы меня, пожалуйста, не выдавайте. До вечера. Ну, в общем, потом в баню приехал генерал и приказал нам сдать ксивы. А на утреннем допросе что было? Ты зачем ее впутал? Миш, я сама ему позвонила. Ты же трубку не берешь. А я все равно к нам пристегну. Я не понял. Здравствуйте, меню, пожалуйста. Не надо ничего. Тогда я вас слушаю. Что принести? Чаем ее принесите, какое-нибудь пирожное, все. Одну минутку. Так как ты ее впутал? Меня ОСБшник на моралку проверял. Ведь ваши домогательства, они же всем известны, всем полицейским в городе. А Родзянко ему за это в нос дал. Ну, это в лучшем случае по статье уволят? Нас тоже уволят. Миш, мне майор все рассказал. Я готова вам помочь. Нужно это дело раскрыть. Генерал тогда вам поможет. И Родзянко тоже. Не будем мы тебя впутывать. Сами разберемся. Все, поехали. Да, Лен, так будет лучше. Ну и катитесь. Пожалуйста. А клиент уже ушел? Заверните с собой, пожалуйста. Чего ты приперся? Привет. Ты же не в меня влюблен, а в свою работу? Да и я попрощаться пришел. В смысле? Походу меня посадят. Что? Да я там одному майору разрядил ее. Ну, тогда надо с мамой поговорить. Она должна помочь. Она-то меня как раз за это и ругала. Так что это уже никто не поможет. Ну и сколько тебе дают? Ну, не знаю, может, как три. Всего-то. Ничего, все-всего-то. Ну, я тебя буду ждать. Только зэковские наколки не делай, мне они не нравятся. Ну, не нарывайся, не сокамерник. Так, какие татуировки-то че? А хочешь, с утра нас бежим? Серьезно? Пальнув ты, сумасшедший. Спасибо, что дождались. Здравствуйте. Это вам спасибо большое, что так быстро приехали. Я заявление на следователя Радзянко написал, побои зафиксировал у медиков, а Вашов сказал, что вы дело заведете. Конечно. Только сначала я вас опрошу. Пойдемте. Конечно. Что, допился? Ты фильтруй базар, начальник. Ты бы пожалел временно ослепшего. Ну что, узнал что-нибудь из золбитого банщика? Нет. На тебя посмотреть пришел. Точнее, пощупать. Конечно, узнал. Лет пятнадцать назад он с Ивантеевским ягшался. Вот их всех потом пересадили. Некоторые в бега кинулись. А вот банщик и никто бы что-то не тронул. Ну да, на Ивантеевских трупах выше крыши. Что еще скажешь? Недавно Ивантеев неделю назад откинулся по актировке. Ну, типа инвалид. И почему-то сразу бросился в бега. А сейчас на конспиративной хате ныкается. Кстати, вот его адресочек. Ну да. Почему-то осуждение преступников мы отслеживаем, но вот их соблаждение. Спасибо, что там реально важная инфа. Спалился. А все от жадности. Ты зубоскалить будешь, я расценкой подниму. Магическая сила бабла. Магическая сила бабла. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА То, что убитый банщик с Ивантеевскими работал, я и сам раньше знал. А чего его тогда не посадили, когда их группировку дербанили? Он же тогда мелкой сошкой был. Ты знаешь, я вот про месть Дружков тоже подумал. А Ивантеев, когда откинулся, он мог завалить этого банщика, а проституток заодно как свидетель. Ну да. Не зря же он на нелегальное положение ушел. Слушай, если его адрес есть, может, навести? Ты не забыл, что он с тобой не при исполнении? Ни ксив, ни пуш к собой. Да там инвалид, здоровье, оптированное. Да я сам понимаю, что по-другому нельзя. Если ты не заметил, я уже рулю в его адрес. А я-то думаю, куда мы едем. По вашему приказанию доставлено. Заходи. Как поживаешь, Витя? До встречи с тобой было все замечательно. Ты чего меня сюда приводом привела? Так ты сотовый отключил? Или хотел с невестой страстно попрощаться? А ты что, до сих пор ревнуешь? Это ж вроде ты меня бросила. Это ты меня бросил. Хотя я, знаешь, тебе благодарна. Я хотя бы замужем за хорошим мужчиной. Это все, что ты хотела мне сказать? Тогда пойду. Сядьте, гражданин Родзянко. На вас поступило заявление от майора Прокоповича. Вы ударили его при исполнении. И прекрасно знаете, что за это бывает. Узнаю. Посижу. Как был тупым спортсменом, как и остался. Может, хватит меня оскорблять? Я вообще изребую другого следователя. Ты ко мне предвзято относишься. Тогда пока в камере посидишь. На выход руки за спину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сосед, ты нас заливаешь? Сосед! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стоять, полиция! Ну и что толку, что я тут стоял? Если у нас пушек нет? А я тебе что говорил? Не ори на меня, как потерпевший. Как хорошо, что вы приехали. Вот этот преступник хотел меня ограбить. Это же Евантеев. Так, а ну-ка дверку нам открой. Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я даже не представляю, кто это мог быть. Да, конечно, так бы тебе и поверили. Короче, оружие, наркотик есть, лучше сразу сдать. Да вы что, я законопослушный гражданин. Кончай придуриваться, Евантеев, и собирайся с нами поедешь. Не получится на воле умереть. Вот только не ной, а! Ведь это же ты банщика заказал! И твой исполнитель сейчас нас стрелял! Сдашь подельник того, кто банщика с проститутками завалил? После проверки мы тебя отпустим. Я не понимаю, о чем вы. Все, собирайся, поехали. Ну что, Евантеев, может шепнешь по секрету, кто после тройной мокрухи из бани сбежал? И в нас, кто только что стрелял. Чуть попозже. Я все расскажу. Ну, только не вам, а следователю, который это дело ведет. Значит, ты все-таки мстишь за то, что тебя 15 лет назад сдали? Конечно. А ты такое бы простил? Ну, все, раскрыли дело. Что, таки будем без дела сидеть? А что ты предлагаешь? Надо в баню ехать. Я там следы поищу, а ты после нашим поможешь. Маш, я уже предлагала им свою помощь. Они отказались. Ну, им-то ладно, им максимум увольнения светит. То, что пьяные были. А вот Витю, как снар вытаскивать, я ума не приложу. Да, за него меня Вика живую сожрет. Вы свободны. Присаживайтесь. Что у вас за отдел такой? Почти полным составом законы нарушаете? Товарищ генерал, я как исполняющий обязанности начальника отдела несу ответственность за действия Родзянко. Но я прошу вас понять, он в нашей сфере человек новый. И часто включает благородство вместо мозгов. Я заметил. А вообще он хороший. Ну, немного инфантильный из-за спорта. Все-таки с детства ты тренировки в день. Товарищ генерал. Товарищ генерал. Товарищ генерал. Лидер ОПГ Ивантеев, он же заказчик убийства. Помним, помним такого. Он сознался, что нанял исполнительность, чтобы завалить того, кто его сдал 15 лет назад, да? И сейчас этого не отрицаю. Только я ведь по актировке освободился. У меня сейчас боли начинаются. Мне бы врача. А больше я следователю все под протокол расскажу. Даю слово. Ладно, давайте в камеру его и вызовите скорую. Давай, на выход, пошел. Ну что, поздравляю с первым самостоятельным раскрытием. И поймали вы не абы кого, а главаря группировки киллеров. Исполнителя, думаю, тоже поймаете. Ну, когда этот расколется. Спасибо, товарищ генерал. Тогда я подожду, когда скорая уедет, и сразу же его допрошу. Давайте. Ну... Товарищ генерал, а как же Радзианка? Да, он очень способный следователь. Без него вся раскрываемость до ноль сойдет. Да. Товарищ майор, ты это, забудь, пожалуйста, претензии свои. А мы уж там сочтемся. Конечно, товарищ генерал. Пойду лично его из камеры выгоню. Давай. Работайте. Ну, вот видишь, и без тебя дела раскрывать можем. Молодцы. Теперь ты снова начальник отдела. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА А работа у меня такая, чужой паскали проверять. Но мы ведь и коррупционеры, и предатели в рядах полиции тоже ловим. Так что хлеб свой едим не зря. В общем, гуляй, пока я добрый. Я понял. Извините. Субтитры сделал DimaTorzok Сука такая. Заходим. Стоять. Давай, давай, вперед. Сел. Получите. Спасибо, вы свободны. Надо, чтобы он остался. Это важно. Ну, хорошо. Как вы себя чувствуете? Спасибо. Скорая помогла. Хотя для больного онкология это временное облегчение. Вы обещали рассказать, кому заказали банщика и проституток. Маленькое уточнение. Я обещал сказать, кого заказал. За то, что он 15 лет назад меня сдал. И банщик тут ни при чем. Он у нас с шестеркой был. Я ничего не знал. Так что, я не в курсах, кто его завалил. Так... Но я все эти годы выживал. И, наконец, будучи уже больным раком, у меня последняя стадия. Освободиться, чтобы отомстить тому, кто меня сдал. Тому, кто оставил меня бешеной. Тому, что сделал так, что мои дети выросли без меня. Я дал все свои закопанные накопления, чтобы этого стукача грохнули. Какого стукача? Вот тебе не показалось странным, что Шатун только узнал мой адрес, тут же сообщил тебе. Да-да-да, а ты своим появлением у меня на конспиративной хате только подтвердил, что это он стучит. Я ведь только ему адресом шепнул. Только уж ты больно быстро нарисовался у меня на хате, чуть не взял моего исполнителя. Да и все эти годы догадывался, кто меня сдал. Сука, прекратите! Отмени заказ! Отмени, говорю, заказ! Слышишь, сука, отмени заказ! Что? Убьешь меня же, что валиды мне меньше месяца осталось. И уже поздно. Мой человек его грохнул давно. И вам его не найти. Что такое? Дежурный, скорую вызывайте! Что ж такое? Семенович, быстро поехали! Давай, давай, родной, давай! Еще раз будешь кулаками не по делу махать, я тебя лично выкину. Никакая будущая теща не поможет. Я больше не буду за него заступаться. Да я понял, последний раз это было. Вы меня обманули! Кто-нибудь обещал на ней жениться? Да не они, а лично вы. Вы мне обещали это дело раскрыть, и я вам поверила. А Ивантеев к бане не имеет никакого отношения. И сознался он только в том, что заказал стукача вашего оперативника. Дергач где? Туда уехал. Так надо за ним! Так тихо все! Алло, майор, помощь нужна? Лады. Если что, сразу сообщай. И получается, ничего я не раскрыла. Зря генерал поздравлял. Ничего и не зря. Присаживайтесь, посмотрите, как мозговой штурм идет. Прошу, пожалуйста. И ты сядь! Родзенко, ты тоже сядь! В общем, мы в курсе ситуации, но проясните, пожалуйста, детали. Ну, значит, в бане были убиты именно проститутки и индивидуалки. Их вызвали с телефона убитого банщика. Подполковника Кагарлицкого и оперативника Дергача стрелял неизвестный, которого они убили. У него документов нет, а в нашей базе нет его отпечатков. А самое интересное, знаете что? Что нет ни одного отпечатка пальцев, кроме наших с Дергачом. Ну, не исключено, что это не преступник сбежал, а свидетель, который просто прятался в бане. Ну, или же сам киллер. Вы убили соучастник? Нет. Это был подельник убийцы. Поэтому он устроил генеральную уборку после убийства трех человек. И, скорее всего, он был судим. Просто так тщательно заметал следы. А зачем он тогда выходил? Невозможно, отогнать машину. Они не первый раз были в этой бане, но первый раз столкнулись с банщиком. Он там недавно работал. И убили его, поняв, что у нас бывших бандитов. Так, значит, надо допросить предыдущего банщика и показать ему фото убитого. Родзенко, Папецко, займитесь. Так я и сам могу. Нет. Я запрещаю ходить по одному. По крайней мере, пока это дело не раскроем. Тогда я с ними поеду. Конечно, это же ваше расследование. Командуйте. За мной. А можно, когда все закончится, я вас домой? Вряд стараешься, а не сразу замужем. Это я тебе сказала, чтобы позлить. И ваш симпатичный опер обязательно меня проводит. Ты че, обалдел? Че, вы ж не все. Дай пошути, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А это он чего? Спит, что ли? Да, в бассейне. Мертвым сном. Так вы его знаете? Нет. Я всех своих клиентов помню. А этот в загородную баню не приходил. Ничего, получается, эта ниточка к раскрытию дела не привела? Получается так. Дай телефон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то с нами в баню не пошла? Да. Так мы с Петей потом помоемся. А-а. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как себе чувствует стукачок вашего опера, который меня сдал? Остыл, наверное, уже. Гражданин Вантеев, сейчас я проведу очную ставку. Какую еще ставку? Заводите. Сел. Ну что, гражданин Вантеев, знаком вам этот человек? Ты его завалил. Не успел. Обломись, придурок. Шатун просил передать, что он тебя на одном месте вертел. Понял? Скорую вызывай. Не надо! Я вам больше ничего не скажу. Ни одного слова. Так как по Конституции такое право имею. Вспомнил Конституцию. В камеру этого, а этого я допрошу. Встал. На выход. Можно? Ну вот мы за вас еще и очную ставку провели. Ну, мы так и не нашли того, кто сбежал из бани. Выходит, Ивантеев и его киллер к моему делу никакого отношения не имеют. Подождите. Банщик из банды Ивантеева. У них там какая-то паранойя была, и они друг друга в стукачестве подозревали. И что? Когда Ивантеева и его подельников посадили, остальные пустились в бега. А если тот, кого вы убили в бане, узнал в банщике своего? И если его не посадили, он не пустился в бега, значит, он всех сдал? Дайте фотографию убитого. Так, мне нужно пару минут. Куда она? Так надо. Опять же бои. Как вы себя чувствуете? Хреново. Жизнь. Прожил хреново. По молодости чуть-чуть. Обеспредельничал, а потом все по тюрьмам. Дети без меня выросли. Жена с другим живет. Даже тому, кто меня сдал и не смог отомстить. Вы и ваша банда людей убивали. За это понесли наказание. Вы хоть и лидер, но какой ты нефартовый. Все время именно там проигрывали. Что вам нужно? Знаете его? А что я ты должен вам помогать? Я все равно скоро сдохну. И снисхождением мне зарабатывать не надо. Мне вас жалко. Я вам устрою свидание с сыном и дочкой. Даже если вы мне не поможете. Это Серый. По кличке Бульбаш. Он не местный, он из Белоруссии. Раньше с нами работал. И брат его двоюродный тоже. Он тоже. Приезжий. Девять лет здесь отсидел. По одному делал со мной. Дешевкой поддонок. И на зоне чертом был. Баба у него здесь жила. Так может и сейчас живет? Адрес помните? Может быть. Переулок Песчаный. Дом рядом с булочной. Третий этаж, дверь прямо. Спасибо. Только свидание с детьми не надо. Чтобы они меня таким видели, не хочу. У них своя жизнь. Для них я давно уже умер. Дежурный. Тогда я звоню группе захвата, чтобы они его брали. И сама потом туда подъеду, чтобы сделать обыск. Только как задержат меня позвонить. Конечно. Спасибо вам. Вот и разобрались. Можно кофе попить. Лен, погоди. Мы тут хотели с майором предложить тебе выбор сделать. Ну, кого ты из нас двоих выберешь? Понятно. Пока я выбираю работу. Ну, вы давайте заканчивайте своими домогательствами. Меня уже в двойном сожительстве обвинили. Из-за вас. Облом. Ну, она не сказала нет. Ну, ты заметил, Ловердович? Пока выбираю работу. Вот это вот пока, оно обнадеживает, да? Значит, будем ждать. Майор. Пойдем хоть в баню, что ли, сходим? Да хватит уже, попарились. Теперь я только дома моюсь. Живее, пацаны. Живее. Добрый вечер. Здравствуйте. А вы как здесь? Не стреляли ведь? Так я ж оперативник. Ирина, а что вы делаете завтра вечером? Так это, киллеров допрашивал. Потому что этот в бане с двоюродным братом был, узнал банщика и решил его убрать. Ну, и проституток заодно, как свидетелей. Потому что после срока снова людей убивал. Правда, в Белоруссии, где в розыск попал. И боялся, что банщик, бывший подельник, проболтается, что он приехал. Угу. А можно я сейчас с вами? Извините, мест нет. А, пожалуйста, позвольте. Прошу. Да, спасибо. Спасибо. Виктория, добрый день. Здравствуйте. А мы с вами знакомы? Нет, но я хороший приятель вашей мамы. Не могли бы вы ей вот это передать? А чего вы сами передадите? А я просто не хочу, чтобы нас кто-то вместе видел. Вы же сами понимаете, какая ваша мама профессия. Ну, давайте. А что ей сказать? От кого? Она ж спросит. Да ничего, там все есть. Ну, хорошо. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну, а как в целом-то у тебя с ней? Нормально? Ну, пока не очень. Ну, вот видишь, может, там и перспектив нет, а так мог бы с работы вылететь. Все, давай, дуй. Есть. Зайди-ка ко мне, это срочно. Явилась по вашему приказанию. Так, ну, блин, ну, хватит, что мы же здесь с тобой одни. Ну, после проверки моего морального облика предпочитаю соблюдать субординацию. Ну, посмотрим тогда, что ты на я-то скажешь. Субтитры подогнал «Симон» Миша, вот ты даешь. Это же 300 долларов за билет. Подумай. Я же знаю, что это твоя любимая группа. Они всего один концерт дают. Миша. Все, давай, дуй домой, переодевайся. Заеду за тобой в семь. Спасибо. Да? К нам тут одна очень крутая группа с концертом приехала. Маша говорит, ты ее любишь. Я два билета купил. По 300 долларов. Ну, да. Прости, но я уже приглашена. То есть, я опоздал? Но получается так. Не судьба. Элина Васильевна, вы не знаете, почему Вика на телефон мне не отвечает? Может, она обиделась? Не знаю. Может, у нее бзик очередной? То давай с ней построже будь. Пока. Замерзнешь. А мы вот так. Да хватит уже тебе. Че ты мечешься туда-сюда? Тем более, женщина должна сама бегать за мужиком. Вот. Как в народе говорится, чем больше женщин, ну мы больше, тем меньше, больше она нас. Точно. Классик. Молодец. Да мне что-то на душе неспокойно. Мы же с Фикой договорились сегодня. Заявление на роспись подать. У-у-у. Соболезноваем. Для мужика брак это гиблое дело. Запомни. Да. Хорошее дело браком не назову. Да. Иди. Ох. Вот так. И что ты тут же сделал, а? Держи. Можно я тебе остальное с паучки, Анда? Ой, Петро. Что ж с тобой делать? Ладно. Спасибо. Разорить тебя твоя недоступная. Да ладно, один раз живем. Я, кстати, тоже с мужем иду на этот концерт. Так что, увидимся. У тебя откуда деньги? Я же говорю с мужем. А. А ты что, обломался? Отказала Ленка? Да ее уже пригласили. Походу, он. Шеф. Ну. Я тебе так скажу. Концерт это еще не повод для секса. Ты слышал? Хе-хе-хе. Вот. Ну, нет. Ну, вечером нужно как-то неформально одеваться, что ли. Томочка, мы же идем на концерт. Ну, что ты. Ну, мы же не оперу. Кто там? Ну, хорошо, так вот это. О! Угу. Привет. Добрый вечер. Закай. Вика дома? Так я думала, она с тобой. Нет, и на телефон не отвечает. Снова выпендривается. Вить, заходи, здесь ее подождешь. Раздеваюсь. Кстати, может, в кино с подружкой пошли. Добрый день. Добрый день. Проходи, проходи. Да. Здрасте. Вить, как тебе? Коралл. Добрый день. Гражданка, со мной. Товарищ Малак. Так, давайте, только резче. А можно нам о дежурстве поменяться? Зачем? Ну, просто я на концерт не иду, а кичать некто. Так, все, меняйтесь, мне какая разница. Спасибо. Маш, тебе что? Ну, как, вы же обещали до дома подвезти. А, да, поехали. Приветствую. Здрасте. Здрасте. Вот гражданка заявила, как девушку в джип затащили, а сотовой ее выбросили. Да, да, я у парка. Я телефон подобрала и в полицию. А, у парка? Это не наш район. Все, извините. Это сотовой Виктории Федоришиной. Он разбит был, поэтому только сейчас это определили. Так, Маш, ну-ка, давай всех ко мне в кабинет и Попецка верни, если он уехал. И Семеновича позови. Хорошо. Ну? Есть записи с камер наблюдения, как ее похитили. Но еще в парке обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями. На записи видно, как Виктория Федоришина незадолго до похищения встречалась с мужчиной, которого пытались убить. Но он бежал. А второй его защищал. Завалил одного из нападавших, но сам погиб. Страсти какие. Да не говорите. Параховчков уже ушел. Позвонить ему? Не, не надо. Семенович, сгонять за Федоришиной она должна быть дома. Давай только в темпе. Я записи похищения привез. Можем посмотреть. Угу, давайте. А со свидетелями потом пообщаемся. Надо бы еще Родзянка вызвать. Он все-таки жених, много чего о ней знает. Давай, Папецка, набери ему. Ну, я не знаю. Но все равно чего-то не хватает. Украшений. А ну, дай-ка мне шкатулку. Да, да, да. Вот. Да. Нет. Смотри. В смысле похитили? Вот это идеально. Вы что там, сговорились-то, что ли? Вот это иди. Вот суки. Да, да. Я их порву. Витя, что там? Не знаю. Ничего не понятно. Папецка звонил, говорит, что Вику похитили. За нами Семеновича отправили. Как похитили? Какой ужас. Так, подождите, хватит перечитать. Миш, что там? Сейчас приедем. Ну, что? Ничего не объяснил. Но ничего не отрицает. Поехали быстрее. Держите нас в курсе. О, господи. Да что же это за изверги такие? Томачка, ну все. Ну, успокойся, ну хватит. Ну, сейчас теперь будет. Послушай, а ты Викиному отцу позвони. Он же полицейский. Может, поможет. Альберт, Жейку похитили. Не знаю. Ну, кстати, в Париже, когда похищают людей, да заткнись ты со своим Парижем, дура. Вот беда, так беда. Не каркай, Семенович. Мы ее все равно найдем. Нам по закону не дадут вести ее розыск. Мы люди заинтересованные. Стоп. Ты что? Кажется, я знаю, кто это сделал. Кто? Так, выезжайте, я сам разберусь. Там по закону не получится. Витя, вернись, вернись! Ну и куда теперь? За ним? В отдел поехали. Хорошо, жестче. Хорошо, хорошо, двигайся, не стой на месте. Аккуратней. Вставай, 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 вставай. Работа, речь. Слышь, урод, где Вика? Куда бессменные обуви? Пошел ты. Сейчас нам еще расскажу. Руку убрал? Пошли. Руку убрал и все равно. Спусти его. Руку убрал. Руку убрал. Вы что вы стоите? Вставай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хватит! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Рюкзак, девчонки. Там папка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Босс сбежал. И Лешего завалили. Но его с нами не свяжут. Он пришли в наемник. Выбокорезы. И девку зачем с собой притащили? И она видит наши лица? Так мы ее потом завалим. Так она кой? Вы ее вообще сюда привезли. Она с боссом встречалась. И он ей вот что передал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На чердак ее. Ищите босса. Иначе я вас на ремни порежу. Вы что стоим? Ты пока ехала, мы раз пять посмотрели это видео. Этой дорогой Вика все время возвращалась из университета. Ее точно ждали. А что там эта свидетельница, которая заявила, говорит? Ну, я ее опросил. Она ничего нового не показала и отпустил домой. Ясно. К Вике подходил босс, и недалеко была кула. Интересно. А что за папку ей передали? И откуда вы босса знаете? Он два раза предлагал мне работать на него. Я отказалась. О чем следователь Федоришина подавала мне рапорт? Жалко, что мой лучший стукач в бегах. Но я других своих поспрашиваю из-за этого босса. И я своих опрошу. Нужно пробить его адрес и группу туда. Да вряд ли он после такого покушения дома сидит. Но дом обыскать надо. Я не понимаю, мы так и будем сидеть? Я жду звонок от Родзянко. Он сказал, что знает, кто похитил Вику. Он это в машине сказал и выскочил, и куда-то умчался. Блин, что ж ты молчала? Не берет задрыга. Так, Дергач и Папеско, учите к своим стукачам. Одного Родзянко надеться не стоит. Есть. Ладно, пойду в доме Басова, обыск устрою. Официально я веду это дело. Так что по любым новостям звоните. Ну, не лезьте сами в расследование. Так скажете. Если Вику похитили, что-то хотят от меня. Только что. Главное, что она сейчас жива. Алло, я слушаю. Ясно, а где он? Ясно. Звонили из больницы. Родзянко пытался кого-то задержать. Он самому от метения. Я поеду. Я тоже. Так, давайте, Лена Воробьева, дуйте к Родзянко. Маша, а ты езжай в морг. Там узнаешь, что по убитым. Может, они как-то были связаны с похитителем Вики. Только смотрите на глаза этому рогу, и мне попадитесь. Да, ясно. Я не знаю, кто это. Только не надо из нас делать идиотов. Эта папка, если ее продать нужным людям, стоит миллионы долларов. И дал ее тебе, незнакомец. Я говорю правду. Ты что, не поняла? Что здесь надо говорить правду? Я говорю правду. Говори! Кто? Куда? Завел тебе! Не все эту папку! Ну? Мария, может, все-таки довезти? Да пешком быстрее, Семенович! Где он? На переломы проверять. А вы просите, кто? А, ясно. А я тренер. Ваш придурок летел в мой спортзал. Сразу он напал на него. Так мы с боксерами вступились. А он моим спортсменам нанес травмы различных степеней тяжести. А вы вот так в сторонке стояли и наблюдали за всем этим, да? Нет. Мы вырубили его. А потом вызвали полицию. Ну, сейчас дежурный следователь опрашивает моих потерпевших спортсменов в их палатах. И хочет возбудить уголовное дело. Ясно. Мне Родзянка уже после рассказал, что Вику похитили. Он думал, что это я, потому что видел меня с приятелем на джипе. Но, если что, на Вику я не претендую. У меня невеста есть. А вы что тут сидите? Он вас тоже травмировал? Совсем немного. Мы просто хотели узнать, как он тут. И вообще следователь сказал, подойдет нам. И мы хотели попросить его не возбуждать дело. Ну, сорвался парень. Ну, с кем не бывает. Да, вы правы. Все равно он доложит все начальству. Так что его так отписывать часть, что мало мне покажется. Вику нашли? Нет. Ты как? Да нормального перелома в сотрясении нет. Потому что мозга у тебя нет. Мы с тобой столько времени потеряли. Давай сиди здесь теперь и жди следователя. Я приеду. Позже помогу. Ну что, как там, Витя? Бронебойный наш, Витя. Наломал дров, конечно. А я ему давно советовал. В группу захвата перейти. Что бы Морге сказали? Ну, у тех двоих, которых в парке убили, документов при себе не было. Но я откатала отпечатки пальцев, так что надо в отдел ехать. Сверять по нашим базам. Вдруг совпадения будут. Если убитые ранее где-то засветились, их отпечатки точно есть в нашей базе. Но это плохо. Потому что их подельники наверняка в курсе, что они были судимы. И пустятся в бега. И если мы не установим, кто убит, то вся надежда на наших оперов, что они через своих агентов найдут Сакуу и Боса, а через них можно выйти на Вику. Семенович, подожди. Ну, а может, это они ее и похитили, а мы тут что-то не понимаем. Поехали в отдел. Поехали. Поехали. Ты расти ради него дома. Прошу. Привет, начальник. Ты что конспирацию нарушаешь? Без собаки пришел. А я сам целого зоопарка стою. Ты за Басова, с погремухой Босс, что-нибудь слышал? Нет. Я слышал, как кисели слива на крестах варек подломили. А еще... Так, давай, не тарахти. Ты поспрашивай там у своих из этого босса. У него еще помощник, а с погремухой акула есть. Лады. Это тебе. Я ее для конспирации украл. Пусть у тебя послушат. Нет, ты что? Да, ты конкретно... Беспонтовый. Давай, пока. Эй. Эй. Ты что? У дороги нашел я подкову. Это к счастью, коль верить поверью. Как приду я к родимому дому, так ее я повешу над дверью. Для кого так надрываешься? И кого ж нет вокруг? Исключительно для души читаю. Слышал что-нибудь про Басова? Конечно. Замечательный артист был. Еще он фильм «Щит и меч» снял. Как режиссер. Слушай, Пегаса, ты вообще своим делом занимаешься, а? Я про того Басова, который босс. И про его подручную акулу. Про них я тоже слышал. Но они сильно высоко витают. А я, как в пьесе Горького, на дне. Но подкову свою я не брошу. А оставлю ее на удачу. Хоть какая-то будет мне ноша. К сухарям доводиться в придачу. Благодарим покорно. Ладно, хорошего ее живется. Ты же сидел с акулой вместе. Ну вот, поспрашивай о своих нищих. Где он может сейчас гоститься? И про Басова заодно узнай. Понял? Смотрю. А появится дом, пригодится. Мне подкова заветная эта. Может, все же я счастливым родился. Ведь нашел для себя ту примету. Только что звонили, в доме Басова никого нет. У меня есть оперативные данные, что он обналичкой занимается. Черный нал отмывает. Причем, работает не с мелочевкой, а с огромными суммами. Елена Васильевна, крепитесь. Я это дело взял под личный контроль. Спасибо. Присаживайтесь. Ну, что там? Маша проверяет отпечатки пальцев убитых. Так, зря старается. Мы их уже пробили. Там один приезжий. Судим 8 лет назад. Сейчас выясняем его связи. Это выходит, мы время потеряли из-за этого Рогова, который не дает нам официально дело вести. Так я на такую клизму вставлю. Тут не до инструкции, когда такое происходит. Здравствуйте, товарищ генерал. Я пробила пальчики. Маш, да знаем мы уже результат. Я поговорю с Роговым, чтобы он держал вас в курсе. Ну, и вы, если что, узнаете, сообщайте ему. Обязательно. Ну, а чего вы про своего родзянку-то молчите? Или вы думаете, мне не доложили о ЧП в спортзале? Воробьев, что там с этим троглодитом? Ну, вот чего. Он, ну, в общем, он чуть не искалечил этого бывшего ухажера Вики. И, ну, и заодно еще несколько боксеров из зала в больницу отправил. Его тоже, конечно, немного подмяли. Если хоть один из пострадавших заявление напишет, я его отмазывать не буду. Я тоже не буду ему помогать. Надоел он уже боковать. Здравия желать, товарищ генерал. Есть что умное сказать? Я поговорил со своим стукачом. Он, он попробует узнать про босса и ЛКУ. Ладно, работайте. Елена Васильевна, держитесь. Я стараюсь. Ладно, я тоже пойду. Хочу одна помнить. По поиску звонил. У него тоже глухо. Ну, не стойте, вы так думайте. Да куда уж нам, если сама Фидаришина не смогла? Да она просто от горя мыслить не может. Ну, все, вперед. Носом землю рыть. В атаку. Ну, Машинами, ну хватит рыдать. Ну, это даже примета плохая. Томочка. О, кто-то пришел. Открой, пожалуйста. У меня отнялись ноги. Ой, хорошо, что вы пришли, потому что я уже замучилась просто с ней. Альберт. Привет. Ну, что там, привет. Я только что звонил, Лена просит не мешать в отделе. Сделай, как она говорит. Ну, просто так, я тоже сидеть не буду. Я вот что подумал, нужно обыскать вещи Вики, вдруг след какой найдем. Точно. Сиди, я сама. Так, 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 так. Вот. Вот уже. Кстати, кстати, надо обязательно компьютер проверить. Ну, там почту, соцсети. А вдруг кто-то там куда-то ее заманил. Ты ее пароли знаешь? Откуда я знаю пароли, Том? Вот сумочка еще смотрит. Я смотрел уже. Кому ты должна была отнести эту папку? Вот упорная. Короче, надо отдать ее нашим торпедам. Она быстро расколется. Надо дождаться, пускай не пробьют, кто она такая. Ну, или так. Нужно начать прессовать уголовников в городе. И кто-то явно сдаст босса. Лишь бы прессовать, придурок. Потому что у тебя в голове вместо мозгов пять пачек маргарина. Может, хватит уже ругаться, а? Ну, где-то он прав. Чего мы сидим? Ночью просто так по городу бегать. Мне только что сообщил дежурный. Да сядь ты, похитили ее. Так, Дергач, позвони своему стукачу, пусть пробьет за акулу и босса. Он сам позвонит, если что. А они-то тут при чем? Они встречались с Викой за три минуты до ее похищения и могут быть причастны. Кажется, я знаю, как пробить их. Буду через час. Давай, удачи. Ну, что, нашли? Пока нет. А ну-ка, вези эту следачку сюда. Заодно и полкана перехвати, если получится. Сделаю. Ну, все, слились. Достал бы все дети в отихате, как крышаки. Ничего. Я думаю, уже недолго осталось. Вот когда ее родаков сюда привезут, я эту шалаву упорную точно завалю. Хоть душу оттяну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Чего звонил, гражданин начальник? Помощь нужна твоя, Захар. Вовремя нам настали. Следователь рецидивиста о помощи просит. Только ты не по адресу обратился. Я в уголовке не служу. Кончай, Захар. Мои коллеги дочь выкрали. Я знаю, ты по понятиям живешь. И беспредел всегда пресекал. Говори. За этим стоит босс и акула. Это Басов, что ли? Он. Знаю за него. И ты правильно подметил. Я по черной жизни иду. И поэтому босс твой для меня всегда барыга был. Хоть и миллионами ворочен. Я вот понять не могу. Ему что, денег мало? Что он детей начал красть? Может, он сам в какой-то замес попал? Короче. Где он гасится, я не в курсах. Искать бесполезно. Ну, ниточку одну я тебе дам. Говори, я в долгу не останусь. Мы когда-то сами его вели, когда на бабки выставить хотели. Но потом узнали, что за ним воры в законе стоять и трогать не стали. Но информации много насобирали. В частности, что он мазохист. И очень часто к себе одну шлюху вызывает. Эльвиру. Эльвира. Значит, она практикует садомазок. Как ее найти? Таких в городе немного. Поэтому сам найдешь. И помни. Если срастется, ты у меня в долгу. Я слово держу. Поэтому с тобой и говорю. Дергач, я пробил. Надо искать проститутку Эльвиру. Она садомазом занимается. Босс ее часто к себе вызывал. Понятно. Давай на связи, отбой. Он еще и извращенец. Надо с сутенерами поговорить. Ну, бери поплеску и вперед. Можно и с ними? Нет. Почему? Тоже головой надо думать. Так, может, я поеду? Не надо. Мы сами справимся. Поехали. С Богом. Так, остальные продолжайте заниматься текущими делами. Следующий Доришин, это естественно не относится. Я никогда не чувствовала себя такой беспомощной. Я ни о чем думать не могу. Ни о чем. Ничего, Лен. Все будет хорошо. И мне кажется, что именно босс похитил Вику, а папку в парке дал ей... Даже не знаю, для чего он дал эту папку. Хуже всего здесь торчать. Слушай, кому мне ее оставить, а? Чего? Ты папку мне собаку оставил. Сидит она там. Слушай, Виктор, тебе собака не нужна, а? Да хорош ты со своей собакой. У меня Вика пропала. Да не психой-то. И это-то при чем, а? Слушай, собаки, они как люди. Только верные. Да пошел ты. Псих. Выходи. Давай, 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 шевелись. Черт, где никому? Шагай. Заливай. Мужики, у тебя... Че задумали? Давай, давай, шагай. Вы? В последний раз спрашиваю, где Эльвира? Если братва узнает про привычки босса, они его опустят. А если я вам расскажу про его личную шлюху, то он меня завалит. А вы мне по закону ничего не сделаете. Да ты до сих пор не понял, что ли? Мы ничего по закону с тобой делать не собираемся. Слушай, а че мы с ним цацкаемся, а? А давай сейчас вниз его кувыркнем, а там и добьем. А я слышал, ты богатым извращенцем несовершеннолетних продаешь? Да когда это было? Срок давности по уголовке давным-давно истек. Я сейчас только со взрослыми работаю. Короче, мужики, мне в натуре кажется, мы его теряем. Слушай, а давай мы его при попытке к бредству весим. Мужики, не убивайте, пожалуйста. У меня есть телефон этой Эльвиры. Ты давнула бы так. Ну, Томочка, ну давай я хоть на картах погадаю, что ли? Ну, Вика жива, нет. Не каркай, дура. Прости. Ты только не волнуйся. Тихо, 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 тихо. Помогите! Помогите! Боже мой! Закрой дверь. И никому кроме наших не открывай. Боже мой! Вызывай скорую, скорей. Ленке звоним, потом скорую. Там сейчас наши опера одного сутера допрашивают. Звонила моя сестра. На ее квартиру напали неизвестные. И они требуют, чтобы Вика осталась жива. Я должна ехать туда. Разрешите, я поеду туда? Не разрешаю. Туда поедет полковник Федоришин, следователь пороховщиков, эксперт Кацман. И усиленную группу с собой возьмите. Есть. Послушайте. Басов неоднократно предлагал мне работать на него, обещал хорошие деньги, но я отказалась. Он отдал Вике папку, чтобы та передала мне. В папке компромат на тех, кого боится босс. После этого на него напали, но он сбежал. Но, вероятно, за ними следили, видели их встречу с Викой, потому что именно после этого она пропала. Те, кто похитил Вику, они не могут найти Басова и опасаются, что он опять выйдет на меня. И хотели заманить меня через сестру. Логично. А почему же все-таки босс так и не вышел на вас? Ну, вероятно, с ним что-то случилось. Или он понял, что я не буду ему помогать, а остальным сотрудникам он не верит. Да, хорошая у полиции репутация. Если выводы Федоришиной подтвердятся, ей-богу, уйду в отставку. Я за репутацию полиции? За комплексом неполноценности. Чувствую себя рядом с ней полным оригофрэном. Товарищ генерал, вот, нашли Путана, которая садо-мазо практикует и часто обслуживает босса. Но она молчит, как рыба об лед. Разрешите, я сама ее допрошу. Разрешаю. Пойдемте. Свободны. Есть. Ну вот, и Путану поймали, и Федоришина голову включила. Все, теперь дело пойдет. Бай бог. Только вы сильно не старайтесь. Я вам все равно ничего не скажу. Потому что моих, типа, коллег, которые болтали о своих клиентах, зверски грохнули. Эльвира, с ваших слов я понимаю, что вы знаете, где босс. Иначе бы вы сразу сказали, что не в курсе, а вы говорите, что не будете отвечать. Он кого-то боится, потому и прячется. А он сам вышел на меня через мою дочь и просил о помощи. А сейчас моя дочь пропала. Я вас уверяю, он скажет вам спасибо, если вы нас сведете. Да, походу, он реально прячется. Просто он жить не может без Садамаза, поэтому меня вызывал. Уже не к себе домой, а в какую-то халупу. А Кула с ним? Да, с ним. Но он тоже гасится. Я им еще продукты вожу. Только я все равно не верю мусорам. Давайте сделаем так. Я ничего не скажу своим коллегам. Мы поедем туда вдвоем. Хорошо. Только мобильник здесь оставьте свой. Я его оставлю у себя в кабинете. По дороге вызовем такси. Елена Васильевна, ну как? Ничего, пока. Прости, Семенович, не до тебя сейчас. Семенович, не до тебя сейчас. В больницу не испортит. А может быть сухожилие задето. Давайте. Ой, Боже. Да успокойся, все нормально. Вы, если что, звоните. Так вот, Томочка, она потом выбила пистолет у этих бандитов. А вы уверены, что нападающие были без перчаток? Ну, конечно, конечно. Да, беспредел хуже, чем в девяностое. Нападать на квартиру сотрудникова, это уж слишком. Кстати, вот во Франции... Маш. Аккуратней. А с технозой не спрячешься. Я там себя чувствую, как рыба воня. Ну, ты, Акуленыч, как хочешь, а я за Бугром свалю. А мне за Бугром не нравится. Там люди какие-то ненастоящие, фальшивые. Ну так, а что ты всю жизнь бегать будешь? Не, что-то я подустал. Отбегал уже свое, видимо. Вы это, когда свалите, я, наверное, к бабке поеду, в деревню. Отсержусь там, отдышусь, пока не найдут. Они ведь найдут. Все мазу воровская, зная, что черная метка у нас. Все ясно. Молоко с булочкой и доярка дурочка. Они же грохнут. Зато это на воле погибнув в бою, как викинг. Куленыш и куленыш. А? Куленыш и куленыш. Как викинг. Куленыш и куленыш. Куленыш и куленыш. Я это, чефирочку-то пойду заварю. Да, только в доме не кури. Эльвира открой. А, вот это сюрприз. Тополь давай. Ты что делаешь? Ты что делаешь, я тебя спрашиваю? Ты нахера шкура следачку притащила, а? За нами слежки точно не было. Телефон она в кабинете оставила. Где моя дочь? Где моя дочь? Ее похитили. Кто? Вога и цирку. Помоги мне их найти. Босс, ее нельзя отпускать. Нельзя. Таксист сказал, что высадил их здесь. Значит, зря ты на меня наезжал, и мы их не потеряли. Следы бабские вот туда ведут. Мусора! Мусора! Ты что там, а? Что там? Боже, это менты-то вовнули. Ты что сделала, падаль? Сука! Стоять! Это не я! Все замерли. Я буду стрелять. Можешь не сомневаться, выстрелю. Речь идет о моей дочери. Ногу ранила! Сдаюсь, сдаюсь! Не стреляйте! Алло, следователь пара хопщиков. Скорую срочно, в Яблоневку. Заходим за мной. Воробей, ты как? Ничего страшного, царапина. Не стрелять, я сдаюсь. Где Вика? Какая Вика? Девушка, которую вы похитили. Я покажу. Я всех сдам. Я мимо стрелял. Я водитель. Это все они. Я ведь вашей дочери папку передавал в надежде, что нас прикроете, а цирку лесгогой возьмете. Это ведь они на нас убийство повесили и крест поставили. Да. А этот приговор-то без вариантов. Только кто знал, что они за нами уже следят? Папецка, давай, пакуй их. Пошли. Да, ну что это? Дамочка, тоже с нами пойдемте. Вика жива? Она на даче угодит. Сейчас поедем. Ленка, это ты правильно решил, раз они в дом сестры вломились, значит, они за делом следили. Поехали уже. Поехали. Только предупреждаю, опять будем без группы захвата. Касман набери. Да, хорошо. Ну что, рахиты, с одним мужиком справиться не смогли? Пушка вам зачем? Мы ее там оставили. И мы без перчаток были. А крот ведь судимый. Его тоже с нами повяжут. На колени! Да ты что, братан, успокойся. Это правильно. Надо телку еще завалить. И за богу орвалить. Не двигаться! Где она? На чердаке. Давай. Лену зови. Лена! Где Вика? Витя за ней пошел. Дочка. Дочка. Да, как ты? Все хорошо, не переживай. Просто ссадины. После такого я точно не на юридический в культе переведусь. Чтоб таких уродов сажать. Меня зовут Роман. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok